Под прошлым видео кто-то пожаловался, что воды ему оказалось недостаточно. Ввиду чего я разморозил и пригнал под ваши окна Нептун, блядь. А потому перескажу и объясню тебе практически всё, что есть в этой игре, включая собственные впечатления. И с точки зрения нарратива это, между прочим, очень важно. Не расскажу я тебе только про китайский DLS, ибо благородную азиатскую мову может понять только мудрый восточный дракон, а из меня получится максимум полупридурковатая выдра. И если тебе покажется, что тебе втирают какую-то совершенно ненужную дичь, значит пока что ты ещё не осознал весь необходимый контекст. Наверное, в этой части разбора следует сказать что-нибудь воодушевляющее. Но в последующем контенте нет места богу, так что здравствуйте, уважаемые жители каких-нибудь там населённых пунктов. Жителей болот также не осуждают. Каждый живёт где может, времена сейчас тяжёлые. А закусившийся военком способен развивать скорость до 12 метров в секунду по пересечённой местности. Как ты можешь видеть, в названии «Видевый город» стоит цифра 2. Что якобы должно предполагать для тебя дополнительный квест в виде просмотра первой части этого грандиозного фэнтезийного эпоса про приготовление каши в походных условиях. Но, знаешь, я разрешаю тебе этого не делать. Ведь не то, чтобы информация оттуда строго необходима для понимания происходящих событий. Просто позволяя чуть-чётче уловить авторскую мысль, отсылки, фансервис и прочие бла-бла-бла, чтобы растянуть вступление. Возможно, сюда стоило поместить ещё какие-нибудь предупреждения. Например, о нецензурной лексике, самое блять время. Рассказать, что аналогия с пищей всего лишь аналогия на половые отношения. Упомянуть про своеобразный метод подачи сюжета, из-за которого игру придётся перепроходить несколько раз. И не трогай гайды. Бэктрекинг — это часть нарратива. Как обычно, бла-бла-бла — это игра в первую очередь эмпирический опыт. Бла-бла-бла, обязательно пройдите её сами, если не жаль потратить 30 часов своего свободного времени в очередной дрочильной на RPG-мейкере. Но, знаешь, я не буду тебя всем этим душить. Вы уже взрослые мальчики и девочки, и я надеюсь, осознаёте свою собственную ответственность при поглощении сомнительной информации от этих ваших ютуберов. С тобой снова говорящая голова, которую скоро заменят нейросети. Приёмный брат братьев Горим, мать приживала Ганса Христиана Андерсона, а также любимая вайфу Льюиса Кэролла. И сегодня мы вновь погружаемся в кроличью нору черношных душ. Так как у нас здесь не абы что, а треть от объёма войны и мира, с учётом перевода на французский, предлагаю тебе краткое оглавление нашей работы. Наслаждайся, запоминай, желательно не ищи скрытых смыслов. Больше мы к оглавлению, скорее всего, не вернёмся. Первое, что мы обнаружим при входе в игру, это самое потрясающее с точки зрения дизайна оформление диалогового окна. Какое я в принципе когда-либо видел своей насыщенной жизнью. Нет, я допускаю, что спустя 40 часов игры у кого-то от этой мешанины даже не вытекли глаза. Предполагаю, что в будущем оно могло бы стать изящным сюжетным ходом. Однако лично меня хватило ровно на 4 минуты пролога, после чего я открыл меню и понял, что диалоговое окно – это не самая большая наша проблема. Через мешанину карточных мастей на меня смотрел сам Йокса Тот. Гибельная вселенная раскрывалась всеми гнилостными гранями бытия, погружая в бесконечное во всех направлениях безумие. Человеческий разум не был способен выдержать этот поток информации. Начало и конец, альфа и омега, циклы жизни и смерти, зарождение вселенной и положение в ней каждой частицы от момента сотворения. В тот миг всё безграничное мироустройство стало для меня абсолютно понятно. И к счастью, после этого эпилептический припадок закончился. Так или иначе, но в результате откровения от космоса, моя дальнейшая дорога приключений привела меня в файлы игры. Где можно найти вот эту замечательную текстурку в папках Graphic System и закрасить её к этим вашим зелюкам чёрным цветом. Ну а так-то, конечно, никакого негатива. Тем более резервный файл я так или иначе сохранил и запомнил его содержимое. В сказках всевозможные карточные масти вроде как считаются атрибутом Страны Чудес и прочих мошенников. И я допускал, что в дальнейшем из этого можно развернуть своеобразный сюжетный твист. Когда спустя полсотни часов игры, из угла экрана вылезет безумный шляпник и скажет, что твоё севшее до минус 15 зрение является изрядно затянувшимся пранком. На всякий случай про спойлерю этого не произойдёт. Карточные масти не имеют никакого смысла, кроме стилистического. Аналогичным образом можно поменять рамку вокруг диалогового окна. Или, например, скопировать этот же файл из предыдущей части. И вообще, береги здоровье с молодым, наклепай от ворвиглазных текстурой, потом мучайся. Кхм. Предыдущий цикл завершён. Последняя страница сказки сменилась на первую в новой книге. Не изменен лишь тот факт, что главный герой всё так же является тем самым гримом, которому всё так же не дают выбрать его собственное имя при создании персонажа. Давая возможность заспидранить сюжет чуть меньше, чем за минуту. Впрочем, раз уж мне не дают называть своего персонажа по его настоящему имени, придётся взять какой-нибудь максимально нейтральный псевдоним. Что-нибудь такое яркое, броское, невинное. Самое то для печати в детских журналах. Далее идёт выбор класса. Опять же, ни на что принципиально не влияющий. К тому же, вор всё ещё показал себя как машина хаотического морального саморазрушения, поэтому, конечно же, я выбрал именно его. Вопрос о том, согласен ли ты ломать пасту, чтобы она помещалась в кастрюлю, всё так же вызывает итальянский космодесант по твоему месту жительства. Так что, мамма миа, не вставай на эту скотскую дорожку и всегда отвечай отказом. К тому же, не то, чтобы лично мне предоставлен хоть какой-то выбор. Ибо даже в этих сценках есть сюжет. Как больно. Как больно. Да и не то, чтобы выбор предоставлялся вам. На то же нежелание засыпать по команде, рассказчик с доброй улыбкой предложит «Не вы***ься» и запустит принудительный ребут. Наверное, по первой части ты ещё должен помнить о таком персонаже, как Алиса-02. Возможно, кое-кто даже успел позадаваться определёнными вопросами по поводу её личности, а также возможности погасить целую вселенную посредством нажатия рычага в подвале. Или, что более важно с точки зрения сюжета, кем она приходится гриму. Так вот, любые твои актуальные предположения были озвучены японцами ещё в 2015 году. И автор весьма своеобразно обстёбывает все самые морально неоднозначные теории, возникшие у игроков после прохождения первой части. Кто такая Алиса? Типично анимешная сестра главного героя. Его гиперактивная дочь, мечтающая о походе в самый обычный парк развлечений. Может быть, чем чёрт не шутит, мать с нездоровой любовью застревать в стиральных машинах. Уверен, что список мог бы быть и шире. Просто художнику было откровенно лень отрисовывать каждый арт отдельно. Я не буду раньше времени спойлерить тебе причины такого предложения. Просто послушай голос разума в моём лице. Вспомни про мораль, про теги данной новеллы. И ни в коем случае не выбирай Алису дочерью. Даже если тебе покажется этот ход правильным с нарративной точки зрения. Иногда цари-праведники в лике святых могут наносить удар с совершенно неожиданного направления, оставляя после себя неизлечимые психологические и юридические последствия. Оно тебе не нужно, Уничан. Мы всё-таки не в Японии. Вне зависимости от совершенного выбора, после недолгого разговора Алиса вдруг пропадает в неизвестном направлении. А окружающие декорации начинают разрушаться. Удар за ударом земля под ногами исчезает в бездню. А затем туда же отправляется и сам Гримм. Чувак, эта вечеринка отстой. Я, бля, ненавижу всех этих людей. Собственные отражения безэмоционально следят за его падением в очередной цикл истории, где ещё недавно он сам был своим собственным кукловодом. Кроличья нора имеет множество неизведанных уровней, и для каждого нового путешественника её глубина будет различаться. И некоторые пути открываются только тем, кто проиграет все варианты прологов со всеми диалоговыми ветками со старта игры. Очнувшись по колено в крови, он обнаруживает лишь вновь и вновь сбрасываемые вниз тела. В этот момент заключённая в теле нежити воплощение геноцида обретает цель. Во что бы то ни стало найти и вернуть Алису. И если понадобится, в процессе вырезав весь очередной сказочный мир. А затем устроить нормальный и совсем не метафорический пикник с сестрой. Наконец-то отвезти дочь в парк развлечений. Найти мамане нового хахаля. Что? К релизу второй части у Миядзаки-младшего наконец-то начали появляться деньги на полноценные текстуры. Ввиду чего сказочное Зазеркалье начало приобретать всё более причудливые и сюрреалистичные тона. А если в первой части Лив пользовалась бесплатными ассетами и худо-бедно организованными на коленке спрайтами врагов, то ко второй каждая локация приобрела собственный шарм и индивидуальность. Совсем не сравнить с бесконечными полями Затерянного Королевства. Ты быканул или мне показалось? Показалось, даже вся эта переусложнённая речь про текстуры была нужна лишь для того, чтобы ты вдоволь насладился милыми кроликами-трупоедами, положившими всю группу короля Артура, искавшего Грааль. А чувак по ту сторону микрофона продолжал что-то там говорить на фоне. Начать пересказ первой части моих приключений я бы хотел с философской притчей. Однажды один мальчик фармил высокоуровневые болота, имея 50% шанс на мгновенное убийство врага. Теперь же тот же самый мальчик возмужал и делает это с 10%-ником. 10%-ником. Сука. Боль, безумие, боль, боль и боль. В основном ментальное, но тем не менее. Это именно то, что испытывает начинающий вор, вступая в свою первую схватку в этой игре. Возможно, звёзды просто сложились в легендарную фразу кожевника. А возможно, обезглавливание перестало работать на врагов. И в случае успеха регистрирует целых 24 единицы урона из примерно 500 необходимых. А в случае неудачи регистрирует мой переломанный хребет. 10 к 100 это почти как 1 к 2, только не срабатывает абсолютно никогда. Но она же безголовая, чего ты вообще ожидала, да? Не ожидал я именно такой глубокой работы данной механики. А ещё того, что вот эти зомби, видимо, имеют иммунитет мгновенной смерти. Которая помимо обезглавливания, например, могла бы накручиваться находимым дальше по сюжету кольцом. Но они же не только безголовые, но ещё и зомби, да? Как они могут умереть? Но самое смешное, смотри, вот это тоже зомби. И на него этот эффект, опять же, сука, работает. Причём эффект мгновенной смерти, это не когда тебя гасят превосходящим уроном и уровнем. А мгновенная смерть, когда плюшевый мишка использует на тебя свою победу в бою на 150 уровне лабиринта. А ты сам в своей пустой гордыне в последний раз сохранялся перед входом. Обезглавливание всё ещё осталось моим любимым умением. Потому что я прошёл игру полностью, и за всё это время она сработала дважды. Дважды! Я потратил на попытки полтора часа, я 15 раз забил безголовую женщину автоатаками, пока ждал перезарядки своего сочного ваншота. Убил какого-то там недобосса первым уровнем, несколько раз переварился в змее. И только тогда оно сработало. Один раз. Чему я так удивился, что ко всем хренам снес все свои сохранения, лишь бы боганувшие вероятности не привели человечество к всеобщему дефолту. Откровенно говоря, в определённые моменты игра в Чернушные Души ощущается весьма фрустрирующим. Как ты играешь в другие же RPG? Пофармил уровень ради более лёгкого прохождения локаций? Закупился расходниками для своевременного лечения? Может ещё и нашёл себе локацию по уровню и не уходил с неё, пока не выполнишь все квесты? В это же время Black Souls порой выглядит, как будто бы ты бежишь задним ходом на четверейках, осеняя себя крёстными знамениями и целуя землю ради передачи бафов на площадь. Ибо в идеальном прохождении вместо фарма и убийства всех боссов ты занимаешься тем, что ищешь обходные пути и буквально убегаешь от всех встречаемых угроз. Несмотря на то, что умение ваншота отказывает срабатывать в твоих руках, каждому поголовно врагу об этом почему-то сообщить забыли. И у них ваншоты работают исправно. А чем больше ты узнаёшь про механическое устройство игры, тем отчётливее становятся молитвы уже всамделешному богу. Кто-то он удивится, когда будет проверять логи поступающих восхвалений. И всё это могло бы компенсироваться тематичной для игры книго-рецептов. В принципе, тем, для чего игра и создавалась. Благо, с точки зрения кулинарных поединков, вторая часть также стала несколько разнообразней. Тут вам покажут рецепты из морепродуктов, птицы, всевозможные шавермы со своеобразными добавками. Иногда даже попадается откровенная просрочка, которую Андетт в своём дреном невежестве пожирает большими столовыми ложками. Ещё даже не догадываясь о том, что ждёт его за это впоследствии. Последствия. Вот что по-настоящему иссушает неподготовленного игрока. Алиса, Алиса, куда же пропала Алиса? Столько направлений и так мало зацепок. Но ведь грим — это не просто случайная нежить. Это компиляция из нескольких сказочников. Один из которых был автором Страны Чудес. И который прямо сейчас оказался в собственной книге. А значит, вполне может предположить необходимый вектор движения по изначальной версии сказки? Хм, как же там было. Когда Алиса последовала за белым кроликом через кроличью нору в Страну Чудес, девочка начала повсеместно попадать в самые абсурдные ситуации. Еда и предметы случайным образом уменьшали и увеличивали её в размерах. Нифка лидового пространства снова и снова бросала вызов рассудку ребёнка. Между прочим, и так не способного воспринимать такое большое число измерений. Из-за недопонимания кор-механик Чудеса Того Мира, потерявшаяся девочка могла расплакаться, а затем случайно уменьшиться, тем самым едва не утонув в собственных же слезах. Или в том, что здесь выступает жидкостью-заменителем. Где-то там, в море слёз, она встречает различных животных, что рассказывают ей байки про Вильгельма Завоевателя. И участвует в своеобразной гонке, силясь обсохнуть. Алиса отцепляется за этот осколок нормальности в ненормальном мире, и в ответ рассказывает собственную версию исторических событий. И, конечно же, поучаствует в гонке, ибо Генри всегда учил дочерей не гулять в мокрой одежде. Оставив своим новым друзьям уменьшающие перчатки, девочка вновь встречает кролика. А тот, назвав её Мэри Энн, как эвфемизм служанки, отправляет Алису к себе домой, чтобы найти какие-то там элементы гардероба. Каков нахал! Но Алиса не была бы Алисой, если бы с присущей детства непосредственностью не создавала самой себе проблемы на ровном месте. В домике кролика она выпивает очередную непонятную жидкость, и на этот раз её раздувает до размеров целого помещения. В то время как девочка продолжает находиться внутри. Какой кошмар! Кролик такой наглой экспроприации частной собственности не потерпел, и отправил по домовой трубе коварного диверсанта в лице ящерки Биль. Но на что они оба рассчитывали, выходя против главной героини этой истории, прошедшей горячей точки на частных уроках физики? Алиса попросту вытолкнула ящерку обратно, возможно даже ногами. Бросаемые в неё камешки трансформируются в пирожки, а девочка, к тому моменту уже вполне достойная от титула Великий Пожиратель, попросту берёт и ест их. После чего уменьшается в размерах обратно и стремительно скрывается с места преступления. Блуждая в поисках сада, который она видела сквозь дверцу домика кролика, бродя по лабиринтам грибных лесов, Алиса встречает гусеничку. Та советует ей держать себя в руках, и для того, чтобы обрести свой нормальный рост, откусить кусочек гриба. Вам делать того же самого не рекомендую, потому как такие странные чудес крайне любят перевоплощаться в петербургский наркодиспансер. Уменьшившись до 9 дюймов, или же приблизительно 22 сантиметров, девочка обнаруживает новый дом для лутинга, внутри которого поигрывают в нарды чешетский кот, кухарка и герцогиня. Последняя при этом крайне неумела обаюкает некоего ребёнка, и Алиса решает залутать именно ребёнка с целью его спасения от нерадивых родственников. Однако девочка изрядно переоценивает свои силы и бездарность органов опеки в деле содержания детей. И по прошествии пары минут ребёнок в её руках превращается в самую настоящую свинью, из-за чего детятка приходится отпустить, а не вернуть обратно, ага. Мораль истории такова – не берите детей из детдома и не давайте им надежду, если не готовы к несению ответственности. Ещё пара абзаца в дороге в неизвестном направлении, и чеширский кот с нисходящей улыбкой заявляет, что где-то поблизости живёт безумный шляпник, Соня-мыш и мартовский заяц. Безумное чаепитие выглядит именно так, как и звучит. Странные загадки, ответов на которые не знает даже сам задающий вопрос. Вечные притчи про коммунизм приносквозь капиталистической системе устройства королевства. Соня-мыш, едва-едва проснувшись, рассказывает сказку в сказке. О трёх кисейных парышнях, что живут в колодце с киселём, и днём и ночью рисуют предметы на букву М. Мышеловки, месяцы, математику. Мой здравый смысл при осознании, что фактически на данный момент я не завершил даже введение. И наш диалог будет продолжаться и продолжаться, пока у меня или у тебя что-нибудь не сгорит. Например, материнская плата. Или что-нибудь более низкое и органическое. В конце концов, осознав, что все аналогии в речах шляпника так или иначе сводятся к таким же низким и органическим пастам с двочам, девочка разворачивается и уходит. И наконец-то попадает в королевский сад. Что вообще-то нахрен ломает географическое расположение локации на актуальной карте, но кто я такой, чтобы спорить со сказкой? В саду по ошибке посадили белые розы вместо красных. И теперь карточные стражи заняты ежедневной обязанностью любого срочника. Красят уже посаженные белые розы в красный. Скорее всего, краску им тоже не выдавали, отчего полупокеры при первой возможности пытаются выдавить на предмет акварелей, проходящих мимо приключенцев. Там же Алиса встречается с червонным королем и королевой. Последняя крайне любит рубить головы за любые провинности, в том числе и с собственным слугом, что прямо сейчас вздумали ее нагло обмануть посредством подделки любимых красных роз. Какие беспринципные наглецы! Жалостливая девочка, однако, пособничает антисоциальным элементам и спасает карточных солдат, незаметно спрятав тех в цветочных горшках. Казалось бы, несправедливость восторжествовала. Злой монарх повержен, и законы страны не были приведены в исполнение. Но там же окажется, что эпизодическая герцогиня по приходи монарха тоже была приговорена к смертной казни. И до сих пор успешно скрывается от правосудия. Алису пробивает стыд. Ведь не далее, как 10 минут назад, она у этой самой герцогини похитила ребенка, а затем бросила его где-то в лесу. Как будто бы и не было этих двух сезонов «Улицы разбитых королей», все начинают играть в крокет. Или крокет. Используя фламинго в качестве клюшек и ежей вместо мечей. Ибо это именно то, чем занимается настоящее светское общество, наверное, очень хороший глубокий шарш. Но в делу время, а потехе час. И после развлечений Грифон и Алиса торопятся на суд над своей эпизодической подругой. На суде уже происходит самое обычное собрание ЖКС. Абсолютно всем плевать на герцогиню. Судят валета червей. Что в грязной, неглаженной форме, с особым цинизмом украл у королевы целых 7 тарталеток. А не ее горячее сердце. Что уже было готово быть похищенным. И что характерно, свидетели защиты у отставного валета один другого краша. Этот рассказывает, как готовил бутерброд. Этот впаривает, что тарталетки готовятся из перца. Вот это во время выступления так и вообще, как начнет расти, как начнет не помещаться в зале суда. Однако в этом королевстве ты можешь быть высоким лишь до определенного предела. После которого, по приказу недовольной королевы-корлицы, тебя укоротят до стандартного роста. Именно поэтому на Алису натравливают всю стражу и все присутствующие карточные козыря. Однако вместо врыва в безнадежный бой, в итоге Алиса исчезает из струнного зала и... Просыпается на берегу реки. Рядом нет никаких короликов и королев, сказочных земель, Непонятных чудес и сюрреалистичных островных законов. Только ее младшая сестра по имени Эдит смахивает с девочки сухие листья. Алиса рассказывает Эдит о странном сне и вприпрыжку бежит домой. Даже не подозревая, что меметическая угроза десятого класса опасности уже поразила вторую девушку. И теперь сестра тоже увидела страну чудес и ее кровожадных обитателей, оставшись с ними один на один. Не правда ли это довольно причудливо? Очарование ситуации в том, что восставший из кровавой ямы Гримм вполне себе может знать эту историю. Потому как он не только Гримм, но и автор всего этого сюжета по имени Льюис Кэрол. А может и не знать, позабыв страну чудес за гнетом времени и бесконечных циклов. И я не буду прямо тыкать пальцем, я лучше нарисую стрелочкой, кто именно различает два этих состояния. Давай участие игрока в нарративе станет для нас сюрпризом чуть дальше. Идущий по телам белых кроликов Гримм способен почти полностью повторить путь прообраза Алисы. Разве что события и встречи пойдут несколько в ином порядке, так как истории все-таки у нас несколько разные. Да и манипуляции с собственным ростом понадобятся только один раз за все прохождение. Скажешь, что использовать детские сказки Кагай для прохождения игр на РПГ Мейкере это плохая идея? Хм. Уже в самом начале сменивший пол чеширский код заявит, что за закрытой дверью тебя ожидает неминуемая смерть. Не упоминая, что неминуемая смерть в общем-то находится по обеим сторонам двери. А значит и бояться Гримму нечего. И если уж следовать логике сновидения, то найти Алису можно будет всего-то найдя нужного белого кролика. Или черного, или любого другого персонажа Страны Чудес, ведь пока что нам неизвестно на каком этапе своего приключения находится девушка. Но в то же время за злополучной смертельной дверью находится что? Локация, называемая Кроличьей Норой, первым этапом ее путешествия. А? 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 Однако, именно в Кроличьей Норе обнаружится первое существенное различие с ванильной Страной Чудес. Спустя пару шагов, в мир Гримма вторгнется безумный дух. Палач Кёч, чье имя стало нарицательным в английской культуре. То ли отчаянный садист, то ли не менее отчаянный неумеха. Данный индивид запомнился историей тем, что во время казней осужденных использовал затупленный топор. Из-за чего навык обезглавливания у него прямо как у меня не работал. По крайней мере с первого раза. Из-за своей жестокости палач Джек Кёч стал в английском языке синонимом смерти, виселицы и самого сатаны. Самую малость чужеродный элемент, как для детской сказки, не находишь. Даже несмотря на сопутствующий антураж. Страна чудес усеяна трупами. А также подобными Кёччу маньяками и убийцами всех мастей и полов. И если в первой части за основу всех неприятностей был взят демонический туман, карабнящий в воплощение одной идеи, то в новом королевстве ожившие сказания сумасшедшего мира начали погружаться уже в собственное. А не кем-то со стороны навеянное безумие. В общем, теперь это не Демон Соулс, а Бладборн. Да, 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 не удивляйся. Ну, сам посмотри, типичный же Ярнам. Моря крови, какие-то крабики с претензией на хтоничность. Тут и там эти ваши охотники, механика репостов. Господи, благослови боёвку в первые 10 часов 5, а потом помоги забыть этот кошмар. При снижении рассудка до нуля на крышах появляются различные безликие эксбицианисты, олицетворяя собой всё грехопадение завсегдатая в приватного режима браузера. Ибо встречает свои постыдные слабости лицом к лицу адский крик. Нечего стесняться таких глупостей, как пристрастие к добавлению в пищу капель крови монорота. Всё равно провайдер всё про тебя знает. Вдаль летит прекрасная ночная птица, поющая, правда, исключительно после 10 часов вечера. Из случайного зеркала выбирается огромный мать его волк в красном плаще. И всё такое непонятное, но очень интересное, но ещё больше непонятное. И кого, и чего. Сам я подобными штуками старался не злоупотреблять, но постфактом видел где-то в интернете гайд по заточке поломанного меча до плюс 10 с первого зомби. Так что если очень захочешь, то при встрече с волком можешь покосплеить готические уроки кожевничества. Если не захочешь, можешь просто убежать. В месте, куда от волка предполагалось бежать, тебя встретит Шерлок отца его Холмс. Нюх, как у собаки, видок, как у завсегдатая своеобразных клубов по интересам. Рассказывает, что королевство прогнило, и пора менять отдельные его элементы ради лучшего будущего. Например, было бы неплохо избавиться от проституток и Джека-потрошителя. Или просто подождать, пока проблемы не самоуничтожатся друг от друга. Но подробности будут немного позднее. Что более важно. Вся эта надеясь, что только 10-минутная предыстория, это, конечно, хорошо. Однако в определенный момент своего пути, ты начнешь задаваться пристранным и менее сюжетно-ориентированным вопросом. А как качаться? Ну, то бишь, души у меня есть. А потратить их некуда. Разве что на успокоительные в ближайшем дурдоме. Да и то не похоже, что их действия приносят моральное удовлетворение. Разрозненный поток советов, предупреждений и спойлеров из кровавых надписей под ногами ответов не дает. Встречаемые неписи рассуждают о каких-то своих проблемах, и уж никак не о проблемах самого грима. Костер же не имеет никаких иных функций, кроме перемещения. Ну и что тогда и кого? Нет, в принципе, одолеть первого босса можно и на первом уровне. Да и не только первого, если в процессе на отличненько упороться. В крайнем случае можно просочиться через щель в полу без каких-либо схваток, забрать в парке кольцо на иммунитет к урону от гравитации, и укодиться аж на самую петербургскую набережную. Где можно будет закупить расходники для затачивания своих железок в девятку. Ох, подожди, вендора же у нас тоже нет. И чем больше вариаций маршрутов перед тобой открывается, тем более ясно становится, что что-то все же делается не так. А все дело в том, что для начала прогрессии гриму необходимо хотя бы раз умереть. Причем, скорее всего, это произойдет уже в первые 10 минут игры. Так как отсутствие невидимых стен на уступах меня раньше не обучали. И уж тем более сложно ожидать наличия механики падения в изометрической игре. За порогом смерти нежить ждет призрачная библиотека, или же хаб. Там можно качаться, торговать, крафтить оружие из душ боссов, коллекционировать сказки, или же читать книгу скопившихся кулинарных рецептов. Также по традиции этой серии игр, если 10 раз тыкнуть кнопку действия на какой-то предмет в этом хламе, то тебе выпадет кольцо на удвоение количества выпадающих душ. Что говорится, удачи в поисках, я понятия не имею, что конкретно это было. К сожалению для себя я слишком привык перезагружать сохранение, нежели бежать заново от костра в случае поражения. Греет знаешь душу, когда на обелиске отмечается всего 2 смерти после 10 часового забега. А не 5 сотен, как оно было на самом деле. Однако помимо этой странной гордости, вместе с бесполезным обезглавливанием, вместе с классом вора на мою шею повесили груз из жадности. В целую тысячу душ. Сумма, кстати, не какущая даже по меркам начала игры. Вот только знаешь что? Это моя тысяча душ. А потратить мои сокровища можно только предварительно хотя бы один раз умерев. А значит, все потеряв. Либо же тащи эту вшивую тысячу первым уровнем бессмертей приблизительно через всю карту и войди в библиотеку грез на своих двоих. Через пожарный вход. Если у тебя это получится, правда, то и прокачка к тому моменту скорее всего будет уже не актуальна. Так же, как не будет нахрен нужен и вот этот смешной показатель, бодро идущий вверх во время мародерства. Почти как в пафосных анимешных сенанах, открытие необходимости смерти что-то надломило глубоко в моей душе. Что-то по-настоящему темное. Намного более темное, чем тут и там, не к месту поминаемая черная душа главного героя, резонировало с этим надломом. В голове прочно засела весьма своеобразная идея. Раз уж мне настолько остро необходимо умереть один раз для более простого дальнейшего прохождения, для прохождения вообще, то почему это должен быть всего один раз? Ну смотри, за каждую смерть грим получает своеобразный гандика для самых маленьких. Черную душу, что повышает все характеристики на пару единичек. И в то же время, если ими злоупотреблять, то такая забавная характеристика как рассудок, или как оно там было в оригинале, вначале обнулиться, а затем обвалиться в отрицательные величины. После чего в кроличьей норе появится короткий проход в психиатрическую больницу. Ебать спасибо, нахуй, это именно то, на что я и надеялся. Так как стартовые характеристики находятся на том же дне, что и рассудок, даже одна черная душа сделает Андеда сильнее раза в полтора. Но что если это будет не одна душа? Думаю, ты уже понял, к чему я веду. Да, я начал новую игру и прыгал с рампы на протяжении 40 минут. Да, очень большой, душевный, надлом. Размером примерно с Аргентину. А то и расстояние, которое проходит пешеход за 15 зулин минут. И представь всю полноту моего оху**ания, когда узналось, что именно так люди проходят игру на true ending с первой попытки. Не потому что статы, а потому что сцен нужно загнать в минус до первого босса. И если этого не сделать, то магия не случится, и сюжет придется перепроходить с самого начала. Еще помнишь волка, для которого нужно, чтобы ты стал достаточно хорош? Безусловно, можно от него просто убежать. Можно попытаться истерично запарировать при помощи новообретенной мощи. А еще при отрицательном рассудке, окажется, что все это время волком была красная шапочка. Для тех, кто, возможно, не в курсе, или, возможно, забыл предыдущий сумбурный пересказ, красная шапочка является одной из центральных фигур в игровой вселенной младшего Миядзаки. И к текущему моменту психопатично-аутичная девочка с нездоровым пристрастием к собачьему корму выросла, но все так же продолжает свой карательный поход за организаторами, происходящие вокруг вакханалия. И она же та, кто впервые называет грима по-настоящему имени в новом цикле кошмаров. Ну как же так получилось, спросишь ты, что навсегда убитая спутница вновь здравствует, да еще и как будто бы после одной из сложных концовок. Неужели в новом мире можно будет найти всех наших любимых девочек и вновь... Нет. Живи с последствиями своих решений. А еще лучше найди виновника происшедших событий и скини вас с рампы полторы сотни раз. Какого-нибудь скучающего древнего-недревнего бога с нездоровыми наклонностями, ага? Живая красная шапочка это скорее его недоработка, нежели наше достижение. Безусловно, информация о существовании в сеттинге персонажей предыдущих частей и сквозного сюжета очень интересна. Вот только прыжки с рампы это единственный способ эту информацию получить не в новой игре плюс. И раньше, чем шаловливые ручки прохованного лороведа потянутся к клавиатуре, хочу уточнить. Постфактум я прекрасно осознаю как, зачем и для чего было сделано именно так. Однако на тот момент на красную шапочку я наткнулся случайно. И механика рассудка, которую мне должна была объяснять вся первая НГ, стала кристально понятна уже в первые минуты. Отчего мое манчекинское сердце прямо-таки разрывалось на части, а глаза косились на пока еще не открытые гайды от переводчика в корневой папке. К счастью, к последнему я так и не перешел. Именно в связи с данной геймплейной разветвленностью мной испытывалась определенная настороженность по отношению к оставшейся части игры. Да-да, я. Фармер 228, способный полтора часа прыгать с уступа в синглплеерной игре ради халявных статов. Не осуждай меня, и я тебя не буду. Но возвращаясь к механу рассудка и безумия. Именно эта штука является базисом исследования локаций. Физически воплощенные демоны давным-давно закончились еще в предыдущем сюжете. Теперь нам прямо как в игре, чье название я повторять не хочу, придется противостоять демонам внутренним. А то есть многочисленным психопатам, бесоёбам и прочим хтоническим штукам, которые были в этом мире задолго до его основания. Роднит эти подходы только туман, что еще станет триггером предстоящих неприятностей. Видел довольно много жалоб по поводу того, как на русский перевели вот это ваша сцен. Видишь ли, концептуально этот показатель подразумевается как безумие. Причем для такой расшифровки предполагалось настолько шизофреничное натягивание совы на ряпонский кафедральный собор, что я при чтении встал на стул и приложил руку к виску. Но в процессе забыл определиться для чего. То ли покрутить пальцем, то ли для воинского приветствия нового соседа по палате. Но допустим, сцен на самом деле собирается в десептикона из, собственно, сцен и имени дам. А затем отражается в зеркале и мы получаем мэднес. С одной эс, потому что автор якобы не знает английского языка и не задумывал настолько далеко. Исходя из этого зазеркального мэднес, перевод рассудок вроде как означает прямо противоположное тому, что есть на самом деле. Да и сама механик. Есть много положительных цифрок, значит ты безумен. Отрицательных, значит ты здоров и чертовски хорош собой. Но смотри-ка на другой интересный момент, дорогой друг. В английском языке сэ можно перевести как... Много как. Это даже не двузначный, это пятизначный термин. И он буквально олицетворяет и рассудок, и безумие, в зависимости от контекста и того, как ты его переведешь. А сюжет очень любит водить тебя за нос, по крайней мере поначалу диктуя, что понижается у тебя не безумие, а именно здравомыслие. Из чего я бы сказал, что перевод может быть и не совсем точно соответствует оригинальному смыслу. Зато передает то, что автор хотел сделать с игроком. Ввести в заблуждение. Поэтому далее я придумаю именно такому переводу тематическое объяснение и буду исходить из него. Хейтеры переводчиков можете, я не знаю, пожать плечами, потрепать себя по милым щечкам. Ибо поводов докопаться до переводов у нас будет еще достаточно. И это не один из них. А вот это сука вон. Все равно софт-трибут третьего DLC сломает даже эту нарративную линию и в итоге оба типа восприятия будут показывать мир таким, какой он есть. Но с разных точек зрения. Точно так же и у нас. Есть не всегда точный литературный перевод, потерявший в процессе парочку значимых отсылок. Есть точный машинный, однако некоторые фразы звучат как пиратский перевод Фореста Гампа, из-за чего сосуды в мозгу могут и не выдержать. Есть английский. Ну, это английский. И только true-enjoyеры проходят игру на японской локале, не зная языка, но находя новые смыслы в божественных рисованных посланиях. От них, кстати, не видел ни одной жалобы на трудности перевода. Выводы делай сам. В глазах безумца и здорового человека многие вещи кардинально разнятся. При сотне рассудка мир полон позитивной музыки. Кругом разбросаны тела местных жителей, из которых можно собрать лут. Около каждого костра можно перекинуться ехидными фразочками с чешевской кошечкой. Да и вообще можно перекидываться фразами. Ведь рассудок отрицательный переключает тебя в режим перетрудившегося программиста. И любая речь начнет превращаться в потоки на верное кода этой реальности. Из-за чего попытки некоторых боссов излить перед смертью душ выглядят даже смешнее, нежели могли бы. Безумец больше сосредоточен на предметах и явлениях. Музыка медленно стихает, пока не выключается вовсе. Остается только звук шагов и немилосердная правда этого мира. Даже если она не всегда приглядна. То, как вещи выглядят на самом деле. В процессе открывается ровно два перехода в другую локацию. Некоторые интеракции, опять же, блокируются. Да и вообще. Изнаночную часть страны чудес охраняет нечто, что не поддается наименованию даже во встроенном в голову грима идентификатором существ. И зачастую оно способно спровадить даже хайт-левельного персонажа на тот свет за один ход. Потому что по закону подлости, их эффект мгновенной смерти срабатывает на первый же ход. Когда как свой ты в слезах поменял на пилу еще на втором часу. Другим важным различием будет то, что в отрицательном рассудке последовательно у большинства костров грим будет встречать красную шапочку. При условии, что он встретил ее около зеркала. Или же это будет чешир при рассудке положительном. Обе как-нибудь бессвязно опишут окружающие декорации. И общее количество таких разговоров в разных локациях является необходимым условием для получения истинной концовки без учета DLC. Так что если заходил под этот ролик ради этой шокирующей информации, можешь спешить проходить самостоятельно. Или же подожди еще пару минут, я закончу с рассудком, и пролог этого видео наконец-то закончится. А мы перейдем непосредственно к разбору сюжета и мета-нарратива. Как понизить рассудок, я уже говорил. Но если тебе когда-нибудь надоест сюрреализм происходящего, затем его всегда можно восстановить. Для этого, например, можно пачками хавать антидепрессанты из ближайшей аптеки. В реальности того же не рекомендую, да и без рецепта тебе их в любом случае с большей вероятностью просто не продадут. В качестве альтернативы курса транквилизаторов с нейролептиками можешь вступить в любой доступный ковенант и влить туда пару тысяч душ. После этого представитель ковенанта воспылает грим самыми страстными чувствами. И всего за 990 чисто таких товарищеских сухариков вернут его рассудок в норму. Вот только мой собственный рассудок после этого процесса в норму уже никогда не вернется. Потому что да, я это сделал раньше, чем добрался до аптеки. И возврат к положительным числам занял чуть побольше, чем предыдущий смертельный марафон. Зато теперь я абсолютно здоров рассудком. Хе-хе-хе. Откровенно говоря, анализировать сюжет Black Souls на серьезных щах довольно трудно. Не потому что, эй, да кто вообще ищет сюжеты в поваренной книге, а потому что на этот раз автор решил отойти от относительно рациональных германских повестей братьев Гримм, а также чуть менее педантичных, но не менее рациональных рассказов Шарли Перрон. И с двух ног одновременно шагнул в страну безудержного сюрреализма Льюиса Кэрролла. И во многом именно его стиль я пародирую прямо сейчас. Кто такой Льюис Кэррол? Пожалуй, даже эта информация в контексте разбора сюжета будет определенного рода спойлером. Как хорошо, что я клал свой острый меч на последовательное повествование почти точно так же, как это делал со мной проклятый Бармаглот. Так что давай разберем этот спойлер сразу. Полностью. И положим его к остальным в верхний ящик письменного стола, что имеет какие-то общие черты с воронами. Или воронами. Или же английские шляпники-токсикоманы использовали ртуть при производстве своего товара, что оказывало негативное влияние на нервную систему, отчего такие шляпники быстро сходили с ума. Ввиду чего, наверное, и начали появляться эти дурацкие загадки. И таким образом на безумном чайпите появился... кто? Вот именно из-за таких отсылок тебя и называют шизоидом. Кого? Меня? Впрочем, одного Льюиса Кэррол нам будет мало. Как ты предположительно знаешь, мир потерянного королевства основан на сказках именно главного героя. Сюжетные персонажи для простоты называют его Гримм. Даже те, кто происходит из сказок писателей-конкурентов. Потому что именно братья Гримм были любимыми авторами Мэри Сью, которая это королевство и создавала. Однако Яков или же Вильгельм Гримм далеко не единственные жители насквозь прогнившей тушки главного героя. Наш Чузан Андетт нечто большее. И основан сразу на нескольких сказочниках. Вроде как утверждается, что их там всего от 4 до 6. Как хорошо, что у нас есть глаза, интернет и умение считать, правда? Отчего перечень расширяется от минимум 8 до заключённой в теле Андетта целой вселенной из народов и их народного творчества. Льюис Кэролл, Братья Гримм, Ганс Христиан Андерсон, Шарль Перо, Иван Андреевич Крылов, Амадей Гоффман, Конан Дойл, Алан Милн, Вильгельм Гауф, Лайман Фаренкбаум, Александр Дюма, Эзоб, Мария Луиза Роме, Джеймс Мэтью Берри, Антуан де Сент-Экзюпери, Карла Колодя, Акутагаварю Носкин. Автор сценария анимуши Хирошита Сода в конце-то концов. В мироустройство где-то взбоку, как обычно, забили Говарда Лавкрафта и не дают ему умереть спокойно. Сверху приправили всё историческими отсылками, народным творчеством и ещё десятками писателей, которые писали не сказки. А значит, позаимствованные из их работ элементы могли быть написаны не Гриммом, а кем-то ещё. Да хотя бы и самой Алисой. Впрочем, нас интересуют ровно три фамилии. Андерсон, Гримм и Кэрол. Так как именно их творчество составляет большую часть задействованных в сюжете персонажей. Как следствие, Андеда я также буду анализировать через призму характеров его прообразов. Наконец-то на уровне отсылочек мы начали разбирать главного героя игры, а не прячущихся под кроватью чудовищ мелкого калибра. Чудовище у нас одно, и оно куда как побольше. Можешь задаваться вопросом «Зачем?». Можешь задавить меня утверждением, что эта аналогия некорректна. Можешь назвать половину моих догадок несусветной чушью, при том, что это официальный лор. Но, как известно, мой бур пронзит небеса, и если сюжета нет, то я сам его придумаю. Так что, почему бы и нет. Давай пропустим неописуемого Лавкрафта и начнём с разбора личности, скажем, Ганса Христиана Андерсена. При всей своей любознательности и творческой натуре, Ганс был ещё и очень чувствительным человеком. Из-за чего ему очень тяжело давалось обучение, так как в те времена учителя, помимо неодов, не стеснялись использовать рукоприкладство. А так как рос он в семье простого башмачника и простой же прачки, то так бы и остался молодой Андерсон безвестным рабочим на сигаретной фабрике. Однако Ганс имел более существенные амбиции, и в возрасте 14 лет намеревался отправиться в Копенгаген для дальнейшего обучения. Фактически, его судьбу на до и после разделило решение матери, которая не накинула розок сверху, а вначале нашла ему благотворительную школу без физических наказаний. А затем, если и не поверила в его мечту, то по крайней мере дала Гансу шанс её осуществить. Безусловно, во второй половине 19 века 14-летний уже мог считаться полностью самостоятельной личностью. Однако, что-то мне подсказывает, что против матери он бы выступить не смог. И тем не менее, Гансу позволили отправиться в светлое будущее. Пусть и с надеждой, что он быстро сдастся и вернётся домой. Чем же ребёнка так привлекло столичное образование? Как он сам сказал родителям перед уездом, «Я уезжаю, чтобы стать знаменитым». Обычно после этих слов ты до конца жизни разносишь кофе в ближайшей забегаловке. Однако, молодой Андерсон был тем самым одним из тысячи, что всё же смог пробить себе дорогу к известности. Возможно, в честь именно этого эпизода своей жизни, позднее сказочник написал историю одной матери. В этой сказке молодая женщина спускается в царство мёртвых с целью вернуть своего ребёнка. Отдаёт свои глаза, волосы и здоровье просто, чтобы найти его. И в итоге отказывается от своего эгоистичного желания вернуть его к жизни. Когда смерть рассказывает ей о том, что она с шансом у них двум едва не обрекла своего ребёнка на век мучений. Суть в том, что она действительно могла вынести дитя из царства мёртвых. Однако, так уж велела детерминированность судьбы, что в случае оживления, ребёнок безусловно мог стать счастливейшим из людей. Или же ровно с шансом один к двум удостоился бы жизни полной страданий, разочарования и тянущейся сквозь всю эту жизнь агонии. И таким образом смерть крутит на пёрстке и зазывающе предлагает угадать, что же на прокола выбирающей матери. Справедливости ради, как энджойер умения обезглавливания, я бы тоже на эту авантюру соглашаться не стал. Вероятно, я просто ищу смысл там, где его нет. Однако, в этой истории мне видится определённая метафора жизни самого Андерсона. О том, что в конце истории матери, и в начале его собственной, некая высшая сила унесла ребёнка в неведомую страну, где бог завещал ему счастливую и великую судьбу, вместо того, чтобы оставить прозябать в бедности и неизвестности. И это решение, как я уже сказал, было принято даже не самим Андерсоном, не самим ребёнком. Это было решением его матери. Отправиться учиться на филолога вместо работы по 17 часов на ближайшем заводе. Впрочем, дальнейший путь юного Ганса тоже не был прост. Начиная с того, что его булили в школе шестилетние дети, и заканчивая тем, что в итоге его сказки почему-то считались литературой исключительно детской, в то время как сам писатель с обидой выставлял ценз для всех возрастов. Ввиду этого недопонимания особенно забавно звучала история, когда в честь уже знаменитого Андерсона сделали статую, что изображало его самого читающего книгу в окружении детей. А Ганс заявил скульптору, что читать в таких условиях он не сможет, и предложил детей ко всем хренам удалить из композиции. Именно так у нас появилась статуя одинокого сказочника от Аугуста Собю. Несмотря на то, что везде то и дело прославляется вера Андерсона в гуманизм, по некоторым идеям с добром он относился только к определенным слоям населения. А вот бедняков он осенял то ли нежной любовью испанского инквизитора, то ли просто где-то внутренне недолюбливал, видя в них проекцию своей собственной не случившейся судьбы. И оттого фигурирует мнение, что по Андерсону нищий человек может стать счастливым только умерев. Впрочем, в то же время по иным сведениям, Ганс наоборот нередко отправлял беднякам денег из собственных накоплений. Да и та же девочка со спичками, даже несмотря на свою смерть в рассказе, осталась выдуманным персонажем. И замерзший в канун Рождества ребенок не романтизировал, а привлекал внимание к этой проблеме. Цикл рождественских историй брался не с пустого места и далеко не у одного автора. И ты можешь попробовать предположить, какая именно версия Алаймонта Андерсена взята за канун в Чернушных душах. Ввиду тонкой душевной организации у писателя было множество разнообразных фобий. Боялся животных, в частности собак. Не ел свинину, потому что паразита. Во время своих путешествий всегда возил в своем чемодане длинную веревку, на случай, если ему придется спасаться из горящего здания. Что, впрочем, не особо помогло ему в возрасте 67 лет. Когда Андерсон упал с кровати, сильно расшибся и больше встать уже не смог. Хотя и прожил еще три года, прежде чем скончаться от рака печени. Далее по списку, но не по значимости, переходим к знаменитым по всему миру братьям Гримм. Вильгельму и Якову. В общем-то, возможно, это тебя удивит, но описанные братьями сказки не вполне их собственного сочинения. В первую очередь Гримм были немецкими языковедами и изучали родную культуру. А сборник сказок братьев Гримм по большей части представлял собой именно антологию народного творчества. Хотя и отрицать вклад культурологов в развитие творческой мысли и оформление лингвистики в отдельную дисциплину не стоит. К счастью или сожалению, большая часть изначального сборника сказок к настоящему времени была здорово поцензурена. О чем саркастично будут высказываться даже герои в повествовании. И в общем-то, особо много прям интересных-интересных деталей их биографии не найдется. По крайней мере, если ты не немецкий лингвист-историк, который каким-то образом оказался в этом сегменте ютуба. Отправились учиться на юристов, однако в университете случайно наткнулись на библиотеку и понеслась. Нам мало узнать все, мы еще это самое все систематизируем, а затем всю свою жизнь положим на написание словаря. Почти за полстолетия заполнив тот всего наполовину. Брат брату брат. Жили вместе, учились вместе на одни пятерки, работали тоже вместе. Благо, хоть жену Вильгельм завел себе отдельно от родственника. А тот на такое попрание братского кодекса предпочел умереть в одиночестве. Для контрастности вот тебе история из жизни. Почему-то все считают страшными компьютерные игры, где персонажи попадают в заочно нереалистичные ситуации. А вот, например, Вильгельм Гримм скончался в течение двух недель от паралича легких, в то время как его болезнь началась с обычного фурункула на спине. И страшно представить количество людей с тревожным расстройством, которые могли бы начать проецировать такую возможность на себя прямо сейчас. К счастью, вот я здесь добавляю, что современная медицина вас вылечит. Скорее всего, если обратитесь вовремя. Сейчас врачи хотя бы знают о дезинфекции скальпелей. В контексте сюжета нас, вероятно, больше интересует личность Якова Гримма, что прожил на пару лет дольше брата. Учитывая, что никого ближе брата и своих исследований в жизни старшего Гримма так и не появилось, именно он с наибольшей вероятностью является нашим главным героем. Почему? Об этом я еще упомяну чуть позднее. Сейчас запомни одно. Характер нордический, неженат. В работе фанатичен настолько, что даже умер за рабочим столом. От инсульта. После чего, по новому канону, в свою коллекцию его утащила хитрая фея. И, наконец, главное достояние сегодняшнего вечера, сразу после твоей замечательной во всех отношениях персоны. Льюис Кэрол. Или же, если без псевдонима, Чарльз Лютвич Доджсон. Однажды один милый 30-летний мальчик решил, что придумать стихотворение из несуществующих слов, которые при этом будут следовать всем нормам французского языка, окажется восхитительной идеей. И знаешь, судя по всему, именно так оно и оказалось. Почему-то. И теперь сага о победе легендарного героя над злым драконом Бармаглотом переведена на 160 языков. Посредством придумывания несуществующих слов уже на них. Хрюкотали зелёки квалом, заявали, что Бармаглот им рычаил они не поймали. И как бы мне не хотелось просто назвать Кэрола опиумным наркоманом, однако именно он, во всём озвученном списке авторов, наиболее близко приблизился к званию детского сказочника. Потому что изначально позиционировал себя таковым. И писал именно для детей. Гориим собирали историю своего народа. Андерсон всё время хотел большего, и детей даже местами недолюбливал. Сказки Перо в большей степени подходили девочкам, нежели всей совокупности детей. Говард, не учи детей давать клички животным. Потом, потом. Алиса в Стране Чудес в то же время является работой для всех возрастов, полов и даже социальных положений. Дети не будут задаваться вопросами о том, куда девается масса при изменении объёма организма, и с восторгом будут наблюдать, как удивительно рациональная девочка преодолевает опасности абсурдно-нелогичного мира. А уже взрослые этих рассказов преимущественно не поймут. Или же слишком постараются понять. И следующие три столетия будут искать по смыслу в том, почему Алиса едва не утонула именно в море слёз, а не, например, в иных отходах жизнедеятельности. Ибо знают, что взрослая жизнь полна причудливых коллизий. Ввиду чего выкатится объём сочинений на эту тему больше, чем имеется в оригинальной истории. Одна только страничка на Вики содержит 60, сука, 5 страниц текста краткого пересказа этих изысканий. Помимо уже сказанного, Кэрол адресовал свои рассказы не просто детям, а конкретным детям, а именно дочерям семьи Лидл, Эдит, Лорен и Алисе. Будучи другом семьи, написателя нередко подала обязанность присмотреть за девочками или что-нибудь им рассказать. На основе таких рассказов и личностей детей впоследствии Льюис создал живой мир Зазеркалия, где абсолютно каждый персонаж олицетворял собой одну из курьёзных историй его собственной жизни. Забывчивая птица Додо произошла от заикания Кэрола, когда он едва-едва выговаривал своё имя Дододжсон. Чеширский кот произошёл от пристранных событий в графстве Чешир, где сырная фабрика зачастую придавала конечному продукту форму улыбающегося кота. Или же безумный шляпник, что был одним из знакомых Льюиса, приторговывая шапками недалеко от университета. Нередки были случаи, когда из-за паров ртуть работники шляпной индустрии попросту сходили с ума. И потому в итоговом рассказе он стал слегка безумным. Хотя справедливости ради, отравление парами ртутью характеризовалось несколько иначе, нежели показано в сказке. В реальной жизни, помимо кровавого кашля и скорой смерти, в условиях отсутствующей медицины отравление ртутью вызывало бы проблемы с нервной системой, и оттого резкий рост тревожности, апатичности и слабости, а не эксцентричную навязчивость прообраза загадочника. Впрочем, страна чудес полнилась не только абсурдным весельем, но и бессмысленной жестокостью. Та же червонная королева, несмотря на все возмущения специалистов детской литературы, любила требовать казни преступников. Причем в преступники тебя могут записать за то, что ты будешь кореглазым в пятницу вечером, или слишком высоким для нахождения в зале суда. Впрочем, в то же время специалисты работы непосредственно с детьми в ответ обычно иронично замечали, что у нормального ребенка эти сцены скорее позабавят, нежели поломают психику. Подобные книги скорее нельзя давать в руки взрослым, уже прошедшим курсы психоанализа. Ибо, как известно, почти половина потока психологов обычно это те, кто пришел в медицинский вуз решать свои собственные проблемы, а не лечить других. А затем вот рецензии на книжке пишут. Но, наверное, кроме этих мелких спойлеров, для части с сюжетом тебя интересует и сама личность Кэрролы. А если не интересует, ну ладно, останови меня пробелом. Льюис Кэррол проснул весьма эксцентричным человеком. И имел весьма специфический круг интересов. В частности, любил рисовать с натуры, так сказать, недозревшие фрукты без кожуры. С полного согласия мамы груши, естественно. И можно было бы заподозрить всякие откровенно нехорошие штуки. Однако, в подобной дружбе с юными фруктами не было никакого иного подтекста, кроме эстетического. Из чего фигура Алисы-дочери приобретает некий метафизический смысл. Суть которого, как я надеюсь, никто из нас не уловил за этой сумбурной метафорой. Подобные пристрастия писателя, в том числе, относились и к семье Лидл. Одно время Кэррол так зачастил к своим друзьям, что в народе поползли нехорошие слухи. То о том, что он просил руки Алисы, когда она станет совершеннолетней. То о том, что хоть Кэррол рассказывает детям сказки на ночь, но настоящую страну чудес все же предпочитает искать в комнате гувернантки девочек. Мисс Прикетт. Тем не менее, сам Кэррол столь грязные слухи решительно опровергал, и интересовали его исключительно детям, так как они наиболее благодатная аудитория для его рассказов. И вообще, в викторианской Англии обычному холостяку не всегда удавалось выразить свои отцовские чувства, а подобное общение с юными леди, без каких-либо метафор, не считалось чем-то зазорным. И отсюда исходит достаточно интересная мысль, которую я старательно притягивал за уши, пересказывая в биографиях только удобные лично мне факты. Помнишь, в самом-самом начале я говорил про то, что Энни Мини Минимо решил затроллить лично меня выбором того, кем же является Алиса для главного героя? Вот в чем дело. Ганс Христиан Андерсон был достаточно впечатлительным творческим человеком, для которого образ матери играл не последнюю роль в его биографии. Кэрол относился к настоящей Алисе именно как дочеря, несмотря на разжигаемые вокруг его личности злые домыслы. Что до братьев Гримм, ну это братья Гримм, а в нашем повествовании Гримм только один. Из чего можешь считать образ сестры попыткой заменить бородатого мужика миловидной блондиночкой? Не могу сказать, что безуспешной. Так что теперь в любом немесе по Блэк Соулс с вопросом про местонахождение Алисы можешь мысленно переспрашивать автора, где Вильгельм? Таким образом, наиболее значимые личности из жизни этих троих были подменены образом Алисы. Пусть в одном из трех случаях так совпало, что это оказался один и тот же человек. Можешь воспринимать это предположение со скепсисом. Ведь Тургор, Таурент и Донор, ты же сам назвал больше десятка различных писателей, почему именно эти трое? Почему нам выдается только три выбора? И не маловато ли у нас в таком случае Алис-повествование? Хм. Ближе к финалу мы еще вернемся к подтверждению моих бомбических додумываний сюжета. Пока что скажу так. Так, потенциальных Алис в этом мире несколько больше, чем может показаться на первый взгляд. Забегая немного вперед, Лив более всего симпатизировала именно образу Грима. Педантичного немца, чьи сказки носят наиболее последовательный и упорядоченный характер из всей тройки. Человека, что умер за рабочим столом, вкладывая всего себя в дело своей жизни. И поэтому именно истории братьев Гримм выходили на первое место как по количеству, так и по значимости для игровых событий. Принцесса Золушка захватила власть в королевстве, начала борьбу за власть с Белоснежкой, Русалочкой, Рапунцель и Принцессой Лягушкой. В то время как по миру продолжали бродить Золотые Гусыни, Железные Гансы, Красные Шапочки и прочие бременские музыканты. А произведений других авторов было значительно меньше. И как ты понимаешь, вторая часть Чернушных Душ переходит к более подробному разбору циклов уже Льюиса Кэрролла. В частности, беря в основу истории про Алису в Стране Чудес, Подземелье и весь цикл Зазеркалья. И здесь Андетт сосредоточен не на чопорном избавлении своих творений атаков жизни и кабалы коммунальных платежей. Он, как и меметичный Кэррол, зациклился на поиске потерявшейся Алиса. Буквально весь его путь, каждый его бой и каждый диалог со сказочными созданиями положен на то, чтобы найти и вернуть Алису. Прямо как рокеры из 80-х в поисках подпольных концертов Константина Кинчева и Бугу. И с какой-то стороны, да, ты в любой момент можешь обвинить меня в синдроме поиска глубинных смыслов в этой кулинарной пародии на нормальное повествование. И ты что думаешь, я тут спорить буду? Бетховен писал музыку глухим, я пишу тебе сценарий бухим. Что только не сделаешь, лишь бы не возвращаться в этот пи*** для повторного перепрохождения. Абсолютно все творчество Кэррола представляет собой абсурдную комедию непонимания. И с одной стороны, мне ли на это жаловаться, я начал пародировать эту манеру еще до ознакомления с его работами. С другой стороны, по Зазеркалью полно, скажем так, фанатского творчества. В виде игр, фильмов, пьес и прочих интерпретаций Кэроловских фантасмагорий. Однако, давайте будем объективны. Тот, кто пытался читать эти истории в оригинале, прекрасно понимает, что это пи***. Абстракции, сюрреализм, логика сновидений. Что хоть и создают достаточно причудливый образ, вполне подходящий для детской сказки. Однако, если мы не забыли, у нас здесь дарк фэнтези-версия такого сновидения в кроссовере с кулинарной книгой. И воспринять такой сюжет с первого раза может быть слегка непросто. И поэтому я вполне допускаю, что нахожу слишком много смыслов там, где автор их изначально не закладывал. Когда истории Кэрола добираются до взрослых, события обычно приобретают весьма пристранный и чудесатый оттенок. Атеисты находят в его работах тотальную ненависть к религии как таковой. Богословы дешифруют скрытые гипнограммы, обучающие тебя правильно перешагивать тряпку при вхождении в хату с католиками. Биологи обнаруживают критику теории естественного отбора. Математики ищут пасхалки в 12-ричной системе счисления во время того, как Алиса пытается вспомнить систему умножения. Там же где-то находятся конфликты между наукой и этикой. Высчитываются разницы между лунными и солнечными месяцами на основании фразок ролика про отстающие на 2 минуты часы. А уж что там навертели чистые гуманитарии литераторы, мне даже читать было страшно. И да, я сейчас ни один из примеров не выдумал и не преувеличил. Википедия.орг Слэш Вики Слэш Алиса в стране чудес Наслаждайся. А ведь мужик просто читал сказки детям. Для детей. Я допускаю, что даже в историях, что ты рассказываешь соседским фройленм 12 лет, может обнаружиться злободневность и отсылки к реальным событиям. Однако давай зададимся таким простым вопросом, как зачем там что-то искать? Безусловно, синие занавески далеко не всегда являются просто синими занавесками. И на их основе, по крайней мере, можно узнать отношение персонажей к столь специфической штуке, как синий цвет. И к занавескам. И к экономической ситуации в стране, если это какой-нибудь сиквел Капитала. Однако в большинстве случаев знаменитые для поиска глубинных смыслов моменты являлись просто некими перебивками между сюжетными фрагментами. Безусловно, даже они есть проекция жизненного опыта автора. Но искать в них случайные отсылки на последовательность Фибоначчи считаю делом весьма странным. И это я считаю весьма странным. Владелец красного диплома из Гарварда по поиску шифров над древесной коре с припиской «Пожалуйста, не говори никому, что ты у нас учился». Ой. Это как будто бы, я сейчас скажу, изумрудный город, охота на ведьм, дублирование нить побеждается уксусной кислотой, а также силой дружбы и эскапизма. А люди, следующие 200 лет, будут с линейкой у календаря высчитывать, что же это на самом деле значило. Найдут на что-нибудь отсылку, которую я даже не делал, и сверху еще и начнут слова обзорщиков на ютубе воспринимать серьезно. Ну что за кошмар. О боже ты мой, зашел посмотреть игровую видео, а тут какая-то левая лекция про литераторов 12-12 века. Ух, сука. Однако я уже закончил. Почти. Сейчас нужно представить, что нам всем чуть больше 10 лет. По крайней мере нравственно и морально. И с этой точки отчета мы наконец завершаем начальный этап экспозиции сюжета Black Souls и возвращаемся к краткому пересказу прохождения. Уже даже не буду предлагать тебе сходить за едой, лучше поставь видео на паузу, подумай, надо ли оно тебе, выйди на балкон, покури, поплачь. Чем там обычно люди в таких случаях занимаются? Наверное, стоит разобрать этот момент сразу. В Затерянном Королевстве хабом являлся священный лес, куда не мог добраться демонический туман. И он же являлся единственным местом в мире, чьи обитатели были бы защищены от трансформации в 6-метровые ебубо с имперскими амбициями. Но что если теперь основная угроза носит далеко не физический и даже не внешний характер? Основная угроза новому миру это... безумие. И исходит оно преимущественно изнутри. Так уж вышло, что безопасного хаба больше не существует. И после своей первой смерти Гримм попадает даже не во вполне физическое место, а скорее в чертоге разума. Осталось только определиться, чьего. В библиотеку... грез. Именно здесь можно будет впоследствии качать уровень, точить снаряжение и проводить принудительный призыв на наряды на кухне. Для чего Андеду выделили аж три этажа тюремных камер. Ведь наличие работников на 12-часовых сменах в ресторанах быстрого питания только так и обеспечивается. В принципе, самая важная часть данного места это вот эти 10 факелов на стене. В остальном сюда можно даже не приходить, если ты достаточно хорош. Зачем? Нужны факела? Ну, позволь мне сохранить небольшую интригу. Помимо Гримма в библиотеке будут обитать целых два персонажа. Белая крольчиха Нот, что где-то потеряла бредущую за ней Алису. И белый игрушечный медведь по имени... Как его звали-то вообще? Ну пусть будет просто медведь, не может же плюшевая игрушка мне отомстить за то, что я ее забыл. Впрочем, тут я чудовищно несправедлив. И диалоги с медведем это самое душевное, что есть в этой игре. Пока все остальные общаются какими-то пафосными лозунгами, говорят загадками и в принципе втирают какую-то дичь, Мишаня просто поддерживает тебя и просит держаться. А также явно опасается крольчиху. И так как медведь стал моим бро с первого с ним диалога, то теперь и я на Нот посматриваю с определенной опаской. Так ее, ставь аваст. Помимо прочего, на этот раз уже Нот попросит заполнить еще одну библиотеку недостающими книгами. И пояснит, что в этом мире существует три вида духов. Сказочные, от которых остаются книги для шкафов. Кошмарные, представляющие собой легендарных маньяков прошлого. А также безумные, являющие собой самых жутких созданий Зазеркалия. Что на своей территории способны якобы забрать душу даже своего создателя. Для каких-то своих извращенных фантазий. И тут бы впору задаться вопросом, а как в чужих чертогах разума могут обитать полноценно разумные существа? Да еще и требовать заполнения читательского билета при попытке подойти к полкам. Может быть, это очередные грани сознания и характера грима, что в каждой своей итерации хотя бы раз поработал библиотекарем? Скажем, вот это упрямство и желание пройти через этот мир, несмотря ни на что. Та часть его души, что сохраняет надежду и заставляет идти вперед даже после полутора сотен падений с деревянной доски. А за столом сидит не менее важная... Очередная тульпа, наверное. Блин, старый ты замотанный варванину из врат, как ты всех заеб... Положи, медведи, обратно, его нет в реколекшн-руме. Однако, считать это место полноценно несуществующим все же не стоит. Во-первых, при очень большом желании сюда можно добраться пешочком. Ну, то бишь, да. Вместо, которое должно было олицетворять воспоминания Кэрола о собственной и Оксфордской библиотеках, можно просто прийти ногами. По крайней мере, при наличии второго и третьего DLC. Тогда вот эта дверь будет везти в Квинсленд. И вот этот конь сдвинется, если подойти с той стороны. В остальном, чтобы тебе не пытались втирать про подземелья хаоса на данном этапе, не надо. Подземелья хаоса это введенные с тем самым DLC элементы рогалика. С генерацией рандомных двухста этажей чистого, как родниковая вода... Кхм-кхм... Контента. Где тебе придется три часа реального времени спускаться вниз, чтобы получить шесть огромных ничего в плане сюжета, и начисто обесценить прогрессию своего персонажа в контексте изучения мира. В общем, оно того стоит, но после прохождения всей игры. Ради пам-пам-пам-твиста и репетативного рассматривания Звездного Неба. И последняя не шутка, смотри, даже диалог такой есть. Но спойлерить самый лучший контент в этой игре, опять же, слегка рановато. После беглого исследования всех перечисленных комнат, можно возвращаться в реальный мир. Повторно разобравшись с Королем Белых Кроликов, Гримм отправляется дальше. Шерлок Холмс вновь ворчит про Джека Потрошителя и дает Андеду лапу. Гав-гав. Прямо как соседская собака. После чего начинается пораженный чумой город Лютвич. Название взято не с потолка. Как ты, возможно, помнишь, Кэролла на самом деле зовут Чарльз Лютвич Дорсон. А сам город является отсылкой на Туманный Лондон 19 века. Ну ты знаешь, Лондон, дерьмовая еда, левосторонние движения, байки о Джеке Потрошителе, Шерлок Холмс, чинные джентльмены, забивающие тростью случайных прохожих, психиатрические больницы, где опиумные составы отпускаются без рецепта, гниющие заживо собаки, товарищ военком, что может забрать тебя прямо с улицы и уже не вернуть домой. Весьма милое место во всем, кроме архитектуры, напоминающее среднестатистический городок Восточной Европы. Впрочем, не одними хрестоматийными безумцами полнится этот мир. Помимо типично сказочных персонажей, на этот раз руководитель театра абсурда не брезговал и вполне себе реальными историческими личностями. Но как же присутствующая в первой части кровавая графиня, спросит особо внимательный зритель, разве она не была исторической личностью? Ну, видишь ли, мой дорогой друг, биография Элизабет Баттери настолько же тесно перемешана с выдумкой, что ее саму впору бы называть сказочным персонажем. Тем более, что своим поведением она изначально больше демон, чем попытка в психопортрет реального человека. В отличие от своей тезки Элизабет Блэквол, которая расхаживает по городу в костюме чумного доктора, нистово фрустрирует от происходящего, а также торгует кровью, что лечит твои раны и калечит совсем больной рассудок. По совместительству, именно комбинирование продаваемой ею крови и витаминок из аптеки станет той самой комбинацией психотропов, которые будут менять твое значение рассудка в ближайшие 15 часов. Зачем? Ну, надо. В современной истории Элизабет Блэквол известна как первая женщина, получившая медицинское образование. Там, в принципе, целая эпопея. Начать с того, что ее отец, будучи владельцем сахарного завода, выступал против рабства, и заканчивая тем, как именно юная девушка пыталась устроиться на чисто мужскую профессию во времена, когда ее права находились лишь незначительно выше уровня столовой табуретки. Из-за того, что после смерти отца денег в большой семье стало не хватать, Элизабет вначале работала в школе, а затем решила получить достойное образование. И хотя вид исцеляемых тел ее изрядно напрягал, однако для себя она решила, что материнские инстинкты женщины в намного большей степени подходят для ухода за теми же лежачими больными, нежели у типичных канавалов того времени. И хотя множество практикующих врачей советовали Элизабет или закосплеить анимушные сюжеты с переодеванием за столетие до Хиросимы, или же поехать учиться в Париж, где взгляды на обучение намного более фривольны, так как, цитата, во-первых, она женщина, а значит, интеллектуально неполноценна, а во-вторых, если она окажется на высоте, то ей не дадут учиться ее же сокурсники, или даже профессора, опасаясь конкуренциям. Впрочем, подобные предположения, как оказалось, с реальностью состыковывались мало. Само образование ей дали практически без проблем, хотя поступление в Женевский медицинский колледж оказалось надиво-меметичным. Дело в том, что Блэкволл действительно не хотели никуда принимать. 12 раз ее документы разворачивали из самых разных образовательных учреждений, пока однажды в одном медицинском колледже ректор не решил организовать атакую ржомбу, которая в итоге немного вышла из-под контроля. А дело все в том, что он поставил вопрос о зачислении первой женщины-медика на голосование среди 150 студентов, с условием, что если даже один из них проголосует против, то этого будет достаточно для отказа. И уж не знаю, насколько это исторически достоверно и не приукрашено, однако студентики сочли это восхитительно смешной шуткой, и в дружном порыве проголосовали за. Все это, кстати, происходило в то время, когда движение феминизма не существовало как данности. И первые подвижки в этом направлении проявят себя только спустя полстолетия. Впрочем, несмотря на то, что некоторыми источниками поступления Блэкволл подается так, будто бы голосовавшие студенты восприняли ее максимум как забавную говорящую собаку, которая по некоторым непонятным причинам оказалась на медицинском, в дальнейшем обучении палки в колеса ей особо не ставили. Да и она сама не шла на поводу у легкой жизни, отгородившись от всех возможных женихов и ухажеров. Главный сюрприз ожидал после выпуска, когда действительно сильная и независимая девушка попыталась устроиться на работу. А дело в том, что новоиспеченного доктора медицинских наук в больнице пускали разве что на должность акушерки. А уж там будь ты хоть лучшей акушеркой на всем земном шаре, однако дальше этой должности уйти не получится. Конечно, в дальнейшем ею были начаты всевозможные научные труды и реформаторство, однако за фактом, что Блэкволл является первой женщиной-врачом, многие забывают, что женщина была антиматериалистом и не верила в эти ваши вивисекции, прививки, вакцины, микробные теории и предпочитала более духовные методы лечения. Ведь, как известно, болезнь случается из-за моральных проблем, а не из-за микробов. Слова вновь наносят больше урон, чем физические атаки. Играйте, дети, в дынду исключительно за волшебников. Желательно с первого уровня, чтобы прочувствовать всю боль. Помимо этого, что нам чуть более важно в контексте сюжета Black Souls, Элизабет вела крупную кампанию против распущенности, продажных уличных кулинаров, а также использования кишек животных не по назначению. В качестве колбасы, да. Вместо этого она рекомендовала методы цикла и промывания, а также яро критиковала законы об инфекционных заболеваниях, принятых в Великобритании. Однако не спеши клеймить ее деревенской знахаркой. Согласно критикуемому закону, полицейские имели право задержать любую женщину, подозреваемую в подпольной кулинарии, а затем поместить ее продукцию на принудительную проверку. В худших случаях для женщины это означало принудительную госпитализацию и принудительные же курсы повышения квалификации, где опытный шеф-повар расскажет, как правильно готовить пряники. Надо ли говорить, что подобными полномочиями в гарнизонных городах было принято... злоупотреблять. А то и подкидывать лишнего в поднимающееся тесто. И пожалуй, в основе Людвиджа, как города в целом, лежит эта самая легенда. Легенда о том, что подпольные булочницы приносят государству больше проблем, чем все остальные его жители и все внешние враги вместе взяты. Скорее всего ты еще оценишь иронию. По крайней мере, если я на этот раз не переусложнил аналогию. Среди узких улочек Людвиджа можно обнаружить вход в тематическую такую фэнтезийную таверну. Там грим с теписной твердолобостью главного героя компьютерной игры будет задаваться единственным вопросом. Где Алиса? Где Вильгельм? И свидетельства очевидца будут расходиться до диаметрально противоположных. Надо идти на запад через мост. Надо идти на восток в жилище официантки за дополнительной информацией. Кто такая Алиса? Ты головой ударился? Я собака, я не умею говорить. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Все присутствующие персонажи по-своему меметичны. Хотя и не ко всем я смог отыскать первоисточник. Но зачем что-то искать, если можно смело скипнуть всю таверну и всех населяющих ее алканавтов? Ну, правда, за кем тут следить? За петухом-кудахтером, что был рожден два года назад ради лучшего куриного супа в этой вселенной? Может быть, за кузнечиком, что испугала Лису своими прыжками, отчего она убежала? Даже сейчас, спустя более чем один цикл прохождения, я понятия не имею, кем или чем являются Шериф Салливан и Сержант Гилберт. Возможно, отсылка на Апокалипсис сегодня и какой-нибудь непременно знаменитый на все времена вестерн, который автор не уважает всей своей японской душой. Отчего собаку и шерифа однажды можно будет встретить на улице в средине чайной церемонии? Можешь верить или не верить на слово, сам процесс я тебе показывать не буду. Что показать могу, так это то, что Сержант поет песню про грязную воду и римского бога вина Бахуса, или греческого Диониса. На форму написания на актуальном тексте не смотри. Бахус – это трудность перевода, причем еще с латыни. Между прочим, наличие греческого бога в повествовании, пусть даже в качестве культурной отсылки – это охренительно примечательная информация. Как жаль, что божественным Акалитом является простая собака. И вне зависимости от перевода, ее речь не представляет из себя ничего внятного. Даже на официальном английском переводе. Но вот на русском, ты бы знал, в какую изысканную хуйту превращается текст, если переводить его дословно. Или же переводить литературно. Ведь в литературном из текста еще и выбрасываются рандомные куски. Как, например, про законодательный запрет поцелуев, что караются смертной казнью. И вместо текста оригинального добавляется свой. Где Алису от лица собаки называют подстилкой. Ибо... ну... просто захотелось. И вовсе мы не хотим искать эти ваши параллели между этим, этим и уже упомянутыми законами об инфекционных заболеваниях. Да-да. Справедливости ради, до подобных соотнесений текста нужно иметь изрядно воспаленный разум. Поэтому чисто технически среднестатистический игрок ничего не теряет. Разве что слегка негативно настраивается как минимум по отношению к грубой собаке. Которая изначально задумывалась как обычный алканавт, а не как хаятель единственного смысла в жизни грима. Люблю я переводчика, но странную любовью. Не победит его рассудок мой, не крыша пробитая вздернутой бровью. Впрочем, значимая информация из монологов этих двоих извлекается и без знания римской пантеоники. А именно тот факт, что город по заказу Червоной Королевы построил плотник. Еще один персонаж Кэролла, к которому мы еще перейдем. В который раз когда-нибудь. И так он его хорошо построил, что жители собрались на главной площади. И дружно сказали, что построил плотник какой-то хуякий город. Нет, ну посмотри, какая здесь чудесная архитектура. Из нагромождения стилизованных под старину панелек. При условии наличия вечной мерзлоты парой километров южнее. На это весьма весомое замечание плотник ответил мудро. Промолчал. Пожал плечами и ушел. И больше его никто никогда не видел. Предоплату, естественно, возвращать никому не стали. Живите где дают. Крыса Пат расскажет гриму о славе Вильгельма Завоевателя. Что добился быстрой капитуляции англосаксов. Но закончит историю даже не на середине. Видимо предполагая, что никто не будет пытаться читать этот исторический экскурс. А я между прочим да. Если верить оригинальной сказке, то крыса должна находиться на паролокации западней. В кругу сохнущих зверьков. Но вышло уж как вышло. Чем сразу ломиться на запад, можно немного погулять по городу. Если же предварительно прошествовать по наводке официантки и обойти военкома. То в одном из переулков можно обнаружить внешний непримечательный отель. Непримечательный ровно до значения рассудка выше нуля. Когда же по искалеченной психике грима пройдутся реалии этого мира, здание окажется охваченным пламенем. А перед его входом обнаружится весьма примечательное платье и сказка. Сказка о девочке со спичками. Что в этот раз похоже, то ли разжигала огоньки внутри помещения, то ли предварительно облила здание керосином. И уже в процессе этого завершила свой цикл рождественских историй. После таких откровений впору посетить расположенную на соседней улице психиатрическую больницу. Гриму так или иначе понадобятся расходники для восстановления рассудка. Но если же проникнуть во внутренние помещения, то игра спонтанно превратится в нечто вроде пиксельного хоррора. Откровенно говоря, страшно не особо, но ядрить как интересно, что же там скрывается за соседним поворотом. Будь то медсестры из тихих холмов, наверное, характеризующие неосознанное влечение грима ко всему, что имеет две ноги и голову, уже даже не особо зацикливаясь на половой принадлежности. Или отсылки на сияние в виде близняшек труляля и траляля. В конце концов, на ресепшене можно обнаружить главврача всего этого дурдома и доступно объяснить ему, что в палату ты возвращаться не намерен. Кстати, это один из немногих кошмарных духов, кто начинает говорить только при отрицательном значении саните. Приятель Гарольд расскажет, что некая она, в которую якобы тоже влюблен главный герой, сегодня не хочет никого видеть. Да и в общем-то бог бы с ней с этой психичкой. Ведь самый завораживающий пример гнили человеческой прямо сейчас находится перед нашими глазами. Ибо ни один посетитель этой лечебницы не настолько же безумен, как доктор Гарольд Шипман. Что и стал прототипом для этой двуголовой птицы. А все дело в том, что будучи участковым врачом, психопат в общей сложности убил до 509 своих пациентов. И хотя утверждается, что его мотивы исключительно корыстны, Но с места преступления Доктор Смерть, как правило, забирал только какую-нибудь милую безделушку. Да и то в качестве сувенира. А затем отправлял соболезнования родственникам и настаивал на кремации трупа, чтобы в них не обнаружили следы морфия. Он и попался-то исключительно из-за того, что однажды подвязал к своим замашкам психопата подделанное завещание жены местного мэра. После чего дочь умершей начала что-то подозревать. Спустя 14-то лет его активной деятельности. 509 человек по его утверждениям. 218 отмечены как наиболее подозрительные и... фактически доказанные. А то есть в самом лучшем случае это 15-16 человек в год. В городе с населением 30 тысяч человек всего. Довольно причудливо, не правда ли? На рецепшене обнаружатся записи, что в равной степени могут относиться как к главному герою, так и к еще одной ожившей байке Туманного Лондона. И как ты можешь догадаться, в случае последнего, история немного более комплексная, чем представлена здесь, так что мы к этим записям еще обязательно вернемся. Продолжая отмечать на листочке все незакрытые хвосты. Если же проследовать глубже в лечебницу за милыми девушками, то... А нам надо вообще? Смотри, какая боба вылезает, если посмотреть на то же место с отрицательным рассудком. С другой стороны, мы не в прямом эфире, так что твое решительное несогласие исследовать больницу, к моему глубокому сожалению, мало повлияет на дальнейший текст. Да и локация это обязательно для посещения. Да и быть может... Доктор Гарольд упоминал некую девушку, которая не хочет никого видеть. Может быть, именно здесь мы найдем Алису? Если говорить о рекомендациях при посещении кровавого психдиспансера, то перед походом в лечебницу рекомендую закинуться всем, что найдешь в виртуальной аптечке. Потому что если при здоровой психике пустые кровавые коридоры создают атмосферу неуюта, редкие врачи еще подсказывают направление к регистратуре, а решетки на окнах не выглядят так уж безысходно, то при выпадении из безумия больница превращается в филиал королевской битвы, где тот безлицый чувак с крыши наконец-то дозовется своих друзей-санитаров, и они все вместе попытаются забить нового прибывшего психа в соседнюю камеру, доказывая потом, что не Наполеон, не верблюд участковому врачу, с которым поиграл в кулачки еще на рецепшене. Впрочем, передвижение по лечебнице даже совсем без врагов простым не будет. Если ты вышел из этой двери, то это не означает, что она ведет в то же самое помещение, откуда ты пришел, на чем построена вообще вся геометрия уровня. Именно так, например, можно избегать больших женщин, являющихся одной большой отсылкой на японские городские легенды. И не проси меня вот это выговорить, я пытался, но я не смог, я признаю свое поражение. Леди Димитреску способна откусывать лицо в процентах, что может представлять проблему даже в поздних стадиях игры. Если тебе лень использовать расходники на снятие безумия, по крайней мере. Но куда страшнее не это, а полная бесполезность всех возможных усилий. Знаешь ли, с настолько большой женщиной каши не сваришь? А если и да, то она же все захавает самостоятельно. Из примечательного, по дороге к нашей цели можно обнаружить типичный скример из типичных хорроров на Юнити, который стал баяном, пожалуй, еще в крае эфир. Однако концепция коридора повторяется снова и 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 снова. Я когда-нибудь говорил тебе, что такое безумие, а? Безумие это потеря 50% здоровья каждый ход взамен на процентный буст к урону. А еще повторение одного и того же действия, точно. Хорошо, что в изометрии это выглядит как необычайно жирный степ, а не что-то с претензией на серьезность. Где-то за манекенами обнаружится легендарный трофейный пулемет Максим, который абсолютно хуже всего даже стартового снаряжения. Добро пожаловать в фэнтези, где кухонный нож наносит больше урона, чем штурмовая винтовка. И единственный способ использовать его в бою, это багаюзы со сменой основного оружия через дополнительный ход и предварительное обвешивание всевозможными кольцами. Но и тогда есть определенный риск найти что-то более полезное. В любом случае, даже у рукоятки меча, статый больше подходит для прямого боя и умножая ты 0 единиц урона хоть на 11, хоть на 20 атак, 0 все равно остается нулем. Впрочем, в застенках лондонского вытрезвителя живут не одни только безумцы. Вот, например, хирург. Ты думаешь, Грим ему хоть на какой-то черт нужен? Он будет спринтить за тобой крабиком, только если ты прожмешь shift. Не бегай по операционной, и все будет хорошо. Пробравшись через медицинский персонал, Грим попадает... куда? В канализацию? По особенному оформленную одиночную камеру? В местный стик, с подхода к которому украшают орнаменты из таблеток? Идя сквозь глубинную часть лечебницы, Грим видит, как безумие способны изменять пространство. Далекая песня вызывает сбои в его сознании. С каждым шагом вероятность встречи с Алисой нисколько смазывается. Однако Грим все равно взбирается на крышу измененного двухэтажного здания лечебницы. И в завершении пути его ждет смертельная схватка с хозяйкой этого места. Серым орлом Эдит. Эдит, Эдит, где-то я слышал это имя. Ну раз не помню, то, наверное, и не важно. Серая орлица, возможно, является отсылкой на сирен из греческих мифов. Возможно, на орленка Эда из мифов Кэроллских. Важнее другое. Именно Эдит манит в помещение лечебницы все больше и больше людей. И, возможно, именно из-за ее песни население Людвиджа представляет собой безумных психов, решивших, что они персонажи Блэдборна. А сегодня ночь кровавая охота. И хотя процесс не может быть обращен, по крайней мере, у Грим появился шанс Атом словить ваншот без возможности его прервать. Ибо я тебе миддлгейм боссов делал не для того, чтобы ты их убивал за счет понимания механик. Иди качайся и дави статами. Хоть фу. Эдит, Эдит. Да не, я точно не слышал. Здесь мы увидим своеобразное нововведение относительно сказочных духов. Их, если помнишь, нужно собрать и отнести в библиотеку. Несмотря на то, что некоторые сказки будут выпадать из боссов, находиться в катсценах или просто лежать в сундуках, весомое большинство будут представлять собой призываемых на помощь боссами духов. И если ты, чисто в теории, где-то одного такого пропустишь, или же, не знаю, случайно поломаешь скрипт, а в первом прохождении без гайдов ты его поломаешь гарантированно, то у тебя есть все шансы закончить игру, собрав 99% имеющегося в ней контента. А 99, как известно, триггеры не активируют. В следующий раз будешь умнее, ловчее, находчивее. Удача! Наш первый помощник на пути к просветлению – это одновременно старый противник. Железный Ганс. Его история наполнена сюром, и к оригинальной сказке не имеет никакого отношения. Поэтому и я повторяться не буду. Пока певчая птица Эдит на заднем плане разоряется о своей судьбе, хочу выделить концептуальные проблемы Ганса как сопартийца в принципе. Видишь ли, гаубица имеет атак-лист прямо как у бесполезного пулемета в лечебнице. А то есть и пользы приносит ровно столько же. Его ловкости порой не хватает, чтобы сделать за весь бой хотя бы один единственный удар. И единственное, чем он может помочь гриму, это в случайном порядке впитать себя в аншотящую атаку из второй фазы. Потому как обычный уворот работает только с каким-то шансом. Чего явно недостаточно, если ты хронический неудачник. Впрочем, если ты прям хронический неудачник, то и бить будут не гаубицу, а непосредственно тебя. А орудия войны само за себя постоять уже не сможет. И да, с птицей-синицы падает приинтересное колечко, что, как говорится в описании, необходимо для прохода в Оксфорд. Будь мы просто безымянным беспамятным болванщиком, я бы задался вопросом, что же это за Оксфорд такой, и какой контекст он имеет для нашей бесконечной сказки. Но это не так, я читал статью на Вики, и ответ у меня, как всегда, один – Кэрол. В Оксфорде он преподавал математику, зависал в библиотеке, а также дрался с комендантами общежития за респект и свободную койку. Завершая тему лечебницы, хотелось бы сказать, что ранее здесь содержались вполне себе настоящие больные. И им даже пытались помогать, причем далеко не всегда при проблемах с одной только психикой. Совсем другой вопрос, что во главе процесса стоял человек по прозвищу Доктор Смерть. Ведь вообще-то по своему лору Доктор убивал на выезде, а не на рабочем месте. Впрочем, постепенно среди персонала стало распространяться безумие, причем буквально как какой-то вирус. И если медсестры да врачи поголовно превратились в бледных призраков себя былых, то в некоторых заведомо больных пациентах все так же остались крупицы разума. Та же больная Эдит вполне могла разговаривать. Правда, разговоры эти состояли преимущественно из проклятий в адрес некой сестры, у которой все хорошо и которую явно любят поболее, чем саму Эдит. Однако, она была не одна. Одними из таких же неудачливых пациентов являются близняшки Тру-ля-ля и Тра-ля-ля. Или же вот этот невыговариваемый набор звуков, используемый для пыток диктора в подвалах гестапо. Близнецы выживали в стенах лечебницы по методичке, оставленной еще со времен затерянного королевства. А именно, собирали души с полумертвых пациентов и прятались в своей личной двухместной палате. Хотя, казалось бы, чего им вообще бояться? Напади на сестер в состоянии безумия, и если и сможешь перебивать их атаки, то вот с перебиванием бесконечных возрождений могут возникнуть определенные проблемы. Кстати, не смотри какие они здесь, это все сумасшествие портит картинку, да-да. На самом деле, перед тобой милые блондиночки. И на иллюстрации оригинальной книги тоже смотреть не надо, фу-фу-фу. После смерти Эдит, около близняшек обнаружится мертвая птица. Что, судя по словам девушек, отзывалось на имя Кук Робин, и, мол, виноват в этой смерти Ники Воробей. Единственный подходящий под контекст Кук Робин, которого я смог найти, это американский врач-офтальмолог, и вместе с тем писатель-фантаст, который здравствует и по сей день. Причем здесь врач, да еще и офтальмолог. Но видишь ли, офтальмология специализируется на болезнях глаз. А близняшки, в свою очередь, единодушно выбрали вилку. И если предположить, что именно Кук является их лечащим врачом, то можно развить мысль, что уровень лечения девушек не устроил. С другой стороны, точно таких же птиц из соседнего помещения можно вывозить грузовиками. И предполагать, что абсолютно все имеет смысл, изначально... бессмысленно. Ведь не могут же все они быть медицинским персоналом. Максимум телами, из которых милые блондинки уже выпили душу. Но такое повсеместно происходит и в реальном мире, чего тут удивляться. Нет, ну а что? В забытом королевстве недостаток душ превращал тебя в демона. Причем у этого самого демона в инвентаре заочно спавнивалось тысяча душ подъемных. Так что ничего удивительного в таком преображении не наблюдаю. Тем более, когда рассудок грима падает до нуля, в его восприятии исчезают абсолютно все мертвые тела. Вне зависимости, человеческие они или птичьи. Или других я просто не видел. Привет, Халкайзер. Если копать еще глубже, то глаза это зеркало души. А близнецы, по некоторым поверьям, сами по себе имеют одну душу на двоих. Отсюда можно считать, что молодые уголовницы являются единой сущностью. Хотя при этом же и олицетворяют собой противоположные грани личности. Как для лечебницы, так вполне тематичненько. Но, что важно подметить, обе части до определенного момента погружены в себя, но в то же время тянутся к друг другу. Пусть одна из грани личности и в большей степени открыта для всего нового. И даже способна ради этого «нового» выйти из зоны комфорта, оставляя свою социофобную часть позади. Именно здесь мы подходим к одной из наиболее значимых теорий психоанализа, коей пользуются все без исключения современные психотерапевты. И все это рассуждение имело бы хоть какой-то смысл, если бы близнецы на самом деле упоминали Кука Робина. И это не было бы ошибкой переводчикам. А не, например, петуха Робина, чье убийство стало предметом английского народного творчества. И тем самым тролля-ля и тролля-ля дословно цитируют детские стишки на фоне «Мертвой птицы». Не более и не менее. А дальше я ведь еще начну затирать про чуваков с излишком СПГС в крови. Да. Гримм может заключить с девушками Ковенант. Что означает, он будет поставлять им души, а они ему скажут за это спасибо. Может быть даже большое. А если же дать душ на три уровня Ковенанта, то рядовое большое спасибо обычного качества эволюционирует в спасибо огромное. Редкость Тиан Камон. И будет их два. И по мелочи снаблят мертвеца провиантам в дорогу. Провиантам, вероятно, приготовленные из этой самой вороны. Единственное, Красноглазка будет весьма ревновать свою сестру за такие телодвижения. У них, понимаешь ли, голодный год, и сестры привыкли делиться едой только друг с другом. И из-за попыток голубоглаза в социализацию, и улучшения навыков шеф-повара, ее сестренке становится немного грустно. Но прежде чем закончить их историю, давай еще самую малость отойдем от темы. Я этого не упоминал ранее, но каждый Ковенант дает Гримму уникальные бонусы. Бесполезные чуть менее, чем абсолютно. Ведь уже самый первый вплотную занят единственной существенной проблемой при драке с боссами. А именно ваншотами. Потому что тебя либо ваншотят, либо ты победил. И самый первый Ковенант с Крольчихой просто добавляет тебе 50% здоровья, тем самым удаляя тебя от смерти ровно в половину. В противовес, 100% шанс сбежать из боя, при условии, что от босса сбежать в любом случае нельзя, это штука... Это шутка. Что по своей значимости перегоняет свое время. На пару тысячелетий против хронологической линейки. Также с ростом уровня Ковенанта открывается возможность незначительного повышения рассудка без всяких препаратов. Домашняя стряпня даже в условиях психбольницы обладает особенным эффектом. Наконец, последним аргументом за то, чтобы проходить больницу уже здоровым, будет то, что только здоровый рассудок видит полноценные иллюзии. И только так, походив по лабиринту коридоров, Гримм может за одной из дверей обнаружить выход на лужайку перед дополе знакомым домом. Предварительно обнюхав все углы на наличие полезного лута, Андетт подойдет к двери и медленно ее откроет. Найдя в комнате в том числе и своего дома, легендарного волшебника из Азумрудного города, а одновременно с тем просто Дороти. Его спутница. Его жена. И так, его он убил собственными руками ради призрачной возможности выбраться из повторяющегося мира. После обмена парой мало что значащих фраз с призраком прошлого, Гримм обнаруживает себя в одиночестве на пустыре с уже однажды побывавшей в его руках сказкой. Где вместо того, чтобы доставить домик Элли в волшебную страну, Ураган попросту разметал здание, убив всех его жителей. По запискам в кабинете главврача предполагается, что Дороти все это время была местным пациентом и свое путешествие со сменой пола решительно выдумала. Но юмор ситуации в том, что вне зависимости от количества рассудка, ее палата представляет собой руины здания на утесе. И только в безумии ты можешь поговорить с ней самой в особо ядреном флэшбеке. Вероятно, это значит, что Миядзаки забил. Или забыл. Или же содержимое палат интенсивной психотерапии представляет собой зрелище, которое Гримм отказывается видеть, даже будучи совершенно здоровым. Эх, приятно, когда восторженные игроки придумываются уже за тебя. Кстати, если ты попытаешься научить Труляля добавлять в тесто дрожжи, то Труляля это заметит. И так как сестра болезненно одержима своей единственной родственницей, то при следующей встрече окажется, что Красноглазая мертва. Напала она сестру в приступе ревности за то, что их общие кухонные принадлежности трогал кто-то еще, но не выдержала критической контратаки. Для оставшейся стоять над телом убитой собственными руками сестры, появление Гримма становится последней каплей перед впадением в безумие. А как известно, с темной стороны путь всего один. Да и тот вперед ногами. Похоже, эта лечебница мне совсем не помогает. Чем топать сразу на запад, можешь еще немного походить по городу. Кажется, та официантка приглашала Гримма для передачи информации об Алисе Тет-а-Тет. Но прогулявшись до ее квартиры, впрочем, окажется, что полукролик в качестве платы за сведения захочет ни много ни мало, но семейный рецепт пирожков от Дорсона. Гримм на такие предложения схватится за грудь и попросит вызвать скорую. Но не за свою грудь и не для него скорую, потому как булочница еще не осознала до конца, насколько фанатичен стоящий перед ней андет до рулета с повидлом. Что до информации про Алису, я тебе напиздил, понимаешь? Так официантка не имеет и малейшего понятия, кто это вообще такая. А Гримм хэв но маут бат маст скрим, чтобы попробовать сказать нечто большее, чем односложная фраза. После этого можно будет войти в Туманный парк, где насквозь позитивная чеширская кошечка даст тебе загадку от Жака Фреско. Давай подумай, на размышления дается 10 секунд. Заодно к легкому инфаркту от умиления можно прибрать к рукам волшебное кольцо, выключающее урон от падения. Совсем. Можно хоть с Биг Бена спрыгнуть, а делаешься только обратной дорогой пешком. Там же среди переулков обнаружится очередной персонаж Странный Чудес, а именно гендер-свапнутый Грифон. Грифи сразу определяет в Гримме самого опасного преступника королевства и предлагает ему пройтись по левой половине Бершалого моста, не упомянув, что Лева – это страна с её стороны. И к большому сожалению Бубнового рыцаря, первое покушение на нежизнь писателя срывается недостаточной глубиной канализации. Само знакомство с Грифоном не несет за собой никакой художественной значимости, а скорее активирует триггеры для следующих встреч. Что стоит знать о прототипе Грифона в оригинальной истории, так это то, что он обычно олицетворяет собой христианскую культуру, и его персонаж был вдохновлен статуей в Ряпонском соборе, где длительное время работал отец Льюиса Кэррола. Да и надолго мы не расстаемся, ведь место, называемое Ряпонским собором, находится как раз за западным мостом, и прямо сейчас мы направляемся именно туда. Сам мост, опять же, называется в честь самого Кэррола. На мосту мы имеем возможность призвать сказочного босса на битву с очередным мутантом, нашего старого доброго гадкого утенка, что собирается умыть в крови целый мир, что на самом деле всё ещё просто развитие истории из предыдущей части в чуть более положительном ключе. Однако противник у нас чуть более интересный, отвлекающий зверь, который предполагается дикобразом. И если мы вернёмся в лечебницу, пройдя к этому шкафу, то окажется, что лорд дикобраза был слегка пролюблен в русской локализации, в то время как в английской у него даже будет имя. Угук. А не просто мальчик, что упал с моста и в объятиях бога морских глубин преобразовался в супер-ёжика-повелителя гниющих собак. На что эта отсылка? Давай вместе. Кто проживает в плену опиатов? Льюис Кэррол. А именно нас интересует его произведение Сильвии Бруно, где паренёк по имени Угук так-то является особой королевских кровей, должный наследовать императорский титул. Однако из-за того, что принц никого никогда не любил, то вот и стал таким колючим, буквально дикобразом. После чего родные мать и отец в комедийной сцене заперли его в клетке. Да так и оставили, перед тем, как сдать его в поликлинику на опыта. Почти уверен, что вместо обретения магии все бетарды в тридцатник метаморфируют в нечто похожее. Соответственно, в реалиях Ярнома паренёк случайно узрел в крафтианские сущности после падения с моста. Да так и остался его вечным стражником. И даже его новое имя полностью олицетворяет роль в сеттинге, в сюжете, а также попутно даёт описание значений лежащих за колючей спиной локаций. Отвлекающий зверь. Отвлекающие локации. Отвлекающие роль. И больше мне сказать про него нечего. За мостом нас ждёт очередная встреча с чеширской кошечкой, продолжающей втирать какую-то дичь. И тыквенный рыцарь, смысл которого будет, видимо, объяснён в странице через сто от этого момента. Только давайте обойдёмся без вопросов в духе, что вас подвигло взять на разбор именно эту игру? Я в таких случаях обычно головой на научу рука начинаю кивать, а за правильный ответ это почему-то не считается. Здесь же можно рыбкой нырнуть в колодец, где найдётся меметическая сказка про семерых козлят. Этим, правда, никакая мама-козочка не понадобилась, они и сами прекрасно справились с превращением волка в плохо обработанный фарш. Впрочем, волк тот махонький да хиленький, ибо даже с небольшим перекачем бой выглядит как стрельба по тарелочкам. Куда важнее для нашего рассказа локация на севере от этого костра, что так и называется, Присоборное кладбище Лидл. Помимо того, что само по себе это довольно очаровательное место, навевающее воспоминания о типичном храме на набережной в половину девятого утра, по совместительству на этом кладбище, предположительно можно обнаружить могилу брата Алисы, Фрэнсиса Лидла, посмертной эпитафии в виде кровавого пятна на земле, которое Гримм сможет увидеть только при низком рассудке. Оно будет гласить, чтобы понять любовь определенного вида, нужно стать представителем этого вида. Это почти как любовь к пицце с несозревшими ананасами. Что неосуждаемо, только если ты и сам тот еще не дозревший ананас, или тайная страсть к молоденькой селедке под шубой. Далекие предки так праздники отмечали, а ты в отличие от них знаком с биологией и современным законодательством. Сидящие на трибунах присяжные ненавистники данных блюд будут судить вас по всей полноте буквы закона, но только до тех пор, пока среди них не найдутся точно такие же любители. В конце концов, если бы все предпочитали исключительно сочное жареное сало, то это бы не порицалось сообществом, правильно? Конечно же, исключительно с точки зрения буквы морали. Про то, что подобные вещи при неправильной обработке могут посадить вам, да и не только вам, желудок, рассуждать не будем. Можешь воспринимать этот спич по-разному. Буквально жалуясь на глупые метафоры спикера. Фигурально. Но вообще я, вероятно, имел в виду, что понять змею может только такая же змея. Смотри какая. Шипит, паскуда. Пссс. А к Фрэнсису Лидалу эта информация относится тем боком, что Эни-мини-мини-мо совершенно никак не собирается ограничивать любовь Льюиса ко всей семье Лидал в полном составе. Или наоборот. Для полноценного разъяснения дальнейшей информации, нам понадобится объять примерно следующие часа четыре видоса. И поэтому я просто вброшу спойлеры без какого-либо контекста, чтобы самые пытливые затем сюда вернулись. Итак, по пунктам. Фрэнсис Лидал хотел познать любовь змей, отчего на могиле можно обнаружить принадлежащее ему одеяние гадюки. А теперь знакомься. Это Йик Грейт Олд Ван и, по крайней мере, отдаленный родственник Йик Зоха. Йик имеет определенное фамильное сходство с одной разыскиваемой нами девушкой. Впрочем, как ты можешь заметить по представленному перечню, не только с ней. У них у всех разница заключается разве что в цвете волос. Впрочем, шутка про фамильное сходство еще никогда не была настолько же недооцененной. Йик тонет в своей ролях. Однако, роли не берутся с пустого места. И отношение Йика, в частности к Андеду, характеризуется не установками мироздания, а тем отношением, которое проявлял к тем же вещам и явлениям персонаж-прообраз Сэр Фрэнсис Лидал. Видящий в Кэроле наставника и ментора. А еще, наверное, любителя кроличьих нор, но мы об этом никому рассказывать не будем. Гуляя среди могил, можно обнаружить множество восставших мертвецов и мародеров. Что с некоторым шансом могут оказаться гребаной гидрой на 50 уровней плюс. Называется эта штука Игуза. Встречается вроде как только один раз. Отмечена даже на кровавых пятнах. Однако, я не имею и малейшего понятия, что или кто это такое. Я долго пытался понять, что это за могильщик. В оригинале его имя читается как Ииксзох. С узбекского это переводится как девочка. При этом сам он похож на какую-то космическую еблу, коей скорее всего и является. Как, впрочем, и абсолютно каждый миллиметр пространства начинает от главного меню. Я пытался вступать с ним в бой после заключения Ковенанта со змеями, переодевшись в токсичную одежду, выкладывал его имя из тел своих врагов, однако ни один из способов не сработал. Так что ты знаешь, что делать, чтобы пополнить нашу библиотеку историй. За комментарии пока еще шекели не взимаются. После этого Гриму предстоит наконец-то войти в Ряпонский собор, где одна из составляющих его личности проводила весьма много времени. Например, на основе вот этих статуй был создан образ Грифона, или же в контексте мира игры Грифи, а изображение кролика на обратной стороне откидных сидений точно так же вдохновили его на создание белого кролика, у которой он теперь ворует из карманов пирожки, пока она спит. Не будем об этом. По дороге во внутренние помещения можно будет встретить доктора Блэквелла. Однако на этот раз лучшая акушерка американского континента будет немного враздрае, и какое-то время даже откажется продавать свою весьма специфичную бурду под видом лекарственных препаратов. Впрочем, это ненадолго, и если бурдой все же залится, то окажется, что статуи ангелов как-то слишком подозрительно лысеют, превращаясь в самых обычных змей. Ну, может быть, и не совсем обычных. Но все же змей, что наравне с библейским, все еще пытаются толкнуть грима к запретному плоду. Пробираясь сквозь крипту, писатель натолкнется на совсем не доводящих до инфаркта мимиков, консьержа, что не приемлет спринт на его территории, а также интересный, но весьма странный рычажок, на котором кровавыми пятнами предыдущих воплощений андеда написано «не надо». С другой стороны, не совсем же у нас пропал дух авантюризма. Даже если этот рычаг вызывает своеобразные кровавые флешбеки о разрушении целого мира. Ну, интересно же, что произойдет, если его дернуть. Не призовет же это эго сатаны на головы грешных людей, правильно? Что же делает таинственный рычаг? Как минимум, около костра появится миловидная, но слегка подгнивающая дама, которая давно и надежно вышла за пределы 40 минут. Волшебница Мэри Энн Коттон. На данном видеофрагменте вы видите попытку перевести рифмованную детскую считалочку на русский язык с попыткой сохранения смысловой нагрузки оригинала. Как человек, который видел другие переводы, могу сказать, что это шедевр. Целую переводчика в щечку. Уверен, ты тоже поменяешь свое мнение о рифмовании глаголов, как только поищешь и найдешь альтернативные переводы. Ох, Коттон, ты порвалась, твое тело умерло и располось, только на полу растопыренные глаза остались. Шедевр, не правда ли? Кстати, почти уверен, что в оригинале стишки все же звучали на английском, а не на японском. В реальном мире Мэри Энн Коттон являлась серийной убийцей, что убила без малого 21 человека. Изюминки ситуации придает то, что все эти люди являлись ее ближайшими родственниками. Трое мужей, любовник, мать, случайные свидетеля, падчерица и 11 собственных детей. Ну а что, не все знают, что такое аборт. А там бедность, голодное время, страховые выплаты. Чем решать свои проблемы, как парагон, женщина предпочитала вытравливать их мышьяком. Что характерно, как и в остальных случаях, за 4 брака стандартных смертей от непонятных желудочных болезней, Мэри Энн заподозрили исключительно по нелепому совпадению. Зато поимку преступницы отмечали всей деревней. И даже палачи исключительно случайно не подрасчитали длину веревки во время смертной казни. И серийная убийца вместо перелома шейных позвонков еще 3 минуты играла в дайвера в петле. Читаемая ею во время боя песенка является детской считалкой-страшилочкой. Что на самом деле даже в оригинале звучит ужасно. Так что в определенной мере перевод достиг полной аутентичности. Впрочем, не только лишь появлением единичной ведьмы может похвастаться рычажок. Помимо этого монументальный механизм сдвинул нахрен половину собора. И теперь в его центре открылись исполинские ворота размером в 2 этажа. В открывшемся подвале собора можно будет обнаружить почти что лучшую девочку этой игры. С другой стороны, хорошо что Архуэлян первый уже оверкач. И сначала повышал ковенант до максимума, а уже потом требовал причитающиеся награды. Все и в полном объеме. Хорум-хорум-хорум. На некоторые вопросы нам просто не нужны ответы. И поэтому мы их попросту не задаем. При первом спуске в святилище можно будет узнать, что ящерка Биль отказывается подчиняться червоной королеве. И отдает всего себя служению Змеиному Богу. Для возвращения мир которого и необходимы души, поставляемые Андедом. Впрочем, в состоянии безумия подвал будет выглядеть скорее не террариумом, а как какой-то свинарник. До того, что эти кости могут принадлежать мародерам или зомби с улицы, особо вопросов нет. Всем нужно чем-то питаться. Тот же Андед тоже большой любитель поесть. И при встрече с любой особой женского пола, а теперь и не только женского, предпочитает перед дальнейшей дорогой набить карманы шавермой. Причем именно в смысле городских легенд про это блюдо. Через некоторое время в этом же подвале появится вторая... Я тоже парень. Бог Змей, вернувшийся в мир благодаря душам, которые притащил Гримм. Если все предыдущие персонажи являлись небольшими спойлерами, то Бог Змей это спойлер огромный. И без пол-литры я попросту не смогу полноценно описать, чем и кем именно он является. Так что давай пока что сделаем вид, что не поняли на что это отсылка. И уведем наше рассуждение немного в сторону от истины. Например, в мифологии нашего скучного реального мира, змеи нередко считались носителями бессмертия. Потому что умеют сбрасывать кожу, якобы рождаясь сами из себя. А древние люди, видимо, не всегда могли осознать, что змея осталась одна и та же, а не разделилась на двое. Также змеям предписывают бессмертие на манер пресловутого Ура Бороса. Мол, кусая себя за хвост, присмыкающиеся образуют вечный цикл перерождения и символизируют вечность. Да и в принципе, змеи, несмотря на свою зачастую ядовитую природу, тесно связывались с медициной. Какое совпадение, что бог змей может выдавать тебе лекарства от всех болезней? Культ змей в Восточной Азии, к примеру, запрещает покушаться на жизнь чешуйчатых. Ибо тот, кто совершит грех, навлечет на себя страшное проклятие. И опять же, какое совпадение, ты можешь покуситься на культ змей. Однако рекомендую после этого выключить все последующие жалобы и усиленно фармить черные души на негативном личном опыте. А вот ящер-кобиль в очередной раз отсылает нас на страну чудес. Где еще шуйчатый на всем протяжении своей нелегкой жизни? Только получил по лицу. Сначала от гигантской Алисы, силиясь выселить ее из незаконно занятой жилплощади. Затем на суде. Затем снова от Алисы, когда она опять начала спонтанно то ли расти, то ли уменьшаться. Был безумно скучным и странным персонажем, даже по признанию окружающих его сказок. Да, впрочем, и в игре может похвастаться разве что своим сюрпризом. А также пропуском, который дает гриму доступ к королевскому саду. Не то, чтобы этот же доступ нельзя было получить попросту перломав хребты защитником ворот. Однако стоит предварительно заручиться пропуском по двум причинам. Во-первых, это толкнет квест Грифона. Во-вторых, из-за меметичных фраз самих стражников. Ибо, как говорил один мудрец, девочки с плюшками самые лучшие. Даже если они на самом деле мальчики. Ну и как я уже рассказывал в пересказе Страны Чудес, солдаты-королевы совсем хардкорные ребята. Так как прапорщик зажимает выдать им даже сапоги по размеру, несчастным гвардейцам приходится постоянно импровизировать. Ведущего на территории парка были истреблены все фламинго и прочие живые организмы, с целью выдавить из них немного красного цвета для перекраски тюльпанов. Возможно даже, что море кровавых слез используется не совсем по назначению. И самые неудачливые срочники мотаются туда-обратно с ведрами. А затем вся эта бравая компания отправляется красить стены гуталином. И заряжать проредившую роту в ближайшем киоске. Ибо это совсем не дело, когда твои верные гвардейцы строятся не в том порядке. А все ради чего? А потому что гвардейец королевы всегда должен быть в движении. И если к концу срочной службы в нем не атрофировалось желание смеяться не только в цирке, но и вообще, то значит, что-то в этом году прошло определенно не так. В саду в глубине лабиринтов растений можно обнаружить нашего старого знакомого Грифона. Королева отдала своему рыцарю приказ избавиться от защитника виноградной лозы. И теперь у Андеда появляется возможность вступить в бой на ее стороне. Выбор без выбора, потому как вхождение в триггер означает, что за очередную тяночку ты уже вписался. И теперь давай привознемогай три фазы босса, за время которых лиса у винограда будет рассказывать о том, в каких именно пропорциях будет подавать вас обоих к вину. Оригинал сказки, как ни странно, повествует о лисе, что никак не могла добраться до гроздь винограда. Вследствие чего быстро сдалась, опустила лапы, начала ныть о своей никчемной жизни во всех социальных сетях, о том, что на завод вставать в пять утра, о детях, ипотеке, загубленной молодости, ломатье в костях, излишней драматургии в случайно взятом отрезке текста. После чего обвинила в неудаче не свои недостатки, а обстоятельства. И заключила, что виноград еще не зрелый, а значит и ее вины в недостатке стараний нет. Мораль, не оправдывайся тем, что у тебя не было цели достигнуть успеха. Люди и так знают, как оно было на самом деле, даже если все жутко воспитаны и никто не скажет этого вслух. В благодарность за помощь, Грифон подружески отвлечет Андеда, сделает ему проход в ноги, после чего чисто по птичьи его покормит. Но так как некоторые личности перед мониторами могут быть особо чувствительны, я тебе покажу процесс только так. Представь, что не знаю, ну пусть это будет поцелуй. А далее мы наконец-то доходим до точки назначения. Дворец Червонной Королевы достаточно симпатичное место. Ворота перед парадным входом украшают разграбленные саркофаги. Под безумием глубоко в стены встроены гигантские чайные чашки, которые непременно используются по назначению ровно в пять часов дня. В конце концов, это же то самое место, которое еще критиками оригинального произведения считалось излишне кровавым и мрачным. Ввиду того, что королева любила перед дальнейшими дискуссиями малость укоротить своего политического оппонента. Что по-настоящему могло бы напрягать во дворце, так это местный кадровик, которому явно бы стоило пройти какие-нибудь дополнительные курсы повышения квалификации. Одно дело, когда у тебя стражи, это буквально игральные карты с пиками. Все-таки эти хотя бы могут поймать вторженцев на маньяк азартным играм, по итогу раздев всю вражескую армию еще на подходах. Но наличие трех сфинксов, наворачивающей круги по коридору колесницы, двух маньяков на подработке и мать его говорящий торт, я создаю со скрипом. Но по крайней мере, кому-то хватило ума рассказать антропоморфному картону о том, что дождь не закончится для них ничем хорошим. Игровых механик это, к сожалению, не касается. И буквально вода из инвентаря на карты действовать не будет. С другой стороны, мы же сюда ради познавательных историй из жизнеразнообразных маргиналов и приходили. Вот, например, Франклин Болволд уже к десяти годам не вызывал никаких подозрений у правоохранительных органов. Хулиганство, кражи, случаи живодерства, поджог католической церкви, нападение на мать и сестер с последующей переправкой в психиатрическую больницу. Но право слово улыбчивый мальчика-дуванчик, которого вполне можно отправить обратно через пару дней. И последующие попытки задушить свою мать и почти смертельное нападение на соседа, все еще не являются поводом для полноценного срока. Притом, помимо алкоголя и понижающих рассудок веществ, Маккей с непосредственностью ребенка украсил свою комнату фотографиями Второй мировой войны, пошил себе форму штурмовика СС, а на публике стал называть себя Франклин Болволд Первый, представляя себя мировым диктатором. Абсолютно никаких поводов для беспокойства, правильно? С чем, возможно, могли бы не согласиться 11 его будущих жертв, но какая ирония, они не могут. И несмотря на то, что все 11 случаев жертвы выбирались буквально случайно, кто-то был сброшен с поезда, кто-то с моста, кто-то просто по приколу забит в парке развлечений свинцовой трубой. Несмотря на эту определенную и не вполне здоровую серию, к 2020 году, спустя почти 60 лет заключения, вроде как планировался сборка миссии по УДО, для освобождения, конечно же, полностью исправившегося юноши, по крайней мере, с пятого Тараза. Не может же он свои 70 навоевать себе на такой же срок, правильно? Если же прошествовать восточное крыло нашего дворцового комплекса, то мы обнаружим аж второго на квадратный метр кошмарного духа под именем кулачный боец Байрон. И вот у Уильяма Байрона, пятого оборона Байрона, биография на фоне собратьев по несчастью самая, что ни на есть, лайтовая. Видишь ли, он всего лишь зарубил на дуэли своего дальнего родственника, во времена, когда это в принципе считалось нормой, а дворянский статус позволял на вполне законных основаниях избежать какой-либо за это ответственности. Однако пронзенный мечом насквозь родственник, упорно отказывался умирать в течение всей ночи, и решил, что раз не сработал физический урон, то стоит начать обузить ментальный и репутационный, и успел налить на уши всем заинтересованным слушателям очень много всего интересного. По итогу экспромта, Уильям Байрон уже к нашему времени известен как массовый убийца, демонопоклонник, организатор детских утренников в ближайшем аббатстве, и просто крайне нехороший человек. Причем распространял эти пребывутки его внучатый племянник, которого, впрочем, за такую славу кровавый дядюшка почему-то не стал добивать. Так и умер Уильям с единственным задокументированным фрагом, против предписываемых тысяч порезанных лично Байроном. Устройство королевского дворца вызывает определенные вопросы. То, что расстояние до этой двери снаружи кажется парой тайлов, отнюдь не означает, что внутри этот же путь не растянется на целое приключение километра на полтора. Устанавливаемые в коридорах ящики с ловушками, откуда сразу же вываливаются элитные рыцари, имеющие большие шансы на убийство андета, чем финальный босс локации. Тайные комнаты в собственную же королевскую спальню. Живой и предположительно разумный мать его тортик, который не даст себя нести, и параллельно защищает кухню от незваных гостей. И, о боже ты мой, они добавили на дороге в тронный зал сегмент крепости сен. Мне действительно нужно описывать происходящее словами. Огромные металлические лезвия-маятники на узкой дороге ваншотят тебя, заставляя бежать 40 километров по пересеченной местности после каждой попытки. И что самое главное, это вполне официальный проход на аудиенцию к королеве. А кто не дошел, будет обезглавлен. Кто дошел, тоже. Своеобразная сегрегация для тех, кто способен обыграть королеву в крокет. Как думаешь, почему на поле нет ни одного игрока или фламинго? А в то же время, у самой королевы на такой случай есть пожарная лестница, для спуска которой она каждый раз, наверное, теряет роту солдат, решив прогуляться за пределами дворца. А уж сколько бюджетных денег жирает наем уборщиков, чтобы это все отмыть, наверное, и не сосчитать в валюте карликового квази-государства. Следуя по следам оригинальной Алисы, Грим добирается сразу до финальной точки ее приключения, где призывает себе на помощь проклятого царя Мидаса, а Червонная Королева сразу же натравливает на них трех своих рыцарей, даже не пытаясь выслушать вопрос нежити о местонахождении девочки. Рыцаря Червей, того, кто искал еды, но превратился в демона-зверя из-за расстройства желудка. Рыцаря Пик, простодушного рыцаря, что превратился в демона-зверя из-за предательства. Рыцаря Крестов, невероятно сильного рыцаря, превратившегося в демона из-за отравления, или в каком-то другом порядке. Так или иначе, но в ближайший круг Стража набирали по остаточному принципу. Потому что любой юнит старшей рядовой шестерки навешивает более массированных люлей, нежели тройка демонов-зверей. В то же время бубновым рыцарем является Грифон, что предпочла ошиваться где-то неподалеку, нежели вступать в бой на стороне своей королевы. Но кто я такой, чтобы осуждать тактическую методичку демонической армии? Возможно, сама королева в это время написала своей телохранительнице на ПДА, чтобы та заходила сбоку. Впрочем, вот Стражи мертвы. Грифон все еще где-то шляется. Королева одновременно и жива, и мертва, зависнув в состоянии неопределенности. Даже она не знает, где находится Алиса. Так как та, следуя сюжету сказки, буквально сбежала из этого мира. Но совпадает ли сюжет оригинальной истории с переделкой на RPG-мейкере? Или королева помнит только оригинал, и на самом деле сценарий был несколько иным? И так ли нужно срываться с места и искать какую-то там Алису, если у нас есть такое очаровательное существо, как сама Червонная Королева? Несмотря на свою репутацию, некоторые не особенно верные рыцари расскажут, что при всей своей любви к вынесению смертельных приговоров, Лорина крайне боится крови. И каждый раз бегает с казни очередного преступника, неведомо как проникнувшего на территорию королевской семьи. Вся ее жизнь – это самая благодатная почва для взращивания паранойи. Ведь в том числе и Гримм не имел никаких законных прав находиться в тронном зале. И инициация боя сразу по входу в помещение, в общем-то, ожидала бы вас в любом другом аналогичном месте. Попробуй как-нибудь зайти в Кремль и пожать президенту руку. Дай бог, если рыцарей будет только троем. В то же время девушка не лишилась своеобразной и отчасти даже инфантильной непосредственности. Из-за того, что все ее слуги – это низкоуровневое мясо для прокачки андеда, они фактически бесполезны в выполнении государственных задач. Более того, чем дольше длится разговор с королевой, тем ярче в нем проступает тема одиночества. Ближайшие рыцари не способны полноценно разговаривать. Придворные – просто лизоблюда. Единственный инициативный рыцарь решает свои сердечные дела на другой половине мира, да и не особо-то симпатизирует своему правителю. Что до тех, кто умудрился вторгнуться в замок, они, дай бог, прошли по дороге из маятников. Потому что закон суров, но он закон. И законом предписывается смертная казнь за незаконное проникновение на территорию правящей династии. Помимо очевидной и повсеместной эмпатии к одинокому владельцу жилплощади в столице, Ларина может похвастаться еще и уникальной для всего Блэк Соулса мини-игрой. Азартными играми на щелбаны. Однако непростыми. Для этого очаровательного существа карты являются лишь поводом. Не может же Великая Червонная Королева просто взять и пригласить пусть даже лучшего своего рыцаря на чай с плюшками. А вот если он предварительно станет победителем королевского турнира, то это совсем другой разговор. С высоты своего опыта в 20 часов прохождения, со всей честностью могу сказать о том, что Ларина лучшая девочка данного художественного произведения. Ты так старался, зашел так далеко. Но имеет ли это хоть какое-то значение, если в итоге здесь нет Алисы? Алиса. Какое значение имеют все остальные, если они не Алиса? Переодень красную шапочку в Алису, но она не станет Алисой. Алиса, найди мне Алису. Является ли Татьяна Шитова Алисой? Есть ли Алиса по ту сторону монитора? Звездопад, дорог от зорниц, грозы седлают коней. Я Алиса, ты Алиса, я Алиса, ты Алиса. Грим, ты пиздецца. Нет, возможно мы с самого начала искали не в том направлении. Мы разбирали Алису в стране чудес, но совершенно не затронули Алису в зазеркале. Но ведь на страну чудес происходящее походит разве что очень-очень отдаленно. Скорее она настолько же кривое зеркало оригинальных рассказов Кэрола, а? Как же там было? Однажды девочка по имени Алиса играла со своим котенком, и в полудреме случайно прошла сквозь зеркало, после чего оказалась, как ни странно, в зазеркале, мире, представляющем собой большую шахматную доску. Говорящие картины, разумные шахматные фигуры, совершенно новая и необычная вселенная, что непременно подтолкнет любопытного семилетнего ребенка себя исследовать. Но даже самое первое препятствие, небольшой холм, едва не стало для Алисы завершающей точкой в ее приключении. Ибо зазеркалье работает... не работает. И для того, чтобы добраться до цели, тебе необходимо идти в противоположном от нее направлении. Абсолютно все нужно делать наоборот. Хочешь записать видос, ебаешь реверс. Хочешь найти Алису, просто не ищи ее. Нет, подожди, ерунда какая-то. Вскоре девочка оказывается неподалеку от Черной Королевы, чье имя вообще-то от себя тяна русского перевода. Исторически в 19 веке британцы использовали белые и красные шахматные фигуры. Веду чего Черная Королева в оригинальной работе на самом деле является красной. На официальные иллюстрации опять не смотри. И это важная информация. Потому как без нее многим захочется в своих головах объединить образы Червонной и Черной Королевы в одного миленького мегамозга. А это было бы в корне неправильной затеи. Лидер красно-черного движения рассказывает Алисе о правилах этого мира. Как минимум о том, что зазеркалье расчерчено в виде шахматной доски на черные и белые квадраты. А также о том, что на поле никак нельзя не двигаться. Если в привычных нам системах отсчета при длительном движении ты непременно попадешь в другую локацию, то несчастным зазеркальцам приходится бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. Из чего, кстати, СПГСники вывели очередную эволюционную гипотезу, которую так и назвали принципом Черной Королевы. Или гипотезой Красной Королевы, в зависимости от используемого языка. Гипотеза предполагает, что биологическому виду необходимы постоянные изменения и адаптация, чтобы существовать в окружающем мире. И такая эволюционная гонгогооружение позволит любой пешке в конечном итоге достигнуть края доски. И стать чем-то большим, чем лоу-левельная фигура. Или, по крайней мере, не исчезнуть всем видом, заменившись в итоге более расторопными приматами. И так как Алиса всего лишь ребенок без грамма здравомыслия, ей очень захотелось сыграть в эту партию. Пусть даже и в роли пешки. Ведь достижение восьмого ряда не просто даст ей корону. Не только сделает королевой Зазеркалье, но и позволит выиграть естественный отбор. Осталось только добраться до конца доски. Причудливая Зазеркалье продолжала и продолжает иссушать кошелек и домашнюю аптечку писателя. Далеко не каждый лекарственный препарат способен создать настолько плотный поток абсурда. В небе вместо пчел кружили стаи крошечных слоников. Пассажирами поезда, в котором ехала Алиса, оказались лошадь, жук и козел. И билеты у них как покрывало, были размерами с них самих. Занятые преимущественно оскорблением безбилетницы и друг друга, всевозможные твари в местах обитания быстро постановляют, что девочка едет совершенно не в ту сторону. Для этого потрясающего вывода, контролер целую главу рассматривал ее в телескоп. Ввиду сего открытия, Алису вместе с попискивающим за ее плечом комаром саживают у ближайшего ручья. И это событие завершает третью клетку ее фантасмагорического приключения. На четвертой клетке Алиса попадает в лес, где все существа забывают любые имена и названия. Там ее временным проводником предположительно становится Олененок. Там же она наблюдает битву двух политических деятелей. Уильяма Гладстона и Бенджамина Бдизраэлля, вернее имен-то нету, Льва и Единорога, конечно же, которые, несмотря на то, что борются за корону с отмашки действующего короля, никогда ее не получат по его же мнению. И так как в лесу нет возможности полноценно коммуницировать и представляться, девочка была совсем не против, что в итоге политические шаржи. Ее саму стали называть чудовищем. Где-то за лесом она встречает забавных толстячков тру-ля-ля и траля-ля, в разговоре с которыми поднимаются вопросы экзистенциального кризиса, что в итоге доводит ребенка до слез. Ведь вся эта реальность есть не более, чем сон Черного Короля. Каждое сказочное создание, включая саму девочку, исчезнет ровно в тот момент, когда шахматная фигура пробудится от своего тысячелетнего сновидения на окраинах вселенной. Но, к счастью, этих двоих нам проверять уже не нужно. Обудить спящих богов не нужно было изначально. Лавкрафт, пожалуйста, прекрати истерически смеяться. Где-то около реки прибрежного магазинчика, белая королева-снежинка потеряла свою шаль. Однако, добрая девочка Алиса помогла монарше особе прицепить элемент гардероба обратно, а также выковырить расческу из волос благородной леди. На это шахматная фигура предлагает девочке стать ее гувернанткой, за работу обещать пять пенса в день и угощать вареньем. Вежливый ребенок на такое щедрое предложение было принялся отказываться. Ведь мама с ранних лет учила не принимать конфеты от сомнительных личностей. Но королева быстро ее успокоила. Завтра это понятие эфемерное и никогда не наступающее. Ведь когда наступит завтра, оно становится сегодня. Так что варенье проще варить самой, а не надеяться на местную буржуазию. Помимо чисто еврейской натуры, королева обладала возможностью видеть прошлое, настоящее и будущее. Настолько, что может испытать боль от пореза, наступившего в следующем месяце. Впрочем, не могу исключать возможность того, что такими представлениями цыганская фокусница просто набивала себе цену. Также они вдвоем закупились в лавке. Королева купила на себя заклинание полиморфа, превратившись тем самым в овцу. Но она ею и была, так что ничего прямо уж непоправимого не произошло. А вот Алиса приобрела яйцо. Одно. Голодная, видимо, была до не совсем. Однако купленное яичко возьми да превратись в шалтая-болтая, что как начнет рассказывать вирши про Бармаглота, как зачитает средневековый рэп про белых рыцарей. И вся королевская конница, и вся королевская рать не может теперь найти Алису. Потому что какому семилетнему ребенку нравятся уроки литературы? В то время как порождение чудесатого гения буквально дышали этим абсурдом, девочка не всегда осознавала даже то, как воспринимаются ее слова для инвертированных разумных. Одни и те же вещи пропускались через культурный код зазеркалия и представали чем-то совершенно новым и непонятным в головах аборигенов. Например, уже приближаясь к седьмой клетке, в лесу Алиса встретилась с белым королем и сообщила ему, что не видит на дороге никого. А король ей в ответ мог только позавидовать. Еще бы! Ей удалось увидеть самого никого. Королю такого фрукта, пожалуй, на его памяти видеть еще не доводилось. Несмотря на все трудности, несмотря на пленение черным рыцарем и освобождение белым, путь Алисы в конечном итоге завершился в восьмом ряду, где она почувствовала на голове наличие долгожданной короны, ввиду чего стала официальной королевой всей сказочной страны. Впрочем, действующим королевским семьям в лице черной и белой королев это все не то, чтобы очень понравилось. Ну и не то, чтобы не понравилось. Скорее, они начали читать своей конкурентке нотации на тему правильного поведения в светском обществе. Но ты знаешь эти королевские загадки. Что выберешь? Мыло со стола или булку хлеба, разделенную на нож? Но стол, как известно, не мыльница, а нож не ультимативный делитель реальности в детских историях с возрастным цензом 0+. От такого решительного ответа оба местных авторитета просто взяли и заснули. А Алиса пошла дальше. Пир, устроенный в честь нового правителя, был праздником для всех, кроме самой королевы. Так как блюда все время переставлялись, и девочка никак не успевала что-либо съесть. Наконец рассерженная Алиса достигает точки кипения, активирует свой девел-триггер, хватает подвернувшуюся подругу черную королеву и начинает ее трясти. И вдруг обнаружила, что держит в руках своего черного котенка, с которого эта история и началась. Пространство за зеркалье попросту перестало существовать, картины вновь молчали, и только шахматная доска стояла напротив зеркала. Был ли это всего лишь сон? Но если это был всего лишь сон, то чей? Говард, ну хватит уже в гробу вращаться, ты и так уже на околоземной орбите. Да понял, я понял, на что отсылается черный король, и каким именно статусом Алиса обзавелась в иерархии. Чтобы найти Алису, нужно найти всех тех, с кем она контактировала. В первую очередь черную и белую королеву. Возможно, черного и белого короля. Труляля и траляля. Шалтай-болтай. И единорог. И лев. Олененок. Перебрать все посещенные локации и тогда... Тогда она обязательно найдется, правильно? Где Алиса, сука, звездоглаза? Какой еще лабиринт хаоса? Эту вселенную написал Льюис Кэрол, а не Максим Шатам. Нет, ладно, уже второй раз не будем трогать контент из DLC раньше времени. Ну, в принципе, если мы пойдем, то куда-то мы так или иначе придем. А значит, можно вернуться к опустевшему перекрестку перед кладбищем Лидл и отправиться, скажем, на запад. В море кровавых слез, которые выплакала Алиса, будучи великаном, как всегда царит вечный штиль. Нелепые зверушки под предводительством голубой птицы Дода продолжают свой вечный бег по кругу в попытке высушиться. И до тех пор, пока они не высохнут, никаких разговоров с птицей не предвидится. Впрочем, самому в параде участвовать не обязательно. Достаточно отдохнуть у ближайшего костра и вернуться на то же место. Хотя любители слегка эскалировать конфликт, конечно, могут все решить по хардкору. Перебить всех зверей, а заодно закуситься с самой главной птицей на ножах. Однако в этом не будет совершенно никакого смысла, кроме разбитых сердец поклонников данной вайфы. Если же ты просто хочешь видеть мир в огне, не волнуйся. Все поклонники Дода еще будут страдать на протяжении следующих десяти глав. Как я уже однажды говорил, имя Дода произошло от неспособности Кэролла без заикания выговорить свое настоящее имя. Справедливости ради, я и сам имя Додододжсана выговариваю попытки дай бог с пятой. Вот уже где не ожидал видеть таких интересных параллелей между автором и читателем. Вероятно, именно так люди и становятся великими в глазах потомков. Также с птицей можно заключить ковенант. И он даже что-то дает. Уж прости, но концепцию билда строений на РПГ Мейкере я разбирать не буду. В ближайшие 10 минут. Именно поэтому конкретных бонусов я тебе не скажу вслух, но покажу на экране. Какие знаменательные цифры. Жаль, что самый первый ковенант в игре все еще перекрывает любые другие бонусы. Что по-настоящему важно. Антропоморфная синица поделится с Андетом методичкой по быстрому передвижению. После чего происходящее на записи скорее всего превратится в кошмарный сон эпилептика. Ибо теперь скорость спринта будет твоей стандартной скоростью передвижения. Если же при этом еще и вжать спринт... Ох. Скажу так, для полного прохождения всей игры со всеми сценками по дороге, это необходимый навык. Вот только его активное использование способно вызывать тошноту, головокружение, кровотечение из глаз, отказ печени и гепатит. Наверное, именно по этой причине. Алиса выдала пруд именно кровавых слез, а не обычное слезное море. По крайней мере, я очень надеюсь, что это Кэроловская версия Алисы, а не, скажем, версия Американ МакГим. И что под ногами у нас действительно всего лишь слезы, они еще более глубокая параллель с Блодборном. Продолжая путь сквозь котлован, можно будет обнаружить сеть подземных переходов со множествами приспособлений для казня. И ладно бы весь этот хабар просто мерно стоял у стенок, так нет же. Гильотина способна обогнать тебя на стометровке, а работающая на ракетном топливе Железная Дева в принципе превращала бы поход по коридорам во в некотором роде хоррор. При условии, что бой с ней имел бы хоть какую-то сложность хотя бы для парализованного инвалида с отрицательным уровнем. Если бы здесь такой казался, в конце концов это просто мебель, проиграть бою с ней можно разве что споткнувшись и случайно заперев за собой дверь. Но не только предметы интерьера станут нашим противником. Мучитель Браун Рик является отсылкой на мучительницу Элизабет Браун Рик. Данная особо знаменита в истории тем, что за свои 47 лет смогла выносить 16 детей. ШЕСТНАДЦАТЬ! И нет, она никого из них не убивала и даже не калечила. Просто по сравнению с коллегами по цеху, ее подвиги на почве мучительства едва ли дотягивают до нижних тиров леденящего душу пиздецам. Самая обычная вседозволенность местечковых аристократов, которая по итогу оказалась не такой уж и вседозволенностью. А именно, Элиза в какой-то момент решила стать преподавателем и научить пару девочек-сирот быть служанками. Однако, если обычно преподаватели могли проявить недовольство неуспехами подопечных, то Браун Рик просто любила бить людей. А еще обливать холодной водой, оставлять на морозе без одежды, бить розгами, превращая спину в веселую нарезку, что привело вначале к госпитализации одной девочки, а затем и еще двух, потому как за первого недобитка Элизу только пожурили. Вот только одна из служанок новой партии взяла да и скончалась от полученных ран. И только после этого маховик правосудия приговорил женщину к косплею елочных игрушек. А вот ее, конечно же, ни к чему не причастных, и, конечно же, ничего не подозревавших, мужа из 16 сыновей, которые жили в том же самом доме, приговорили всего к 6 месяцам заключения. Ибо они не убийцы, а соучастники и пособники, да-да. С точки зрения современной юриспруденции, такое даже немного больно слушать. Если, конечно, позабыть о том, что семейство имело высокий достаток, коррупцию изобрели еще до нашей эры, а в 47-16 раз родившая женщина могла считаться древней развалиной. Ввиду чего, наверное, самим можно и откупиться. А вот жену заменить на недоученных служанок. Грустно. Но самая особенная снежинка находится в глубинах подземных казематов. И о нем, пожалуй, слышали немного больше о числу людей. Жиль Дерё, синяя борода, символ столетней войны. И оттого или, может быть, вопреки, очередной поехавший любитель создавать у себя в имени скрытые кулинарные лаборатории, которые, по некоторым слухам, доходили до буквальной трактовки данной метафоры. Возможно, ты и сам слышал сказку синебородого графа, что лишил жизни очередную невесту за излишнее любопытство, а также за то, что она нашла предыдущие излишне любопытные жертвы. Ибо прохождение на Сайлент-Осасин доступно не каждому. Тем более, когда приходится прятать тела приведущих семи жен в собственном доме. Также маршалу Дерё. Людская молва предписывает ритуальное жертвоприношение примерно полутысячи детей, естественного слава сатаны, и грузинских казенаков. Однако, насколько эти слухи близки к истине? Как мы поняли, на историческую хронику есть множество точек зрения, и ни одна из них не содержит объективной истины. Кроме моей, конечно, меня слушать можно и нужно. Так вот, историю маршала Дерё принято связывать со Столетней войной. Несмотря на то, что началась она до его рождения, и закончилась уже после его смерти. В чем цимис Столетней войны? Однажды говорящая голова на английском троне решила повоевать с Шотландией. А Шотландия, в свою очередь, тесно союзничала с Францией, которая и сама была совсем не против откусить для себя кусочек Гаскония. Лидер французской варбанды, в принципе, планировал захват в то время, когда весь мир надеялся, что Англия просто увязнет в конфликте с соседями. Однако Эдуард Третий сначала повалял шотландцев, вплоть до бегства шотландского короля из страны, а затем принялся из-за его союзников. Начало военной кампании для англичан прошло настолько хорошо, что спустя пять лет по Европе прошла пандемия черной чумы, что по приблизительным подсчетам стоило Европе от 30 до 60% населения в общем. Остановило ли это хоть кого-нибудь? Конечно же нет. Ведь все же знают сюжет плага Тейл, по итогу с нашествием крыс справился переродившийся Иисус Христос, а также девочка-терминатор из жидкого превознемогания. Примерно в течение 50 лет Франция получала один восхитительный итог военной кампании за другим. Настолько, что по одному из мирных договоров короли Англии аж до 1801 года считались королями Франции. И весь этот определенно упаднический движ шел ровно до того момента, пока в уже оккупированной Франции англичане не осадили Орлеан. И именно тогда на политической арене появилась Жанна Д'Арк. Безусловно, этот момент был далеко не единственным, что в конечном итоге переломило англичанам хребет. Однако я сейчас рассказываю историю конкретного человека, так что слегка приукрашиваю события. Однажды простая пастушка по имени Жанна услышала голоса Архангела Михаила и Святой Екатерины Александрийской. Воодушевившись голосами в голове, девушка из года в год пилила мозг капитану города Вакулер. До тех самых пор, пока он не проникся настойчивостью Жанны и не переправил ее в руки психи... Аааа, нет, подожди, это спойлеры. Пока он не проникся предсказаниями об успехе некоторых военных компаний и не переправил Жанну сразу к королю. Тот просто по приколу решил пранкануть глуповатую пастушку. Посадил на трон двойника, а сам остался стоять в толпе. Однако начинающая святая эту хитрость проховала сразу, а затем начала просить войска для снятия осады Сорлеана у этого самого рандомного мужика в толпе. И что характерно, их ей дали. В процессе настолько же по приколу проверив навыки верховой езды, владение оружием и наличие девственной плева. Почему? Ну потому что... Ибо Архангел Михаил, видимо, тот еще затейник и фетиши у него весьма своеобразные. Кому как неубежденным католикам об этом знать? И кто там рассказывает про однозначно плохую судьбу попадания современного человека в Средневековье? Смотрите сами, достаточно быть неграмотным, нецелованным одуванчиком, который считает себя пророком Моисеем, чтобы тебе вот просто так выделили многотысячную армию в полное пользование. Главное интересы власти мущих не трогать, и анофему никто накладывать не будет. Всего-то и стоит, что под конец своих пророчеств, от имени Бога, подтвердить законорожденность условного Карла VII, пользуйся гайдом и не слушай хейтеров-классических попаданцев. Примерно за год до дебюта самопоразглашенной святой в историю вписался Жиль Дерё. Он и сам по себе принимал участие в военных действиях, однако с какого-то момента был назначен телохранителем и учителем самой Жанны Дарк. При этом же он горячо фанател от своей ученицы. В самых светлых чувствах. Даже после казни нашего пеленала Вайт Стрейка, Жиль тратил огромные средства для отмывания ее репутации. Более того, именно благодаря ему имя Жанны в принципе оказалось у всех на слуху, так как именно этот недоделанный пиар-агент прославлял ее десятки лет своей жизни. Совсем другой вопрос, что в какой-то момент этой самой жизни положение Дерё при дворе Карла VII оказалось достаточно шатким. Настолько, что оценив могучие лопищи оплачиваемой рекламы, король сделал из своего маршала точно такого же персонажа сказки, как и их общий кумир. И даже спустя почти полтысячи лет люди помнят о Синей Бороде, сатанисте, убийце тысяч детей и семи своих жен. При том, что фактически жена у него была только одна. Даже в те времена документация велась и велась она строго. Да и пропавший ребенок тоже был всего один. Причем никаких прямых улик, кроме, предположительно, ребенок пропал на западе Франции, не было. И абсолютно ничто на Дерё не указывало. Даже само его прозвище, Синяя Борода, маршала назначили посмертно. Мол, дьявол выкрасил русые волосы в синий, так как даже сам сатана хотел признаться Жилю, что он ее большой фанат. В общем-то, все, что предписывают Жилю Дерё, по итогу на протяжении двух месяцев к нему применяла инквизиция для убивания покаяния. И учитывая прошедший срок, думаю, абсолютно любой человек тому времени признал самого себя Люцифером, антиисусом и прародителем расы рептилоидов, лишь бы палачи уже начали разжигать костер. К слову, к настоящему времени Жиль полностью оправдан по всем вменяемым к нему обвинениям, что, однако, не вымыло сопутствующие его жизни сказки из народного творчества. И, возможно, после встречи со столь знаменательным персонажем мы вспомним про существование Жанны Дарк. С чего бы это, да? А также о том, что уже трех спутниц первой части нам представили в каких-никаких, но тематических сценках. Возможно ли где-то неподалеку отыскать нашего дорогого святого рыцаря? Я вот видел пустой шкаф с ее именем, но где же ее найти? В безумии? В нормальном состоянии рассудка? Может быть, автор решил, что две сказки по цене одной – это слишком жирно? И теперь нужно разгадать какую-нибудь загадку для обнаружения блондинки с фобией на драконов? Как ее история пересечется с лором Блэк Соулса? Какой хтонический ужас выкатит автор ради той, кого в предыдущих циклах пришлось воскрешать буквально из пепла? Но самое главное – в какой же тематической локации она будет находиться? Ведь не может же быть, что при наличии в мире святой бороды Множество французских легенд Достаточно неплохих сценок с остальными героинями Тайник за водопадом Сказка о Жанне Дарк находится в незапертом сундуке В тайнике за водопадом В локации, которая называется Тлеющий лес И не имеет совершенно никакого отношения к столетней войне Да, 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 да Никто не поверил дочери фермера И вместо становления военачальником она просто умерла в лесу После чего ее, наверное, запихали в сундук А сундук убрали за водопад А синяя борода просто для антуража пришел из какой-то параллельной вселенной Так как в его ветке события явно шли немного по другому сценарию Вкусно настолько, что у меня зубы сводят в обратном направлении Значимость Жанны для первой части переоценить невозможно С нее сюжет начался Ею он и завершался, прежде чем Андетт попадал в труэндинг И поместить милую блондинку в сундук За водопад Это все равно, что не знаю Делать гендербэнда Роскара из Асторы, наплевав на его жертву и судьбу Все равно, как если бы кольцо всевластия хранилось в чулане у Хоббита Как если бы Бэтмен умер в завязке нового сюжета про Готом Как если бы Аяш не хотел полизать в гигантского робота От этого мне хочется кричать Но я к преискорбию знаю, что некоторые люди используют мои видео вместо колыбельных Не вполне осознаю зачем, но давай не будем их будить слишком громкими криками А то завтра работа, университет, рытье окопов за водоканалом С сомнительной целью закопать там сундук С не менее сомнительным содержимым Ну ты понял Что бы получился? Тайник За водопадом Ох уж эта метафизическая боль Сильнее страдал бы только сам Дрёй, если бы узнал, что его потуги вылились Ну ты знаешь Фейт Нет, даже не так Фейт Или наоборот обрадовался, кто его затейника знает Не зря же недолюбливать его начали за недостойные католиков влечения И как бы мне не хотелось назвать подобный контент исключительно богоугодным Однако товарищ инквизитор со мной вряд ли согласится А вот Иисус на стене скорее всего предложит включить обратно Идя сквозь пруд железных дев, можно начать задаваться вопросами Точно ли это слезы? Почему механизмы триггерятся на Грима только при переключении спринта? Почему конкретно вот эта надпись желает Гриму весьма изощрённой смерти? При условии, конечно, что он сюда действительно пришёл первым уровнем через шорткат В самом же низу кровавой тропы нас будет ждать босс всех железных дев Которая сама тащим-то даже по лору совсем не дева И помимо самого босс-файта, всех любителей абьюзивных отношений подстерегает экзистенциальный ужас От того факта, что мы нашли ещё одну свою спутницу В принципе, фразу про то, что фанаты именно этой интерпретации образа Элизабет Баттери должны страдать Скорее всего, вам будут кричать сами фанаты Однако, представь себе Хоть Элизабет и находится за двумя водопадами Однако, не в сундуке Технически она сама сундук, но тут уж ничего не поделать Признаться, драка с говорящим шкафом ещё со времён первой части виделась мне чем-то странным Однако, ни одной фазы едины Как большинство из нас не знает, если пройти весь рут Элизабет То во время последней с ней встречи в отеле Посейдон Она высвободит свою истинную абсолютную форму А потом, вероятно, прикопает тебя самого Так как спутники качаются не в пример быстрее самого грима И, пожалуй, единственный способ зафакапить такой вариант событий Это подговорить красную шапочку поговорить с матерью А то бишь с Элизабет И в таком случае кровавая графиня умчится в лес по грибам А уже там перевоплотится в железный шкаф Что и произошло в моём пересказе первой части Как это касается нового цикла уже в стране чудес Ну, положим, красная шапочка всё ещё является условной дочерью Баттеря И появляется она только при отъезжающем рассудке Именно в этом состоянии имеет смысл приходить к королеве пыток Ведь только тогда, пододовый саундтрек Мать с дочерью решат выяснить свои отношения окончательно Зачем? Непонятно Но я где-то считал, что делёжка наследства у аристократов примерно так и происходит Самое главное, подкачавшись, не забыть скрутить уровень сложности А то эпическое семейное застолье закончится чуть быстрее, чем планировалось А самостоятельно красный колпак своей матери неровня Как бы ей не хотелось обратного Насколько бы эпичный их бой со стороны не выглядел Но будет неуязвимость с бонусным ходом девушка так и не научилась В альтернативной вариации событий мать и дочь практически разрешат свои разногласия Истории, жизни, описания, даты Вся сборная солянка Туманного мира полна непреодолимых противоречий Некто продолжает играть с судьбами героев как шахматными фигурками В театральной постановке Ромео и Джульетта против лавкрафтянских богов Версия 2 режиссёр Марина Сьюнова Однако кто-то из-за этого страдает, начинает искать ответы Перезапускает цикл и сбрасывает свой прогресс А кто-то процессом наслаждается И в любой момент может пафосно исчезнуть под фразу Переспала с твоим отцом, чтобы подарить ему менее разочаровывающего ребёнка Далее, теперь буквально в зазеркале Грим может обнаружить лес без названий Где абсолютно каждое живое или неживое существо Не может обозначать какие-либо имена или же местоположения Впрочем, если пытаться дешифровать реплики местных обитателей То можно обнаружить, что слово билет тоже считается именем Или же я чего-то критически не понял Впрочем, прорываться сквозь лесную чащу Каким бы оптимистичным это место ни казалось Пока что не стоит Вернее, возможно и стоит Но я как телепортировался отсюда, так и забыл пролез до самого конца игры Получилось очень тематичненько, учитывая основную фишку этого места О боже мой, я читаю текст, он не заканчивается и не заканчивается По возвращении в родные пенаты, возможно Ты начнёшь обращать внимание на определённые странности В этом недостаточно статичном мире А градус всепоглощающего, леденящего душу Нецензурного слова синонима долгожданного завершения Какого-либо длительного процесса Будет только нарастать По приходу в Лютвич, кажется В его пределах останется куда как меньше дружелюбно настроенных граждан И совсем не важно, забил ли ты ногами кузнечика Ради предположения, в нём ли находится сказка о прыгуне Но всё же таверна абсолютно пуста За исключением бармена Что на вот этом шифре, что-то там шепчет про Хастура Если тебе это о чём-то говорит Куда-то запропастилась девочка-кролик Хоть и надувшая грима на упаковку чая Однако в сущности не сделавшая ничего плохого В фойе лечебницы не содержит никого, кроме куклы-торговца А все недавние посетители разбросаны по коридорам внутренних помещений Вернувшись к бормотавшей про божественные материи Блэквелл Мы обнаружим только непонятную записку, адресованную Флоренс Нейтингейл Что вместо доставки в ближайшее отделение почты Квинленда Было просто брошено на пол В нём Блэквелл попрощается с подругой И в последний раз мы увидим её в крипте Где обезумевшая из-за невозможности добыть кровь змеиного бога Блэквелл Постепенно умирает от того яда, что поразил тело доктора медицинских наук И там же грим дарует ей покой А вот внизу, в подвальном помещении храма Встретится более явный признак чего-то нехорошего Что начало твориться со всем окружающим миром Спустившись в гач-донжон Грим обнаруживает причину, почему его ковенант со змеями Перестал отображаться в списке А дело в том, что все его участники были убиты и съедены Ибо божественная плоть способна исцелять любые болезни Чему, наверное, был бы крайне рад чумной доктор Во времена, когда мытье рук могло бы считаться инновационным открытием в медицине В этой гипотезе есть только одна существенная проблемка Блэквелл чисто в теории не смогла бы сточить целого бога И его первого жреца в одно лицо Хотя бы потому, что пожирание божественной плоти Означало бы её исцеление Так что наиболее вероятно, змея наскучила пребывание на грешной земле И потому она эвакуировалась из своей обители А заодно захватила с собой своего околита Славься, славься, мудрый змей И не захавай в процессе сам себя Метнувшись в грибной лес Помимо смутного ощущения, что за ним кто-то наблюдает Грим обнаружит обезображенные тела персонажей Страны Чудес Пройдя лабиринты Кумара, он найдёт тело гусеницы Которую распили задолго до прихода кулинара-террориста В том числе мало что остаётся от придворной леди Червоной Королевы Герцогиню Кухарка Герцогини пропала без следа В подвале обнаружится обезумевшее чудовище Названное Бесконечной Едой И нет никакого понимания, что же именно произошло Кто именно всё это сделал Выбравшись из Людвиджей и пройдя на восток События продолжат развиваться в том же темпе Однако всему свой черёд Эта часть мета-нарратива лучше всего раскрывает себя со временем Пожалуй, чтобы не возвращаться к этому потом Давай сразу разберём содержимое грибного леса Во-первых, это грибы Сына гриб, мама гриб, папа гриб Дед, заросший грибами и потерявшийся в чаще ещё в 45-м Во-вторых, здесь есть как минимум ещё две точки интереса Помимо обозначенных Где бы мало с недееспособной неписи не задумывались изначально Для начала на северо-востоке располагается деревня Жуть как похожа на аналогичную локацию из самой первой игры в этой серии Главной героиней там была Красная Шапочка И вероятно, именно Красной Шапочке посвящена небольшая пасхалка у Тверей в дом Которые раньше открывались для битвы с каким-то там духом Мандрагора Что булил в школе нашу психопатку А теперь же эти двери просто поговорят с тобой при низких показателях рассудка В принципе, пока я выговаривал этот текст Тот монолог, скорее всего, прокрутился уже дважды А если нет, то к текущему моменту да Эта деревня имеет сложные взаимодействия с разумом грима Например, здесь есть дом А если у тебя проблемы с головой, то дома нет И ложки тоже не существуют Если это не лучшее объяснение сюжета Матрицы, то я не знаю, что лучшее Впрочем, возможно, стоит задуматься до того, как ты шагнешь в сокрытую локацию Там тебя будет ждать всего лишь прямоходящий гигантский дом Неговорящий и даже не особо-то сложный Награда за него представляет пустышку После которой ты узнаешь, что с ним нападением на новостройку Не был повержен очередной кошмар А была разграблена могила И этот дом был всего лишь памятником и стражем Последнего пристанища по всей видимости Черного Кролика Учитывая то, насколько плохо заканчивали все встреченные кролики Неудивительно Однако я хочу упомянуть такую вещь Хотя всевозможные зайцы и кролики надежно ассоциируются с Алисой Однако черного кролика в оригинальной Стране Чудес не было Хотя не буду удерживать себя от шутки про гвардейцев Вымазавших его в гуталине во время генеральской проверки Историей с жизнью Единственный черный кролик, известный нам еще со времен первой части Это кролик-сенсей Убитый лично Гримом потому, что так сказала ни капли не подозрительная Запертая в пентаграмме дамочка с ни на что не намекающим именем Бафомет Справедливости ради, кролик предал Грима и Алису несколько раньше Чем оставшийся в одиночестве писатель Пришел осуществлять свою сокрытую в лоре месть Предполагается по информации оттуда же Что именно черный кролик был тем, кто убил Алису в Затерянном Королевстве Или даже чуть раньше Однако даже у предателей есть друзья И полотник, помимо нескладного города, воздвиг на могиле друга разумный дом Который должен был защищать эту самую могилу от разграбления Ну а закончилось все как обычно Параллельно следуя к поместью герцогиня Можно натолкнуться на лачугу старого рыцаря Вильяма И в общем-то его история описана в переиначенном стихотворении Роберта Сауте Радости старика и как он их приобрел В Кэрловской истории в главе 5 эти стихи читала Алиса Если не ошибаюсь при встрече с гусеницей Но как ты понимаешь у нас теперь ни гусеницы, ни Алисы Поэтому их прочитаю я Папа Вильям, ты старый, к тому же седой Начал сын деликатно и смело И без отдыха пол подпирать головой Твоем возрасте это не дело Когда был я как ты лоботрясом, сынок Я боялся за череп ушасным Но теперь постою так до смерти весь срок Где нет мозга, там страхи напрасны Ты отец постарел, я уже говорил А таких толстяков единицы Но в дверях ты такой кувырок совершил В чем причина, ведь люди не птицы С детства гибкость суставов я мазью сберег И он гордо тряхнул сединою И коробка всего лишь за шиллинг, сынок Дашь мне два-две коробки за мною Ты старик, твои челюсти, что говорить Непригодны для твердых предметов Как же ты ухитрился гуся проглотить Проживав клюв с костями при этом Призывал я к порядку жену сотни раз Каждый спор делал челюсть сильнее И сынок, это ему скульные силы запас Пронесу до конца своих дней Ты старик, но твой как всегда верен глаз Твой вид очень обманчив, отец Сколько нужно ума, чтобы носом баланс Обеспечить угрю наконец Трижды я отвечал А сейчас от пинка полетишь ты, сынишка, в ответ Убирайся и не заставляй старика целый день Слушать весь этот бред После чего старый Вильям не рассчитал силы И ваншотнул своего отпрыска Одним ударом размазав его тело по стене Вспышки агрессии и раньше были проблемы рыцаря Но в данном случае, как я понимаю Ребенку было около года Данное событие надломило разум старика Отчего тот пополнил ряды бездумно агрессивных сумасшедших И я даже испытываю малую толику сожаления О том, что к тому моменту я сам перекачался сверх всякой меры И потому в первом прохождении ваншотнул уже самого Вильяма Кто-то скажет, это карма Кто-то заметит, подкрути уровни сложности, дурень А я скажу, мяу Возможно, ушел старый рыцарь не совсем красиво Зато сэр Мурцеллот в этом бою не пострадал Да славится его имя на все времена А теперь давай вернемся обратно в Людвич А там уже и к чему-то более актуальному, нежели пересказ «Странный чудес» В финале которой мы и так уже побывали Скажем, сбор сказок в библиотеку Как мы, наверное, знаем по предыдущей части Дело это весьма важное Для предыдущей части Для этой нет Однако в награду за каждую заполненную полку Тебе будут выдавать бустер на повышение уровня Не имею и малейшего представления, зачем Учитывая, насколько космические суммы Тут можно лутать на девятом уровне сложности Буквально на самом первом костре Но я в чужие дела не лезу Хочешь копить, значит есть зачем Ведь после заполнения всей-всей библиотеки Нас что-то ждет Что именно пока непонятно И сие события окутывают туман войны Но что-то же произойти должно И, возможно, тебя заинтересует Почему я заговорил об этом именно сейчас Мы, мол, не собрали даже половины В чем соль? Есть в этой игре такая штука Как сказка о прыгуне Состоит ровно из трех частей Для каждой из которых Необходимо найти и перемолоть Трех сказочных прыгунов Этот список, в общем-то, очевиден Если ты знаешь, куда смотреть Но первым будет кузнечик в баре В принципе, малоприятный вообще не тип Но если бы я бил всех людей по этому признаку То меня бы давно увезли Либо в тюрьму, либо в травматологию Вторым будет жабка в канализации It is Wednesday, my dudes Вероятно, отсылка на лягушку в колодце Что не способна увидеть мир За пределами своей дыры За исключением того, что конкретно этот любитель сред Еще и не пытается куда-либо деться А еще есть третья часть сказки Находится приблизительно, но здесь Это... блоха И когда я говорю, что это блоха Это буквально 3х3 пикселя В жестоком, холодном, бесконечном мире Если обычный игрок в RPG Maker Может прожмакать Alt-Enter для полного экрана То мне это делать не то чтобы стоит Так как окошко квадратное И растягивание на весь экран Превратит игру во что-то еще более сомнительное, чем она есть И в очередной раз спасибо первому переводчику За то, что он вбил всю сборку в Fullscreen Plus Благодаря чему вторая часть Открылась для меня буквально с новой стороны Как жаль, что я кривой и в установке И в поиске решений А поэтому третьей DLC пришлось проходить С чем-то более приближенным к ванилям Хотя к этому моменту ты и так понимаешь Что игра создавалась только ради страданий И даже не пытаешься сделать свою жизнь хоть каплю лучше Так вот, третий фрагмент сказки лежит в блохе Вот она Зацени Тот самый момент, когда прошел весь игровой мир Убивал драконов, безумцев, призраков, древних богов, новых богов Нежить, мутантов, просвещенных, комендантов, общежитий Собрал абсолютно все доступное снаряжение в игре Почти вышел на истинную концовку И только после этого по гайду нашел блоху Причем искал минут 40 в локации Из двух кишкообразных коридоров То, что у меня получилось в итоге Самые прохаванные поняли еще по описанию Произошедшего с герцогиней Те, кто прохаванные недостаточно Ничего у меня в итоге не получилось Одна из сказок Минимума одна из сказок Может быть в прохождении не получена По никак не зависящим от тебя обстоятельствам И ничего ты с этим не сделаешь Удачи в НГ плюс С пересбором всего этого добра еще раз Гуляя по туманному парку Можно начать задумываться Что туман в очередной раз играет слишком большую роль в повествовании Сердце этого мира туманом переполнено На тумане строятся некоторые триггеры Отправляющие нас к тому, что мы сейчас имеем Каждое вхождение туман зажигает факел Десять раз пройди через туман И мир превращается в выжженную пустыню Опять же, главная достопримечательность Верхнего Людвиджа Исчезла из камеры лечебницы будто бы туман И таким же образом он исчезает Если попытаться порнуть Шерлока Холмса При первой встрече Впрочем, ладно Прежде чем мы дойдем до Джека-Потрошителя Нужно упомянуть пару предшествующих событий Например, здесь, прямо рядом с Блохой Нам встретится Суини Тодд Или как его любят называть Демон-парикмахер с Флинт-стрит Цирюльник, что по роду своей деятельности Любил резать посетителям не только бороду А затем сбрасывал то, что останется В люк под парикмахерской И передавал тела на переработку в ближайшую булочную Такими вот пирожками угощает Иван Семенович Пирожками со своими соседями Но, к счастью, эта история не имела Никакого места в реальном мире Или, по крайней мере, нет никаких свидетельств Того, что Суини Тодд действительно существовал Ибо единственное, что подтверждает обратное Это запись в журнале «Жемчужная нить», что издавался в 19 веке И где публиковались подобные страшные истории И свидетельство это заключается В послесловии к городской легенде Где говорится о том, что история основана На реальных событиях, а не пирог собачий Сам понимаешь, веры таким свидетельством Немного Я так могу газету «Приключения и чудеса» назвать документалкой Впрочем, городская легенда Успела оставить свой след в истории И теперь, если захочешь, можешь посмотреть про нее Музыкальный мюзикл Где Джонни Депп с упорством благородного сэра пытается вырезать актерский состав Гарри Поттера А жарящая пирожки из трупов тетка в итоге Избежала наказания под предлогом Ну это же Эльена Гбоном Картер За что? Это неправильно То, что вы делаете бесчеловечно Наверное, она тоже всего лишь соучастник, а не исполнитель Не благодарите за спойлеры И не хавай всякую гадость при вокзальных кондитерских И пойдем, пожалуй, дальше Вообще, на севере можно найти по-своему знаковые места Однако, лучше посмотри на вот этот костер Круг из камней и тлеющая зола Такое можно встретить в любом походе Однако, именно этот костер фигурировал в деле кража моего сердечка Так как оказался мимиком С в чем-то даже милой озвучкой В чем-то Услышать такой смешок в темном переулке я бы никому не рекомендовал Но в чем-то это, возможно, мило Если, опять же, не заходить в файлы игры и не узнавать, что это мужской голос В углу локации можно будет обнаружить весьма примечательное здание Кто-то называет это место борделем Я единственным в городе промышленным хлебокомбинатом В котором толпы зомбированных японских школьниц готовят выпечку своим сэмпаем А что самое приятное в этом месте Это живая природа прямо в центре каменных джунглей При том, что настолько же хорошего сада, как в этом здании Не найдется, наверное, на 95% территории всего остального мира А ведь это всего лишь первый этаж промышленного здания Хорошо живут эти ваши булочники На втором этаже за шторкой можно обнаружить мальчика, который кричал волке Вернее, это будет волк, который старательно косит под мальчика и искренне себя им считает И каждый раз пугается собственной внешности, смотрясь в зеркало Так как данное коротенькое обзорное видео разбирает игровый лор только по верхам Пересказывать притчу о даче заведомо ложных показаний о прибытии волка я все же не буду Наверное, все и так знают историю, как пастушенок созывал всю деревню своими криками о волках Волков никаких в итоге не было А когда волки все-таки пришли, никто ему уже не поверил Да и пришли Ли, вот что интересно Потому что разозленный крестьянин, который уже в пятый раз прерывает свой обеденный сон Вполне схавает объяснения в духе Крику на покорали боги или волки И совсем не важно, что на теле источника беспокойства найдены следы палки Это волки становятся умнее, вооружаются и начинают убивать совсем не ради пищи Там же в коморке, при отрицательном рассудке, можно будет усмотреть определенную странность поведения грима Андетт чувак вообще не конфликтный Какие бы слова ему не говорили, он терпит-терпит, а потом терпит-терпит Потому что какими бы социопатами не внили себя люди Следящий за процессом игрок обычно предпочитает не брать оранжевые варианты ответов Ибо сие не по-христиански Да и как мне смотреть в глаза прохожим, если я в своем низменном животном голоде Посмел отнять у бедной девочки зайки последний чайный пакетик Только вот на этот раз, прямо как в финале первой части Грим сам принимает решение В данный момент еще можно было заподозрить неладное Сделано мною в самом начале выборе Потому что чтение Боку-ну-пика это дело весьма своеобразное И это явно не то, что ты стал бы делать в присутствии дочери Если в предыдущей жизни Алиса и Грим получали удовольствие от такого времяпровождения То красная шапочка всем своим видом выражает все то пробирающее до глубины души отвращение Что пронзает ее тело во время совместной озвучки сцены с мороженкой по ролям Грим одержимо называет красную шапочку Алисой Совершенно не видя между ними разницы И лишь в эпилоге, когда пробирать начинает даже без эмоционального психопата Постепенно возвращает над собой контроль И начинает догадываться, где именно он находится Временное помешательство должно бы напугать бессмертного Ибо на этот раз изменения в его теле коснулись не только памяти А значит нужно скорее найти Алису и выбраться из этого кошмара Недалеко от перехода к Академии Оксфорд обнаружится потерянная зайка-официантка Не вынесла душа простой лютвежской булочницы встречи с еще одной туманной легендой этого города А вот и его новая жертва, кстати Непонятно, правда, почему он не режет суккубов на две улицы ниже Но то вопрос глубоко вторичный Ведь оказывается, что Джеком-потрошителем является не абы кто, а сам Шерлок Холмс Здесь бы еще какую-нибудь музыку с вот этого поворота уставить, но кому не все равно Я все равно все раньше проспойлерил И Джек такой Хо-хо, you approaching me Доктор, turn off my pain inhibitor Сам начинает идти на грима и загоняет какую-то псевдо-философскую телегу Про то, что торговки булочками уничтожают целую страну своей продукцией Про разложение общества, повальную коррупцию И то, что его деятельность каким-то образом обязательно вытащит гниющее государство из той ямы, куда оно заползло Про то, что сейчас ему нужно избавиться от свидетеля Про то, что его меч защищает слабых Но какое счастье, что это не его меч, а пила Вот только полусобака явно не осознала, что на фоне стоящего перед ним грима Собственные преступления потрошителя выглядят дракой на детском утреннике На фоне холла... лайва Дал бы мне кто выбор, я бы еще и оставленный им тела доел А потом похлопал психа по плечу и в припрыжку отправился дальше Собака, друг человека и все такое К тому же, как оказалось, Джек-потрошитель одевался практически как я И использовал точно такое же оружие С точно такими же умениями И если это не встреча разлученных в детстве индийских братьев-близнецов То я даже не знаю, что это Порхай как бабочка, жаль, что ты фури Причем не в значении яростный Впрочем, можно вдарить немного экспозиции Личности, что Джека-потрошителя, что Шерлока Холмса Оставили слишком большой след в масс-медиа, чтобы я сейчас про них еще 10 минут разорялся Гениальный детектив и, наверное, настолько же гениальная городская легенда Не нашедшая своего исполнителя В любом случае, оба к игровому Джеку имеют отношения разве что формальные А именно дают ему свои имена и цели в жизни На то он вклад персонажа Конана Дойла и полицейских отчетов завершается Ненавистник французских булочек был частым посетителем психлечебницы В его личном деле заявляется о зацикленности на одних и тех же вещах Хронической гемофилии, психопатии Недавно усугубившейся амнезии Диссоциативном расстройстве личности А также о синдроме грязного Гарри, который почему-то записан в медицинские диагнозы Как минимум, это означает, что личности детектива и убийцы У нашего Декстера поддельными не были Они оба в некотором роде живут в одной голове И без особого успеха охотятся друг за другом А по поводу синдрома... Ну, почему нет, конечно же, я расскажу, времени у нас куча Грязный Гарри — это шериф, который стал иконой американского кинематографа Происходило это во времена войны во Вьетнаме По причине снижения доверия населения к правительству Фильм о грязном Гарри описывает его противостояние с серийным убийцей Что дело в свое дело исключительно из любви к искусству Однако полученные шерифом улики суд не счел достаточно законными После чего отпустил маньяка прямо из зала суда на свободу Где его уже ждал Гарри и его верный револьвер Отсюда выпадает синдром Хорошей концовки нельзя достигнуть законными методами Данные, прости господи, диагноз Не входят ни в одну из редакций МКБ и носят чисто формальный характер Так как линчевание и незаконная добыча доказательств вообще-то болезнями не являются А если и являются, то более комплексными С уклоном в сторону дереализации и психопатии Правильнее было бы назвать это явление прецедентом грязного Гарри Но насколько я знаю, данного вымышленного персонажа не судили Из чего мы переходим к выводу, который можно было бы понять и без этих ваших поверхностных экскурсов Шерлок считает свою деятельность по ликвидации незаконных хлебоболок Делом исключительно праведным и нужным И не остановится ни перед чем на пути к реализации своей навязчивой идеи При всей своей зацикленности на пирожках Джек-потрошитель слабо отделяет обычных женщин от промышленных пекарей Единственным живым существом женского пола, которое он бы не желал порешить прямо на месте Является белая орлица Эдит В тот период, когда она была еще просто Эдит Обычной девочкой с самого детства, живущей в лечебнице В соседней камере от нашего челопса, между прочим Они общались и даже в некотором роде прониклись друг другу симпатией И увидев на гриме ее кольцо, крысоволк добавит, что только что разглядел еще одну причину избавиться от нежеланного свидетеля Личную К слову о диагнозах Эдит Не буду дальше говорить с загадками, это же имя носила сестра Алиса А имя Лорен носила вторая сестра Алиса И когда Эдит восклицает о несправедливости своей жизни Можешь воспринимать это как зависть к королевскому дворцу Или же более глубокую отсылку на оригинальное произведение Как я уже говорил, по пробуждению Алиса открывает глаза на берегу реки И пересказывает свой сон о белых кроликах своей младшей сестре Затем убегает в дом Но уже спустя пару минут оставшаяся у реки младшенькая Начинает видеть то же самое, что и старшая И о чудо, именно эту информацию можно найти в ее истории болезни Разве что переводчик здесь допустил определенную смысловую ошибку И использовал его сестра вместо ее сестра Справедливости ради без контекста Такие переводы это каждый раз подбрасывание монетки Угадаешь или не угадаешь На соседней полке, к слову, говорится, что пациенты-лечебницы считали своего лечащего врача главным героем в Дарк Фэнтези А себя второстепенными персонажами Давай не особо зацикливаться на тему того, кто же это мог быть в нашем сюжете И на том, что составление отчетов Это тоже в некотором роде писательская деятельность Уже однажды породившая Джека Потрошителя Ох уж этот грим Санитар и пациент Преступник и жертва Шоколадная конфета и фантик из-под нее Или же главным героем нашей истории на самом деле является тот кошмарный дух, которого мы забили в соседней палате И прозвище Доктор Смерть, адресованное по отношению к главному герою, многое бы объяснило Хороший, правда, в таком случае вопрос Нужно ли забирать титул главного героя книги в бою с твоим личным психотерапевтом? За спиной Джека Потрошителя располагается Оксфорд И у нас даже есть ключ-кольцо, чтобы попасть за ворота Не спрашивай, как это работает Однако мы туда не пойдем Так как это начисто бы поломало нарративную значимость этого момента Славный город Лютвич Полнится местами для туристических прогулок Вот, например, вечно тлеющий лес Мило и спокойное место со множеством приинтересных особенностей Таких, как вот этот лифт, например Мы тут все с мечами и пороховыми мушкетами А кто-то в это время строит магические подъемники на ракетной тяге Продолжим еще и тем, что геометрия тлеющего леса намертво поломана Потому что, судя по подъемникам, он располагается на какой-то горе На возвышенности А судя по карте, в низине Вы там сумасшедшие, что ли, все думали, я не замечу? Еще именно в тлеющем лесу за водопадом располагается один приинтересный сундук Ладно, не будем о моей моральной травме А то у меня самого борода понемногу синеет Лучше вернемся к нашей любимой сказочной чернухе В данной локации есть босс Зовущийся Кати-кати-гора Что является отсылкой к одноименной японской сказке Настолько брутальный в своем исполнении, насколько это только возможно Однажды один старик поймал на своем поле тануки, что разорял его посевы Тануки или же тануки, это что-то вроде енотовидной собаки, что во всех сказках обычно играет роль положительного персонажа Однако на этот раз другу человека не дали проявить своих положительных качеств Ведь старик подвесил собаку за крючьего себя дома Да и пошел по своим делам довольный, что вечером наестся супа Истекающий кровью тануки обратился к жене старика, чтобы она ему помогла А она взяла и помогла В ответ собака убила старушку, приняла ее облик и убрала все улики в ближайшую кастрюлю с супом И я бы сказал, что это не ганнибализм ясливо разного вида Однако собака не стала есть получившееся блюдо А скормила его вернувшемуся старику И ехидна Гагача убежала прочь перед уходом, рассказав, куда же именно делась бабка Однако данной истории и не было бы, если бы с данной семьей не дружил один белый кролик Что решает отомстить за своих друзей Для этого бывший военный вливается в ряды организованной преступной группировки И становится сбежавшему тануки другом Даже больше тем, кому собака доверяла без всяких сомнений, несмотря ни на что После обретения веса в банде, кролик переходит к планомерному уничтожению своего оппонента Разрушает его предприятие, выбивает... Нет, подожди, это листок с сюжетом Слиппин Докс А вот, притворяясь, что он дружит с тануки Кролик тайно мучает и пытает его различными способами Жгет костры в него на спине Обрабатывает получившиеся ожоги жгучими мазями Кормит всякой пакостью А затем, в заключение, строит ему лодку из грязи И топит, напоследок забив веслом Старик был очень рад совершенной вендетти Конец Нет, подожди, ну какой конец? Ты представь, какая драма стояла за их отношениями У тануки на спине буквально разожгли охапку хвороста Он почти умер, но все равно продолжил доверять кролику И даже когда месть малютки кролика была исполнена А заказчик оказался счастлив в избавлении и от врага, и от надоевшей жены На душе у самого кролика оставалась только пустота Потому что невозможно заслужить такое доверие Не доверившись в ответ Три судьбы оказались загублены И только тайный профессор Мариарти Слишком уж удачно избавился от конкурента И наелся питательнейшего супа А дальнейшая счастливая жизнь для кролика В сделку не входила О, лавовый водопад Лавопад Очень интересно, откуда именно он льется И почему еще не затопил город, если мы находимся на возвышенности Вообще, надписи на полу рекомендуют это место попросту обойти при помощи невидимости Однако суть в том, что даже без невидимости у меня здесь изначально никого не было Так что давай сделаем вид, что здесь ничего и не было Вернемся сюда, надеюсь, что только через 10-20 минут Я так-то надеялся, что и до текущего момента всего час пройдет За лесом мы найдем лифт, ведущий вниз Но вместо этого поднимающий грима наверх Чем только эти лифтеры-картографы занимаются, ей-богу Спустя минуту расслабляющей поездки мы прибываем прямо в родной Петербург Где все жители набережной давно и надежно преобразовались в амфибий Тени над Инспутом в принципе достаточно специфичное произведение А Говард Лавкрафт, вращаясь в своем гробу, давно просверлил земную твер, небеса и парочку им же самим выдуманных богов из центра Млечного Пути В приличном обществе фантастов классику предпочитают оставлять классикой Точно так же, как прогрессорство попаданцев стало баяном еще у Янки при дворе короля Артура Так и у породины еретические писания Лавкрафта существует правило трех Н Не будь калькой оригинальной работы Творчество придумали не для этого Не говори про древних богов в Суе Это баян Хотя бы переименуй их, если очень хочется добавить в свою работу космического кальмара Не называй кота Лавкрафта по имени, не надо Имя этому коту дали родители Говарда Так что хватит считать писателя убежденным расистом Даже если он таковым и был Это норма того времени И никаких оскорблений в это имя не закладывалось По прибытии в Инсмут тебе встретится вот такая вот забавная обезьяна Что после своего поражения в бою попытается убежать Зачем занигнаться и пытаться добить? Не ожидаешь ли ты, что я отвечу что-то кроме слова «надо»? Если так прикинуть, то некоторые нарративно-мотивационные штуки здесь действительно подаются чуть хуже, чем мне бы хотелось По крайней мере, если не воспринимать персонажа марионеткой игрока Или же создателем сказочного мира, которому просто хочется поразвлечься Потому что в ином случае у Грима нет совершенно никакой мотивации заниматься сторонними активностями И гоняться за невнятными антагонистами Алиса, Алиса, Алиса А они не Алиса Так что давай допустим, что обезьяна может что-то знать Например, дорогу до ближайшего метро Догнать ее нужно целых три раза И как тебе такая сказка? Когда-то не очень давно обезьяна сводила в кино мамку Рака И теперь конфликт между дотерами может решиться исключительно кровопролитием К несчастью для обезьяны, Краб отстоял на меду 20 тысяч циклов И почти затащил Интернешнл И поэтому знал притчу о том, что пока ты спишь, враг качается Так и накачался В остальном босс не представляет из себя ничего интересного А сказка в оригинале звучала практически так же Разве что там Рак собрал друзей и расчленил врага при помощи сего дружбы Бензопилы дружбы Где-то в городе можно будет обнаружить морозильную камеру Где обнаружится вот этот, конечно же, очень важный чел И Красная Шапочка Сын Черного Кролика расскажет, что из-за грехов его отца На всю страну чудес пало ужасающее бедствие Или это было в предыдущем диалоге? А в этом он затрет про то, как, наверное, клево быть нежитью Красная Шапочка, в свою очередь, будет рассуждать о ценах в магазине Своем волке И о том, не будет ли ошибкой покупать рыбу на типичном таком блошином рынке Ибо бывшая в употреблении гниющая рыба без проблем поглощается только самим Андедом Но он вообще-то уже мертв В принципе, диалог ни с тем, ни с другой никакого значения в контексте сюжета не имеет По крайней мере, пока что Так что отправляемся сразу во внутренние помещения Где нас будет ждать очередной кошмарный дух Полый солдат Джон Реджинальд Холидей Кристи После того, как в Первой мировой войне он попал под атаку газом У мужчины развились определенные проблемы с... Желудком Да И с тех пор ни одно вечернее чаепитие с женой Не вызывало того же внутреннего огонька, как и раньше А ведь злодей является британцем, сам понимаешь, 5 o'clock традициям В тот момент война забрала самое дорогое в жизни мужчины в эпоху-то отсутствия интернета Однако, однажды в доме Джона произошла утечка газа Его жена потеряла сознание А сам Кристи на этом фоне открыл себе новые пищевые предпочтения Очень ему понравилось кушать пахлаву, пока никто не видит и не отвлекает, ага А просто рядом сидит Мда И в принципе, закончись это сомнофилией одной только женой И этот человек не попал бы в нашу сегодняшнюю рубрику Газовое отравление очень воодушевили Джона И в отсутствие суженной, он еще не раз и не два нарезал себе бутерброды В присутствии хотя бы одной из подруг жены Вот только если с женой это могло сойти за почти невинный фетиш То всех остальных Джонни предпочитал травить сразу насмерть Наиболее изощренной была ситуация с Тимоти Эвансом Которые вместе со своей беременной женой и двухлетней дочерью Решили погостить у Кристи К его сожалению, Эвансу вторая беременность жены не нравилась Поэтому Джонни, по доброте душевной, предложил ему провести аборт Для создания алиби они разъехались в разные части города А когда Кристи прикончил свой лимонный чай, то позвонил Эвансу И сказал, что его жена и дочь умерли во время операции Тем самым обеспечив начинающему хирургу 200% смертность Затем сбросил вызов и перезвонил в полицию Сообщив жандармам, что это именно Эванс убил всю свою семью И именно Эванса в итоге судили за все преступления Кристи И так бы оно и сохранилось в истории, если бы Джонни не продолжил свои преступления За время своего промысла он окончательно избавился от жены и от пары знакомых И нашли его только потому, что гений преступного мира замуровал их тела в железный сейф Который спрятал в стене и заколотил фанерой А затем продал дом, в котором находилась эта пиздотая на всю голову могила И спустя время новые владельцы решили сделать в доме ремонт После таких историй обязательно пересчитывайте статьи о каких-нибудь известных докторах Которые всю жизнь кладут на помощь людям А то ведь совсем грустный пи***ц И к сожалению, в следующей локации таких вот клинических моральных инвалидов Будет только больше Скотобойня это прямо-таки карнавал психопатов и маньяков Различных социальных положений и происхождений Причем, если ты пропустишь хоть одного То на финальном боссе к тебе на помощь не придет сказочный дух А это, как мы знаем, привет из новой игры Плюс Если ты хочешь собрать все сказки Впрочем, игру можно пройти и без этого Так что можешь просто расслабиться и получать удовольствие от процесса И даже тайники за водопадом Не должны вызывать у нас никаких негативных эмоций Начать с того, что сама Скотобойня является одной большой отсылкой на сказку Ты не поверишь, братьев Гримм Или вернее на очередное народное творчество Входящее в один из их книжных сборников Входивших Потому что конкретная история оказалась настолько брутальной Что из итоговой версии ее вырезали Вдумайся Из-за излишней жестокости Сказка не прошла цензуру У редакторов Из девятнадцатого века Во времена, когда вскрытие недруга и утопление злодея в завязанном мешке Считалось чем-то совершенно нормальным Надо ли говорить, что в веке нынешнем Где фраза Ведет к неминуемому бану У нас могут возникнуть определенные проблемы с пересказом Но, вероятно, стоило задуматься над этим раньше А так, давай воспринимать эти истории как пересказ партии Например, в Counter-Strike Виртуальные человечки гремят несуществующим оружием И обязательно возродятся в конце раунда Ты не делаешь ничего плохого, играя партию против КТ Закладывание плента дает выиграть раунд, а не делает тебя преступником Эти коробки определенно были в чем-то виноваты Не мести ты ищешь Но правосудие И прочие вопросы сомнительной морали большинства видеоигровых сюжетов В сказке братьев Гримм, почти в аналогичных скотобойне условиях Произошла Дока 2 Трейд Дело в том, что времена тогда были интересные И однажды два ребенка в семье Мясника решили поиграть в скотобойню Старший использовал на младшего автоатаку с ножом И тем самым повесил дебав кровотечения на 10 ходов Этот момент через окно увидела мать братьев Впала в ярость, использовала невосприимчивость к магии И после чаржа через всю карту активировала крушащий черепа удар Тем самым отомстив за своего не до конца истекшего кровью сына Но не стала снимать дебафы Ибо в доке выживают сильнейшие Этот вот не выжил Однако за время автобоя Она забыла о том, что в это самое время в доме Ваня Играл в субнатику ее младший Который без поддержки взрослых и гайдов в интернете Заплыл слишком далеко Израсходовал весь кислород И поставил игре 0 из 10 на всех возможных площадках Как в это играть непонятно нерезонно Узнав про это, мать решила заодно отомстить и убийце старшего сына И чтобы отметить пошедший не по плану утренник Напоследок закосплеила кровавого барона А спустя пару часов после окончания рабочей смены На окончившийся праздник жизни подошел муж и отец Как раз к моменту, когда все семейство взяло за стандарт своего организма комнатную температуру Это ГГ, пишет команда Slayer House После чего ее капитан выходит в окно первого этажа Этот сюжет может пересказать тебе красная шапочка, если ты ее найдешь Да еще и соронизирует паскуда Мол, эта история жестока даже по меркам этого мира, больной ты ублюдок И если бы Грим все еще оставался ученым-библиотекарем А не запрограммированным на поиск Алисы автоботом от Яндекса Уверен, в ответ бы прозвучала целая лекция о том, что братья собирали народное творчество И дополняли его лишь там, где нужно было придать истории законченность И невшивому любителю собачьих консерв судить столь уважаемого лингвиста Гав-гав Во всех остальных аспектах Скотобойня это невероятно гостеприимное место Шитые из десятков тел абоминации Туповатые големы-мясники Призраки Гибрид полукорги-полусороконожки Среднестатистическая кафедра мединститута примерно так и выглядит Аналогии прохаваешь сам Чем среднестатистическая кафедра похвастаться не может Так это самой большой концентрацией серийных убийц на локацию Которые в этой игре только есть Хотя лично я статистику врачебных ошибок не собирал Поэтому и утверждать наверняка не буду Говоря откровенно, разбор биографии маньяков самую малость себя изживает Каждая история должна иметь некую мораль В своем сюжете описывать, как можно было бы попробовать избежать определенных неприятных последствий Однако все рассказанные до текущего момента истории имеют общий корень проблемы А повторение мать не только учения, но еще и отец глобального заеба Все эти судебные дела уже далеко не один раз репрезентовали нам важность своевременной психиатрической экспертизы Наличие хоть какой-то гражданской ответственности И любви к принципам большого добра Подумай сам, большая часть перечисленных зверств не произошла бы, если бы люди просто не были мудаками Я сейчас даже не про самих убийц, эти-то заведомо больные люди, которые от своих подвигов даже не имели особенно много выгоды И делали то, что делали по большей части ради самого процесса Обратив внимание врачи, полицейские, коллеги по работе, на нездоровые замашки стоящих рядом убийц И как минимум пара сотен людей могла бы еще какое-то время здравствовать Впрочем, я не призываю тебя подглядывать за соседями И даже на священное право каждого сказать Да попу, любой жизненной невзгоде, посягать не буду Только замечу вот такую почему-то неочевидную штуку Большая часть преступлений произошла только потому, что всем было попу Врачам, органам, опеке, констеблям И в первую очередь близким людям, если они есть Которые способны загнобить ближнего своего Или же десятилетиями не замечать массового серийника в соседней комнате Наверное, не желая выбираться из своего манимерка Ибо при тех цифрах, которые порой записывал на свой счет очередной маньяк Чтобы ничего не заподозрить Нужно быть человеком особенного склада ума и характера И что бы там ни заявляли мамины мизантропы Но откровенных социопатов Которые способны терпеть ежедневную кровавую баню у соседей напротив Меньшинство Я надеюсь А устроить что-то подобное способны едва ли доли процента Другой вопрос, что сторонники хаты с краю обычно предпочитают ни на что не обращать внимания Забывая о том, что именно крайние дома обычно сгорают первыми Обычно у людей есть такая штука, как эмпатия И несмотря на разницу восприятия Иногда можно попробовать не закукливаться в моток эгоцентризма А попробовать посмотреть на окружающих людей И даже попытаться их понять Конечно, всегда есть риск, что люди посмотрят на тебя в ответ Но давай будем честны В большинстве случаев это не такой уж и риск А негативный опыт тоже опыт В общем, не будь равнодушным, не бойся психиатрии Береги себя и своих близких И витамин кипей, предварительно согласовався с аллергологом Раз уж мы начали разбирать все-все отсылочки То порой бывает трудно остановиться Начнем с самой первой парочки преступников И Энн Брэдди и Майра Хиндли И их печально знаменитая серия убийств на болотах Психопат-садист, который еще до 10 лет промышлял живодерством и издевательством над младшими И воспитанницей ветерана Второй мировой Что с детства учил дочь бить людей в полную силу А на секции дзюдо к ней из-за этого никто не хотел становиться в пару Так как она не спешила ослаблять захват в партере Совершенно ведь никак не настораживающие картины Происходящие, наверное, исключительно за закрытыми дверями Правильно Размышляя о совершении идеального преступления Парочка нашла себе пять жертв за два года Сначала приманивали, затем Хиндли делала вид, что ничего не происходит А Брэдди кормил своих новых товарищей говорящими тортиками И устраивал игры в песочнице за городом Ввиду чего одно тело так и не нашли даже по наводкам самих преступников Да и установить их причастность к серии удалось только из-за того Что Йенн решил совершить убийство на глазах своего зятя С которым до этого активно обсуждал эту тему А зять так-то промышлял максимум кражами И проникновениями на чужую территорию Из-за чего тем же вечером позвонил в полицию И всю ночь сидел около двери с отверткой Ожидая вдруг к нему заявится поехавший родственник И только благодаря этой феерической недальновидности психопата Решившего найти себе друзей на стороне Преступления в принципе были раскрыты А если бы он как Наруто сначала поломал зятю пару костей То уже спустя пару недель, наверное По стране курсировало бы трио маньяков Вторым претендентом на роль идеального преступника в пределах этого завода Самовыдвигался кислотный практик Хейк Или же Джон Джордж Хейк Также известный под прозвищем убийца с ванной кислоты Пожалуй наиболее расчетливый гость сегодняшней программы Дело в том, что согласно законам его времени Обвинить в убийстве можно лишь при наличии убитого тела Пользуясь чем Хейк провел один из самых грандиозных троллингов прецедентной судебной системы И попросту растворял всех своих жертв в кислоте Нет тела, нет дела Эта фраза как раз таки пришла к нам из Британской империи И я не удивлюсь, если именно из-за этого человека Шесть жертв, в убийстве которых он едва ли не сам признался ради славы Однако даже так судили его всего заодно С целью облегчения судебного, так сказать, процесса Ведь кроме его признания и шестого тела Достаточных доказательств для суда все еще не было Кто такой беглый рыцарь Джим, я не имею ни малейшего понятия Наверное рыцарь, возможно даже скрывающийся от правосудия Где-то слышал грандиозное предположение Что этот персонаж стал прототипом для Уолля И теперь его веками разыскивают все, кому не лень Наконец-то достойный представитель общества А не очередной энджойер использовать кухонную утварь не по назначению Давай представим, что он как столб секретов Не существует Впрочем, ох, подождите-ка Не только лишь Хейкны и наши следующие гости Являлись популяризаторами судебной медицины в глазах молодого поколения Так Уильям и Уильям Хейр и Берг промышляли тем Что продавали тела своих случайных жертв с улицы в медицинский институт И это было практически официальное трудоустройство не у последнего человека Жаль только, что делали все исключительно ради бренных денег Из-за чего в итоге поссорились между собой И по завершении дискуссии один сдал другого жандармам Тем самым получив судебный иммунитет за сотрудничество со следствием Впрочем, судебный иммунитет опять же не обеспечивает иммунитета к физическому урону А добрых граждан на свете хватало Как и не вошла в обиход такая интересная штука, как судебная тайна Отчего разъехавшиеся по разным направлениям света жены убийц и избежавшие наказания Хейр Были затравлены толпой, сожжены в пожаре или же пропали без вести в течение пары лет Или нет Потому что данные об их судьбе получены на основе слухов и не были документально заверены А сарафанное радио из подкнувшегося около ларька бездомного способно превратить в эпическую схватку Годзиллы против Кинг-Конга Одновременно с тем против Белого Змеи и против Гравитации Между прочим, именно благодаря этим двоим в юридической практике Британии появилась необходимость согласовывать желание покойного с его отправкой на хирургический стол До этого патологоанатомы могли тащить совершенно любых людей с улицы, даже не сообщая родственникам И вот мы подбираемся к финальному боссу Кому-то настолько отмороженному, чтобы перекрыть всех этих, будем прямые, моральных уродов ячепенцев И как я уже говорил, если ты победишь всех кошмарных духов, то в помощь тебе дадут духа сказочного, бременских музыкантов Но прежде чем войти в туман, давай вернемся немного назад И я расскажу тебе одну историю Еще одну историю Одной больше, одной меньше, правильно? Однажды такой замечательный писатель, как Льюис Кэрролл, сочинил очередной сюрреалистичный поток сознания в стихах И назвал его охотой на снарка Само это слово происходит от английских Snake and Shark А то есть змея и акула А то есть наш загадочный зверь совсем-совсем непрост И начинает задыхаться в неподвижном состоянии, при этом являясь рептилией Или нет, или да В итоге-то самого снарка в этом произведении не нашли в принципе Прости за спойлеры И вся суть приключения заключалась в тех, кто его искал Для победы над столь страшным и могучим созданием Рукою авторского произвола была создана супергеройская команда мечты Капитан, что ведет свою команду к успеху Чистильщик обуви, что, наверное, выбил хит-трик в финале турнира «Кожаный мяч» Изготовитель чепчиков или просто шляпник Адвокат? Брокер Бильярдный маркер Чья неудержимая мощь, тем не менее, применения не находила На счастье Банкир, способный предложить страховку даже бобру Бобр, не знала как спасающий корабль от кораблекрушения уже не один десяток раз По крайней мере, по его словам Мясник, умеющий убивать только бобров Как много бобров Пекарь На этот раз самый буквальный Пека-боярин Ииии да Именно таким составом новая команда Была намерена поразить древнее и загадочное чудовище Нет, ну не такое древнее Не такое и чудовище Если подумать, еще больше не такое уж оно и загадочное Ведь у Капитана есть пять Абсолютно безошибочных признаков того, что перед вами Снарк Признак номер раз На вкус Снарк постный, но хрустящий И имеет привкус блуждающих огней Что? Признак номер квас Снарк поздно просыпается Признак номер трис Снарк не понимает шуток Признак номер вингс Снарк питает пристрастие к купальным фургонам Признак номер пять Снарк чертовски честолюбив Далее Снарки делятся на тех, которые имеют перья и кусаются И тех, которые имеют усы и царапаются Наконец, хотя обычные Снарки безвредны Некоторые из них являются буджумами И нет, нет, не надо падать в обморок Разве такая потрясающая команда не сможет справиться с любой угрозой? Главное, никому из них не рассказывать, что многие из нас тоже попадают под большинство перечисленных критериев Да, усатый ты наш царапающийся Но мы не имеем права унывать Даже если пойманный Снарк окажется кошмар-кошмар, буджумом А ведь в таком случае тот, кто поймал Снарка, немедленно исчезнет Бесшумно и навсегда Эй, почему нам об этом не сказали до охоты? Как это не сказали? Сказали? На иврите, на голландском, на немецком, на греческом То, что вы говорите исключительно на английском, исключительно ваша проблема А теперь еще и моя, раз я поперся в это шокирующее приключение Да Они искали его с помощью наперстков Они искали его заботливо Они преследовали его вилами Они преследовали его с надеждой Они угрожали его жизни железнодорожными акциями Они очаровывали его улыбками и мылом А также перспективами перестать облачать текст во что-то связное И просто отдаться потоку приходящих в голову разноплановых идей Во время охоты Мясник решил выследить Снарка самостоятельно Каков смельчак? Однако, случайности не случайно Особенно, если вы все являетесь главными героями пародийно-сатирического художественного произведения И умеющий убивать только бобров Мясник Нос к носу встретился именно с бобром Бобром, с большой буквы Это самый важный член команды, между прочим, побольше уважения Естественно, они оба не звери, чтобы слепо отдаваться своей природе Ну, то есть один звери, а второй еще не звери Стараясь не замечать друг друга, они двигались вперед Пока ущелье не стало становиться все уже и уже Когда они уже просто не могли не обращать друг на друга внимания Но тут в воздухе раздается страшный крик Мясник заявляет, что это крик птицы Джуб-Джуб И еще раз заявляет, что это крик птицы Джуб-Джуб И еще раз повторяет, что это был крик птицы Джуб-Джуб Затем? Потому что, как сказал капитан Если что-то сказано трижды, то это истина А так бы и нет, однако в данной арифметической шутке внезапно произошло страшное Бобр не умел считать И потому не смог сложить 1 плюс 2, чтобы получить заветную тройку К счастью, Мясник не совсем бессердечный человек И с радостью пояснил, как получить правильный ответ Для этого нужно посчитать следующее Логарифм по основанию 3 умноженный на косинус 2π Помноженный на 300 и деленный на 10 плюс 1 целая с десятичной однеркой в периоде Охуеть, спасибо, дедушка, вежливо отвечает Бобр И играючи решает получившееся уравнение, скомпилировав результат прямо у себя в голове Действительно, 3 А значит, Мясник сказал чистую правду Они еще какое-то время обсуждают грустную птицу Джуб-Джуб О том, как она живет текущим мгновением О опережающих время в кусах в одежде, что войдет в моду только через столетия Это, наверное, из категории морали про сражение палками в 4-ю мировую войну Потому что Джуб-Джуб на самом деле предпочитает летать обнаженной О том, что в жареном виде она в разы утонченнее устриц После чего Мясник и Бобр возвращаются к команде и остаются лучшими друзьями Чуть больше, чем просто друзьями Проведя запретный еретический ритуал Мясник сросся с телом своего лучшего друга Стал его неотъемлемой частью Стал полубобром Между прочим, демоническим на 70% единичным натуральному И в этом Фурсьюте продолжил признаваться в чувствах своему любовнику Даже не осознавая того, что тот его уже не услышит Все, что осталось от Бобра, это звериный дух Пробуждающийся при угрозе горячо любимому Мяснику Или, возможно, это сам Мясник хочет считать себя одержимым Когда, как на самом деле он остался один Вернулся в собственный дом И обнаружил, что за время безуспешной охоты на Снарка Вся его семья сыграла в Квайк-арену И у обезумевшего от горя мясника попросту не осталось ничего Кроме верной бензопилы, шкуры бобра И мясной фабрики с самым сомнительным сырьем, загнанным в загоны Впрочем, можешь особо не печалиться тому, что он больше не попадет на Фурикон Потому как в углу находится причина, почему Ковенант Птицы Дода Внезапно перестал давать бонусы Ведро с нею самой Продолжить и закончить историю охотников на Снарка можно в Деревне Рыболюдей В одном из домов на северо-востоке локации Можно будет встретить чистильщика обуви Что, кстати, продает ресурсы для улучшения оружия Так что, если проходишь игру в первый раз Можешь спидранить прямо к нему через канализацию Геннадий расскажет, что капитан на старости лет поплыл головой окончательно Банкира обглодал брондашмык Юрист никак не может зачитать приговоров свинье И в самом конце их общей охоты Пекарь, пользуясь преимуществом кадров в секунду Спрыгнул в расщелину в одиночку Намереваясь, наконец, поймать Снарка Радостно смеялся и ликовал невидимой команде Пекарь И эхо его слов отражалось от стен пещеры Это Снарк и смех Затем крик Это Буджум После этого наступило молчание Года прошли с того похода А капитан все так же молод Продал судьбу морскому богу Чтобы избегнуть эпилога Чтоб пламя мести загоря Всю вечность бороздить моря Но тут пришел какой-то чел Тык-тык, бах-бах и неудел Ваш капитан и все матросы Рефан души у Дэви Джонса Вот, к сожалению, не дают Я что, стихами говорю? Так, подожди Стихи планировались дальше Ну или раньше Намного интереснее, что кровавые надписи Вокруг башмачника Ненавязчиво намекают на его дбойственную натуру И если им поверить То мы обнаружим кое-что страшное Чистящик обуви Это и есть Буджум Все это время агрессивная версия снарка Скрывалась прямо в команде охотников на него И именно ему хотел отомстить капитан Не сумев достигнуть цели буквально на один переход Или в качестве альтернативы Можно предположить, что Буджум съел Не три пары сапог ради выживания А самого чистящика обуви Хотя, учитывая, что именно Геннадию Не достался арт в официальных иллюстрациях Хороший вопрос, что здесь истина, а что не очень Следующим пунктом в нашем туристическом путешествии По сказочным землям Будет река буквально Кэррола Как будто бы абсолютное большинство всего остального Ему не принадлежит Туманный мусорный поток Обитатели которого, видимо, хотят поставить большой палец на отсечение Говорят, что купаться в проруби во время снегопада Это отличная идея Но, конечно же, не уточняют, какие в том купании подводные А ведь в условиях ледяной воды и в отсутствии помощи Любой такой любитель дайвинга Рано или поздно может присоединиться к показывающим класс утопленникам А учитывая состояние мостов через реку Иногда присоединение к ивенту крещенских морозов Может получиться спонтанным Первая точка интереса Очередной не особо забавный убийца Генри Уэйнрайт Его история в очередной раз достаточно специфична Дело в том, что он убил свою любовницу И похоронил ее на принадлежащем ему складе Вот только экономическая ситуация даже в 1875 году Располагала к банкротству малого бизнеса Ввиду чего склад ему принадлежать перестал И совершенно внезапно Генри понадобилось срочно перепрятать Оставшуюся там, так скажем, контрабанду Для этого Уэйнрайт Распихал пол в разложившуюся любовницу по пакетам И решил действовать по-умному Отдал пакеты своему брату И знакомому мастеровому Что бы значит пакеты закопали они Мастеровой в ответ порылся в пакетах в поисках шекелей Когда же их не нашел, то вместо похода на кладбище пошел в полицию Данная история стала мемом настолько Что на тот период затмила собой байки даже про джекопотрошителя Брата, кстати, тоже осудили за соучастие постфактум Неподалеку мы можем найти некое говорящее яйцо Главной способностью которого является оплодотворение самого себя И спидран беременности менее чем за пару минут И вся королевская конница И вся королевская рать Не может шалтая, не может болтая Недоверенность взять неналоговую декларацию заполнить Что же делает яйцо на иждивении с государственной системой души обложения? И нет бы рассказать тебе что-то хорошее Так нет, здешняя помесь Лунтика с ежматерью потребует у грима внимания миллионы душ на то, чтобы выселить из себя потомство Зачем это гриму? Я бы тоже очень хотел знать ответ на этот вопрос И как бы мне не хотелось ответить потому что Льюис Кэролл Но он здесь к сожалению особо ни при чем Нет, технический шалтай-болтай это его герой Однако в оригинальной стране чудес я что-то не припомню подобного сюжета Сам-то можешь считать эту сделку вот чем угодно Антирекламой матерей-одиночек, вкладом в материнский капитал, пропагандой и контрацепции Или же смутными воспоминаниями о прошлой жизни Где у грима была собственная дочь Гарпия И дай бог если ту концовку он получил без благословления феи А как показывает статистика шанс на то не особо велик Но про расширенные концовки первой части немного позднее Сейчас если ты все же соберешь нужное количество душ То шалтай-болтай благополучно разобьется И оставит тебя отцом-одиночкой в мире бесконечном во всех направлениях припадочного ужаса И это окажется к сожалению не Алисом Если же ты внимательнее всмотришься в черты получившегося полуцепленка То возможно даже разглядишь что-то знакомое Знаю, знаю, аниме, it's all the same shit Но я так говорю с позиции известных мне спойлеров Так что давай сделаем вид, что у них действительно одно лицо И как бы ужасен ни был этот мир Приятно знать, что ты в нем не один Ты же не станешь предавать ее на этот раз, правда? Впрочем, если ты хоть немного меня слушал То должен догадываться, что именно грим делает с реинкарнациями своих историй Ужимает обратно в книгу сказок Если маленький пи***ить, если большой убить нахуй Следующая история называется Собака и тень Почему и тень непонятно, наверное, даже самой собаке Самому Толстому, который написал эту басню Потому что собака несла в зубах мясо И увидела не тень, а свое отражение в воде А точнее отражение мяса в зубах вражеской собаки И каким образом на этой абстракции она должна была узнать мясо на собственной тени Вопрос риторический Так или иначе, не очень мудрый пёс кинулся в реку, чтобы раскулачить незнакомую псину И закономерно проиграл Так же, как проиграет при знакомстве с гримом Ибо кто здесь король зверей, а кто собака сутулая По крайней мере, со второй попытки точно проиграет Однажды Шалтай Болтай поведал Алисе одну стихотворную историю В ней Льюис Кейрелл через призму своего писательского опыта Решил ввести в свой родной язык зарифмованные рандомные наборы звуков А затем назвать это осмысленным стихотворением И с какой-то стороны вполне достойная цель в контексте Зазеркали Где все законы вывернуты наизнанку А смысл и должен неуловимо ускользать от сознания читателя А с другой, вот он написал этот стих на английском Получил мировую известность И теперь стихотворение из несуществующих конструкций переводится на все языки мира Лол Милая малютка Гидра однажды вспоминается Алисой Когда она пыталась вспомнить детское стихотворение Но не смогла И решила, что поглупила Решила, что поглупила и очень тому расстроилась Так как не хотела становиться настолько же глупой Насколько глупой была соседская девчонка по имени Мейбл Впрочем, если бы не описание души И я бы исходил исключительно из оригинальных иллюстраций То решил бы, что перед нами Бармаглот Смотри какой И прямо сейчас ты поймешь иронию момента Воркалась, хливки и шарьки пырялись по нове И хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове О бойся Бармаглота, сын, он так сверлепый дик А в глуши рымет из полин золопастный брондашмык Здесь должна бы быть всегда строка про джуджубную птицу Но переводчик, у вас же беда, не зарифмовил девицу Но взял он меч и взял он щит Высоких полон дум В глущего путь его лежит под дерево тум-тум Он встал под дерево и ждет И вдруг грахнул гром Летит ужасный Бармаглот и пылкает огнем Раз-два, раз-два, горит трава Взы-взы стрижает меч Ува-ува и голова барабадает с плеч О, светозарный мальчик мой, ты победил в бою О, храброславленный герой, хвалу тебе пою Воркалось холивки и шарьки Пырялись по нове И хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове Вся эта информация, как обычно, подается в стихотворной форме Без иллюстраций И в этот момент мы понимаем, что старина Таганрог-Посейдонович, оказывается Льет на нас предельно связанный и последовательный текст Как правило, ни сегодня, ни вчера Потому что сегодня и вчера весь шифер убежал впереди паровозом Лапками такой тяп-тяп-тяп И, возможно, стоит задуматься об обращении по данному номеру Но не сегодня, и не вчера Но к чему я подводил Это Бармаглот Тот самый легендарный, пылкающий огнем Имеющий голову, которую можно стрижать Ужасный, скорее всего, зверь Полную информацию о котором, содержащуюся в оригинальном произведении Я тебе только что выдал от первой до последней строчки Весьма забавно, что при столь скудном описании В котором фактически есть только имя Бармаглот смог стать целым культурным феноменом В некоторых фанфиках на тему Страны Чудес Вроде того же Блэк Соулса Единожды упомянутый дракон и вовсе выходит на передний план Задвигая куда-то в темные дали большинство иных персонажей Более раскрытых персонажей Почему не Алиса? Однако, если считаешь вышедшего на пенсию полуразложившегося трупного дракона милашкой Не торопись с выводами Как говаривал один полностью разложившийся мудрец Если считаешь девочку милой, сначала взгляни на ее фото в паспорте Если даже этого кажется мало для охлаждения и энтузиазма То поздравляю, наверное Вы нашли друг друга Осталось теперь только взглянуть уже на свое фото в паспорте И если не разочаруешься, нести документы в ЗАГС В принципе, на простой беседе бы И закончились мои взаимодействия с безумным духом Олицетворяющим зло даже в сеттинге самого Кэррола Писателя добрых сказок для детей вообще-то Однако я же ходил по реколлекшн руме, я название ивентов помню И поэтому без задних мыслей влетаю в дракона с двух ног, требуя чаю В свою очередь здесь на свет в очередной раз появляется самая неприятная часть боевой системы чернушных душ Вот вы весело-задорно задыкиваете друг друга пырялками А вот она кастует разрушение души и выносит тебя вперед ногами за один ход Почему? Потому что. Как избежать? Ну, избеги, перекачайся, я не знаю, ваншотни ее, например Это ведь так весело, вместо тактики и стратегии начать задрачивать циферки, ей Но сейчас не об этом, а о тяжелой судьбе старушки-пенсионера Которая в очередной раз... Нет, я знаешь, я не могу больше об этом молчать По сравнению со стандартным RPG-мейкером, боевка в Black Souls это просто космос Все эти фазирования, прерывания, инициатива, завязанная на скорость Десятки различных умений, эффектов колец Особенный, так сказать, плейстайл под каждого особенного мальчика или девочку Прямо... Ах... конфетка Жаль, что конфетка с говном Так как это все еще RPG-мейкер И если что-то сделано лучше, чем в стоке, не значит, что оно сделано хорошо К какому-то моменту меня начала проникать концептуальная противность баланса этой игры в принципе Ладно, я могу признать, что боевка действительно хороша и стала лучше по крайней мере по сравнению с первой частью на порядок Однако в погоне за нелинейностью автор в очередной раз забыл про такую совсем никому нахрен ненужную штуку, как левелгейт и баланс Имя этому чудесатому феномену Ваншот? Не ваншот Вступая в бой с новым противником, ты либо на первом же ходу теряешь все зубы Нижнюю часть черепа и изящно разбрызгиваешься по площади в 15 метров Либо выживаешь И тебя шотают на второй фазе Либо выживаешь, и враг оказывается полностью побежден Я уже слышу этот голос из зала Ты что, дурак? Это же все игры так работают Однако, сколько бы ветераны этой игры не угрожали вам врагами секретиком Босс рашами на девятом уровне сложности Доменами и прочими прохождениями игры на первом уровне через кулаки Суть этих приколов остается той же Ты либо ловишь ваншот, нарядившись шмотки максящие у ворот и прожав перед ударом врага уклонения Либо не ловишь И на следующий ход запиваешь вытекшую кровь из ста кабанок здоровья Из ста кабанок здоровья Из ста кабанок здоровья, алло Которые можно использовать все 99 за один раз И я бы допустил, что эта проблема исходит исключительно из моего билда стеклянной пушки Где мы с врагом в общем-то попадаем в равные условия Либо он, либо я И бой не затягивается больше двух раундов Однако концептуальных возможностей играть как-то иначе не сильно-то и много Максимум получится занизить весь входящий физический урон при помощи единственного меча во всей игре Заковаться в доспехе сверху Изредка свапать кольца на какой-нибудь шанс контратаки И все равно умирать, когда враг прожимает неистовство Или наблюдать, как любая угроза постепенно стачивается броню Где-то в твоих мечтах, потому что броня здесь практически не роляет Великолепный, надо сказать, билд Всем рекомендую Если к моменту титров ты хочешь обнаружить себя седым старцем в киберпанковском мире далекого будущего Потому что под конец раздражающие бои будет хотеться закончить как можно быстрее В чем же, собственно, проблема? А в том, что вне зависимости от того, куда ты идешь Тебе будет либо эпизодически легко Либо катастрофически трудно пробиваться через вражеских болванчиков По крайней мере, пока не научишься бегать И, возможно, мне даже хочется посмотреть на мопсет вот этого чудесного босса Ну, пошел нахрен Лови ваншот И, возможно, я хотел бы победить этого интересного босса Тем более, ни один противник до него на этой локации не мог нанести мне единицу урона Ну вот, пошел нахрен снова Попробую, я не знаю, нафармить еще немного уровней Пару-тройку Сотен К своему текущему 50-му Ну, хорошо, критикуешь, предлагай Проблема боевки Блэк Соулса в том, что у тебя нет никакого контроля над боем Вдумайся в эту мысль еще раз У тебя нет никакого контроля над пошаговым боем Уворот, сука, не дает уворот Он дает шансу вернуться Надо ли говорить, насколько эта хуйка не работает, если у тебя есть аж 3 к 10 на получение в лицо всего урона Причем на каждую атаку в серии они суммарно А то есть, если очередной мини-босс расщедрится, например, на 20 ударов в ход То и кнопку у ворота вместе со своим монитором Можешь смело выбрасывать в форточку Исцеляющие заклинания бесполезны настолько, что большинство игроков, наверное, даже не догадываются об их существовании Потому что у тебя в сумке лежит стак Стак банок здоровья Каждая из которых даже без бонусов от ковенанта восстанавливает треть полоски Бафы на защиту с фиксированными цифрами бесполезны до появления мультихода А после его появления бесполезны в принципе Потому что к тому моменту значение защиты, скорее всего, упрется в кап И объективно самая трайхардная стратегия, которую может выдумать твой воспаленный мозг Это бесконечные смены оружия за этот самый мультиход Чтобы набрать, значит, весь спектр уникальных усилений И все равно, скорее всего, лопнуть из-за рандомной плюхи И что самое смешное, этот элемент случайности практически невозможно минимизировать За исключением, конечно, тех случаев, когда ты целенаправленно усложняешь себе жизнь Помнишь, блядские монетки из первой части Страха и Голода? Так вот, у некоторых боссов есть Сука, атаки, переводящие твои 100% здоровья в ноль Просто по факту своего применения Которым плевать на твой уровень прокачки На то, нажал ты у ворот или блок Вот эта херня просто убьет тебя взглядом во время своего хода Любого хода Причем без всякой задержки в пару раундов И даже больше Одна конкретная гнида может снять у тебя 100% здоровья Дважды за один ход Снять 100% здоровья дважды, ты вдумайся И все это настолько случайное дерьмо Что во многих случаях ты не играешь в пошаговую стратегию Коим, блядь, и задумывался этот костяк геймплея А просто наяриваешь для себя удачный рандом Когда же эта паскуда перестанет выбрасывать шестерки? Когда же этот любитель лебединого озера Перестанет пассивно уворачиваться от всех 12 сука атак в серии? Когда же взрыв души перестанет ставить жирную точку в твоей истории? Откровенно говоря, я не боюсь Я надеюсь, что среди зрителей найдутся прохаванные хардкорщики Которые расскажут, как поддерживать интерес к боевке на протяжении всей игры Хотя бы в битвах с боссами Обычных мобов любой игрок так или иначе возненавидит во время прохождения лабиринта Даже если схватка с ними будет занимать суммарно около 5 секунд Так вот, при схватке с Бармаглотом тебе, к сожалению, выдадут отнюдь не тунец, а самых обычных пиклей Чем это отличается от любого другого врага на 300 уровней выше? Тем, что дракон разрушения после этого схватит грима за ногу и утащит в ближайшую тюремную камеру Бармаглот чудовище с принципами Плохих детей мучает и убивает, с хорошими играет и только потом убивает Придешь к ней с целью убить, она будет убивать в ответ Придешь за чаем, тебя напоят и вполне возможно не убьют Вот только не на твоих условиях Так что готовься к промышленной добыче бустов на магическую силу И постарайся в процессе не захлебнуться чайным грибом Это, пожалуй, первый и единственный босс, до которого дошло, что бессмертную нежить можно просто запереть в камеру Вместо отправки на респаун Что как минимум умно А как максимум ногой сид сильно изменился за это лето Хотя на году все так же предпочитает особо не скрывать Надо сказать, что в этой сцене сюжета больше, чем во всех предыдущих 20 часах игры И еще часах 10 в будущем Так что нет ничего постыдного в том, чтобы пару раз проиграть Второй и третий раз были исключительно ради лучшего понимания лора Определенно Или, по крайней мере, ты можешь так себя успокаивать, мой маленький искатель истины Бармаглот по-настоящему ценит грима И готова защищать его в этой самой камере До скончания времен от любых пришлых угроз Больше не нужно начинать новые циклы И продолжать искать Алису Не нужно играть под дудку эгоистичных правителей И продолжать искать Алису Маскирующиеся под девушек твари больше не смогут обмануть тебя, принимая соблазнительный облик В том числе не сможет обмануть и... В компании Бармаглота Ничего из этого больше не будет иметь значение Он меч и взял он щит высоких полон дум В глущего путь его лежит под дерево тум-тум Он встал под дерево и ждет И ждет И ждет И... ждет? Я точно пришел к нужному дереву Ну, с другой стороны Она все-таки не Алиса, чтобы ее дожидаться Так что пойдем куда-нибудь еще Похоже, что Бармаглотом оказалась все-таки милая Гидра Алиса, Алиса Куда же ты убежала, Алиса? Какая неожиданная встреча Это Брандашмык Тлеющий ужас Хранитель страны чудес И о квалификации его как охранника можешь судить по первому взгляду Еще один зверь, который упоминается в том же самом стихотворении единственным словом Без описания И становится культурным образом переживающим века человеческой истории Но, как говорится, есть пафосные и клевые ерохины, способные пережить отрубание головы А есть среднестатистический Сычев Весь мир театра, а ты в нем вон тот пляшущий голый мужик без лица Даже поражение в битве второй мифический зверь принять не может И будто бы гениальный злодей из Скуби-Ду предпочтет убежать в следующую серию Пока проклятые детишки не вызвали копов В этой же пещере, кстати, обнаружатся останки банкира Но это если тебе интересно собрать всю коллекцию охотников на снарка Не знаю, правда, кому именно это может быть интересно Но я в чужие дела не лезу Дальнейший диалог с Брандашмык строится на праве сильного Вежливостью и двухсотом уровнем можно добиться намного большего, чем просто вежливостью Так и в заключении Ковенантов Лохматое чудовище следует иерархии волчьей стаи Попытка совместной трапезы в таких условиях, правда Будет выглядеть почти как попытка выпить всю воду из собачьей миски И хотя, как говорил один отчаявшийся Бетард, я бы и собаку... Завел... Чтобы охраняло дом Да... Оно разведенное все бегает, растягивает футболку Кхм... Подумать о последствиях стоит сразу Так, при неправильной эксплуатации Есть неиллюзорный риск того, что Брандашмык откусит Андеду носик чайника Так как эти ваши человеческие игрища с едой не понимают Хорошо еще, что Гримм главный герой компьютерной игры И восстанавливает свой сервиз у ближайшего костра А если бы нет? Что намного веселее Красный койот даст Андеду возможность Пожирать трупы своих врагов Да и не только врагов Да и не только трупы, а порой даже заживо Зачем? Ну в смысле зачем? А, ты про то, что это же буквально нежить Бессмертная нежить Ему не нужна еда Ему не нужен кислород Может выжить без снаряжения хоть на луне, хоть на дне океана А я скажу зачем Ради лузов и восстановления рассудка Ну а еще потому, что может Впрочем, лучшее, что можно сделать с этим умением Это объесть кроликов около камеры краха Ибо пожирает сильнейший А выживает наиболее приспособленный И прочие забавные истории из учебника биологии Андедов за пятый класс Также лохматое порождение вулкана расскажет, что у Алисы Оно на полном серьезе изначально играло роль сторожевой собаки Которая еще и начинала играть в загадки с любым мимо крокодилом Для победы в которых нужно было просто не отвечать Когда-то давно был воздвигнут особый рай для нее С большой буквы И для него И именно Брандашмык должна была охранять библиотеку от всех внешних угроз Впрочем, любопытства красной собаке не хватило и на пару дней Однажды приоткрыв дверь в этот рай Она обнаружила мертвое тело Алисы Именно ее, а не какой-то подделке И теперь, чтобы искупить свою вину Брандашмык будет всеми силами помогать ан... А теперь нужно найти Алису За капитаном-охотником Носнарка остался неисследованный берег скорби Чарующее, надо сказать, местечко Если не упарываться в отрицательный рассудок Если брать без учета DLS То это крайняя точка путешествия на восток Нет, ладно Еще немного восточнее есть крохотный полусекретный проход к пещере одного кошмарного духа Каннибал Саони Бин Это достаточно эпический представитель британского фольклора Существование которого, впрочем, так и не было доказано С другой стороны, учитывая, как быстро его множит на ноль Самандет Его существование и в Затерянном Королевстве также не очень состоятельно Поэтому, пока я буду рассказывать Давай смотреть на зацикленную анимацию его смерти от забивания кулаками Однажды юный мальчик по имени Саун Бин нашел себе жену И ушел вместе с ней жить в пещере Там они построили типичную казарму из любой РТС И в течение следующих 25 лет создали себе небольшую армию ополченцев В которую входило 8 сыновей, 6 дочерей, 18 внуков и 14 внучек Таким составом новообразованный клан каннибалов За весь период своей деятельности успел похавать приблизительно тысячу человек Пока однажды не оставили по всей видимости свидетелей Так как это все еще околофольклорные персонажи То и варианты исхода также противоречат друг другу То какой-то путник одним мечом перебил всю сотню бандитов То стража случайно нашла пещеру, где те жили А затем сам король то ли Яков IV, то ли Яков I Что свидетельствует о разрыве дат примерно в 4 поколения Выловил весь клан уголовников И показательно поиграл в веселую нарезку мужчин И в гори-гори куча хвороста с женщинами Так и помер Саун Бин А вот непосредственно в пещере Твой мир вторгнется некто более... узнаваемый Черная судья вообще никак не изменилась за это лето Не считая смены паспорта и профессии Впрочем, если хочешь начать выдавливать жидкости из слезных каналов Проникшись к ней симпатией в первой части То это снова несколько преждевременно Дело в том, что поехавшая мигаломаньячка Все так же остается поехавшей мигаломаньячкой И попытка располовинить вдоль своего бывшего хахаля Это у нее что-то вроде ритуала приветствия В ходе которого ты поймешь, что вся прокачка до этого момента Была прелюдией к сложнейшему боссу ванильной игры Так-то в дальнейшем с ней возможны диалоги И даже небольшая квестовая цепочка В ходе которой нужно победить ее то ли 7, то ли 9 раз И в итоге за этот квест тебе дадут ехать топор И это если что его официальное название А кажется, что Миранда помнит кораблекрушение И то, как она очнулась на берегу океана То, как раньше они с Гримом дошли до финальной локации Однако мир в очередной раз ушел в ребут И все достижения любителей пошаговых боев В конечном итоге обесценились Но сейчас они здесь Вновь вдвоем А вокруг агрессивно настроенный к ним мир Как в старые добрые времена Миранда обещает, что вновь станет с Гримом плечом к плечу Как только ему это понадобится Снова Хочу сказать, что легко заявлять такие вещи Если ты не сундук за злоим лучшим водопадом Но как мы понимаем Все процессы в этом мире Нужны лишь для создания дополнительных моральных страданий игроку Так и не думал же ты, что Миранда окажется той самой спутницей В отношении которой нет никакого подвоха Хм-хм-хм А он есть Если ты не отыгрывал роль совсем уж конченного берсерка То после раскрытия Буджума у оставшихся в живых неписей Можно будет узнать небольшой кусочек лора Вернувшись к лучшей девочке ради очередного карточного марафона на 2000 циклов Грим может услышать довольно забавную историю о природе трупоядных демонов Демонов-трупоедов Или же Гулей В официальной английской локализации Созданий столь жутких Что их предпочитают валить всем королевством Не считаясь с потерями Так как иначе умертвить эту регенерирующую пакость Бывает весьма и весьма проблематично Так ладно бы умертвить Параллельно это создание имеет паскудную такую привычку Тянуть в рот все что плохо лежит Только если Грим хавает трупы ради восстановления рассудка То трупный демон делает это ради экспириенса Тем самым перенимая личность И воспоминания своей жертвы И порой возможно переставая даже самого себя отделять От личности поглощаемого тела Как ты вероятно заметил При общении с Мирандой ее имя отображается ну самую малость как-то не так А вся проблема в том Что по изначальному сценарию Страны Чудес Она не была жива Тело мигала маньячки выбросила на берег Где и было использовано трупным демоном Мерифилии На инглише все тем же гулем Их воспоминания перемешались Часть наиболее травмирующих отошла на второй план Все таки будь ты хоть трижды любителем сражений Но память о том как ты ешь всего себя целиком Вероятно неплохо так калечит сознание Ранит еще больше разве что тот факт Что имя Мерифилии означает буквально влюбленная в Мери Главного антагониста первой части А я только себя таким мнил Грим я ухожу к Мери Сью У тебя год мод прописан Хуй я тебе сделаю Юрета Юганда Сикини Дан Дан Боква Ну и да При встрече Мерифилия Предлагаю тебе покушать припасенного мяса После боя само собой И что самое ироничное Грим лишен возможности даже воспользоваться Вот этой раздражающей кнопкой Потому что гуль становится тем сильнее Чем лучше у него тело А Миранда даже будучи человеком на чистой физухе Могла наверное море разрубить напополам После становления демоном Урон ее не принимает в принципе Впрочем думай сам Насколько здесь уместны аналогии с кораблем Тисея Потому что если некая сущность Имеет воспоминания условной Марины Считает себя условной Мариной И делает то что всегда бы делала условная Марина То Марина ли это? Или же такое нелицензионное копирование Является просто аналогом телепорта Совмещенного с будкой крематориям Учитывая тенденцию И то что напарницы из прошлых частей Были подрублены в полном составе еще на подлете Не удивлюсь если лором задумывались нулевая И минус первая часть Где Грим крутил бы например шашни с кровавым гусем и гаубицей И главная трагедия первой части на самом деле была в том Что вместо того чтобы дружиться Ты максимально кровавым образом рвешь на себе рубашку Чтобы алый дождь твоей внутренней боли Скрыл слезы от встречи с переродившейся любовью Воруй, убивай, корми гусей На северной части пляжа можно будет увидеть не менее эффектную картину Если кто еще помнит Был в этой игре такой персонаж как Грифон Так вот, был, а теперь нету Прежде чем умереть максимально брутальной смертью Она для чего-то хотела попасть в пляжный домик Внутри которого к тому же обнаружится тело черепашки Квази Приготовивший все ингредиенты для супа и черепахи А также предсмертная записка где поехавшая Тихоня Решила сделать кота на буст при помощи ножа Заспидранив свою жизнь и отправившись в лучшие миры Какая ошибка в контексте этого дерьма А все из-за неразделенной любви к Грифону Впрочем, чтобы подруге не было скучно В недавнюю трапезу мудрая черепашка Налила ртути в соотношении 1 к 2 Из-за чего любовь всей ее жизни Теперь не сможет даже поразиться чужой неудачей Там же обнаружится менее сказочная версия Истории охотников на Снарка В виде записки на стене Экспедиция в Антарктиду закончилась неудачей Для выжившего ценой поедания своих сапог Больше нет никакой надежды Эребус Ты все еще плачешь в морской пучине Суть в том, что имя Эребус Носят вулкан в Антарктиде Однако назван он был в честь Одного из кораблей, что впервые его обнаружили Тот, в свою очередь Именовался в честь греческого бога тьмы Но это уже менее существенно Нас же интересует именно Эребус Состоящий в королевском флоте Бомбардирский корабль типа Гекла И здесь в переводе допущена небольшая ошибка Так как по крайней мере на инглише Там прописывается не Антарктида А экспедиция в Арктику Что более подходит по контексту Ибо последний раз В целом состояние Экспедиционные суда В число которых ходил Эребус Видели в 1845 году В море Баффина И только спустя 150 лет Был пролет свет на все обстоятельства Произошедшие впоследствии катастрофы А на самом деле все оказалось до страшного просто Из-за некачественных консерв Экипаж кораблей отравился свинцом На почве чего начались массовые заболевания Батулизмом Оба корабля застряли во льдах И были покинуты экипажем В последнем жесте отчаяния Матросы перешли к каннибализму О чем свидетельствовали рассказы эскимосов И повреждения на найденных костях Однако в итоге Никому из них это не помогло Не знаю как такой исход соотносится С судьбой мясника из той же команды Однако безумие капитана С его призрачным кораблем Вполне себе имеет место быть В контексте королевства Где из глубин способны подниматься И намного худшие кошмары Также при анализе текста я обнаружил Еще одну недоработку переводчика В записке упоминается человек Который съел свои сапоги ради выживания И как мы знаем таковым был Чистильщик обуви Который на самом деле буджум Однако если в русской локализации Это просто сапоги То на инглише Те же самые сапоги почему-то Упоминаются с большой буквы Так вот это были не сапоги В охоте на снарка Точно таким же именем Бутс звался один из персонажей Тот самый чистильщик обуви И исходя из того что мы знаем из записей Из того что мы знаем о демонах трупоедах Можно предположить что Не одну только Миранду погрызли шипшифтером И как и Миранда Башмачник продолжил считать себя матросом Но в то же время максимально Дистанцировался от команды Людоедов Да и команды Людоедов Ли Как мы уже знаем Трупоеды весьма опасные создания А наш буджум одновременно и Чистильщик обуви И товарами банкира приторговывает К тому же следы повреждений на костях В данном контексте Могли бы быть нанесены одним существом Которая поглотила вероятно большую часть команды Косплея сюжет нечто А меньшая ушла на океаническое одно И лишь отдельные члены экипажа Возможно как уже мертвое тело Миранда Смогли добраться до берега Где однако им покоя все равно не было И только обуреваемый безграничным гневом капитан Вырвался из морских глубин Вместе с призраком своего корабля Ради мести Снарку Что оказался трупоедным буджумом Блин иногда такие бомбические теории закатываю Что сам в них верить начинаю Ну это все конечно хорошо Не очень хорошо Но здесь все еще нет Алиса И даже тела съесть нельзя Алиса Включи Рик Эйсли на вагона Give You Up Пока не поздно нужно найти Алису А для этого Что же у нас там было из произведений Кэролла Алиса в Стране Чундес Алиса в Подземелье Ставшая Черновиком для Страны Чудес Алиса в Зазеркале Сильвии Бруно Охота на Снарка Бармаглот Бранда Шмык Сведений с теорией Детерминантов Нет, слишком далеко Едва ли имеет отношение к делу Но что если задействовать еще и фоновые стихотворения Из саги про Алису Мы находимся на пляже Когда-то 10 геймплейных часов назад Здесь упоминался плотник О ком рассказывали труляля и траляля еще самой Алисе И он уже несколько раз фигурировал по ходу повествования Точно Давай попробуем Сияло солнце в небесах Светило во всю мочь Была светла морская гладь Как зеркало точь-в-точь Что очень странно ведь тогда Была глухая ночь Хм И недовольная луна плыла над бездной вод И говорила Что за чушь светить не в свой черед И день не день, и ночь не ночь А все наоборот И был как суша сух песок Была мокра вода Ты б не увидел в небе звезд Их не было тогда Не пела птица над гнездом Там не было гнезда Ох, подождите, мне же не нужен акваланг Но морж и плотник в эту ночь Пошли на бережок И горько плакали они взирая на песок Ах, если б кто-нибудь убрать весь этот мусор мог Когда б служанка взяв метлу Трудилась до темна Смогла бы вымести песок за целый день она Ах, если б знать, заплакал морж Проблема так сложна Ах, устрицы, придите к нам Он умолял в тоске И погулять, и поболтать приятно на песке Мы будем с вами до утра бродить рука в руке Но устрицы преклонных лет не выплыли на зов К чему для странствий покидать страну своих отцов Ведь можно дома в тишине прожить в конце концов А юных устрицу держать какой бы смертный мог Они в нарядных башмачках выходят на песок Что очень странно, ведь у них нет и в помине ног И вымыв руки и лицо прохладной водой Они спешат, они ползут, одна во след другой За плотником и за моржом веселую гурьбой А морж и плотник шли и шли Час или два подряд Потом уселись на скале среди крутых громад И устрицы все до одной пред ними стали в ряд И молвил морж Пришла пора подумать о делах О башмачках, о сургуче, капусте, королях И почему как суп в котле кипит вода в морях Взмолились устрицы Постой, дай нам передохнуть Мы все толстушки И для нас был очень труден путь Присядьте, плотник отвечал Поспеем как-нибудь Нам нужен хлеб, промолвил морж И зелень на гарнир А также уксус и лимон И непременно сыр И если вы не против, начнем наш скромный пир Ах, неужели мы для вас не больше, чем еда? Хотя вы были так добры, нас пригласив сюда А морж ответил Как блестит вечерняя звезда Я очень рад, что вы пришли в пустынный этот край Вы так под уксусом нежны Любую выбирай А плотник молвил Поскорей горчицу мне подай Мой друг Их заставлять спешить Отнюдь мы не должны Проделав столь тяжелый путь Они утомлены С лимоном Плотник отвечал Не так они вкусны Мне вас так жаль Заплакал морж И вытащил платок Что я не в силах Удержать горючих Солез поток И две Тяжелые слезы Скатились На песок А плотник молвил Хорошо Прошлись мы в час ночной Наверно Устрицы хотят Пойти к себе домой Но те молчали Так как их Всех съели до одной И с одной стороны Данное стихотворение Можно воспринимать Через призму Моей кулинарной цензуры Тогда все будет Совсем плохо Ведь получается Что здешний плотник Шел даже не по изъеденным Останкам своих врагов А Да Однако Отставить Додумывать Скрытые смыслы Давай их лучше Подглядим Смотри-ка за прошедшее С написания стихотворения Время Искатели глубинных смыслов Придумали какую-то Феерически эпическую Теорию Расшифровки Скрытых смыслов В детском Мать его произведения Мол плотник Это аллюзия На Иисуса Христа Так как тот был Сыном плотника А морж Так как он жирный Наверно Это отсылка На восточные религии Ганеша Там или Будда Непринципиально Отсюда воинствующие Атеисты Вывели мысль Что религия Это яд И нужна только для того Чтобы объедать до нитки Глуповатых устриц Но скажите мне Если бога нет То кто же тогда Налил все это море А если он есть То почему Не помог найти Алису Я уже даже Нашел Моржа Или Шивучи Или Сивуч Крупнейший представитель Семейства ушастых тюленей Так же известный Как северный морской лев Стеллара И именно из него Почему-то вылез бог Но не тот Рлех Меех Давай не надо Закапывайся обратно Странное дело Эти подводные глубины Прямо на входе Располагаются ссылки На ресурсы Где можно скачать Блэк Соулс Всюду эти ваши Кальмары Осьминоги Сидят на сундуках По дну ходят Неупокоенные пираты Которых однажды Родное адмиралстейство Кинуло на каперский патент А затем повесило По всем законам Пиратского времени Несмотря на какие-то там Поправки о добровольной сдаче в плен Или же ты найдешь Могучего Галуна Развратителя плоти Хозяина храма Описываемого Как селезнеподобная мерзость Что обычно скрывает Свою истинную природу За гламуром Прекрасной диаснийской статуи Великий Древний Что был мимоходом Ваншотнут В своем собственном храме Удачи ему В новой реинкарнации Надеюсь В следующий раз Азатот скинет его Куда-нибудь В менее опасное место А то ходят тут всякие Вандалы с кувалдами Затем Начинается наше Любимое Ворвиглазное Оформление Задников Их глубоководный Лифт Ввозит Грима Практически на самое дно Почти Да не совсем А на кладбище кораблей Главной особенностью У которого является еще один бог рыб Из всей божественности Которого Только то что его местоположение Сбрасывается при каждом Перезаходе в локацию Грим сдаёт назад Бог рыб сдаёт назад Грим идёт вперёд Бог рыб идёт вперёд И на этом основана Главная логическая задачка Кладбища кораблей Ребутнуть локацию И пробежать три мостика С гигарыбой Раньше чем она упрётся в стену А вот на этом этаже Не входить вот в этот карман Потому что моделька бога рыбы Не прогрузилась И вхождение сюда Начинает боссфайт А из боя Можно сбежать Разве что вперёд ногами Кстати Из-за бога же рыб Без техники бега От дода Можешь сюда даже не приходить Потому что божественность Моби Дика в теории Способна развоплотить Чадящего джентльмена Тысячного уровня Не говоря уже О среднестатистическом Афоне уровней На 600-900 меньше Который примерно С такими возможностями Сюда и доберётся По статистике На практике то Ничего не мешает Выкачаться до максимума И всё равно поймать ваншот Ну потому что Бог рыб силён Бог рыб могуч Не зря же в честь него сделали Аж три этажа корабля Сквозь которые пробирается грим Правда Бог рыба при всей этой силе Не очень умён похоже Потому что у меня нет Ни малейшего представления Зачем самделишному рыбьему богу Нужно таранить головой Утонувший корабль И сидеть в этой самой позе До перерождения Христа В очередном иссякайном гаремнике Это ли место для сна Или ему просто по кайфу биться головой Ближайшую деревяшку В конце рабочего дня Прошепчи мне свои потаённые желания Килл рыба Что скрывается под синью вод С другой стороны Когда мы всё-таки Проберёмся сквозь будку Для раскомнадзора Одного конкретного бога То мы сможем обнаружить Самый настоящий Затонувший ребус Очень знаковое место И всё такое Разве что матросы Способны вгонять Бесконечный станлок Вне зависимости от конфигурации Снаряжения Но будь выше чем они И просто обходи по углам Сами они никого не атакуют Или живот тебе Образовательная минутка Жмакание Кнопки защиты Даёт полный иммунитет К станам Так что если всё-таки Захочется приодеться По моде прошлого столетия В гнилые обноски С рыбозомби То вполне можешь Через блок Нафармить с них Матросскую форму И тогда Буджун начнёт При каждой встрече Рассказывать О знакомом запахе Родного корабля Чем глубже Грим погружается В бездну Тем дальше Становится Свет светила Вечная тьма Поглотила Морское дно И обитатели Глубин для тьмы Твой приспособлены Поболее Чем даже Мертвец С чернейшей душой Возможно Ты ощущаешь Неуют От падения Качества звука Но я так и вовсе Сижу с тазиком На голове Для аутентичной акустики Ах, да Нежити же Не нужен батискап Чтобы разговаривать Под водой И выдерживать давление При том, что заклинание Водный пузырь Всё так же способно Навешивать сайленс Иногда даже на рыб На дне морском Можно будет Обнаружить капитана Черную бороду Или же Эдварда Тича Или же Того самого смешного Мужика Что в каждой экранизации Про себя Зачем-то Поджигает себе Бороду ради брутальности При том, что Даже в его собственной Легенде Зажженные фитили Прятались под шляпу Они привязывались к бороде Но, ей-богу Если ты хочешь Каких-то больших подробностей Про черную бороду Нежели то Что он был пиратом Получил королевское Помилование А затем снова стал пиратом То лучше прочитай Про него Отдельную статью Я за этот пересказ Как-то попривык Что наши кошмарные Безумные духи Это преимущественно психопаты А не лидеры ОПГ И если Из первых Ещё можно вывести Хоть какую-то мораль То за дискредитацию Организованной преступности На страже государства Британская корона По голове не погладит Да Потому что у них У всех поголовных силы В виде каперского патента Кроме вот этого мужика Которого на каперский Патент нагрели Устрицы Давно закончились Путь преграждают Лишь мимики Забавная Прыгающая На брюшке Акула И беременные медузы Но Но ли это Нет Кто же проживает На самом дне океана Где способен Утонуть Даже губка Боб Но во-первых Почему-то Пиноккио Причём Судя по репликам Он что-то знает О происходящих событиях Наравне с Бармаглот Однако Никому ничего не скажет Послушно Отыгрывая свою роль Куклы на нитках А во-вторых Полотник Что собрал Свой костюм Для погружения Сожрал по дороге Всех устриц Невзирая на шлем И дошёл до тех глубин Куда ещё не ступала Нога человека Не ступала бы Если бы их прямо сейчас Тут трое не стояло Зато теперь Можно друг друга Всяким жизненным Премудростям учить Ну Тишина Не нарушаемая ничем Глубже просто ничего нет Даже Орельех остается за спиной на мелководье Давление буквально выдавливает любую неглубоководную живность наизнанку И тут Начинается вторая фаза Под просто таки Естиший саундтрек Который будет единственным звуком на этой глубине Зачем тебе Алиса Бери плотника Причём прямо здесь Впрочем Несмотря на то что плотник Позиционируется как ваншот машина Наличие хотя бы одного бонусного действия Делает брррр На все его попытки Отмахаться от пожилого таксидермиста Избежавшего возьмёт кабинета учебного пособия И вот ты отбрасываешь аквалангиста прочь Рвёшься вперёд Выбиваешь дверь в какой-то подводный храм Находишь сидящую на кровати девушку И это не Алиса А ведь действительно Чего бы ей делать на этой глубине Куда не добирается даже солнечный свет Более чем в полутора километрах от поверхности Но если это не Алиса То кто же это? Секретная принцесса Кутя Получившая приглашение в этот мир вместо своей матери ради Поиска мужа Лолька осьминог уехала буквально в другой мир По поддельному паспорту Чтобы найти там любовь всей своей жизни А вы и дальше ноете о своём одиночестве И невозможности найти себе пару в нижних ябуньках Совсем другой момент что вместо крепкой надёжной семьи В самом лучшем для себя случае Выписанная из любых хроник принцесса не нашла ничего А в качестве компромиссного варианта Чувака который убил её охранника Сестру постоял рядом и просто ушёл Потому что любые другие варианты Заочно противоречат общественной морали И законодательству ряда стран И не надо мне рассказывать что на самом деле ей 510 лет Все из которых плотник оплачивал свой комплект подводной силовой брони И о какой вечной любви может идти речь Если все коммуникации грима с женщинами Заканчиваются на драке промасленными багетами С последующим уточняющим вопросом о местонахождении Алисы Лоли Кальмар по собственным же словам Мечтает повторить судьбу русалочки Найти своего принца И затопить его королевство В случае если любовь всё-таки окажется неразделённой Ну и кто я такой чтобы идти против мечты ребёнка Ну и собственно нахрена Нет, не нахрена нужно было бить руками и ногами тенонизированные лавкрафтянские мифы Во-первых, топовое кольцо на миллионы дополнительной атаки А во-вторых, Кутти с наибольшей вероятностью является дочерью самого Ктулху Ктилой, которая выступает в качестве его точки респавна И если когда-нибудь губители от цивилизации смогут порезать на салаты из кальмаров Он попросту переродится в чреве своей дочери И надейся, что ещё не порезали И сам Горим тем самым не стал папкой межселенского ужаса А это между прочим вполне возможно Учитывая, что Ктила единственная во всей игре заинтересована не в процессе изготовления селёдки под шубой А в его результате И при определённых условиях ещё и нахрен затопит береговую линию вместе со всем населением Лишь бы оказаться поближе к бегущему от алиментов грима Про дополнительные признаки секретности принцессы Упоминания которой стёрли из всех источников Особо распространяться не будем А то, кто ухуанские бухгалтеры сотрут уже меня самого Если же кто-то спросит про сестру Ктилы Что прорвала ткань реальности ради лолзов Пробив дыру в мироздание от самого рельеха То давай сделаем вид, что она потерялась как-нибудь сама Решила, скажем, вызволить ушедшую на вип-вечеринку родственницу И произошёл несчастный случай Она утонула Тем более, что даже без кровавых эскалаций конфликта Устрица, предполагающая себя как ещё одна дочь Ктулху Промышляла бы весьма сомнительной деятельностью Выдала бы андыду стак заражённой рыбы И предложила бы раздать её всем жителям поверхности К её большому сожалению, правда, кнопки дать леща данный квест не проявляет Из-за чего придётся загнать всю сотню рыбин вендору И уже затем возвращаться за наградой Ещё бы я помнил, что именно в награду даётся Возможно, коварным планом устрицы было превращение всей поверхности в амфибий Но, к нашему общему большому сожалению Весь её род съел плотник А всю заражённую рыбу медведь Настолько причудлива на моей памяти Великих древних попускала разве что то аниме про Ньярла Татепа Куда более интригует извечный вопрос Куда? Зачем? Почему? А главное, где находится Алиса? Ниже спускаться просто некуда Королевство было исследовано от крайних точек запада на восток Но... Да... Да, пожалуй, у нас ещё есть непосещённые локации И их даже около пяти, если уж на то пошло Однако в две из них нас пока не пустят Так что давай отправимся в Оксфорд Самое время, выкачив Т-600 уровень, на устрицах вернуться в обучение Кольцо Эдит открывает ворота в Оксфорд Не спрашивай меня, как именно это работает Однако именно Оксфорд является альмаматор Льюиса Кэрролла И начиная отсюда, если мне не изменяет память, всё меньше остаётся отсылок на других писателей Именно здесь прошли времена студенчества Льюиса Эти далёкие ностальгические времена Зомби-студент и бездумно шатающийся по холлу Охранник 4 метра в обхвате При попытке получить доступ к отдельным помещениям Из ниоткуда вылезала бабка-вахтёрша Одним своим видом вешая безумие И совсем другой вопрос, что победив её в короткой словесной дуэли Можно было сколько угодно восстанавливать рассудок Просто перезаходя в тишину помещения обсерватории Где никого не будет ещё минимум целую пару И ладно бы только это Видел бы ты те соблазнительные пироги на кухне Которые позднее стали иконой молодёжных комедий Нужно снова обратить внимание Что при всём позиционировании себя детским писателем Кэрол оставался объектом пристального изучения Среди многочисленных душнил Эти находили повод докопаться до всего, что только можно До сюрреалистичных математических задачек из его сказок Находя в тех шифрах для пингования летающих тарелок До отдельных образов Буквально до каждого случайного слова Выводя развернутые лингвистические анализы На просто прикольно звучащий набор звуков В то время как сам Кэрол Обращаясь к своим юным читателям Обычно отшучивался, что и сам не знает Кто такой этот ваш буджум «Лучше ты мне об этом расскажи, мой юный друг» В ответ на письме Именно так, пожалуй, проказник собирал комментарии Под своими работами за 200 лет до изобретения ютуба И вполне вероятно, у него тоже был свой Хадсон и Мико Который абсолютно ничего не понял Кекл Те же самые душнилы в конечном итоге Даже автобиографические письма Алисы Лидл Нашли несоответствующими действительности Мол, в тот день, когда Кэрол якобы придумал свою импровизированную историю Никак не могло быть палящего дня Потому что знаменитая Оксфордская обсерватория Иначе называемая обсерватория Ратклиффа Зафиксировала 4 июля дождь Наверное, это означает, что никакого путешествия в Страну Чудес девочка на самом деле не совершала Но что если на самом деле не совершала? В таком случае опора на авторские тексты бессмысленна, потому что ее здесь нет вовсе? Да нет, не может такого быть Оно должна быть где-то неподалеку В столовой За заслоном из зомби Около алтаря В тайной комнате Я продолжал и продолжал искать Но в итоге так и не нашел ту маленькую девочку Вместо этого Я нашел нечто, забравшее ее имя Ты помнишь, как выглядела твоя Алиса? Не, ну так-то похоже Как говорится, не смотри на то, что снаружи Главное, чтобы душа была красивой Собирай вещи, любимые, мы едем обратно в ад Потому что это не Алиса Фальшисты, ебаные Здравствуй, кукла, которая станет интерактивной только в третьем DLS Спасибо, что не выдаешь себя за тех, кем не являешься Или, по крайней мере, молчишь, обнадежившись судьбой предшественницы Вот бы ты и Пиноккио устроили движ в Гран Гильоме, а? В какой-то момент ты все больше начинаешь осознавать фальшь происходящих событий Что-то не так в сказочной стране Как будто бы все это уже однажды случалось А ты точно знаешь, как реагировать на те или иные триггеры Кровавые метки с советами на полу Штука, которая не вызовет ничего, кроме пренебрежительной ухмылки от ветерана Dark Souls В том плане, что опять Миядзаки ударился в самокопирование Не привнося в заимствованные элементы ничего нового Вот только в сюжете чернушных душ нет ни мультиверсума, ни мультиплеера И кто же в таком случае оставлял все эти сообщения Если не всевозможные андеды из параллельных вселенных Кто? Сколько раз ты бродил по этим коридорам в поисках Алисы? Среди советов практически нет бесполезных И все они буквально написаны кровью на бетонном полу Из уравнения выпадает разве что Пожелание прыгнуть со скалы в Оксфордской академии И подобная же подначка в какой-то другой локации Но давай будем объективны Кто бы не попытался затроллить самого себя из будущего Тем более, когда это не приведет ни к каким особо страшным последствиям Ну кроме душевной деградации В погоне за недостижимой целью в замкнутых декорациях Хоррор-версии его собственных историй Но я вот своего будущего я Тоже люблю постоянно кидать на прогиб непомытой тарелкой из-под гречки И мои последующие моральные мучения плюс-минус соотносятся с Азгримом В этих же надписях иногда заключаются не только подсказки Но и ностальгические записки писателя Искусство без мысли Что человек без души Труп Что однажды высказал Виссарион Григорьевич Билинский Чтение делает человека знающим Беседа находчивым А привычка записывать точным И другие высказывания Фрэнсиса Бэкона Я очень надеюсь, что эти отсылки в том числе и на Пушкина Не были от себя тем переводчиком Кто у нас еще в качестве альтернативы личности подсказчика? Организатор спасательной операции едва ли заинтересован в освобождении грима Надписи про нежелательность и измен Вполне себе можно адресовать кому угодно Не будет же сам мир подсказывать тебе, как из него выбраться А иных кандидатур у меня нет даже после полного прохождения Привет, попсик! Дальнейшую безобразную драку с комендантом общежития И возможность найти андеду андетку Я, пожалуй, описывать не буду Скажу только, что в этой локации у нас присутствует второй сундук за водопадом Но даже молитва статуи для того, чтобы в будущем дух святой Александрии пришел к тебе на помощь в бою с комендантом Это... Все еще, наверное, немного лучше В первой части этим персонажем я не впечатлился Однако вот тебе переделанный арт, который я вроде как забыл скинуть в предыдущий видос Мило, красиво и очень по-христиански Если не считать того, что тоже христианство Отрицает наличие всевозможных святых по своим первичным постулатам А любить можно только Бога А не всевозможных невинных монашек с объемными плюшками Хватит это терпеть Я выражаю свой протест Выхожу на одиночный пикет против такой реализации лучшей блондиночки первой части Мне плевать, что она там единственная Мне плевать, что на площади стою я один И даже ларьки с шаурмой еще не открылись По-настоящему важно выразить свою ноту недоверия по отношению к демиургам этого мира И, возможно, парочке соседних Посмотри в эти грустные глаза Любые твои проблемы временны А ее судьба зациклена в бесконечный день сурка с элементами чаепития И при этом, Жанне, даже чая никто не налил Кхм, извиняться не буду Сразу за комендантом общежития Грима ожидает не просто чаепития, а безумное чаепитие Ты представляешь, эти извращенцы там на самом деле только чай пьют Как грязно, как вульгарно Обычно здесь должны заседать Соня-Мышь, Мартовский Заяц и Безумный Шляпник Однако, почему-то их здесь нет Льюис, ну какого хрена, шо мы опять сломали? Ладно, ладно, давай обратно на сказочный лад В обычное время эти трое трапезничьи за столом Загадывают всевозможные причудливые загадки путникам Весело проводят время Но прямо сейчас они все зависают в основании часовой башни И тебе тоже привет, шляпник Са... Да Что, если я скажу, что большинство откровенно чернушных историй по дороге можно было избежать? Ты ведь можешь помнить, до определенного момента все было относительно неплохо Неписи пусть и жили в слегка поехавшем мире Однако, жили Действовали И даже имели какие-никакие, но квестовые цепочки Но что же произошло? Что же случилось, раз в какой-то момент все испортилось И обрушилось туда, где оно есть сейчас Произошел триггер Рандомный По крайней мере, в условиях отсутствия информации Хочу заявить со всей бурлящей во мне пролетарской ненавистью О том, что механика рандомных триггеров без указания, что конкретно тебе нужно сделать И правильную последовательность которых ты соберешь, дай бог, двадцатой новой игре плюс Это буквально худший геймплейный ход, которым когда-либо разрождалась серия Souls Понимаешь ли, одно дело, когда ты выпускаешь какую-нибудь информацию из диалога с персонажем Не выполняешь задания по спасению в срок, не убиваешь там секретного главного босса с первой попытки После чего он сносит сохранение и рассылает твои нюдосы всем своим знакомым Это, знаешь, хотя бы можно понять С той точки зрения, что я сам совершил ошибку и как следствие получил такой себе результат Однако много ли среди нас любителей, скажем, найти ключ к полностью пустому помещению Надеть в этом помещении никак не обозначенный цилиндр, чтобы тебе спустили лестницу Или, например, на развилке без указателей вместо поворота налево повернуть направо И через четыре часа обнаружить, что тем самым был запорот главный сюжетный квест И неисчислимое количество второстепенных Причем о том, что ранее тебе нужно было всего-то повернуть в другую сторону, тебе так и не сказали Хуже этого только триггеры, которые выпадают с некоторой вероятностью Вот уж о чем без датамайнинга не узнать в принципе Исходя из предыдущего абзаца текста, я хочу задать тебе крайний философский вопрос Какая ценность в перепрохождении таких вот неопределенных триггеров Если именно первый результат является каноничным с точки зрения твоего субъективного опыта? Если для получения всей-всей информации по сюжету нужно десятки раз перепроходить один и тот же цикл Даже приблизительно не догадываясь о его результатах Является ли это подогреванием твоего интереса к изучению контента? Или, скажем, своеобразной ненавистью автора к своему игроку? Уверен даже на эту невинную ремарку про персональную ненависть к созданию реиграбельности в соулсах Где-то в комментариях уже появился позитивный во всех отношениях персонаж с милым клоунским носом И он же скинет все нужные гайды, расскажет как все делать правильно Почему видео для казуалов, а ее производитель мог бы использоваться вместо топливного элемента в орочих дегенераторах Но знаешь, что я тебе отвечу, мой нелепый друг? Бип-буп Самая замечательная часть всей этой очень долгой подводки, вот в чем Black Souls очень многое берет от темных душ и платборнов, переиначивая те под механики RPG-мейкера Однако игра не является бездумной калькой и плагиатом ради плагиата А вся изложенная речь про сраты НГ относится к повествованию именно в серии соулс И прочих откровенно бессмысленных соулс-лайков А наша любимая чернуха привносит в стандартное, полудодумываемое построение сюжета от старшего Миядзаки одну крохотную деталь Да, этот день настал В игре нет полноценного ядовитого болота, но она все равно смеет называться соулсом Эээ, нет, подожди, это не та строчка Так, организовать производство родниковой воды на 100-200 страниц Я ебал такой стори-теллинг Ларина лучшая девочка Ах, вот же оно Ну вот смотри В этом мире есть грим Главный герой и избранная нежить Что так или иначе доберется из точки А в точку Б Также в этом мире присутствуют какие-то там персонажи, записочки, диалоги И ограниченные интеракции главного героя между всеми этими элементами Собственно, главным сюжетным поворотом первой части Было то, что под твоим управлением находится не бездумный болванчик А вполне себе личность Пусть и все еще подконтрольная Во второй части, чуть более завуалированным образом В повествование вводится игрок Причем без всякого слома четвертой стены Исключительно на уровне мета информации Которую ты получишь, изучая мир в своем первом прохождении А затем игра хочет, чтобы ты эту мету активно использовал Заранее узнав имена своих противников Предположив эффективную тактику Или, например, узнал, кто именно сводит с ума всю страну чудес И заспидранил ее убийство в новой игре Плюс Когда гарантированно запоришь первый цикл Когда, а не если Потому что это именно то, как автор хотел, чтобы ты играл в его игру И то, что в любой другой игре я бы назвал нуднейшим душниловым В Блэк Солсе выглядит органично Хотя бы потому, что НГ Плюс, зная что делать Ты будешь пробегать примерно за полчаса, будучи максимальным перекачем На самом деле, содержимое башни не имеет никакого значения Маленький принц, как обычно, противостоит звездным фанатикам А те в ответ наносят тебе урон светом прямо через монитор, если смотришь это видео ночью Хе-хе-хе-хе-хе-хе Портрет Дориана Грея в свои последние минуты написал координаты села, куда он посылает своего создателя И этот увлекательный шифр когда-нибудь кого-нибудь сведет с ума, я тебе уверяю Застрявший еще до революции тролль просит его вытолкнуть Получает именно то, что попросил И в конечном итоге это оборачивается второй позицией в топ-10 аниме предательств А ведь можно было и поделиться кольцом с неуязвимостью к падениям Но так уж получилось, что своим кольцом по итогу поделился тролль Но это все мелкие бренности жизни в Дарк Фэнтези Сейчас же нас интересует тот самый триггер Запустивший череду трагичных случайностей И произошел он во вполне конкретный момент После которого всех еще целых жителей Людвежа Захлестнуло безумие Отделяющее здешних разумных от рядовых мобов И они начали бегать по полянкам и самоубиваться максимально зрелищным образом У данного события есть вполне себе конкретная предпосылка Живущая на самой вершине Биг Бена К сожалению не Горбун из Нотр-Дама И даже не Человек-Голубь А никто чуть более Кэроловский По натуре Джуб Джуб бесшабашная тварь Порождение буйной природы Если речь об одежде Он явный дикарь обогнавший столетия моды Но он помнит друзей тех которые есть К подношениям относится косо И на съезд филантропов мечтает пролезть Собирать добровольные взносы Та птица живет ради страсти своей Безумство через крик разразится Стоит зажечься десятку огней И весь мир от него загорится Как зажечь огоньки? Разрушить капкан? Избежать неприятного рока? Отсчет начался от прохода в туман Завершился чуть раньше востока Раз, два, три, четыре, пять, шесть Про рычаг не забыть в соборе Семь, восемь, девять И страшная весть И по миру несется горе Так, я опять ударился в стихоплетство, да? Джуп-джуп предлагает забыть свою старую возлюбленную И найти кого-нибудь еще Тем более, что заботливые ненасытные милфы Уже в десяти метрах от тебя Обернись Стены не помогут, Джон Они уже здесь И не знаю, как большинство игроков Но, например, Питер Пен на эту худлю повелся Скинул свою динь-динь с башни И нашел себе новую женщину Очень-очень для него жаль Очень-очень Ведь такого телодвижения не оценил вот вообще абсолютно никто из присутствующих С другой стороны, я вообще-то искал Алису дочь Без всяких задних мыслей сраной вы фетишистом И уж точно не рассчитывал найти существо, которое просто по приколу истребило все мои источники информации Причем некоторых еще до того, как я успел до них добраться Впрочем, не могу сказать, что я не рад теперь зажажмой ткатить ее до самой победы Пакетик И все это, безусловно, волнует душу Толкает на НГ+, подталкивает к эмпирическому познанию без всяких диалогов Но Алисы здесь все еще нет Такими темпами я просто переделаю концепцию Песню «Падали, но поднимались» и приспособлю ее под свои нужды Где же ты, моя Алиса? Верни мое ведро кумыса Бродит чудная Алиса, а я бахну антифриза В конгломерации Алис за*** у меня круиз Спасибо, спасибо, аплодисментов не нужно Я и сам знаю, что это шедевр Я знаю, а Алиса нет Потому что ее здесь нет И вообще нигде нет Я прошел от самой высокой башни в этом мире буквально до дна океана С запада на восток, с востока на север И получал лишь отдельные бессвязные толчки в новом неизвестном направлении Которые в конечном итоге начали еще и друг другу противоречить Однако ее все так же нигде нет Нужно найти Алису Не имея ни единой зацепки или направления Нужно найти Алису Все уже мертвы грим Нужно найти Алису Она тоже Они лгут Нужно найти Алису Алису Пш-пш Меня слышно? Ну, короче, пока ты там шарапелился по миру Алиса пришла в библиотеку с каким-то нахуй белым кроликом, который почему-то не я И ушла в ту самую дверь, которая была закрыта последние часов двадцать Ни на что не намекаю, конечно, но может ну ее Давай лучше пи*** прямо на кошельном столике Конец связям В каком таком смысле вернулась в библиотеку? Ах ты ж... Алиса Крашеная То есть я здесь варю котлетки из хтонических порождений сатаны Погружаюсь в бездну экзистенциального ужаса Перегораю, но вновь иду искать Играю в этот ваш Балак Соус, предназначение которого, чтобы ты просто натрили файн Или в простонародье ты где падла, я уже три часа делаю краткий пересказ твоих поисков, когда же они наконец закончатся А ты просто приходишь в хаб и даже дверь не запираешь на особенный ключ, который нужно было бы отобрать у очередной вневременной ёба Тем самым Начисто Обесценивая все произошедшее А знаешь, стоило того Пройдя по сюрреалистично длинной лестнице на чердак, Грим оказывается в мире грёз А затем и в комнате ребёнка Типичный розовый медведь Такой есть у каждой папиной принцессы Однако, именно эта игрушка стала фигурантом нового дела о безжалостном потрошении целой плюшевой семьи И даже это не было бы так жутко, если бы распотрошённые медведики не говорили голосами фей из первой части Из момента с истинной концовкой Что означает, их души пошли на переработку весьма-весьма специфичным образом А в другой половине комнаты Кошечка Чешир расскажет, что умерла во младенчестве Из-за чего запомнила Алису именно ребёнком Кошка тоже хочет увидеть свою Алису Отчего предлагает встретиться уже за дверью Встретится в виде босса Который, в той самой стремящейся к нулю вероятности своей победы над Гримом Сначала порвёт его, а затем и саму Алису И лёжа в кровавой луже Он сможет только наблюдать за тем, как в композиции прибавляется новое тело Слушай, котёнок Я когда-нибудь говорил тебе, что такое мультиход Миллиарды единиц урона, завернутый в один бесконечный день сурка Бесконечная перезарядка Бесконечного же прерывания Когда после каждой смерти твое существование Ресетается через F12 Просто по прикому Чтобы продолжить вбивать именно тебя в то, что здесь называется полом На протяжении следующих двух десятков мини-циклов Говорят, в такой ситуации нужно считать от 1000 минус 7 Поздравляю, ты победил Нашёл свою Алису Всё было не зря И вся эта идиллия длится ровно до появления у тебя выбора Алло, это Лариса, мне бы очень хотелось написать заявление Прости, но за убийство дают куда меньше срок Истекающее кровью тело упало на землю и больше не двигалось Кроваво-красная кровь на руках и остановившееся сердце служат достаточным доказательством её смерти Было всё сном Реальностью И самое важное Куда пропала Алиса Надо мной горят бесчисленные звёзды Испускаемый ими свет столь ярок, будто желает выжечь мои глаза И больше походит не на благословление, а на прокалятие, наполненное завистью и тоской Я остановился, внезапно осознав кое-что важное Как можно было не заметить этого сразу Куда пропала Алиса Ты ещё помнишь, как выглядела твоя Алиса? Как её там? Зубастая ва... Попытка убить дочь при отрицательном рассудке Приводит к тому, что она высказывает всё, что думает про протагонистов хентайных новелл на RPG Maker Выскажется в адрес матери Отца, брата, мемопроходящей собаки А затем предложит Гриму умереть ради неё И эволюционирует в чёрное нечто При всём на то желании У неё попросту не хватит урона, чтобы перебить даже пассивный реген Андеда Но чего только не сделаешь ради ребёнка Дело в том, что мне тоже при всём на то желании Не хватает урона, чтобы перебивать свой реген Однако, в отличии от Алисы, у меня хотя бы есть возможность Пырять персонажа ножом неограниченное количество раз за один ход Ввиду чего наш бой выглядел весьма и весьма чудесатым Да и шёл сравнительно небыстро Ещё и закончился ничем Это... безумие Смерть дочери приводит к тому же самому эпилогу Только Грима разрывают уже три другие Алисы Мать пытается проявить заботу в абсолютно в том же ключе Настолько, что в случае отклонения от сценария Попробует запереть Грима туда, откуда он произошёл В буквальном, видимо, смысле восприняв обманку из библиотеки И в версии с убийством превратиться в богиню оленей Что бы это ни значило Можешь считать такое наименование стёбом над любителями жанра семейных застолий Тем более, что это так же ни к чему не приводит Любимая сестрёнка даже порадуется забраться, что его мозги наконец-то встали на место Думающая только о тортиках обезьяна в кои-то веке начала действовать вразрез со сценарием И ты будешь смеяться, это всё ещё не имеет никакого значения Спустя пару строчек поливания грязью Из тени рождается дьявол Что намерен разобраться с непутевым братом Который к тому моменту, правда, зачистил уже всё королевство Кто такая Алиса? Почему вне зависимости от выбора Ничего в конечном итоге так и не изменилось Снова и снова В очередной раз Кто она? Дочь? Сестра? Мать? Говорящий Акваланг Кто ты сам? Мистер Кэрол? Гер Гримм? Реноски сама или маэстро Лавкрафт? Зачем ты ихишь свою Алису? Погоди, в каком таком смысле ещё раз ребутнуть вселенную радио лузов? Согласно Эрику Бёрну и его трансакционному анализу В каждом человеке можно выделить три эго-состояния Эго-состояние родителя Эго-состояние взрослого А также эго-состояние ребёнка Родитель формируется на основе личных представлений о том, каково это быть родителем В основном из наблюдений за матерью или отцом В родителя сконцентрированы нормы поведения, жизненные принципы, устои и вектор его устремлений Функции родителя это заботиться о себе и других, обучать и объяснять, контролировать то, что сделано, соблюдать социальные нормы и запреты, одобрять и критиковать, оказывать помощь И в первую очередь это всё направлено на самого себя Тот самый внутренний голос, что запрещает тебе есть слишком много фосфуда ввиду избыточности холестерина Принадлежит именно родителям Слишком большое количество родителя в основе эго Влечёт повышение критичности Гиперответственность Чрезмерную заботу в ущерб себе Заботу причём в собственном понимании Преимущественно игнорируя позывы контролируемого ребёнка Практически в том виде, что демонстрирует образ матери Алисы Направлена эта забота в первую очередь на внутреннего ребёнка Эго-состояние, в основе которого лежат творческие способности Эмоции, живость и минутные желания, яркая радость и настолько же быстро перегорающая обида Нездержанность внутреннего ребёнка влечёт Зависимость от мнений других Безответственность Инфантильность Неспособность концентрироваться и контролировать себя На том самом уровне, где ребёнок истерично обвиняет всех окружающих Стоит в отношении него совершиться чему-то несправедливому В свою очередь эго-состояние взрослого отвечает за предельно логичный рациональный расчёт Способность действовать в отрыве от эмоциональных состояний или даже морали Механические способности к вычислению, которые чуть позднее уравновесятся ребёнком и родителям Желаниями и нормами Именно в образе достаточно взрослой Алисы Прослеживается наиболее чёткая отповедь в адрес пришедшего её убить Грима Наконец-то твои мозги встали на место, грязная обезьяна Но самое главное Не забывать, что все трое являются частями одной и той же личности Без каких-либо намёков на диссоциативное расстройство Точки зрения С которых Алиса рассматривает Пришедшего за ней Грима Как та, что нуждается в заботе Та, кто проявляет заботу Или же та, кто просто свой в доску братан Уже запустивший кооперативный режим постола Плюнь на желание одной из них И урон получит всё эго целиком А затем все три части в едином порыве Попросту закатают Грима в напольное покрытие Даже несмотря на то, что он якобы победил Имеет ли отношение трансакционный анализ К сумрачному японскому гению Решай сам Я вот не имею и малейшего понятия Я даже больше искренне убеждён Что они имеют вообще никакого значения Гы В конечном итоге всё было напрасно Не то, чтобы стало рассчитывать на что-то другое Погружаясь в миры этого чердачного изврата Но на чердаке Алисы не было Был кто угодно, но не она Или она и тогда смысла не было тем более Белый кролик рекомендует просто начать всё с самого начала И переиграть всё с свою пользу В который раз И Грим, получивший за свои истязания Воздушный шарик и кепку с надписью Батя Года Не может даже свернуться в калачик И начать плакать под одеялом Жалуясь белому медведю на ушедшую куда-то не туда карьеру детского писателя Потому что одеяло не интерактивно Кнопка сдаться не существует Есть только прогоревшие угли раздражения И поблизости от них нет никакой Алисы Пожалуй стоит пересмотреть свои приоритеты при общении с говорящими болванщиками Что здесь называются людьми Все они продолжают лгать И лишь просеивая ту ложь возможно найти ответы А сейчас можно и немного поэкспериментировать с вариациями выборов Как я уже говорил Если занизить показатель рассудка очень сильно То окажется что на английский он переведен как сцен После чего мы берем твидалдам Зеркалим и получаем мэднес Безумие У тебя буквально начинает играть в голове музыка при высоких значениях этого показателя Гигантские кальмары становятся охренеть какими поэтами-демагогами Окружающее пространство перестраивается в милые глазу картины Причем из приоритета на то что в отрицательных значениях ты видишь больше Видишь грязнее Видишь вещи такими какими они являются на самом деле И весь здравый смысл здесь лишь в том что эту дичь стоит старательно игнорировать Пока ты не сможешь выдавать люлей злобоглазым и ваншотихим жнецам смерти Что обитают в этом самом реальном мире И все именные персонажи в этом мире имеют весьма своеобразный реальный облик Кое-что или вернее кое-кого напоминающее На фоне этих закатившихся за холодильник сырков Даже наше черное нечто не выглядит такой уж авторитетной пакостью Да и вообще никакой не выглядит Имеет ли это хоть какое-то значение? Опять же никакого Если очень хочется то можешь воспринимать черные кляксы теми самыми повелителями Что используют грима для размножения Еще бы эта увлекательная ролевка в страну чудес не надламывалась Об тот факт что Брандашмыг является точно таким же любителем настолок Не имея и малейшего представления даже о приготовлении дефолтной яичницы А вообще к дьяволу Алису, к дьяволу повелителей К дьяволу чай и любование звездным небом Ну ладно последним может оставить Еще не знаю чем это грозит впоследствии Ввиду того что Алису в этой игре уже не найти Продолжим наше путешествие в поисках ответов И лучшей девочки Но в основном в поисках ответов Потому что давай будем откровенны Каждая девочка лучше Но сам грим далеко не лучший мальчик И поэтому лучше бы держать эти категории населения подальше друг от друга Чуть ранее я бессовестно забил на лес В котором забываются любые имена и названия Место надо сказать примечательно разве что для арахнофобов Да и то в контексте абсолютно выгоревшего грима Уже прошедшего все королевство вдоль Даже гигантские пауки будут являться не очень досадной помехой А еще местные энты будут нажимать в тебя чарж В тот момент когда тебе захочется бегать быстрее Ибо деревья завидуют вообще то И без лишних сантиментов Натянут амбиции нарушителей скоростного режима На самый высокий шпиль Изенгарда Здесь же покоится скелет великого дракона Халкайзера Древнего оппонента самого грима Его сюжетная линия красной нитью проходит сквозь всю первую часть И наравне с прочими напарницами Завершается во второй на трагичной ноте Однажды во время гордого полета над лесными массивами Могучий зверь вспомнил Что при таких размерах и массе Он чисто технически не должен быть способен подниматься в воздух После чего почти что лучшая вайфа первой части Рухнула на земную твердь Так и помер прекрасный Халкайзер Как-то трагично Ну что все кто убил его на первом уровне через абусу воротов Чувствуете себя удовлетворенными? Поели сюжета? А я вот поел Вкусный невероятно Особенно этот ностальгический привкус Голубцов Ивана Семеновича На соседней грядке Обнаружится очередная недобитая история Сказку про репку точно знают всем Посадил дед репку Выросла она большая прибольшая Да только вытянуть ее из земли старый уже не смог И вместо того чтобы использовать лопату Дед привлек к дальнейшему ритуалу всю свою семью Включая мелкий рогатый скот И в противоестественном еретическом танце Культисты призвали на свой двор силы Что доселе не существовали в познанной вселенной Метрика пространства навеки исказилась Переплетая мертвую плоть в единый органический сгусток нервами наружу Не будет им прощения и спасения Ни при агонизирующей жизни Ни после болезненной смерти Ибо души и сущность последователей забытого бога Солились в демоническую репку Что вечность будет нести стражу на руинах гниющей цивилизации В интерпретации сказки непосредственно в игре конечно Никаких ритуалов не происходило И репка просто выросла в земле И мораль сказки вместо табу на богохульство Оказуалилась до командной работы Как говорится фем Похоже не все фанфики могут превзойти оригинал Ганноверский вокзал это вполне себе реальное географическое местоположение И так как оно играет ровно никакую роль в жизни известных нам писателей Давай я не буду пересказывать 6 страниц его истории Если захочешь всегда можешь полюбоваться видами на гугл мапс Ничего плохого про это место говорить не буду Ведь как показал пример одного бородатого любителя огуречного пива Никогда не знаешь где потом эти слова всплывут И я вместе с ними На одной из скамеек своего железнодорожного состава Будет дожидаться дорогая Виктория Еще одна вайфа первой части Женщина-посудомойка якобы скудно узнает грима А он узнает ее в ответ Их пальцы переплетаются И два одиноких сердца Переходят именно к тому Чем обычно занимаются бывший муж и жена Начинают пить кипяток с тортиками в агрессивном молчании И получают от этого необычайное удовольствие И рассказывают как у них после развода все замечательно И несмотря на это иногда еще и укрывают друг друга пледиком Заботясь о возможности простудиться В общем-то совершенно ничего необычного Зато представь как было бы эпично окажись на ее месте например с сундук И вместо заливания чая друг другу в горло Вы бы будто Когда слуги ксеркса с одушиной избивали водопад После такого вся спарта падет к твоим ногам тиран Но у нас к сожалению сюжет попроще В кульминации брачных игрищ Виктория без каких-либо на то предпосылок Вырвет гриму прохать сердце И съест Сладко причмокивая своими двухмерными губами А андет будучи немного деморализованным от спонтанной потери третьей грудной клетки После возрождения обнаружат что никакой Виктории здесь больше нет Собственно здесь бы и задаться вопросом А какого ху... Однако склонности к каннибализму со стороны Виктории Проявлялись еще в первой части И когда я заявлял что она не является отсылкой на что-то конкретное Я возможно ошибался Честно говоря я до сих пор не имею понятия Но логика подсказывает что если даже небо и леса имеют прообраз То наверное и один из главных героев на что-то да отсылается Однако тут неожиданно негаданно Бэкграунд завозит самый главный демиург этого мира Она просто суккуб Который любит хавать своих жертв То что почему зачем как развивается данное психопатическое расстройство История умалчивает На этой почве однажды захавала свою сестру А тут ей такой гарный хлопчик попався Даже если вырвать ему сердце Отрегенерирует и вернется спустя 10 минут Жутко золой и с дыркой на цельной грудной пластине состоящей из стали Так как ходит он везде в костюме большого батя Говорит заваривай теперь А мог бы в могиле лежать Именно так Виктория нашла себя лучшего мальчика Который удовлетворяет всем ее фетишем А также переквалифицировалась в сварщика третьего разряда Совет им и любовь Да Если прийти на то же самое место через определенное время А точнее отправиться на троллейбусе и вернуться обратно через костер То Виктория тоже вернется на скамейку И даже предложит заключить ковенант Однако каждая последующая чайная церемония Будет отнимать по пять уровней Так что не злоупотребляй Да Да С тысячного до самого первого уровня И что ты мне сделаешь Я очень хотел чая Вкусный необъятно В принципе все как в реальной семейной жизни Когда твой мозг планомерно выпивается через трубочку на протяжении 309 серий А ты в ответ сюрпаешь божественный напиток из чашки и приговариваешь Ух Цейлонский Конечно все еще не Алиса Но будем честны как показала практика С Алисой каши не сваришь Потому что нельзя сварить кашу с тем кого просто блин нет Существует ли Алиса вообще? Хм Хм О смотри-ка еще один старый знакомый Прямо встречи одноклассников Так оно в жизни и происходит Когда ты был членом черного суда Величайшим бойцом мира Стражем страшнейшего демона Бафомет Немцы после тебя дядюшка Хейном Стали называть буквально смерть А потом контузия, демобилизация И вот ты кондуктор в троллейбусе Добро пожаловать в жестокий постпенсионный мир Постарайся не умереть с голоду Или от того что безбилетник решил не искать ближайшую кассу В конце железнодорожной ветки Грим попадает в довольно таки самобытный парк аттракционов Крайне самобытный Но считай что неотмытые пятна крови Являются не более чем поддержкой антуража данного заведения Начать хотя бы с того что в этот Анор Лонда Тебя по воздуху должны доставлять Гарпия Здесь тебя ждут аттракционы самой разной степени всратости Счастливая кошечка бесконечно отсыпающая души Главное не задаваться вопросом откуда она их берет И куда пропали все остальные посетители парка Комната страха состоящая из прямого как кешка И неизменного как демократически избранный президент коридора В конце которого происходит ровно ничего И по пути которого не происходит ничего Все восторгаются тем что коридор у каждого свой И как же это наверное замечательно Бродить по прямой кишке туда-обратно Чем-то напоминает Ковенант с Билем Аж сучки порозовели Тебя ждут самые честные в рунете ставки на киберспорт Не знаю можно ли называть происходящее на экране контрстрайком Однако именно здесь можешь слить все свои полученные от кошечки накопления Шансы всегда в твою пользу Ибо спорящие мокрушники всегда хватаются за оружие А угадать нужно всего один фраг В конце концов тут есть клоун с шутками Которые начисто перекрывают весь мой обзор И возможно было бы лучше если бы я вместо трех месяцев На ночные дописывания сценария Просто с выражением прочитал тебе пару анекдотов из его репертуара Рядом с клоуном можно найти Но наследовавшая кровь старого короля Красная королева Была приговорена к смерти из-за заговора А ты Мертв Кинотеатр Который правда не работает А сидящая рядом с Сукуба будет размышлять о том Что попытка подглядеть за Красной королевой Это та самая авантюра На которую не жалко положить свою жизнь Какая прозорливость надо заметить Ну и хрен ли нет Раз не жалко то так и сделаем Тем более что жизнь у Грима далеко не одна Пройдя во дворец мы обнаружим целое собрание фанаток Красной королевы Свет стихает Звуки приглушаются И на сцену выходит самый настоящий поп идол И все такие УААААаа это же знаменитая Пригет И я такой УАААА авторское право Араба не страйкайте Пока полоска инициативы не заполнилась Использую кровавую тропу, уклонение мультиход Как бросился в файлы игры Как поменял аудиодорожку На что лело тематичное И кое-что откровенно более проклятое Да простит нас господь за Прозвучавшее вспы recent примите Кстати, в одной из цирковых палаток можно обнаружить причину, по которой меня когда-нибудь бы забанили в Китае, ибо Кристофер Робин не очень хорошо относился к своим игрушкам. И самому Кристоферу Робину-то хорошо, пока он был ребёнком, игрушки ему многое прощали, и уже впоследствии подростка сгнаили в трудовых лагерях во славу партиям. Сами же игрушки теперь попросту не знают, кому мстить. Ну или на самом деле знают. И Гримм не только Кэрол, но и Робин тоже бегает по крышам за мужиком в БДС-ом костюме. К сожалению, пообщаться с певичкой на месте не дадут. Из зрительского зала можно разве что организовать сходку линуксоидов, где один из участников покаялся, что использует винду. Надо сказать, очень брутальное и кровавое зрелище, которое по итогу не приносит никакого удовлетворения. Однако, будь мужчиной и за автографом иди сразу в гримерку. По пути будут ждать сводящие с ума менеджеры, но кто они такие перед лицом истинной любви к поп-идолам? И когда я говорю про истинную любовь, то конечно же она выражается в количестве синеньких фанфиков на специальных страницах. Если когда-нибудь встретишь свою суперзвезду, не забудь ей продемонстрировать свои работы. И хотя есть у меня смутное ощущение, что этой фразой я приоткрыл ворота в гиену для себя самого, не будем зацикливаться на мелочах. И пока случайный человек за экраном думает, что меня опять кидает от теми к теме, ты не поверишь. Сама концепция фигбука в контексте вселенной Black Souls имеет подавляющее влияние. И вплетена в нарратив куда глубже, чем всевозможные персонификации Люцифира. О чем станет понятно немного позднее. А мы практически на месте. Направо или налево? Хм, ну тут есть сказка, значит есть за что. Дэдди Лонг Лэг, или же длинноногий папочка в нашей советской локализации. Прототипом данного персонажа стала одноименная история про сироту, которую в подростковом возрасте взял на попечение какой-то мужик. При условии, что она никогда не попытается его увидеть. Джуди замечает лишь его длинную тень. И про себя дает ему имя длинноногого папочки. Звучит как завязка хоррора, но на самом деле это романтическая комедия. Ибо девушка воспитывалась не видя своего опекуна в лицо до самого возраста согласия. Влюбилась в какого-то мужика за 30, что подбивал к ней клинья. И сюрприз-сюрприз, в итоге это оказался один и тот же человек. В 19 веке мы называли это романтикой и счастливым воссоединением влюбленных. Его черноушную версию на фанатской вики правда почему-то называют сландерменом. И у него воссоединение с любимой пошло не по плану. Так как он искренне охотился с того, что приемная дочь его не узнала, прожив в одном доме почти десяток лет. А драка происходит с императорской читой из произведения Сильвия и Бруно. Именно их сын оборотился в дикобраза на мосту из Лютвиджа. И в принципе на этом персонале монархов исчерпываются. Кстати, это не гримерка, а я случайно ошибся дверью по дороге. Вот и получается у нас сратое повествование. Да. Красная королева. Поп звезда. Или же просто Алис Прикет. Вообще технически Прикет является второй красной королевой. В то время как первая получила по голове при проведении интервенции из Зазеркалия, где мы сейчас находимся, страну чудес. Но в этом нет ничего необычного. Бармаглот погорела на том же. А она между прочим пресносущий дракон зла и разложения, а не дед с горы. Тусила под одним и тем же деревом две игры, отращивая отрубленную голову. Ввиду чего можно сделать вывод, что раз красную королеву ставят в один ряд с таким потрясающим кое кем, то и она сама необыкто. Впрочем, кем бы не была королева первая, вторая умеет извлекать негативный опыт предыдущих поколений. И вместо бездумных интервенций в другие миры, создала парк развлечений, где поет для своих сочных гномиков на протяжении последнего десятка лет. Но так как ведение своего блога на ютубе это заочно недостижимые вершины, то и просто подойти к ней за все это время никто не мог. Отчего она влачила довольно таки одинокое существование. И это то при том, что заключение Ковенанта суммарно стоит меньше, чем выпадает от самого слабого моба на этом уровне. А финальная награда выдается и вовсе без него. Вот здесь проспамить кнопку интеракции и удивиться происходящему надо. Да. Но это все, конечно, лишь потому, что Прикит изначально симпатизирует Андеду. Гриму. Или же кому-то еще. На самом деле, если так совпали звездам, и однажды в своей жизни ты делал полуторачасовое выступление по биографии Льюиса Кэрролла, то сюжет для тебя заиграет прямо таки новыми красками. В крайнем случае можно прочитать пару статей на Википедии и выписать на отдельный листочек наиболее примечательные имена. Так окажется, что Прикит, носящая имя второй Красной Королевы, была гувернанткой Алисы. И по некоторым слухам, именно в нее однажды влюбился Кэролл. Впрочем, только по слухам. И на самом деле, страсть молодого автора к центру Питера в лунном свете никогда не перебивалась этими вашими отношениями со зрелыми женщинами. Впрочем, похоже, эта страсть была не обоюдной. Ведь в конце своих интеракций Прикит предложит Гриму, или же Льюису, прогуляться по парку развлечений. В эту самую секунду Дарк Фэнтези превращается в своеобразный симулятор свиданий. Блэк Соулс, конечно, им всегда и был. И уже поверх дизайнов своих любимых вайфу, автор додумывал какие-то там сюжетные перипетии. Однако, сейчас механики Дейт Сима стали явны как никогда. И ты можешь обойти все аттракционы в парке вместе с настоящей девушкой. И она даже будет говорить, реагировать на происходящее. Еще и, наверное, платить за все, потому что без Прикит тот же торговец с напитками одному гриму ничего не продаст. Это как если бы в реальном парке развлечений к тебе почему-то привязался генеральный директор этого парка и загадочно шлепал за твоей спиной по всем интерактивным объектам. Ты ускоряешься, она ускоряется. Ты срываешься в паническое бегство. Она начинает кричать что-то там про умеющего бегать Володю и ни на шаг не отстает. А персонал в это время запускает неработающий кинотеатр и... Размазывает по скамейке потенциальных конкуренток. Конечно же во имя добра. Нех. С другой стороны, именно в этом кинотеатре показывают лор Виктория, а также Джека и Эдит. При этом не вводя его в основную часть игры. Люди к этому моменту правда скорее задаются вопросом, кто я? И зачем трачу свое время на бессвязную кашу из имен и событий? Нежели вспомнят, что час назад мы вспоминали легенду про Джека по Трошителям. Так что давай сделаем вид, что я все уже рассказал. Тем более, что так оно и есть. Наибольший же интерес в контексте поиска ответов нам представляет третий фильм. Для него реальный мир был похож на сущий кошмар. Поэтому он был только рад покинуть это место. Выбравшись оттуда, он попал в страну чудес. Место, где каждый день проходил в мире и спокойствие. Его спутниками здесь стали маленькая, но очень любопытная Алиса. Язвительный черный кролик. И он, пришедший извне. Вместе они защищали свой новый дом от всевозможных угроз сложившейся дружбе. Могучего Бармаглота. Первой Красной Королевы. А по вечерам рассказывали друг другу истории из времен, когда пришелец еще ходил по реальной земле. Впрочем, надолго идиллия не продлилась. Однажды Алиса и некий Он полюбили друг друга. Шептались разными приятностями за книжными полками. И возможно даже выжрали все пряники и заначки своего третьего друга. И тогда черный кролик взмолился, чтобы этот разврат наконец закончился. И молитвы оказались услышаны. Внешние боги услышали те восхитительные истории и сделали из них новый мир. Забытое Королевство. Решив забрать их автора в качестве главного героя. При этом черный кролик, как мы помним, продолжил свой безумный поход. И его предательство отразилось в том числе и на нынешней стране чудес. Что до Алисы. Кольцо Прикит позволяет услышать шепот любимой девушки. И если ты продолжишь гулять по парку со второй красной королевой. В частности по комнате страха. То проходя вдоль самой длинной стены туда-обратно, ты... А Алиса? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Ее участь, в некотором смысле, страшнее смерти. Или же, если брать за основу каноничную версию событий, то ее участь изначально была предрешена. Однако для объяснения, что именно с ней произошло, придется углубиться в сюжет намного глубже, чем мы сейчас. И сделаем мы это, соответственно, не сейчас. Потому что для полного и всеобъемлющего объяснения нам все еще не хватает пары деталей. Могу порекомендовать запомнить и этот момент тоже. Потому что впервые за долгое время мы натолкнулись на действительно важную сюжетно-образующую веху в истории Грима. В общем-то, на этом роль Прикет в сюжете вроде как исчерпывается. Она просит тебя не забывать Алису, пару раз предлагает вместе сбежать из этого мира, и где-то сверху объявляет себя не главной героиней этой истории. Вследствие чего ее роль и ограничивается только парой совместных прогулок. Да и сложно поддерживать отношения с таким существом, как Грим. Ты ему дорогой, где ты был? А у него в глазах горит пламя, руки по локоть в крови, неупокоенные мертвецы плащом стелятся по земле за его плечами до самого горизонта. Он поднимает голову и говорит «Привет, Алиса». Бегал. Алису не нашел. Бахнем чаю. Ты, кстати, не знаешь, где Алиса? К этому моменту станет понятно, что зацикленность Грима на своей пассии имеет характер некоего наваждения. Ибо он буквально не способен думать ни о чем, кроме Алисы. Но при этом же, даже если эта самая Алиса окажется прямо у него в руках, он отбросит ее в сторону и пойдет дальше. Недостижимый идеал. Образ, которого не помнит даже он сам. И в пору бы в очередной раз проклясть Мэри Сью и ее наглухо всратые криповые сюжеты. Но прежде чем ты по старой памяти преисполнишься праведного гнева по отношению к создателю этого мира, на этот раз Мэри здесь совершенно ни при чем. В подвале замка в Квинлэнде Грим может обнаружить свою любимую фею, которая была заперта там все это время. Лишенная сил и даже возможности выбраться из камеры, по желанию игрока Лив может переместиться на два блока ниже. Или же признается ему в любви, попросит избавить атаков, предаст его снова, бросится к двери и обнаружит, что скрипты перехода между локациями тащим-то были завязаны не на разрубленной цепи. Но наибольший шок Гримм испытает, проведя пару манипуляций с рассудком и вырезанием абсолютно всего разумного населения этого мира. По возвращении окажется, что все это время Лив был частью его самого. Им самим, посаженным на цепи собственной же двойственной натуры саморазрушающегося демиурга. Отражением в зеркале, что все еще продолжает говорить голосом феи. С другой стороны, наконец-то можно укусить себя за локоть и посмотреть себе в затылок. Мир наконец-то становится совершенно понятен, продолжая мои собственные мысли из предыдущего видоса. Конечно, чисто в теории можно допустить, что я просто поменял модельки и портрет, но такое предположение было бы совершенно неинтересно, правильно? Так или иначе, преобразившийся Лив отдает Гримму свое кольцо. И это будет дополнительным условием к одной из концовок. В НГ-4 плюс, бальцать. Где кольцо нужно будет получать еще раз, потому что текущую концовку ты уже успел срать, восторгаемся вашей неудачей. И, кстати, колечко совсем необычное и даже в некоторой степени памятное. Я не упоминал этого в разборе первой части, однако если прокачивать Лив, то перед замком Золушки она подарит Гримму свое кольцо. Что же оно делало? Давало неплохие статы. Отчего ты его не снимал, вне зависимости от выбранного класса. И вследствие этого, если зайти на концовку любой спутницы с экипированным кольцом, а оно, как ты помнишь, точно экипировано, то тогда милая романтическая, пусть и ложная история, так или иначе завершается кровавой баней. Я, к сожалению, видя игру примерно вот так, дай бог, если вообще представлял, в каком направлении я иду. И поэтому миниатюрную фию просто не заметил, тем самым сделав себе ложные концовки ламповой женитьбой на любой интересующий тян. Крайне забавно, надо сказать, получилось, учитывая, что люди в комментариях посчитали это моей гениальной многоходовочкой с уменьшением числа спойлеров, так что давай развеем мрак невежества и скажем, что же такого изменилось. Выбрав Жанну Д'Арк, ты возвращался в королевство героем и попадал на бал вместе со своей спутницей. Однако во время танца с Жанной на дворец падает огромный огненный шар, погребая под собой всех его жителей. Окрестные земли поглощают пламя. Все королевство сгорает в один миг, хороня под пеплом любую надежду на счастливый конец. В том числе прямо в руках грима сгорает и святой рыцарь Жанна, так и не избежав судьбы стать прахом по прихоти высших сил. И только абсолютно бессмертная нежить продолжает стоять по колено в гаре, впервые в жизни проклиная свою способность не умирать. Могла бы сундук превратиться. Семейная идиллия с девочкой со спичками так же как-то не задалась. Люди пропадают в городе, спички наконец-то перестали вызывать привыкание, вот только Эльма в действительности оказывается маньяком, которая перерабатывает жертв в медикаменты и ее вешают на главной площади. Виктория течет крышей и отчая переходит на пожирание грима заживо. А у того пассивный шанс на контратаку 150%, сам понимаешь. Дороти, давай не будем об этом. Мегаломаньячка умирает прямо на поле боя, умудрившись, кажется, напоследок еще и разродится ребенком. Баронесса просто в какой-то момент схлопывается после особо мощного экзорцизма из соседней страны. Конфессия Катрины окажется под влиянием лавкрафтианщины и в конечном итоге Святую Деву попытаются принести в жертву во имя призыва своего покровителя. И когда грим все же пробивается к ней, оставляя после себя кровавую просеку из фанатиков, оказывается уже слишком поздно. Он остается в соборе наедине с призванным мертвым богом. Збафомет или Шубнигурат. Но самое брутальное послесловие представлено в концовке Гарпи. Однажды гонимые в человеческом обществе нежить и гусыня, а также их общий ребенок, просто должны были нарваться на неприятности. И таковой неприятностью становится то, что в один день гусыня не возвращается в лагерь. И спустя некоторое время грим с ребенком отправляются ее искать, найдя ее изоломанное тело. Будто бы и этого было мало, вид мертвой матери становится причиной исполнения их совместного желания. Вечно хмурый ребенок наконец-то улыбнулся. Рассмеялся. Даже не подозревая, что ментальный урон – это тоже урон. А шанс контратаки – это шанс контратаки. Вспышка ярости длится всего-то три хода. И по их истечении грим осознает, что он наделал. И несмотря на два мертвых тела на руках, Андетт так и не перестал слышать раздающийся со всех сторон чистый детский смех. Алив продолжит улыбаться, безупречно отыгрывая свою роль главного злодея. И ты только посмотри на эту прелесть. Допуская, что сложившееся мнение о фее только что слегка поменяло полярность. Однако не торопись вынимать нож. Ибо я буду драться на дуэле до первого вдоха с каждым, кто захочет сказать хоть что-то против самого прописанного персонажа всей саги. Ее очарование превысило кап в этом показателе. Возможно, у вас где-то был список из позиционирования вайфов по степени клевости. С отметками конкретного места в общем зачете. Но знаешь что? По пустительствам верховного судей соревнований я утверждаю нулевое место. В моем сердечке. Как высший эталон того, к чему нужно стремиться. Потому что в отличие от всех остальных, безусловно, интересных персонажей и персонажек в этом сюжете, Лив имеет кое-что у них отсутствующее. Такие малозначимые приколы, как характер, личность, собственные интересы. А также, скорее всего, пару десятков черепно-мозговых травм. Ибо некоторые проявления ее заботы даже хроническим жертвам травматологии в кошмарных снах не являются. Она же злодейка, воскликнет голос из зала. На вилы ее подхватят второй, но она же миленькая. Резонно задумается третий. Заставив задуматься всех остальных. А я еще вот что скажу. Во-первых, все вышеозвученные концовки перестают существовать даже не в новом цикле, а в том же самом. Для выбора альтернативной вайфы, Гриму не нужно перепроходить всю игру с самого начала. А спутница не исчезнет с концами после своей якобы брутальной гибели. А продолжит гулять по полянке в хабе. Так что хороший вопрос, происходило ли вообще что-нибудь. Либо же Андеду показывали мрачный мультик после финала. Ну ладно, предположим, это чисто геймплейная штука, чтобы тебе долго не бегать. Опять оправдываешь свою любимицу притянутыми за уши аргументами. Хорошо, что же насчет того, что даже плохие концовки не абсолютно. Я вот в своем прохождении кольцо Лив не нашел. И даже не догадывался о том, что она может попытаться все испохабить. И даже больше, если ты просто не наденешь кольцо, то магия вот эта поворотов не сработает. И Грим продолжит жить со своими тянками без всяких трагедий. Даже при учете того, что рано или поздно цикл начнется заново и всем актерам так или иначе сотрут память. Между прочим, некоторые из них еще и умудряются этим наслаждаться. Тут уж как в реальном мире. Если уж натянул кольцо, то изволь соблюдать верность своей суженой. А не распихивать души во всех подходящих персонажей ради прокачки. Не особенно-то заботясь о их чувствах. Я сейчас серьезно рассуждаю о моногамии в Гаримном Хентаях? Наконец, третий аргумент. Как бы я не проклинал сундук за водопадом, но в отличие от всех остальных невероятно проработанных героев одной функции, Лив способна не только говорить. Она еще производит для себя и грима контент. Какой эпилог по эмоциям запомнился лично тебе? Приторная никакой? Или тот, который заставил испытать хоть что-то? Средний статистический игрок сам по себе точно такая же избранная нежить. Способен кататься по клавиатуре только когда видит цель. Или хотя бы путь. И чтобы выдавить у омертвевшего ножевого тела перед монитором реакцию, создать даже не у персонажа, а у игрока мотивацию, нужно определенное понимание, что именно ты пытаешься сделать. Лив отстроит трагедию. Развлекает грима как самая преданная фанатка своими фанфиками. И втайне скорее всего ненавидит. Потому что это было бы очень драматично и трагично. И вся эта ненависть вообще-то только для роли. На самом деле чмок-чмок. Но пока я окончательно не стал лифофагом, давай пока что остановимся в его схвалениях. Есть другой вопрос. Если Страну Чудес на этот раз создала не Мэри Сью, и не она здесь находится у руля, то кто ее сделал? Если Старый Мир использовал Софии для прокачки своего чемпиона, ради лозов, или же для сбора какой-то абстрактной энергии веры, и там ее настоящее имя было у всех на слуху, именно к ней возносили молитвы страждущие, до тех пор пока фея не осталась один на один со своим лучшим творением, то чье же именно имя на слуху у абсолютно каждого обитателя Страны Чудес? Давай сделаем вид, что никто так и не догадался. Новый вопрос. В этом мире есть некие повелители, что используют грима для приготовления тортиков. Но собственно, на хера повелителя? Чем они правят? Почему бы не нанять личного повара? Изредка выпинувая его добывать ингредиенты в дикой природе. Почему именно шедевр феи понадобился как мастер-кулинар? В чем профит бросит фею умирать в камере, лишив ее бессмертия, способностей изменять вещи и мотивации в дальнейшем карьерном росте? И самое главное, на какой же основе функционирует наша малость припикнутая мироздания? Раз уж его повелители меняются, а дичь остается прежней. Хм, ну давай покопаем в этом направлении. Безусловно, Красная Королева, создавшая утопический мир, откуда ее быстренько скрутили, забрав вкуснейшее мороженое, отчасти звучит как задорная политическая карикатура, но в Квинлэнде для нас не найдется необходимых ответов. Возможно, чисто в теории. Нам может быть интересно нахрена сказочным созданиям в принципе захватывать территории друг у друга. А также, куда девался хранитель мира и четырех стихий, которые мог бы выгнать их всех со своего болота. И ответ найти достаточно просто. Нужно всего-то пройти 200 этажей лабиринта хаоса, чтобы послушать единственный монолог на эту тему. Сука, как я люблю этот геймдизайн. Что за лабиринт хаоса? Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Это место, где тебе улыбается пол. Все равно этот ролик затянется в бесконечно вечную, так что думаю, ты не будешь против еще одного лирического отступления. Лабиринт хаоса – это локация из старого Дилси, вход в которую возможен либо из библиотеки грез, либо из парка развлечений. Все отличие от прочих локаций в том, что еще на входе тебя тормознет владелец этого места. Дева пустоты Мейбл. И скажет, что никакой Алисы дальше нет. Я вас не звала, идите, господа, своей дорогой. Пожалуйста. И так как все в этом мире является отсылкой на творчество Льюиса Кэрролла, Мейбл в оригинальной истории есть. Это не особенно умная знакомая Алиса, в которую она ни за что не хотела превращаться из-за ее глупости. Мол, даже таблицу умножения не знает. Не хочу быть настолько же ограниченной. В то же время, учитывая, что все, что делает Мейбл в игре, это спивается и толкает туманные тосты о пользе звездного неба, возможно, аналогия действительно имеет место быть. Могла бы быть. Но дело ведь в том, что как бы глупа ни была Мейбл, она по крайней мере существует, и довольно потягивает винсон. В то время, как Алису нужно еще где-то найти. Например, инвертирует цветовую схему Мейбл. Суть же созданного подземелья, но... В некотором роде, это рогалик там, где его никто не просил. Для RPG-мейкера это прямо что-то великолепное. Ходишь по рандомно чередующимся этажам, бьешь всех существующих в игре врагов, собираешь из сундучков весь имеющийся в игре лут. Задумка-то может быть и хороша, особенно в качестве разнообразия в общем темпе повествования. Однако ее реализация не то, чтобы оставлять желать лучшего. Она сосет лимонную конфету. Возможно, даже две за раз. Во-первых, сложность скалируется... никак. Там есть какие-то уровни глубины, но вот тебе, пожалуйста, первый этаж, противник 250 уровня. Удача тебе, так сказать, хотя бы по нему попасть. Во-вторых, объективного смысла в прохождении лабиринта и нет вовсе никакого. Уже на 50-м этаже ты заучишь расположение всех рычагов и дверей и будешь скользить по комнатам в том самом потоке, что рекламируют паркурные симуляторы. И для достижения хоть чего-то внятного, вроде интересных боссов или сверхценного лута, нам придется пройти еще примерно этажей 150. А в случае смерти начинай все с самого начала. С самого начала. А ты никогда не узнаешь заранее, нападает на тебя всего лишь ваншотная крыса или мимик, сука, этаж. Сохраняться можно, но только перед боссами. Не удивлюсь, если из-за использования этой возможности меня в итоге назовут казуалом. Однако хотя бы за нее автору большое спасибо. Впрочем, знаешь, даже все перечисленное не было бы так уж плохо. Как ни странно, я от лабиринта получал даже какое-то изощренное извращенное удовольствие. Особенно если начинать первым уровнем без снаряжения. Однако, как и у всего в этой игре, у лабиринта хаоса существует небольшая такая проблемка. Размером примерно со спящего ктулху. Б**ть. Если Блэк Соулс сам по себе зачастую проседает по балансу, то лабиринт этим балансом подтирается. И еще хуже делает тот факт, что ты можешь выкачаться до максимального уровня за 40 минут побегушек по комнатам. Буквально в первой же локации. Случайно. Собираю вот этих фей. И дальнейшее прохождение после этого, наверное, будет очень интересным занятием. Да, представьте себе. Если вы убиваете всех врагов и сюжетных боссов одним тычком, то и так просевший геймплей станет восхитительно унылым. А уж как похорошел эксплоринг. Помнишь еще про сундучки? Из них падает рандомное снаряжение из всего имеющегося в игре перечня. До третьего ДЛС. А то есть не уникальные пушки, которые можно было бы найти только здесь. А, например, всяческий мифический мусор из труднодоступных локаций, награды за убийство легендарных кошмарных духов и прочие радости любителей облезать каждую локацию целиком. Просто убей первого босса, один раз прыгни с рампы, пройдись по библиотеке грез и начинай крутить рулетку. Там же можешь посмотреть на всех врагов в игре, включая несколько спойлерных. Пачками будешь встречать того, кого в основной игре нужно еще умудриться отыскать. И по итогу за один часовой забег ты перекачаешься настолько, что даже скалирование через уровни сложности в основном сюжете помогать не будет. Надо ли говорить, как потом интересно схлопывается хоть какая-то вовлеченность в основной раздел игры. Из-за банального перекача. У отдельных боссов аж скрипты отклеиваются. И возможно я могу понять логику геймдизайнера. Перед третьим DLS нужно было сделать левел гейт, чтобы игроку было интересно его проходить даже после окончания сюжета. Но ведь перед самим лабиринтом левел гейт поставить забыли. Или скорее всего забили. Чтобы люди, вернувшиеся в игру только ради DLS, много не запаривались с прогрессом и сейвами. А знаешь, как можно было решить проблему с ранним попаданием в место, что ломает тебе все будущее погружением? Знакомься, самое невероятное изобретение человечества. Амбарный замок. Или хотя бы любой числовой код, до значения которого можно было бы попробовать догадаться. День рождения Алисы Лидл, дата написания подземелья, дата смерти Кэролла. Любой мутант 800 уровня на входе. Все равно абузеры проходят финального босса без компаньонов, процентного урона и предметов. Здесь тоже справятся. И в самом крайнем случае можно было оставить дверь только в Квинлэнде, а не оставлять ее прямо на старте. Спуск в лабиринт не имеет никакого нарративного смысла. Там нет Алисы. О чем тебе говорят с самого начала? Сундучки, рычажки, двери. Сундучки, рычажки, двери. Сундучки, рычажки, двери. Рычажки, двери, рычажки, двери. Единственное, что будет содержать хоть какую-то лорную информацию о творящемся здесь ужасе, это стелла чекпоинта после победы над боссом. Но давай будем честны. Кому не похрен на случайного трехголового волка в гребаном нигде, если его история никак не перекликается ни со мной другой? Я могу допустить, что сама интерпретация сказки про кота в сапогах, который внезапно не стала решением всех проблем лишь при наличии сапог, может быть весьма забавно, если бы этот самый кот не появлялся в комнате босса 8, сука, раз за один забег. Без наличия контекста и хоть каких-то декораций, переиначенная сказка сразу же начинает рушиться. В чем Мэйбл проигрывает даже не Мэри Сью, а создателю мира красной шапочки и самой первой игры автора. Это, кстати, тоже предположительно была Мэри Сью, но начинающая Мэри Сью. А тут у нас уже опытный любитель старого барахла. Но знаешь, кота в сапогах хотя бы можно ваншотнуть и бежать дальше, покорять оставшиеся полторы сотни комнат. Нет, концептуально прикольные боссы там есть. Как жаль, что какие-нибудь Джек и Эдит, или батя-принцессы-лягушки, будут спавниться в одном случае из примерно полутора тысяч. И ты будешь из раза в раз ковырять кузнечика с Амонера. И трех поросят. Богомол, богомол, поросята-погомол. А ведь там далеко не всегда описывается какой-то совсем уж бесконечный мусор. Есть и вполне себе лорные персонажи, собранные в лабиринт из всех именных неписей в загашнике автора. И концепт билды боссов, локации. Есть, например, принцесса с шипов, тоже творение Мэрисию, кстати. Что, видимо, по изначальному концепту была способна репутнуть нахрен всю вселенную, пока Лив не заколебалась допиливать к боссу баланс и не удалила её из игры. И как для неё, наверное, радостно, что в этот момент мимо проползала бухущая Мейбл, которая расфасовала содержимое мусорного контейнера по пакетам и понесла добро к себе домой. Файндер Скиберс. Из всей этой плеяды карнавала недоработок, лично мне интересными показались ровно два босса. Знакомься, это Анимуша. Мужик слишком зол, чтобы умирать. И отказывается это делать, пока не использует тюрьму Якш, рассеивающую уничтожение демонов, высвобождение благородного клинка, высвобождение концепции неба и земли, вспышку Они, и всё это за один ход. И чтобы пережить поток этого дерьма, не знаю, загрузись, пропусти комнату, например. Учитывая, что к тому моменту я носил его собственные доспехи и оружие, как-то у нас самую малость различается мувсет. И в последней фазе мне нужно было впитать лицом всего-то что-то порядка пары миллионов урона без учёта резистов, без возможности прервать или умертвить ретарды аналогичными цифрами урона раньше. Так ладно бы только это. Вестник ромашковых полей ещё и отключит тебе все возможные бафы на защиту. И собственную неуязвимость. Очень вкусно, жаль, что очень-очень-очень грустно. Второй босс. Хорош уже как кусок ностальгического лора. Хеллкайзеру категорически не везло на перекачанных протагонистов. Ни одно собрание автобиографических повести под подушкой не могло передать всю ту боль и унижение, что испытал некогда гордый дракон, разлагаясь уже даже не в разных боссфайтах, а прямо в прямом эфире, переходе между фазами. Однако не стоит недооценивать гнев двухтонной летающей напалмовой установки. Даже после окончательной смерти яростный дух древнего дракона способен вырваться из своих останков, чтобы сразиться с гримом в виде самой своей первородной сущности. Но эта глумливая падла с катаной всё равно веркач. И ему совершенно плевать, что его старого врага скопировала в свою коллекцию какая-то лоли-алкоголичка, чтобы ставить его как миниатюру в настолке на стражу ворот в очередной одинаковой комнате. Даже больше считаю схватку несправедливой. Учитывая размеры Хеллкайзера, комнаты в лабиринте ему попросту мало. Раза этак в два. И наконец Старый Король. Признаюсь, меня Старый Король сломал. Именно на этом боссе я осознал, что в игре не имеют значения тактика, стратегия, билды, раскачка и даже порядок использования тобой кнопок. Старая перечница просто сильнее, просто мощнее и просто шотнет тебя во второй фазе вне зависимости от подготовки. Босс так сказать с сюрпризом. Особенно если в океане ты так и не нашел свой любимый реквием. А это именно любимое заклинание, даже если ты о нем еще не знаешь. Потому что больше ничего в этой игре, кроме реквиема, несмотря на восхитительно расплывчатое описание, не дает тебе условной неуязвимости от инстантной смерти. В чем соль Старого Короля? Когда монарх почувствует подгорающий на пламени революции плащ, он всего-то вызовет зеркальце. Лупишь зеркальце прерыванием, оно мгновенно лопается и не наносит никакого урона. Не лупишь, ну это твой выбор, твое мнение. Напишешь, когда перепройдешь все три сотни этажей с самого начала. В этом уравнении есть забавное допущение. Обычно прерывание можно применить единожды за один ход. А зеркал на первом же ходу призывается два, и обогнать их за счет ловкости лично у меня не получилось. Перяпать защиту не вышло. И тут всплывает уже не только всратость боевки и отдельных механик, а целый пласт сопутствующих проблем. Потому что задачка с зеркалами решаема, и решение ломает нахуй все, что здесь хотело называться сложности. Смотри, способность прерывания зависит от того, какое именно оружие лежит у тебя в овхэнде. Щит вроде как чуть-чуть башит и тратит одно действие. Как раз чтобы сбить неистосто со слабеньких боссов. А вот огнестрел прерыванием наносит неплохой такой урон. И при этом не тратит ход. На это ты можешь заметить, что не тратя ход, умение прерывания каждый раз уходит на перезарядку. И это имело бы действительно хоть какое-то значение, если бы у нас не было стака. Стака, блять, предметов, которые эту перезарядку обнуляют. А то есть ты стреляешь, перезаряжаешься, стреляешь, перезаряжаешься, стреляешь, перезаряжаешься. И так до тех пор, пока абсолютно любой враг не умрет. Если раскачаться физический урон и криты, то это будет примерно до ху... урона с каждой тычки еще до первого хода. После которого можно будет начать еще и бить обычными автоатаками. Если атаки, конечно, понадобятся. А в мире существует хоть что-то, способное пережить сотню выстрелов из дробовика в промежуток в пару секунд их реального, а не пошагового времени. Спойлер, мне долго угрожали врагами из третьего DLS. А стоило бы угрожать врагам из третьего DLS. Потому что одного стака часов мне впритык хватило до самого конца игры. И знаешь, проблема даже, как-то не странно, не в часах. Чуть ранее я стаком ножей избивал здоровье отдельным боссом и без всяких перезарядок. Конечно, ты можешь обратить внимание на такую интересную деталь. Раз это так плохо, то просто не используй и не обудь всякие пакостные штуки. Как будто бы жизнь окончена. Но есть ли в этом хоть какой-то резон? Понимаешь, автор предполагает, что ты будешь обузить. Те три с половиной соло-хардкорщика, проходящие игру кулаками на первом уровне, конечно, выскажут в свою решительную фи. А я им в ответ скажу, что они молодцы, разданимаются дрочкой не только двух кнопок, а перекладыванием всего имеющегося оружия с поочередным использованием бафа от каждого. Да, игра способна сломаться еще сильнее, но я поберегу твои нервы и демонстрировать этот ужас не буду. Во многом проблема заключается не в существовании часов, как обнулятора коллдауна умений, а в том, что использование инвентаря ничем не ограничивается. И уже это выливается во всякие интересности. Так, например, ты носишь с собой две сотни банок хила за раз. Минимум. И если грим не умирает от ваншота, то он, собственно, не умирает. Потому что ты залез в предметы и поочередно использовал столько банок, сколько тебе нужно. Просто представь себе врага, который бы восстанавливался каждый раз до максимума, каждый свой ход, даже если тебе только чуть-чуть не хватило урона. Знакомься, самый страшный босс в этой игре. И его священная война, как обычно, не закончится ничем хорошим для тех, кто попытается его остановить. Наличие безлимитного доступа к инвентарю боевку ломает начисто. Причем задолго до Старого Короля. Использование 10 банок здоровья за раз в принципе выключает такое ненужное понятие, как менеджмент ресурсов, а также такую ненужную штуку, как тактика. И автор, вместо того, чтобы придумать врагу полноценные типы урона и тактики противодействия, просто наваливает побольше статов. Типы урона? Какие типы урона? Я до сих пор не уверен, существуют ли они в игре, за исключением физического и магического. Потому что сколько я не экспериментировал с защитой от тьмы света и от предложений сыграть в лону РПГ, цифры практически никак не меняются, кроме двух с половиной загляданий из твоего собственного инвентаря, которые некоторые враги могут отразить в тебя обратно. К слову, в большинстве случаев они и так тебя не убьют, если по крайней мере ты качаешься в физушника. Если качаться в физушника, то магия наносит мало урона, вот так номер. А уже там зальешь в себя новые 10 литров крови взамен вытекшей. Самый разумистский бой в этой игре без часов кролика будет выглядеть примерно так. Начинается бой. Тебя не убили до первого хода. Ура! Если есть мультиход и враг не убьет тебя на втором ходу, спамишь два массовых проклятия и два массовых благословления. Если мультихода нет, начинается цирк. Мы заходим в предметы. Юзаем буст на атаку. Юзаем буст на атаку. Юзаем буст на ловкость. Используем буст на ловкость. Используем усиление магической защиты. Дважды. Используем усиление физической защиты. Тоже дважды. Босс в это время раскладывает пасьянс прямо на полу и иногда косится в твою сторону. Он еще не знает, что сверху мы наносим огненную смолу. Наносим молниевую смолу. Наносим темную смолу. Наносим морозную смолу. Бросаем скальпель с кровотечением. Используем морозную ягоду для снижения характеристик врагу. Используем морозную ягоду для снижения характеристик врагу. Используем мед безумия. А затем этот у*** просто смывает все имеющиеся бафы, накладываемые последнюю вечность, и скорее всего тебя шутят. Лол. После чего ты загружаешься, обмазываешься теми же самыми усилениями и расстреливаешь ретарда из дробовика в упор, спами милые часики. Потому что сил на то, чтобы вмазаться третий раз, предвижу уже не будет. Это ваша магия, аж магия, древние не очень боги. Можешь сколько угодно считать огнестрел физическим уроном, но прохаванный игрок в РПГ знает, что на самом деле в руках у тебя находится волшебная палочка, заключающая в себя магию огня и металла. И поэтому нам стоит пересмотреть концепцию охотника и жертвы в нашем уравнении. Но да, мы слегка отошли от темы. Старый король. После победы над древним правителем, хозяйка лабиринта отдаст гриму должное. Как игрушка Мэри Сью, он действительно превзошел все возможные пределы. И даже чемпионы других богов, такие как Старый Король или Аватар Бафомет, для него являются всего лишь проходными боссами, которых можно заобузить стаком расходников из инвентаря. Более того, грим изначально является пришедшим извне, а потому может свободно перемещаться между измерениями и мирами. По всей видимости, местные жители не могут просто попасть в зазеркалье, провалившись в зеркало, или посетить рельеф, утопившись в океане. Агрим и все создания Мэри Сью могут, потому как феечка заранее планировала регулярную смену сцены, или же возможности для вторжения в другие миры. Этими мирами управляют повелителя. Великие, или же околобожественные сущности, питаемые энергией веры последователей, постепенно исчезающие при окончании своей паства. Для наглядности нам их даже покажут. Мэри Сью, как создательница предыдущей игры. Кути, как дочь Ктулхим. Белая корольчиха, нотка, какого хрена? То-то часы такие имбовые. Это вообще кто? Я этого персонажа со спины точно ни разу не видел. И если бы в файлы игры не полез, так бы никогда и не догадался. Алиса. Алиса. За соблюдением естественного порядка в мирах следит... Ползущий. Предположительно, именно это существо вырезало бармаглота из игры. И оно же вращает грима в циклах, на шестернях безумия. Не давая сделать шага влево или вправо. В случае появления ошибок в сценарии, ползущий приходит и вырывает из мира ко всем хренам поломанные скрипты. Вместе с теми, кому эти скрипты были привязаны. И у меня аж моделька персонажа от файлов игры отклеилась. Впрочем, до некоторых мест не дотягивает даже всеведущее око... Ползущего. Нет, я не могу его так называть, это несерьезно. Но в то же время, знаешь, я нихрена не понимаю, как внятно перевести эпическое Crawling One на русский язык. Чтобы оно звучало так же круто, как на инглише. Ползуны, ползунки, ползущий один, в конце концов. Поэтому давай для придания событиям больше лавкрафтианщины будем называть их... Безногим. И да, изображение тоже будет появляться при каждом произнесении. Потому что древние боги цензурят даже ткань мироздания. И если я случайно перепрограммирую твою печень на производство албанского ликера, я не при делах. Можешь не жаловаться потом антимонопольщикам. Каждый знал, на что шел и определенно подписал отказ от ответственности еще в самом начале видео. Просто не запомнил. Ибо... Такова воля древних. Суть в чем? Краулин Ван, или же Безногим, является не ползущим в единственном числе, а полноценной расой, основанной фанатами на творчестве Гуварда Лавкрафта. Древние люди были очень мудры, сжигая колдунов и ведьм. Ведь если просто бросить тело колдуна в лесу, то рано или поздно полоть и естество злого волшебника будет пожрано могильными червями. Вместе с телом черви поглощают магию, душу и амбиции убитого. А затем сворачиваются в человекоподобную массу, что внешне практически неотличимо от человека. Несмотря на то, что суть его все еще колония извивающихся и размножающихся для восполнения численности червей. Предполагается, что Безногим не может говорить. Однако вполне себе может использовать магию для имитации голоса. Или же писать сообщения на табличках. Обычно вся эта масса просто продолжает работать на космические силы, как делал и поглощенный колдун, черпавший магию именно из космоса. Однако при этом они становятся еще более одержимыми какой-либо идеей. Впрочем, существуют и определенного рода исключения. Все зависит именно от амбиции мертвого волшебника. Ну и надо понимать, что тело кадавра составляют тысячи личинок и червей. И каждая личинка в этом коконе индивидуальна, постоянно движется. И при этом, несмотря на это движение, общее скопище почему-то сохраняет облик человека. Из-за своей червивой натуры обычное оружие практически не наносит безногим урона. Кстати, ни на что не намекаю, но две чердачные лисы в некотором роде похожи на таких червей. По крайней мере, если притягивать за уши и писать текст здесь и сейчас, не имея представления, что там будет дальше. Впрочем, если знать, что будет дальше, то и описание обычных Краулинг Уан нам тоже не особо пригодится. Но мы-то не знаем. Или, по крайней мере, крайне талантливо делаем вид. Так вот, по поводу повелителей. Насколько бы клёвый парк развлечений они не выстраивали, но рано или поздно все сады начинают деградировать, а старые боги умирать. Для предотвращения регресса, самые воинственные додумались торгаться в чужие миры. И уже там устраивать геноцид местного населения во славу чего-то, наверняка необходимого всему мультиверсу. Вот только всеобщая тепловая смерть вселенной в их случае совсем не гипотеза. И бесконечные войны её лишь приближают. Боги забывают, что они отправляют тысячи душ в небытие. Но после концентрации слишком большого числа мертвецов в пустоте, неизбежен феномен, называемый пробуждением глупца. Что означает конец всего сущего истирания вселенной. Страх в жизни номер 221. Когда-нибудь собака проснётся. Я не хочу проходить лабиринт второй раз на Инглише, чтобы узнать, что именно было проебано в переводе этого монолога. Так что давай сделаем вид, что глупец это чисто внутрилорный момент. И совсем не отсылает нас к чему-нибудь... Чему-нибудь... Говард, рано. Рано, Говард. Представим, что глупец это сам игрок. Как мы, возможно, помним из какого-то там предыдущего куска текста, игрок здесь вполне себе элемент повествования. Причём погружённый в нарратив. Однако после слишком большого числа фрагов и смертей, ему может попросту надоесть весь этот движ. И он пробудится от унылого ритмического поглаживания RPG-мейкера. Я ископист, ты ископист, он ископист, мы ископист. Тем самым, после удаления папки с игрой жёсткого диска, вселенная будет стёрта. Чтобы в очередной раз зажечься искрой на соседнем компьютере, где уже очередной глупец попался в цикл поиска Алисы. Мейбл добавляет, что если не предотвратить последнюю войну, то всему конец. В шоколад перестанут добавлять орехи, вместо бумаги начнёшь использовать бересту, а вместо бересты дедушкин железный ковшик. Впрочем, Гримм это не просто болванчик с замакшенной атакой. Он точно такой же Демиург, как и все остальные. Однако, в отличие от Повелителей, ему каждый цикл процеживают память. Плюс, если Повелители используют энергию от веры и постепенного усваивания питательных элементов души, то Гримм ху**ает вообще новые завтраки. Находит душу самого отчаянного грешника, которым брезгует в том числе и умирающий от голода Повелителя, и разгрызает её, даже не надрезая. В перезапускающемся мире, его собственная душа почернела настолько, что он в принципе не способен что-либо создать. Но трон настолько чёрное, что не отпускает даже свет и подрезает бытовую технику в любом посещённом доме вне зависимости от присутствия хозяев. Так, это надо вырезать. Впрочем, концепция чистого разрушения не может становиться сильнее вечно. Рано или поздно, концентрация черноты станет настолько плотной, что Гримм попросту лопнет. И по словам Мэйбл, именно в этот момент нужно перенести души в отдельные сосуды, чтобы начать кайфовать собственным измерением. Перенести саму сущность автора и создателя в тело, которое могло бы влиять на окружающий мир не только посредством спама кнопки атаки. А до тех пор можно просто надеяться, что ничего плохого не произойдёт. Дотянул же он до текущего момента, первым уровнем и без снаряжения после очередной НГ++. Учитывая же, что даже древние боги не могут полноценно возрождаться, мы находим в уже перечисленных сущностях исключения и делаем вывод, что главный герой является не только Гриммом, Кэролом и Андерсоном, но ещё и Ктулху. И после очередного самоподрыва респавнится в череве своей дочери, а затем отправляется в поход по всему миру, чтобы зачать себя самого. То-то спустя десятки поколений общаться он умеет только точками над головой и надписями в диалоговом окне. И вообще весь серый какой-то-то подгнивший. Пожалуйста, не воспринимайте мои шизотеории серьёзно, если кто-то это делает. Подобные моменты нужны для подчёркивания абсурдности и того факта, что думать своей головой нужно даже в роликах никогда не ошибающихся блогеров, чьи слова всегда истина в крайней инстанции. Уже вижу, как скривилось лицо каждого присутствующего лороведа. Но скажу так, неопределённость и недосказанность даёт зрителю возможность дополнить сюжет собственными изысканиями. И потому всё перечисленное я задумывал по ходу повествования как один из ответов на сдащую перед нами загадку. Поверь мне, реальность всегда оказывается хуже, чем цельная картина у тебя в голове. А чернушные души, в первую очередь, это... эмпирический эксперимент, где предполагается, что заинтересованный игрок начнёт исследовать исходники, строить догадки, проводить параллели, искать Алису в том числе за пределами окушки РПГ-мейкера. И поэтому я знаю, чего по-настоящему не хватает нашему рассказу. Всё равно это видео будет тянуться примерно, блядь, до пробуждения Азатота. Поэтому давай я сейчас выключу все эти утрирования, додумки и предположения и дам тебе концентрат настоящего сюжета. А если точнее, ту жизненно необходимую часть лора, без которой любые дальнейшие изыскания будут иметь ещё меньше смысла, чем все озвученные гипотезам. Итак, космология Лавкрафта. Если кто не знает, то разработанная Говардом Лавкрафтом вселенная космических ужасов называется мифами Ктулху. При том, что сам Ктулху в ней далеко не самый сильный и даже далеко не самый главный персонаж. В принципе, вселенная Роулинг тоже формально называется вселенной Гарри Поттера, несмотря на предполагаемое наличие там нескольких магических государств. Так что можешь считать спящего осьминога эдаким мальчиком, живущим под океаном, куда его от социальных служб спрятали нерадивые родственники или, наверное, старшие боги. Но старшие боги это новый канон вселенной Дерретом и в чернушных душах он не учитывается. Стоит заметить, что сам Лавкрафт никогда не стремился добавлять своим пантеонам иерархичности. Все, кто у него являются богами, априори являются древними богами. И совершенно не важно, как он их называл сам в своих рассказах. О названии, между прочим, было достаточно. Древние, великие, древние, старшие боги, старые боги, боги седой старины, старейшие из богов, абсолютные боги, иные боги, боги земли, властители древности, великие старейшины, внешние боги, первоначальные боги, темные боги, забытые боги, боги пустыня, боги крема брюлей и милых розовых шариков, нижние боги, высшие боги, и все остальные боги из примечаний. Все они принадлежали к одному виду и никак не каталогизировались по какой-то там эфемерной силе или влиянию. А если и вели какие-то войны между собой, как в Хариптах Безумия, то там преимущественно участвовали их многочисленные слуги и культа. Однако, так оно осталось не навсегда. После смерти Лавкрафта, используя его черновики и множество писем, за дальнейшее развитие вселенной взялся его друг, Август Дерлет. Именно его руке принадлежит включение в пантеон старших богов, великих, древних и в принципе противостояние добра и зла где-то в далеком космосе. По крайней мере с закреплением на бумаге. Как я уже сказал, войны велись и раньше, еще во времена Лавкрафта. Просто для них было меньше контекста. В тот страшный день кто-то предложил переименовать мифы Ктулху в мифы Дерлета, тем самым отделяя старую вселенную от новой. И тем самым провозглашая рождение нового древнего бога. Так или иначе, но люди любят формализацию. И на аниме Charakter Fight есть целая статья, где описывается, как всевозможные йогсатоты чистят друг другу лица на потеху анимешникам. Какое вся эта информация имеет отношение к чернушным душам? Такое, что с текущего момента и по самый финал мы будем работать исключительно с лором Лавкрафта. И все вот эти надсущности являются не более чем одними из многочисленных представителей космического пантеона, которые в дальнейшем будут выступать в качестве неписей и таких же проходных боссов. Однако, минутка истории. Итак, Однажды был Азотот Богохульное, гниющее присутствие в центре бесконечно многомерного абсолютного хаоса. Слепой, слабоумный султан демонов Азотот, чье имя непроизносимо, ибо назвавших его ждет неминуемое безумие и погибель. Первичное зло, тошнотворное и ненасытное, и в бесконечной пустоте вокруг него вращаются агонизирующие в невыразимой боли отвергнутые древние. Сводящая с ума монотонная проклятая флейта разрывает пустоту холодного космоса. Дни, года, тысячелетия и миллиарды циклов до и после. Они будут слышать лишь этот приглушенный звук и бить выворачивающие их сущности наизнанку юридические барабаны. Вся живая вселенная является жалким атомом на теле первородного хаоса, и любая попытка осознать жалким сознанием эти масштабы столкнется с неминуемым погружением в бездну помешательства. Поэтому и мы не будем. Давай начнем сначала и без лишнего пафоса. Однажды был Азотот. Просто был. Представлял собой что-то вроде хаотической разумной черной дыры бесконечной во всех направлениях. Любил баеньки подобно многим своим потомкам, но еще больше любил быть космическим и непознаваемым. Как настоящий всемогущий творец, Азотот начал создавать всевозможные процессы мироздания, которые затем стали называться древними богами. Причем некоторые из которых в отдельных аспектах даже превосходили создателя. Азотот или вернее еще до начала процесса Азотот уснул, породив своим сном всю обитаемую нами вселенную. Глупо считать, что его сознание погрузилось куда-то внутрь себя и в жизни тех миллиардов звезд не участвует. Однако и грохнуть мультивселенской тяпкой по столу призывая других древних к ответу он себе позволить не может потому что не хочет первую очередь. Для этих целей у него есть неярла Татэ и мы к нему еще перейдем. За пределами созданной вселенной поселился Йоксатот тем самым став первым внешним богом и одновременно тем немногим что могло бы потеснить Азотота на почве всемогущества. Так как если остальная вселенная исчезнет одновременно с пробуждением султана демонов то Йоксатот будет все так же существовать за пределами космоса видя перед собой все пространство и время одновременно что помимо всеведения дает ему возможность по желанию влиять на любую из координат в принципе Йоксатот тоже представляет собой все в одном тот самый всеведующий и всезнающий всесильный всемужик способный создать камень который потом не сможет поднять а потом возьмет и поднимет его ибо могучий и непознаваемый внешний боги какой-нибудь Яхве из христианской религии к слову жил бы от него в соседней вневселенской квартире впрочем не спеши задаваться философскими вопросами что уже возникло раньше H2O или этот канал многие при анализе возможностей персонажей в магических сеттингах почему-то считают что предок всегда мощнее потомка но смотри вот это предок дальнобойного оружия а вот это его далекий потомок так что если кто-то захочет устроить срач по поводу уровня сил во вселенной мифов Ктулху в общем-то всегда пожалуйста но сравнение Йоксатото и Азатото именно в плане возможностей абсолютно некорректно шо твой неопознаваемая ху** шо эта неопознаваемая ху** а те люди которые могли бы дать конкретный ответ на поставленный вопрос после создания статьи на аниме пауэр левел вероятно взяли орбиту от этого самого бога идиота ввиду чего до ближайшего ребута вселенной собственной что приближается после рекомендаций в гугле в духе сможет ли Гоку победить Азатото жена Йоксатото Шупнигурат извращенная внешняя богиня плодородия жена на самом деле не только ему впрочем прежде чем мы вспомним контекст Лилии Брик в биографии Маяковского не приписывая человеческие морали и циклы размножения бесполым бесформенным межпространственным осьминогам большинство из них в принципе размножается делением и почкованием и уж точно никто из них не подавал документов ЗАГС на официальное подтверждение брака впрочем внешние боги потому и внешние что хотя и могут частью себя присутствовать во вселенной однако большая масса находится вне ее из чего мы переходим на чуть более низкую ступень в божественной иерархии Great Old Ones или же Великие Древние и я уже перебирал все возможные синонимы этого понятия как ни странно но в эту категорию входит большинство внешних богов но если внешний бог заочно считается древним то далеко не все древние могут быть внешними так как древние обитают именно в пределах вселенной а внешние могут обитать и там и там в принципе сюда относится большая часть известных широким массам космических сущностей Ктулху Хастур Ктила Ньярлатотеп Дагон какой-нибудь Бакрук Бокрук Многие из них воплощают концепции кто-то просто по приколу лобызает рыб называя себя правнуком аквамена а кто-то мирно спит на дне океана даже не на земле и знать не знает про всякие нехорошие штуки которые в это самое время совершаются на хребтах безумия его немы про Ньярлатотепа И наконец низшее звено в пантеоне представляет собой просто Great Ones Великие но в отличии от Great Old Ones не древние великие а просто великие те что по силам не достигают уровня древних а разумом далеко не всегда превосходят даже обычных людей и именно Great One являются повелителями в сеттинге Black Souls создавая сады в мире снов и ведя за них бесконечную борьбу друг с другом впрочем если по меркам Лавкрафта молодые великие являются всего лишь полубогами с ледской ментальностью то по меркам всех остальных религий боги они вполне себе полноценны и какой-нибудь греческий пантеон мог бы входить в категорию Great One полным составом вообще на английском термин звучит как Great One что тоже не переводится на русский внятым существительным Великий Великие если честно звучит как само название акселератов ясельной группе и хоть суть эта аналогия передает довольно точно давай сойдемся на том что я буду называть их и великими и повелителями и недобогами и теми всратыми чуваками из гипербореи смысл от этого не поменяется плюс исключительно по лору черных душ никто из этих недобожеств рецидивистов как вроде бы говорилось не способен к полностью оригинальному творению только изменять уже имеющиеся когда же в их поле зрения появляется настоящий творец они пытаются присвоить его себе попутно максимально очерняя душу мы кстати еще посмеемся с такой категоричности о неспособности к творчеству при этом что самое ироничное внешние боги защищают именно молодых великих в частности когда древние боги устраивают разборки между собой и в особенности такой защитой промышляет неярлатотеп ползучий хаос и оборотень с тысячью форм посланник и творение лично азотот и по некоторым сведениям часть его эго с которой тот воссоединится при пробуждении при этом в созданном писателем мире существуют различные измерения реальный мир мир за пределами вселенной где в частности перекатывается йокса тот и все внешние боги и представляющий собой предположительно белое пространство без ничего а также мир снов где на этот раз происходят все игровые события то что это мир снов не означает что все вокруг не является материальным скорее это некое неструктурированное измерение состоящее из самых причудливых форм невозможных в реальном мире у мира снов даже есть вполне себе конкретная карта и переходы между субизмерениями происходят посредством порталов а еще я хочу заметить и трижды подчеркнуть великие древние имеют на дримленд минимальное влияние только ньярлатотеп и его лунные мутанты представляют в мире снов хоть что-то потому что всем остальным великим древним и древним богам страна снов и даром не сдалась именно эту космологию пытается донести до грима мэйбл если грейтваны будут очень долго воевать в мире снов то рано или поздно количество задействованных душ бахнет так что папа азатот будет вынужден встать с кровати и закрутить сорванный кран не потому что он злой или добрый а просто потому что и по логике мэйбл предотвратить конец вселенной можно поумерив аппетиты повелителей однако всегда должен быть король лич и проблема в том что на доске задействованы не только обычные полубоги но и как минимум аватару шуб негурат грим лично прикончил в первой части мог прикончить в первой части а потом ребутнул весь мир и позволил древней богине его сломать ради своего освобождения для сдерживания толпы полудурков включая аватары придурковатых божеств мэйбл предлагает гриму самому возвыситься до уровня повелителя создать свой сад и содержать его так долго как он только сможет ведь будучи совершенным оружием некогда бывшим обычными людьми он способен отпинать в том числе иных старших божеств и что более важно в контексте наших рассуждений при всем своем всемогуществе великие преимущественно в принципе не способны в творческий процесс даже изменения и фанфикшен для некоторых представителей являются чем-то непостижимым именно поэтому на общее число грейтванов существует столь малое число повелителей и по этой же причине даже имеющиеся повелителя предпочитают воровать существ из садов своих сородичей нежели создавать что-то там самостоятельно а то и похищают из реального мира именитых писателей чтобы выстроить что-то по мотивам их произведений в этом плане мэри сью полностью погрузившись в творение выгодно отличалась от прочих великих в отличие от остальных она могла позволить себе кривые механики и бесплатные асеты однако в итоге пересобирая из них каждый раз что-то новое чего никогда не было в истории прототипа таких существ как например грим и она же в отличие от всех остальных могла позволить себе не доделывать отдельных актеров для своей сцены и выбросить несбалансированную принцессу шипов из своего сада вообще и как вообще-то заявляется автором способность творения делает Мэри Сью своеобразным уникумом вот только на практике как бы и нет ее обилка изменяет реальность одновременно доступна лишь ей одной и в то же время другие повелители тоже могут изменять страну снов по своему желанию возможно не так изящно но тем не менее не говоря уже о всевозможных аза йоксатотах которые за мгновение субъективного времени та чем-то могут еще одну вселенную отгрохать а не наяривать на единственный концепт ограничиваясь в своем творчестве одними только дверями ключами и отсылками которые граничат с плагиатом причем если у всех остальных это действительно всего лишь отсылки то у Мэйбл это самый настоящий плагиат но предположим перед нами действительно уникум а вот у остальных с созданием живых существ дело шло значительно труднее однако и полными бездарностями считать нельзя Прикетт создала себе парк развлечений со множеством интересных мест отсылающих нас на Алису в распоряжении нот есть целый пустынный город населенный ее потомками и только вот это не пойми со спины кто продолжает тратить души на оживление снеговиков причем безуспешно Мэйбл предлагает гриму именно это стать полноценным повелителем творцом одним из многих или же тем кто раскачается и возьмет под контроль своего сада весь мир снов однако как уже говорилось будучи абсолютным мечом и когда-то творческим человеком из-за своей черной души грим полностью не способен к созиданию черная душа может только разрушать и с одной стороны это тоже полезное свойство по крайней мере любой повелитель вполне себе захочет заиметь грима в слугах или любовниках но с другой одной лишь силы всегда будет недостаточно и если он всего лишь один раз проиграет то его попросту перепишут как это уже происходило в самом начале второй части как это уже происходило в самом начале первой части как это уже происходило неоднократно плюс в настоящий момент писатель противостоит уже не просто великим в чьей природе бесконечные сражения друг с другом а кому-то чуть более страшному ползущему а не так уж и много ползущих находятся в иерархии божеств старше чем преснопамятная шуб негурат однако на этот раз речь идет не о червивой подделке на обычного колдуна а о ползущем хаосе что носит имя ньярла татепа личного эмиссара азатота автор правда как по мне слегка переиграл самого себя в раскрытии мотивации персонажей наверное поэтому они такие непознаваемые и загадочные так что позднее вас ждут очередные бомбезные предположения от меня прямо противоречащие канону как мы помним лавкрафт называл великих древних самыми разными словами в том числе и старшими богами однако 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 в последующем с разделением мира на условные полярности другими авторами старшие боги стали чем-то что прямо противопоставляется хтонически злобным великим древним недобрыми но и неоднозначно злыми существами в отличие от их противников внешние боги при этом остаются ко всему этому движу совершенно безучастны так как подобные мелочи ни при каких обстоятельствах не смогут их коснуться разве что продолжают защищать грейт ванов по мере возможностям и уже не особо заботятся о грейт олд ванах и даже несмотря на то что старшие имеют личные счеты к тому же ньярла татепу у эго азатота подобных проблем нет старшие боги по новому канону какое-то время использовали великих древних как рабочую силу после чего последовало закономерное восстание в ходе которого древних побили тащим-то ногами еще сильнее и заточили в отдельных углах мироздания кого-то запаяли в землю кого-то утопили в океане кого-то оставили парить в бесконечной пустоте далекого космоса при том что по этому же лору война велась исключительно с наземными древними а далекие сверхкосмические сущности по этому же существуют однако в дальнейшем сюжете никакого участия не принимают ввиду чего если я когда-нибудь и кого-нибудь назову старшим богом в этом повествовании то это все относится к нашим любимым и сочным великим древним помимо прочего грим может попросить у мейбл показать свой чайный сервис называемый звездным небом к сожалению дорогой фарфор находится под замком так как звездный лорд знала куда и кому шла и все бы и закончилось невинной шуткой но грим домушник опытный и имеет при себе целый стак мастер ключей способных подстраиваться под любой замок это удивит мейбл кто бы мог подумать что ее концепция обернется против нее же но вот в чем самая шутка у нас есть неоткрываемый замок и у нас есть все открывающий ключ и они оба исходят из сил одного и того же древнего бога вот только в космологии древних всего один является и ключом и замком и дверью и да откроются врата завесы после пробуждения великого глупца возвращая первозданную пустоту ибо страж завесы между вселенными даст дорогу чему-то новому или иными словами перед нами находится йогса тот внешний бог вот этот возможно сильнейшее существо вне вселенной до точного уровня сил не определились да и не особо определялись даже сами авторы и оно же просто по фану собирает себе коллекцию из выброшенных чемпионов повелителей а также спивается развлекается игрой в загадке и демонстрацией гриму своего звездного неба охуеть отсыпьте мне того же что употребляет младший миадзаки этих психоделиков хватит чтобы увидеть йогса тота прямо в своей комнате продолжая тему древних богов многие лороведы черношных душ сходятся во мнении что Мэрисью является вот этим летающим зеленым помидором отзывающимся на имя либо Нак либо Еб почему Мэрисью зеленый помидор потому что у шуб негурат были дети а на одном из этажей лабиринта хаоса есть жутко обобщенное рваное послание неизвестно от чего лица написано о том что один близнец не хочет видеть второго и это вся информация своди как говорится ребенок ребенок близнец близнец а то что где-то по вселенной расселилось все остальное тысячное потомство черной козы задумываться не будем когда люди начали проводить полноценные аналогии с лавкрафтом на самом деле слишком большая часть смысловой нагрузки начала катиться по рельсам невероятных допущений прямяков беззубую и гладко выбритую пасть самого порочного размножения ты вот еще помнишь нод так вот кто-то на полном серьезе считает что милый белый кролик является крайне тонкой отсылкой на вот этого бородатого мужика носящего имя Ноденс хозяин великой бездны ограничивается только первым слогом имени ибо тогда это будет не так смешно вот только по своей предыстории Ноденс это что-то вроде кревина охотника из Человека-паука от мира оккультной мистики будучи не абы кем а вообще-то старшим богом имеющим терки с неярлатотепом и известным в том числе и как Нептун бороздящим ночное небо на своей ракушке Ноденс является охотником очень хорошим охотником и охотиться он предпочитает не на мутирующих подростков древних причем чем сильнее добыча тем слаще будет результат надо ли говорить что единственное что есть от посейдона в местном Ноденсе это возможность в одном из рутов увидеть ее в купальнике и ни в одном месте библиотеки грез даже не прибита хотя бы одна голова чудовища если конечно не считать того факта что полки со сказаниями кто-то изначально заполнил душами сильнейших монстров этого мира а уже затем Нод поручает Гриму сделать это еще раз охуэй осталось только придумать обоснования почему к этой самой полке не оказался прибит сам Ноденс после таудиенции с неярлой ибо это первое что сделал бы самый фанатичный защитник грейтванов окажись старший бог в его поле видимости наверно повелся на милые кроличьи ушки но не учел что во время их первой встречи Нод еще не была белым кроликом так как страны чудес тоже еще не существовало и поэтому он повелся на милые кроличьи ушки в суперпозиции справедливости ради собственный игровой лор и лор вселенной лавкрафта изысканно оттопырев мизинчик сношают прямо промеж реальности и сна не только великие древние но и в общем-то абсолютно все повелители сказочные создания и в частности сам автор чернушных душ и вопрос даже не в том какого дьявола это здесь шумиши почему всезнающее всеведующее всемогущее существо спивается вместе с гримом в заброшенной пивнухе хотя и это тоже предполагается что садами в мире снов должны править великие и только великие древние и внешние при всей своей необъятной крутости большого влияния на тех территориях не имеют ибо могут создать свой карманный мир снов вообще где угодно в том числе и в реальном мире как следствие только молодежь и развлекается экспроприацией чужого имущества с риском когда нибудь разбудить Азотота своими войнами а то есть только те кто недостаточно стар чтобы перестать играть в песочницы но в то же время достаточно силен чтобы не считаться смертными пусть бы и самыми могущественными вот только посмотри на это перечисление когда нам это все рассказывают Ноденс Прикет Ктила Алиса Мэри Сью Бармаглот и для завершения картины сама Мейбл так как лабиринт хаоса это тоже что-то вроде мини домена который правда никому нахрен не сдался и кто же из них самый обычный полубог правитель который и должен собирать из случайных ассетов сад а затем рубиться за него до самого своего исчезновения вот попробуй предположить сколько Грейт Ванов обычных великих среди перечисленных сущностей Одна Одна из семи названных Да и та посидевший Думгай обожравшийся успокоительного Или если мы все же откажемся признавать Мэри Сью летающим зеленым помидором то тогда две Впрочем даже Мэри Сью по некоторым приценкам является протетушкой Ктулху А Ктулху хотя и приглашался в страну чудес чаевничать с гримом и чье приглашение перехватила его дочь Ктила Однако Спящий является штукой ну чуть-чуть более высокого порядка чем все те кому нужно конфликтовать между собой ради эфемерного не пойми чего или какой-нибудь там веры К слову Ктила тоже достаточно древняя великая чтобы в поножовщине не участвовать Но видишь ли в чем юмор Она и не участвует Она пришла в страну чудес ради своего принца И все переделы зон влияний секретной принцессы до того самого места из которого в случае смерти должен заново вылезти ее отец Алиса в этой экспозиции является небольшим спойлером Но она тоже не Грейт Ван ни в одной из вариаций своей судьбы Бармаглот не спойлер Но название ее модельки в файлах игры лучше не читать К третьему DLC нас так или иначе ожидает софт редкон ее личности и предназначения И если сейчас ее желание заключается в окончании художественного института ради улучшения творческих навыков То впоследствии она слегка потеряется в своей роли Но и великой древней от того быть не перестанет С другой стороны одновременно с тем как Йокса Тот заявляет что вакансии правителя сада доступны исключительно молодняку Также он сам вводит грима по своему любимому лабиринту хаоса Каждый этаж которого состоит из двери и ключа А в контексте мира снов любой личный мир является именно садом Делая саму Мейбл очередным правителем Кто бы знал что совет не слушать никого ибо абсолютно все пи*** стоит воспринимать даже в отношении персонажей которые задумывались как раскрывающие предысторию этого мира Как жаль Как жаль А еще в лабиринте существует в некоторой степени босс Раш На тебя комната за комнатой Будут выкидывать всех имеющихся в этой локации боссов с копом А потом смотреть что у тебя из этого получится В механике ударяться не будем Ибо смысла в них объективно немного И в самом конце тебя будет ждать сама Мейбл Аватар Йокса Тота Содержащий жалкие крохи его сил И едва не разваливающийся даже так под собственной массой Если получится победить можешь попросить душ цветных душ или самую настоящую тайну И в последнем случае тебе выдадут тайны звездного неба Те самые Да-да-да Лучший шлем в игре между прочим Ибо необъятную мощь мультихода переоценить сложно Особенно когда 50% вероятность не срабатывает ни разу Из пяти Если бы эта штука еще и триггерила какие-нибудь дополнительные диалоги то носил бы не снимаем Возможно шелковая ткань и не выдержит удара палец Но зато после него череп сразу же зарастет Из-за силы необъятного воодушевления Так безумие и работает Затем Мейбл замолкает И нам остается только покорять бесконечный лабиринт Который не принесет уже ничего кроме морального разложения нашего неговорящего пероксида водорода Да и в целом В мире уже не осталось ничего неизученного Все знакомые грима мертвы вследствие самых брутальных причин Переходы в новую локацию либо отсутствуют как данность Либо заблокированы смертью персонажей Что ты узнал? Чего ты достиг? Стоила ли погоня за Алисой всего произошедшего? Ну не буду лукавить Глубина этой кроличьей норки впечатляет Далеко не каждый проктолог может извлечь застрявшую морковку И далеко не каждый фокусник нащупает в ней белого кролика Грим вот может одного нащупать но он кудесник хоть куда Да и в итоге окажется что в этой итерации Алиса путешествует с кроликом черным Который вообще-то мертв если верить могиле в заброшенной деревне Что это? Очередное преувеличение или грязные инсинуации толерантной части общества с целью настроить людей против Алисы можешь предполагать сам Технически настоящую Алису будь она загадочным повелителем или заложником у них на побегушках мы так и не встретили Как следствие я не могу утверждать ничего конкретного Однако Мэри Сью все это время была заперта в подвале замка Красной Королевы В таком случае кто же срежиссировал все происходящие события Ползунок Хм А еще вне зависимости от режиссера Рано или поздно Грим раскачается настолько что ни мир ни его тело уже не выдержит такого переизбытка статов Умирая он каждый раз получает черную душу которые так-то выпадают лишь из самых поехавших преступников Вот только если умирает он сам то откуда дробь Многоразовый террорист бессмертник настолько надбожественная сущность что способен при гибели залутать себя самого а затем сожрать этот кусок без соли становясь сильнее и вместе с тем все больше плывя рассудком как я например распытаюсь плести гандикап в сюжет Кажется мы опять отошли от темы В текущем цикле Алисы уже нет а все прочие мотиваторы Грима были истреблены им же по приколу и чтобы посмотреть что случится И вот очередная забавная история наша милая Прикет при попытке начать смертоубийство бросает Д6 по результатам которого получает в бою определенные бафы ничего приединиться что ее изрядно лаздлагает кстати картавость является на что-то там отсылкой но я забыл на что именно и не записал бля также может выпасть скорость урон удача в азартных играх и здоровый восьмичасовой сон с сохранением выходного пособия и ходят легенды что упоровшись в отрицательный рассудок и выбросив шестерку в этом бою можно увидеть истинную природу красного идола после чего она тебе просто ваншотнет и скажу честно я бросал кости полтора часа без перерыва можешь называть меня лудоманом неудачником можешь предполагать что я что-то сделал неправильно однако давай сойдемся на том что шестерки не существует как цифры результат я вытащил напрямую из файлов игры вот такое у нее будет лицо прежде чем она тебе ваншотнет сопутствующие диалоги даже не спрашивай потому что я их вытаскивать не умею после победы она кстати не умрет а просто исчезнет ибо повелители не умирают а отправляются к ближайшему костру на перегруппировку впрочем даже при этом ее ковенант продолжает действовать потому что Прикет это единственный персонаж который хочет тебе добра несмотря ни на что спасибо за внимание возвращаемся к нашей антиутопии в которой буквально не осталось ни одного разумного существа кроме грима да и он не особо самое время начать новый цикл новую игру плюс воспользовавшись знаниями из текущего прохождения для правильного порядка исследования локаций для этого подойди к белому кристаллу в библиотеке грез дабы восстановить течение судьбы впрочем и жить дальше в проклятом мире который сам и создал технически помешать никто не сможет в качестве альтернативы не знаю можешь игру по гайду пройти с первого раза что я тебе сделаю я всего лишь голос чувака из интернета здесь нам нужно будет выбрать кем же является твоя али алиссо алиссо макер Субтитры делал DimaTorzok И на этой ноте мы наконец-то переходим к разбору сюжета, а не в первой впечатлении от игры. Вот-вот перейдём. Ещё немного художественных отступлений и точно перейдём. Боже, как хорошо, что у меня между этими событиями был перерыв в несколько месяцев. А вот тебе сочувствую. При всех воспеваемых мною дифирамбах в адрес потрясающего мета-нарратива, сюжет в игре всё-таки слегка сломан. Предполагается, что ты, как и Гримм, открываешь глаза в новом мире, неминуемо ошибаешься, и, пользуясь полученным знанием, во втором прохождении делаешь лучше. Однако есть один такой небольшой нюанс. В новую игру можно перетащить всё снаряжение и статы. Исходя из чего, можно сделать два вывода. Либо Гримм здесь нихрена не миллионный цикл наворачивает, каждый раз теряя память, либо все предыдущие разы он сидел в этой самой яме, питаясь брошенной хавкой, до самого перезапуска мира. Решай сам, что тебе роднее и ближе. Ибо продажа всего инвентаря вендору с последующим скручиванием уровня до первого через Викторию, это даже звучит интересно. Ещё бы найти при этом способ обнулить статы, полученные от душ. Из-за таких рассуждений в один момент я подошёл к крайне опасной для себя мыслям. Мы вернулись в самое начало, в место, где ещё ничего не произошло. И будет ли повторение нашего даркфэнтезийного дня сурка аутентичным? Если в новую игру плюс двух ног ворвётся Архуэлян 1, звёздный разрушитель 999 уровня с 6000 физического урона в характеристиках, без учёта того, что в реалиях игры каждый его удар считается критом. А такого даже некоторые хайтир-боссы ваншотаются, что и говорить о стартовых кроликах. Да и напомню, первая часть душ была одним из таких циклов. Вторая часть представляет из себя новый цикличный круг. И видимо предполагается, что каждый из них, каждый раз из сотен итераций, грим начинает нулевым уровнем, с нулевыми знаниями о местности и даже безвкусной булочки в кармане. Потому что ничем иным обосновать то, что при переходе в новую игру плюс у нас забирают перк каннибализм, я не могу. Что эти выводы означали лично для меня? О-хо-хо, дружище, время пройти это дерьмо с самого начала нулевым билдом. Как насчёт ещё 40 минут прыжков с рампы? К счастью для себя, в какой-то момент этого блестящего во всех отношениях плана, я краем уха услышал, что выход на некоторые концовки доступен лишь после прохождения концовок предыдущих. До сих пор понятия не имею, как услышал и что это за концовка такая, при том, что мы тут вроде как всю игру разбираем. Однако и мой дальнейший маршрут перетерпел значительные изменения. И вместо начинания прям заново-заново, я решил в корне поменять свой билд, выкрутить сложность, а сверху заполировать всё кольцами греха, что суммарно снизит мои характеристики на 90%. Раз уж это рофло-сборка, а Алиса выбрана на роль дочери, в слоты доспехов был помещен костюм биошокового большого батя, альфа-образца. А в руки здоровенный, сука, якорь на миллиарды урона при любом касании. И совершенно другой вопрос, что причитающиеся с колец бонусы превратят грима в машину автоматической раздачи контратак. По крайней мере, как я надеялся, мой геймплей хоть немного поменяется, потому что в ябушный катани с пятью бонусными действиями это весило первые минут 40, а затем начинаешь проникаться отчаянной ненавистью к необходимости все эти пять действий прокликивать. При том, что враг, как правило, не вывозит даже одного. Хотя к тому моменту меня раздражало уже то, что в этой игре в принципе есть бои. Да, боёвка сделана клёво, и над некоторыми боссами даже можно подумать, но 250 этажей лабиринта не проходят для психики бесследно. Кружите меня, гандушки! Кружите! А теперь можно перейти и к очевидным изменениям в прохождении. Для начала самый первый босс, король белых кроликов. Изначально эту локацию можно было воспринимать как всего лишь отсылку на предыдущую часть, где кролики являлись объектом для фарма и только. Но теперь-то мы знаем, что символ кролика практически неотделим от творчества Кэрола. И так ли на самом деле банально это место? Ммм? Ну, один секретик здесь есть. И для его нахождения нужно сковать и прокачать до максимума клинок из души белого кролика. А затем с ним же выйти на бой против обладателя этой души. Вострый меч или клинок варпала, если тебе это о чём-то говорит. Чей владелец уже однажды срубил голову Бармаглоту. О, это же мой меч. Ты храбрый воин. Правда ли то, что злой дракон повержен? Но если это не так, позволь показать мой собственный стиль убийства злых драконов. Так долго, как ты сможешь выдержать. Воркалось. Хливки и шарики пырялись по нове. И хрюкотались зелюки, как мюмзики в мове. О, бойся, Бармаглота сын. Он так сверлеп и дик. А в глуши рымет из полинзал опасный брондашмык. Но взял я меч и взял я щит высоких полонду. В глущёбу путь его лежит под дерево тум-тум. Я встал под дерево и жду. И вдруг грахнул гроб. Летит ужасный Бармаглот и пылкает огнём. Раз-два, раз-два, горит рова. Взы-взы стрижает меч. Ува-ува и голова барабадает с плеч. О, светозарный мальчик мой, ты победил в бою. О, храброславленный герой, хвалу тебе пою. Воркался, хлифки и шарики пырялись по нове. И хрюкотались зелюки, как мюмзики в мове. Читаю одни и те же стихи по нескольку раз за один видос. Вот мы выпали из нарративного цикла и попали в цикл одних и тех же шуток. Что касается содержания, то на этот раз нам противостоял тот самый легендарный герой, что однажды уже поразил злого дракона откровенно отстойным мечом. Сравнительно, конечно. Однако вместо ожидаемого ухода на покой, вселенную Страны Чудес вновь ребутнули. Острый меч превратился в мем, а его владелец обречён быть вечным стартовым боссом. В то время как сам Кэрол бегает по своему уже вымышленному миру и забивает своих же созданий арматурой. Печальная реальность, такая печальная. Сразу же за первым боссом находится необходимая для истинной концовки красная шапочка. Как и раньше, поговорим с ней в отрицательном безумии и отправимся исследовать старый новый мир, где ещё никто не погиб. Хммм, совсем ведь никто не погиб. В том числе и те, кто в смертях виновны. А знаешь, что это значит? Ну, туда ему, в принципе, и дорога. Главное, не пытайся пырнуть Шерлока Холмса при первой встрече. А то молодой туманник исчезнет и начнёт активировать свои триггеры раньше положенного срока. А это, вообще-то, неприемлемо в формате нашего пацифист-рана. Пацифист-рана. Ну, во-первых, рана куда? А во-вторых, давай предположим вот такую вещь. Кибербуллинг всего мира с массовым доведением до раскомнадзора случится на десятом зажжённом факеле. И даже при самом неоптимальном маршруте Гримм способен ликвидировать источник морального разложения континента всего-то за семь факелов. Но что дальше-то? Нет, я, конечно, приберёг парочку сюжетных веток про персонажей, которые в предыдущем прохождении мы так и не встретили. Но в этом моменте заключён махонький такой нюанс. Ни одна разумная или неразумная тварь не знает, где находится Алиса. Да и будем прям совсем откровенны. Я к текущему моменту гигантически заебался заниматься перечислением. Так что давай сойдёмся на том, что даже несмотря на все усилия по спасению представителей фури-сообщества, этот мир наполняют одни только ретарды. Ох, у нас же открылись новые локации, жители которых были мертвы в предыдущей итерации. Например, поместье Герцогини, ранее опустевшее при её загадочной смерти. Если тебе будет интересно, стенам поместья нас сопроводит сам Сигвард из Катарина. Или же просто самый печальный персонаж этой игры по имени Тыквачувак. Призрак Хэллоуина бродит по стране чудес в поисках душ для своей бездонной жёнушки. И несмотря на относительную результативность, никак не может достичь необходимого результата. Во все встречи с ним он будет тем немногим, кому ничего не нужно от грима. Но кто, тем не менее, желает помочь самому Андеду? И даже отрицательное безумие не превращает тыква чувака в какую-нибудь пакость из фильма ужасов. Он остаётся собой. Хоть и впадает в вечный сон, из которого не сможет выбраться. Учитывая, что при этом, вероятно, мы видим именно реальный мир в отрицательном безумии, можешь считать, что пока грим путешествует в поисках ответов, какие-то мелкие волшебные чернорабочие перетаскивают по миру огородное пугало, которое, погрузившись в сказку, начинает говорить, а вынырнув из неё, вновь превращается в декорацию, почему-то способную сопеть во сне. И время от времени поё подкармливать свою жену. Да, у тыквы есть жена, отчего добился ты. А ещё у тыквы есть поместье. И, вероятно, титул герцога. Но да перейдём к герцогине. Старая Мегера ещё в оригинальной истории была персонажем сомнительным. Здесь же герцогиня – это воплощённый грех чревоугодия, поселивший в своём подвале километрового демона, который буквально еда для неё. Бесконечная еда. И каждый обитающий в нём монстр тоже еда. И даже бродящий здесь ещё один маньяк, в сущности, не более, чем еда для андеда. Все эти сокровища она поглощает 24 на 7, жалуясь только на острый недостаток перца, которым, к сведению, в средние века любили баловаться низшие слои аристократии, засыпая блюда с избытком пряностями, чтобы скрыть привкус испортившихся продуктов. Надо сказать, очень важное уточнение, учитывая, что в этом мире свежая еда отсутствует как данность. И очень характеризующая саму герцогиню, что, несмотря на свой титул, не то, что не следит за поместьем, не следит за мужем, а в принципе только командует и постоянно ест. Серьёзно, у неё в одной из боковых комнат сатанисты призывают пауков. Когда уже до этого места доберётся самая первенстанция? В прихожей поместье она встретит единственный на всю игру, то ли пяти, то ли семи фазовый босс. Спойлер из конца игры, на самом деле их таких двое. Дворецкий Арчибальд Холл, также известный как Рой Фонтейн. В принципе, даже скудная биографическая сводка из монолога босса весьма приукрашает реальную историю. В реальном мире Арчибальд Холл жил по принципу «устроился дворецким», «украл украшения», «выпил», «сел в тюрьму». Эдакая романтика на 50 лет бесконечных попыток стать самым лучшим дворецким Шотландия. И так бы и остался Холл настолько же безвестным вором-рецидивистом, если бы в свой полтинник не начал ещё и убивать людей. Причём справедливости ради, в итоговой статистике, на счету убийцы Батлера находилось больше преступников и его же собственных сообщников, нежели обычных людей. А потом он стал самым старым зэком с пожизненным заключением и умер. Из действительно интересного в поместье можно найти дверь, которая будет кормить тебе мясом при отрицательном рассудке. А также чуть глубже погружать разум в сказку. Таких мест по всему миру немало. Очень многие явления погружают грима глубже в безумие. Лунная обсерватория, скорее всего, из-за приближённости к звёздам, где спит Азотот. Комната Прикет, так как это, вероятно, сердце владений Красной Королевы. И из-за приближённости к другой части Азотота. И вот эта дверь. Наверное, потому что именно здесь находится лицо бесконечной еды из подвала. Или не лицо, принимая во внимание тот нелицеприятный факт, что у нас на этой стороне пункт выдачи пищи, а не её сдача. Эх, вкусно и фетишистам ещё и радостно. Ещё бы не задумываться, что это ещё один кусок Азотота там в подвале закопан. Навстречу с герцогиней нужно идти со своим перцем. Потому как иначе сразу же начнётся смертоубийство и поножовщина. Бабка с дедом опять степились перед завтраком. Каждый приём пищи одно и то же. Зато если перец принести, то вы сразу же станете лучшими друзьями. И возможно даже большим. Герцогиня раскрутит поросёнка, подкинет его в воздух, а потом без особой радости съест получившееся блюдо. Потому что слишком мало перца. А знаешь, что самое замечательное в этой сцене? Это была не свинья. В Стране Чудес в принципе нет свиней. Кроме вот этого глупого свина, который не понимает мечту девочки-зайки к бесконечному перезаполнению мира их общим потомством. И трёх поросят из лабиринта Хаоса. Но технически это уже не страна чудес. Впрочем, сам Гримс точно таким же удовольствием Хавой Труппы, как и герцогиня. Так что нашли друг друга два одиночества. Маргарита – тирольская личность историческая. Вошедшая в легенды и сказки своей страны ещё при жизни. Потому как смогла в чисто в религиозном обществе 14 века дать развод своему мужу, Йогану Генриху. И вышла замуж повторно за Людвига V. С одной стороны, ей удалось исполнить первый светский брак. А с другой, подобным прецедентом, не могли не воспользоваться сторонники духовных скреп. За что их обоих отлучили от церкви на ближайшие 10 лет. Но это уже не суть как важно. И если при жизни Маргарита считалась редкой красавицей, то после смерти политические противники данной барышни изображали примерно это. И во всех письменных источниках она известна не иначе, как Маргарита Маульташ – безобразная герцогиня. Само прозвище Маульташ – губастая, интерпретируется также по-разному. Начиная порочной хлебобулочницей и заканчивая отродьем сатаны гореть ей и всему её роду. Даже люди, которые спустя столетия писали биографию данной особы, нередко попадали под влияние стереотипа. При том, что современники считали Маргариту необычайно красивой, пусть и глуповатой. И тот факт, что Людвиг V, герцог Баварии, марграф Броденбурга, граф Тиролия из династии Виттельсбахов, старший сын императора Священной Римской империи Людвига IV, по некой причине всё же положил глаз на разведёнку. В то время, когда это считалось вообще-то одним из общественно порицаемых табу. Причём высшего уровня. Как мы можем судить по данной картине, Чешир была котёнком именно в семье герцогини. И вот совпадение в Алисе «Стране чудес» именно герцогине принадлежал чеширский кот. Однако здесь котёнок умер во младенчестве, успев разве что привязаться к Алисе. И это совершенно никак не связанные между собой факты, потому что иначе следственно-причинные связи начинают сношать сами себя, закоручиваясь спиралью Мёбиуса. Не меньше. А по «Стране чудес» нас направляет некрокод с весьма своеобразным чувством юмора. И только сама Маргарет питает кошке хоть какие-то положительные чувства, узнавая её запах от кольца даже спустя много лет после смерти. А кошечка в ответ гуляет сама по себе и любит исключительно белого кролика. Знает ли столь колоритная личность местонахождения Алисы? Нет. Она лишь даёт билет в Квинлэнд. Нет. Получается, знает? Офигеть. Ничего себе. Она лишь даёт билет в Квинлэнд, чтобы ты не дрался с кондуктором Хайном. Но, боже ты мой, была бы в этом ещё хоть какая-то необходимость. С другой стороны, из биографии герцогини можно сделать вывод, что тыква-чувак – это лично Йоганн Генрих, сын короля Чехии и маграф Моравии, который, в принципе, и знаменит-то только своим меметичным бракоразводным процессом и тем, что в своей жизни был женат на трёх разных Маргаритах и одной Елизавете. Почему именно он, а не вышеобозначенный Людвиг? Потому что при всей ламповости тыква-челла ему всячески предписываются черты верного мужа, которого в нужный момент не пускают домой. Так что к дьяволу этих женщин давай спиваться со своим настоящим бро в гигантской сука-тыкве. Вот уж кто знает толк в развлечениях, так это Игорь Юрьевич. Кто там ещё из этих ретардов выживает? Гусеница. Единственное свойство которой – скуриться вплоть до схождения с ума. Наркотики – это плохо детишке. И ни халявные левелапы, ни потенциальный чай на троих. Откровенно говоря, того не стоит. СНГС вам спасибо не скажет. Будете также лежать на кушетке в диспансере, прося санитара вас добить. А он наклонится поближе и страшно прошепчет. Нет. И то, если новичком окажется. Проработавшие там хотя бы месяц, скорее всего, выгорели и даже отвечать особо не будут. А уже там только и останется, что мутировать в свою реальную форму гига-гурен-гусеница. И перемещаться в направлении обитой волоком палаты. Или вот Грифон. Что при первой же возможности поднимет бунт против Червоной Королевы. А затем отправится пить чай со своей подругой на берегу океана. Ну что я могу сказать? Грим знатно отжарит этих цыпочек. При помощи заклинания пламя и не ощипывая. Вкус будет примерно как у паленой дубленки, но кто уж тебе злобный Буратино. Раз уж королеве не доложили о нормальных рыцарей, то по крайней мере клинок возмездия успел проникнуться к ней симпатии. Ибо чай предлагает каждая вторая, а три сотни раундов карты выдержит далеко не каждый лучший брон. Судьба старых товарищей Грима от птицы-синицы Джуб-Джуб независела. Как следствие, спасти он их не может. Подводная хищница Шивучи все еще является просто хищницей, что по приколу устроило геноцид мало в чем повинных устриц. За редким исключением. Ведь единственная оставшаяся устрица выдаст тебе стак зараженной рыбы и предложит ее раздать всем жителям поверхности, чтобы собственными руками превратить весь верхний мир в Петербург и от всей души над этим посмеяться. Подводная принцесса Кутя ко всем хренам смоет половину материка, чтобы все было как в сказке про русалочку, и сверху съест ту противную черепаху. И в принципе я бы мог заявить, что у нас еще со времен первой части выработанная методика общения с полурыбами, просто используя то, чего у нее нет. Ноги. И целься в голову. Жаль, но это уже никому не поможет. Также, судя по артам в файлах игры, тем самым я пропустил еще минимум два ивента. Ну давай сделаем вид, что так оно разработчикам и планировалось. Бармаглот рассылает всем своим знакомым снеговиков с милыми подписями, пожеланиями здоровья и всего самого хорошего. Кровавыми собственническими посланиями, предполагающими, что объект интереса трупного дракона будет по салушной марионетках в лапках зомби-ящера до самого конца своих тревожных дней. И так она подготовила уже целых четыре камеры для своих самых желанных кандидатов в игрушки. Для Брандашмыга, для Мэри Сью, для Алисы, для самого Грима. Но он уже откинулся с зоны, и едва ли сможет туда попасть повторно при всем на то желании. Вор в законе крышуемый новым хозяином этого мира, а не хрен собачий. В принципе, все это можно было бы узнать и раньше, будучи просто чуть более внимательным. Вот тут женщина вросла в дерево. Вот тут мудрое дерево в лесу, из которого растут подсолнуща. Мама любила путешествовать по миру и все такое. А еще ты узнаешь о том, что ни в коем случае не стоит начинать схватку с суккубом на высоком уровне сложности. Проиграть там, насколько я понял, невозможно. Но вот сложность скалирует цифры здоровья до астрономических значений. И вместо небольшого покраснения щечек, ты будешь думать только о том, что когда-нибудь эта война закончится. Отгремит сюрпанье из чашек, и над пулем боя останется только пар из давно остывшего чайника. Пока другой человек сражается ради удовольствия, ты будешь сражаться ради освобождения. И там, спустя часы вечной схватки за последний бублик в упаковке, в воздухе будет ощущаться этот ванильный запах. Запах победы. Или вот я представляю тебе без преувеличения самого, самого, самого я подчеркну глубокого персонажа этой игры. И в то время, пока все остальные бары не соревнуются в, так сказать, вместительности физических характеристик, мистер петух познал истинную суть вещей и максимально развился духовно. Кто понял мир, тот не спешит. А заветная мечта Кудахтера, его единственное желание, заключается... Примерно в том же, что и у меня, когда этот текст наконец закончится. Прорывы варпа этим. Кудахтер желает, чтобы его съели, так как это его единственное предназначение. И это не пропаганда каннибализма Роскомнадзора. Я имел в виду, чтобы вы съели этот вкуснейший контент и порадовались жизни где-то в процессе. При этом, напомню, выкрутив свое здравомыслие в ноль, говорящая курица превращается во вкуснейшую, уже проперченную курицу на тарелке. Которая каким-то неведомым образом путешествует по миру ради того, чтобы не пропадать добру. И скормится кому-то достаточно психопатичному. Достал нож, ешь. Вилку не бери, мы свою возьмем. Несмотря на все старания шеф-повара, Кудахтер так и не может найти свою судьбу. Хоть одного достаточно поехавшего представителя сказочного мира, который бы видел в нем еду, а не интересного собеседника. Но его не стали есть ни безумная герцогиня, ни повар в таверне, ни мясник на бойне, ни даже сам андет. А он так-то отдельные тела вместе с одеждой сгрызает. И доспехами. И со всем прочим содержимым, если ты это тело не заутал. Ну, разговарившись при очередной встрече, позитивный петух заявляет, что однажды хотел бы увидеть снег. И Гримм отводит его на реку Кэрол, где вечно идет снегопад. И там же говорит, что бездумный поиск смерти из простого предназначения – это неправильно. В мире всегда есть что-то, кроме саморазрушительных директив. Смысл, надежда, возможность. И самое поразительное здесь не то, что Гримм в действительности кому-то посочувствовал. Нет. То, что Кудахтер, несмотря на весь пройденный путь, после всего лишь короткого разговора, пренебрег своими интересами. Единственной мечтой и своим предназначением просто потому, что его новый друг сказал, что это неправильно. Затем он уходит. Но теперь это правильный путь. Путь к чему-то лучшему. Путь к поиску своего смысла жить, а не умирать. Именно так Гримм подружился с курочкой в панировке и перестал жрать после шести. А Кудахтера схарчили где-то за кадром, так как больше он нигде не появляется. И все это можно охарактеризовать однозначно. Бл***ть. И ни одно, буквально ни одно живое-неживое существо не может обойтись без эдакой искорки подставы, если не сказать грубее в своей истории. Единственными полностью позитивными персонажами является трио из Безумного Чаепития. Нимфоманка, таксикоманка и коматозница. Полностью зацикленные друг на друге и пьющие чай буквально и фигурально в месте, где они еще и не мешают окружающим. Но и то есть мнение, что я просто не выкупил какие-нибудь там отсылочки. И на самом деле, своими загадками, они, скажем, возносят хвалы Азатоту, а затем в ритуальной оргии пожирают трупы своих соперниц за сердце Гримма. Пш-пш. Говорит Тодонор из будущего. Да. Только все это время это был не Азатота. Пш-пш. Но как же Прикет? Как же Нот? Как же твой Бро-медведь из библиотеки? На самом деле, весь их положительный образ разбивается о знания природы повелителей. А также тот непримечательный факт, что отрицательный рассудок не караптит окружающий мир, а показывает его восприятие великих древних, а то есть условно таким, какой он есть. Заброшенные локации, полные насекомых, отсутствие свежей пищи на столах, отклеивающиеся атрибуты сказки, музыка больше не играет у тебя в голове. И все эти... люди... не совсем люди. Подводная принцесса именно что, осьминог. А остальные просто невнятные тени. Симбиоз чернейшей души и сил повелителя. Каждая из которых впадает в безумие каждый раз, когда врезается в противоречие с предписанной ей ролью. Но согласись, куда больше подозрений вызывает тот, кто в любом из восприятий остается прежним. Прикет точно такое же безлицее нечто, как и все остальные. И даже немного хуже. Но 32 просто провалившийся повелитель, от сада которого осталось одно огромное ничего. И сотни потомков, которых она настрогала за предыдущие циклы. Ведь как мы помним, повелители используют грима в первую очередь для размножения. И какие бы возвышенные слова она ни говорила в некоторых специфичных ситуациях, маршрута, к которым я тебе рассказывать не буду, она все еще остается очередным кукловодом, которого направляет кукловод побольше. К слову, как ты помнишь, библиотека собирается именно для нот. И ничего более фрустрирующего, чем необоснованная женитьба на кролике, вместо полноценной концовки, в моей жизни, пожалуй, еще не было. Ведь для этого придется отказаться от Алисы. Прохожу я, значит, весь мир. Гребенка я вычищаю всех безумных духов, худшихов, облизываю каждый сундук за водопадом и обнаруживаю, что в докраду мне дают 100 тысяч душ. Сумму, которую можно получить за 3 минуты фарма в самой первой локации. Или кольцо, которых у меня и так 3. Или полстака часов, которые стоят в 12 раз дешевле даже 100 тысяч душ. Мойбл обменивает свое звездное небо на одну отмычку и выглядит при этом куда более впечатляюще. После отказа от Алисы, нот подобрать о душевной отводит Грима за кулисы. Где оказывается, что практически каждый житель страны чудес является его собственным чудесным ребенком. Мдааа, как же похорошел ремейк Олдбоя примет Закем. В принципе, исходя из этой информации, выбор предыстории Алисы как дочери оказывается далеко не самый критичный грехнежицем. Ибо даже владыка небес и молний, будучи тем еще затейником, не заселял целый больший мир своими детьми. С продолжением заселения уже внуками. Хо-хо-хо, масштабы заговора внезапно приобрели размах и также внезапно сдулись. Потому что из всех приглашенных в мир повелителей, только нот как действительно качественный антивирус поимела от грима хоть какую-то выгоду. И вообще заспавнилась в хабе, а не на дне океана, куда еще нужно дойти. Ввиду чего нахлебать клонировальных аппаратов было несложно. Сложнее признать, что белый кролик почему-то высиживает яйца. Наверное, где-то в глубине души она еще и пасхальный кролик. Впрочем, если представить, что для драматичности картины все это потомство начало бы выпадать из повелительницы на живую, получился бы весьма своеобразный перформанс в духе обители зла. Кстати, пока мы думали, что играем в магическое дарк фэнтези, наличие искусственной утробы и появление сразу говорящих младенцев сразу в одежде, говорит нам о том, что это, вероятно, был мэджик-пранк. Хи-хи, ха-ха, весело же. Ну не научной же фантастикой называть весь этот пи***ц. На этой почве забавным выглядит пропущенный мною в предыдущем прохождении квест рыцаря-кролика. Решив искупить грехи своего отца, храбрый герой выступает в поход против кошмарных духов, золых драконов и безумных птиц, проголевших страну чудес одним своим присутствием. В ходе тяжелейших сваток, в каждой из которых жизнь от смерти отделял единственный удар, с последующей перезагрузкой, кролик избавляется от страшнейших угроз своему роду, а затем умирает от полученных ран в месте своей первой встречи с гримом, предварительно вручив ему в дар свой могучий меч, последнюю память, в честь их общего славного подвига. Спасибо, черный кролик Энаба. Как жаль, что мечей лунного света после лабиринта хаоса у меня теперь три, и твоя жертва стоила ровно ничего, так как все духи возродятся в следующем цикле. Но мне есть что еще сказать относительно этого квеста. Изначально в брифинге Нот называет бедствиями страны чудес не трех существ, а четырех. Помимо Бармаглота, Брандашмыга и Джуб-Джуб, которые точно не являются ее детьми, таковой должна была быть также Червонная Королева. И если знать дальнейший сюжет, то кажется, что Белая Крольчиха знает всю подноготную мира и не имеет никакого профита во лжи, по крайней мере в конкретном случае. Однако при этом же Ларина вот вообще никак не выделяется на фоне своих сестер. Не вытягивает из грима душу, не запирает его в камере, не помнит событий абсолютно всех предыдущих циклов, не строит подковерных интриг. Из чего я делаю вывод, что Миядзаки просто забыл, или забил, что он там понаписал от чего-то лица. Потому что продемонстрированная нам концовка Нот приблизительно прямо противоречит заявлению про четыре бедствия. Ларина точно такая же дочь грима и Нот. Разве что, видимо, не особо любимая. Раздражащая матушка натравливает на нее шизанувшегося батю. А для убийства всех остальных, повод он найдет сам. Я хочу сказать еще вот что. В Black Souls 2 просто есть тиший метанарратив, рассчитанный на то, что ты будешь трогать игру самостоятельно и без гайдов. Познавать игровой мир вместе с гримом, а то и отдельно от него, а затем потащишь эти знания за собой в новую игру плюс. Однако у такого подхода есть ряд проблем, которые весьма-весьма ломают способность игрока выйти на true ending. Если он хоть немного поломает просчитанный автором, сценарий поведения типичного игрока в чернодушии. Первонаперво, это попросту необъятнодушно. После облизывания всего игрового мира, спонтанно узнать, что его целиком нужно облизать еще раз. Только на этот раз одна из локаций не будет закрыта, и я смогу принести последнюю книгу в библиотеку. Да, перекачанный персонаж проходит весь этот путь часа за полтора. Но это те полтора часа, в которых ты не узнаешь ничего нового, а будешь уныло бегать по тем же самым локациям. Да и книг много. Вдруг, чисто в теории, при втором заходе я чисто случайно не доберу уже другую из них. Вот будет потеха-то, а? Но книжечки книжечками, они нужны для фан-сервиса, а не для сюжета. А вот истинная концовка и ее получение, это карнавал абсолютно случайных действий, которые еще и нигде в игре не прописаны. Взгляни на эту блок-схему. Она не имеет никакого отношения к нашим поискам. Триггеры все так же всраты, ибо не имеют никакой связи между собой. Нам нужно слепо тыкаться по всем возможным квестовым цепочкам в надежде на изменения. И я в принципе не уверен, что хоть кто-то обнаружил необходимую последовательность действий самостоятельно. Если ты да, избранный, отпишись. Мне очень интересно, что же вообще может натолкнуть здравомыслящего человека на именно такую последовательность действий. Главное авторское допущение при исследовании мира носит имя Красная Шапочка. Но давай по пунктам. Для начала нам нужно впервые обнаружить Красную Шапочку перед входом в Лютвидж. И поговорить с ней в десяти различных локациях. Как раз это не так уж сложно. Пусть и шорткатами пользоваться не рекомендуется. Иначе при пересечении более дальнего костра она не будет появляться на ближних. После десяти бесед в подземелье феи Алиф подарит тебе своё кольцо. Видимо, как-то догадавшись, что ты не просто собрал весь мусор в мире, но и начал раскладывать его обратно от нечего делать. И получить это кольцо нужно до взятия любой из концовок с фальшивыми Алисами. Задача уже весьма нетривиальная, особенно если забыть про Зазеркалья в принципе. Но я даже эту прогрессию себе начисто сломал. Подразумевается, что в самом первом прохождении ты неизбежно всё испортишь. Потому что не знаешь, что вообще происходит и кто виноват. Не знаешь, куда спидранишь, чтобы Страну Чудес не захлестнуло безумие. Не видишь всей карты локаций. Не понимая механику безумного рассудка от красной шапочки в её волчьей форме, неминуемо сбежишь. Однако я вот не сбежал. Потому что прыжки с рампы здорово прочищают голову от навеянного безумия. И сразу увидел то, что должен был увидеть только во втором прохождении. И поэтому, поговорив с шапкой, я ещё и начал баловаться с рассудком. И где-то попутно завершил все 10 с ней бесед. Получил кольцо в первом прохождении. И после этого уже не видел смысла повторять тот же самый алгоритм действий. Ибо зачем? Сюжетно он ни к чему не ведёт. В новой игре плюс кольцо пропадает. И зачем мне получать его снова? Мне и так хватает ловкости. Теперь эта характеристика в геймплее ни на что не влияет. Зачем в неё качаться? Тем более кольцом, которое добавляет фиксированные величины, а не процент. И в тот момент, когда всё закончилось ничем, я бы в жизни не догадался, что красная шапочка или лив служат триггером хоть для чего-то, кроме кринжовых ивентов в отеле. Из-за чего глупец едва не проснулся раньше времени. Ибо заставить себя облизывать весь мир третий раз было не так уж просто. Да, загадочные фразы предполагают, что кольцо фии тебе как-то поможет. Но как-то помочь может даже расходник, снимающий кровотечение. В игре, где кровотечение на тебя, по-моему, не вешает вообще никто. И даже если кольцо получено, я откровенно не знаю, каким нужно быть над мозгом, чтобы самостоятельно догадаться, как его следует применить. Причём не случайно кнопочки натыкать, а прям целенаправленно идти в этом направлении и делать вид, что ты знаешь, что ты делаешь. Готов? Готов? Нужно запустить новую игру плюс, выбрать не пропускать вступление, которое ты вообще-то видел. И на выборе, кто такая Алиса, нажать Escape. Escape, сука. Предварительно экипировав бесполезнейшее кольцо, конечно же. Ранее такая методика решения проблем применялась только в первой игре в бою с Брандашмык, пока он ещё был пафосным поехавшим динозавром, а не собакой немытой. Однако при этом, я почти уверен, что большинство игроков, включая меня, об этом так и не узнали. И вместо нажатия кнопки Escape просто закидали динозавра с татами, потому что у них за спиной вообще-то находилась локация для кача. Зачем изобретать велосипед, когда можно этого не делать? Из-за этой перемудрённости трещать по швам начинает не только доступ к настоящей концовке, но и погружение в игру. Первый цикл был проигран абсолютно из-за недостатка информации. И это нормально. Следовательно, пользуясь знанием, во втором прохождении ты попытаешься всех спасти. Хотя бы, чтобы посмотреть, что из этого получится. И именно здесь ты должен был обнаружить красную шапочку, которая толкает пока ещё не особо внятную дичь, с которой ты не вполне соглашаешься. Тебе предлагают считать всех безумцами и игнорировать чужие проблемы. Но вот же ты обкашливаешь вопросики и все по итогу счастливы. Мир играет всеми цветами радуги. Реколлекшн Рума заполняется быстрее, чем можно осознать. И тут внезапно узнаётся, что мудак в мире был далеко не один. Даже без птицы Джуб Джуб фури сообщества продолжают рубить друг друга и ехать крышей по самым различным причинам. И всеми твоими благими намерениями выложена дорога даже не в ад, а в никуда. К тому же самому исходу. Опять ничего не понял. Все вокруг мудаки. Стоишь на руинах в окружении клинических моральных уродов, которые даже без внешних стимулов продолжают бегать по полянке и самоупаться во славу Нерла Тетепа. Тебе всё ещё, возможно, хочется это исправить. Как картину в целом. Уже не частные случаи. Сейчас ты уже чётко осознаёшь, что жизни или смерти отдельных персонажей ни на что не влияют. Красная Шапочка, как твой гид к лучшему будущему, предлагает и вовсе вырезать всех, кто встанет у тебя на пути без всяких разговоров. Правда, из редких обмолвок также выяснится, что в отличие от Грима, она местных жителей понимать не способна, так как заранее припёрлась сюда с минусами в Мэтнессе. Для Грима же значение имеет только Алиса. И он здесь для её поисков, а не для того, чтобы разрешать межличностные конфликты фантастических тварей. Не считая защиты Лорины, конечно. Я не зря говорил, что если что-то случится с Червоной Королевой, то я сначала вырежу всех в этом мире, а затем буду прыгать с уступа, пока он не перезапустится. Надо ли говорить, что к Царе-Убийце я применял исключительно поджигание, предварительно скрутив показатель магической атаки в нуле. Прямо как тот поехавший мужик с ложкой. Только доты находят фиксированный врон и от статов не зависят. Это был самый медленный процесс казни, который я мог предложить. Непонятно, на что она рассчитывала, вступая в противостоянии с кадровым офицером, прошедшим горячие точки. Нет, нет, даже не так. Можно еще медленнее. Можно отпустить Грифона чаевничать вместе со своей любовницей-черепахой, а затем дать им жить в стадии раскаяния. В мире поголовной гомофобии, строящейся вокруг личности грима, где каждый дальнейший вдох до самого ребута будет у них ассоциироваться с опасностью и неминуемым возмездием. Не осуждай меня, я тебя не буду, скорее всего. Лично я такой, что еще бы и до географии королевства докопался. Вот смотри, у нас есть затерянное королевство, которое подрезали у Мэрисью, и центром его был священный лес, от которого мало что осталось после катаклизма. Однако ведь не все локации подверглись изменениям. Во-первых, часть декораций рейдерским захватом ухватила себе Мэйбл. И теперь эти дремучие поля просто по кайфу встречаются в четырех комнатах из десяти в ее любимом лабиринте. Еще шесть оставшихся это локации из Ред Райдинг Худ, тоже, кстати, практически неизмененные. Из чего можно сделать вывод, что Мэйбл творец большой буквы, чьим главным изобретением является дверь с телепортом, а также этаж с бухлишком, который, спойлер, скопирован из сада нот. Впрочем, даже это не так обидно, как целые боссы, которых она распихала по карманам, вообще никак не меняя их механики. Но о чем это я? Творения Лив полностью пошли по рукам. Большинство жителей Страны Чудес являются точно такими же болванчиками, как и сам Грим. Однако их всех обнулили, где-то дополнили, где-то сводили в парикмахерскую и выкинули в мир, даже не меняя прописанных реплик. Тут же батя девочки со спичками просит позаботиться об Эльме, слабо обращая внимание на то, что ты стоишь перед ним в ее же шмотках, а живой Эльмы в прежнем качестве. В этом мире никогда не существовало. Впрочем, одна из локаций сохраняется в том же виде. И учитывая число раз, когда я находил здесь дерево Тум-Тум, я бы предположил, что это самая устойчивая точка во всем мироздании Чернушных Душ. Ведь только во второй части оно встречается, прости меня, четыре раза в разных временных промежутках. И это я еще не добрался до DLC. Впрочем, учитывая, где именно оно находилось во времена Затерянного Королевства, не могу сказать, что дерево создавало Лив, потому что Страна Чудес присутствовала в первой части, до первой части. И там уже сама фея прикарманила целую локацию вместе со всеми ее обитателями. Скажу больше, при определенных обстоятельствах в первой части. Вот этот обезглавленный труп, на самом деле являющийся Бармаглотом, может начать читать проповеди о конце света и о том, что скоро в мир приползет безногим. И действительно приползет негодяй, будет стоять за краем карты в горделевой позе больного шизофрении с бредовыми идеями величия, а потом еще завалится в концовку с Бафомет и отожмет у Морисью весь мир в прямом эфире. Да, ты верно понимаешь. Ползучая масса приняла форму весьма конкретной личности. В то же время Брандашмык ненавязчиво намекала на то, что видела мертвое тело настоящая Алиса. Сенсей еще в первой части заявлял, что именно он убил Алису в библиотеке. А коллективный червивый разум образуется именно из тела съеденной червями ведьмы или колдуна. Миленькая, не правда ли? Осталось только узнать правдиво ли. Как именно? Гриму всего-то нужно вспомнить, кого именно он ищет. Дочь? Мать? Сестру? Или сантехника по кличке Марио Марио? Алиса? Кто она? Почему при якобы полном рассудке все вокруг приобретает такой сказочный вид, в то время как фотографии некой девушки выдавливают одержимого обратно в реальный мир? Почему в это же время аромат той же самой девушки позволяет обращаться к собственным, побежденным в предыдущей части сказкам, призывая тех себе на помощь? Дает сил идти дальше и небольшой буст к здоровью, а также сумонит безумных духов почти в каждой локации? Для того, чтобы вспомнить, кто ты и есть воин, нужно найти вот такие огоньки воспоминания по всему миру. И даже местонахождение каждого я напишу у тебя на экране в надежде, что список тебе никогда не понадобится. Если обобщить каждый фрагмент воспоминания, то история получается примерно следующая. Однажды в Англии девятнадцатого века поживал некий знаменитый писатель. Чтобы сохранить интригу, давай назовем его Доджсон. Доджсон. Доджсон целыл славным малым, увлекался искусством фотографий, любил проводить время в беседах с маленькими девочками и в принципе родил за родную литературу. В один из дней, как ведают аналы этого претензиозного фанфика, в сердце поэта родилось чувство более глубокое, нежели просто дружба к одной из его учениц. К Алисе. Алисе Лидл. Однако, из-за подозрений в чем-то нехорошем, отец девочки заблаговременно удалил сомнительного учителя подальше от своей дочери. Уволил, иными словами. Несмотря на расставание, Доджсон пронес любовь сквозь всю свою жизнь. И в один день ему пришло приглашение на именины той самой девочки Алисы. Мужчина надел свой лучший старый пиджак, привел себя в порядок и отправился на припозднившуюся встречу. Однако, то, что он там увидел, повергло писателя в шок. Молодость это качество, которое быстро проходит. И на месте прекрасной Алисы, светлого образа идола из его памяти, стояла обвисшая дряблая старуха, лишенная прежней невинности, прожившая целую жизнь, обзаведшаяся семьей и потерявшая свой прежний светлый образ. Бегущий по улицам Лондона Доджсон со слезами на глазах взмолился хоть какому-то богу. Взмолился о том, чтобы потерявший единственный свет мир исчез. Или сам Доджсон исчез из этого мира. И боги услышали. Спустя некоторое время старая женщина сидит у окна, очарованная звездами. Она прожила достойную жизнь. И буквально пару минут назад один из внуков покинул комнату. Даже ее суровый и не особо выделяющийся эмоциями муж Хатгрис бывало замечал в ночном небе нечто прекрасное. Однако что-то все же какая-то неприятная мысль засела в голове женщины после встречи с учителем. Возможно эта мысль прозвучала как желание или мольба. И боги на этот раз вероятно немного другие боги услышали. Тот что называет себя Кэролом проснулся среди руин в разрушенном бомбежками городе. Не понимая ничего вокруг он слонялся среди развалин пока его не нашла белокурая девочка в синем сарафане. И она же поломала концепцию следования за белым кроликом сама проведя своего спутника прочь из разрушенного города из страшного дымящего сериального мира в сладкую безмятежную сказку. Здесь стоит сделать небольшое отступление. Как мы уже знаем Грим далеко не всегда был заперт в бесконечных циклах страданий. Изначально он вместе с черным кроликом и любопытной лисой жил и защищал страну чудес оберегая этот рай на троих. Тогда Кэрол еще не был Гримом. Не был лучшим творением Мэри Сью. Потому что хотя именно она ответила на его мольбы. Однако во время изъятия души писателя ее успел перехватить другой великий. Предположительно из-за этого впервые проснувшись в мире снов Льюис оказался в разрушенном здании. Ведь Мэри совсем не желала отпускать одного из своих любимых писателей в нечистые руки конкурентов. И ради его защиты устроилась похитителем бой на несколько городских кварталов. И вовсе не важно чем там в итоге закончилось. Алиса оказалась чуть быстрее и вовремя вытащила учителя из зоны боевых действий. Лишь с обретением природы нежити Грим перестал быть способен на творение. До тех же пор он Алиса и черный кролик вполне успешно защищали свой рукотворный рай от любых внешних угроз. Даже однажды обезглавили самого откуда бы в мире мирной страны чудес взяться Бармаглоту который хочет стране чудес навредить. Как мы помним Грим имел потенциал стать повелителем но в тех стертых из памяти годах еще Кэрол неоднократно видел изменения миров и сам вероятно не был ограничен в творении. В то же время Алиса получила нечто большее чем простой потенциал. Предполагаю что именно она впервые создала фрагмент страны чудес куда в конечном итоге смог попасть ее учитель. А уже дальше после того как черный кролик сдал местоположение чудесатого сада сущностям поширче увядающих трупных драконов библиотека страны чудес осталась небольшой пристройкой к новым мирам. Мир созданный Мерисью Затерянное королевство Туда по традиции всех повелителей были затянуты соседние измерения Страна чудес где уже произошла трагедия Лис Красной Шапочки что могла как самостоятельно избавиться от предположительно еще одного слабенького повелителя решившего устроить из ее жизнеразвлекательную площадку так и быть изначальным творением Мерисью а также Дамен Бафомет и ее Черный Орден на территории этих локаций раз за разом воссоздавался сценарий борьбы совершенной нежити с демоническими принцессами а то и создательницей этого мира что тоже было просто фикцией так как освобождение от циклов не наступало тяночки не возвращались на поляну а грим был волен в любой момент начать новую игру плюс ранее я предполагал что это потому что он как минимум в сговоре с феей а как максимум ее идейный вдохновитель и что характерно под это предположение факты можно подводить до самого истинного финала разве что принимая во внимание тот факт что с миром Мерисью и грима произошла Бафомет Черная Коза Лесов начала разрушать ядро мира изнутри и благодаря этому извне прорвалось то что вероятно хотело ее оттуда вытащить а заодно и попользоваться ныне бесхозными территориями в то же время утверждается что богам нужны верующие однако на деле все известные повелители кроме второй красной королевы со временем забивают на верующих и выстраивают сценарий своего мира вокруг существа с максимально черной душой чемпионы если угодно это как если бы Яхве поставил себе цель сделать из Иисуса Антихриста а потом выкинул его в центр Европы спустя 20 веков после смерти своего шедевра зачем великим нужны черные души у своих сильнейших созданий о я провел целое исследование разобрал каждый диалог в переводе на английском языке на всякий случай на немецком посмотрел на рекламные скриншоты в оригинале красиво оформил литерацию моей борьбы на старославянский и пришел к переворачивающему все мироздание выводу чемпионы создаются ради лузов именно ради лузов грим стал лучшим творением Мэри Сью главным героем компьютерной игры который принципиально способен проиграть только в катсцене где-то за кадром именно так от уровня убийцы богов грим за одну закадровую сцену превращается в того кого сука убивает кролик с копьем который конечно милый но не убийственно милый но ненадолго возвращаясь к затерянному королевству это поможет в дальнейшем понимании Бафомет будучи повелителем запертым в мире своей дочери избрала весьма весьма своеобразный способ противодействовать ее начинаниям сколотила орден судей что должен был охотиться на грешников на грешников демонов преступников а также на единственного владельца по-настоящему черной души если бы тот согласно планам Мэри Сью поддался бы своим низменным желаниям если же нет то сама Бафомет выдавала Гриму задание по ликвидации сильнейших демонов затерянного королевства Пиноккио что будучи простым торговцем четко осознавал свою роль в грядущем спектакле могучего демона Леонардо способного сокрушить большую часть собранных под рукой Бафомет судей и черного кролика что однажды позавидовал чужим чувствам призвал в страну чудеса лишних богов а также своими руками убил настоящую Алису Лидл еще до появления затерянного королевства объективно бы уточнить зачем такие сложности однако именно эти события дестабилизировали созданный феей мир и у него попросту не осталось защитников которые могли бы выступить на стороне Лив в прямом противостоянии с матерью кроме самого Грима конечно который приговорил на совсем как минимум одного внешнего бога на пике своих сил вместе с Мересиум и в этот момент к остывающему телу по зову Гондора на помощь прибывает Алиса и мир начинается сначала и вот ты все это осознал так и не придя к каким бы то ни было результатам очередной тупик Алиса не Алиса мир не мир в этот момент начинаешь задумываться о том что выбор нот в водолазном костюме был не такой уж безнадежной идеей ты ведь собрал все воспоминания прослушал все диалоги по 10 раз и обмазался всеми возможными кольцами и даже этот этап мономифа видеотрансформации героя проходишь уже в десятый раз в кратком пересказе все указывает на иллюзорность мышка Соня рассказывает что миром управляют звезды но почему же никому не удается проснуться на самом деле все просто им всем недостает мотивация и только у Грима есть цель которую никак нельзя реализовать в пределах имеющихся на карте маршрутов то что должно толкать его на новые и новые исследования мира стало также причиной почему вестник апокалипсиса не может просто загнать всю снарягу вендору и спиваться до конца вселенной с ним же Алиса Грим должен найти Алису и на самом деле нет абсолютно никакого значения что в процессе случится со всеми остальными важна только Алиса и чтобы ее найти можно применять любые методы и алиса алиса МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 踩腳趾, 孩子打架才會 踩 bem努力 踩踩嗎? 踩踩踩? 踩踩踩踩? Продолжение следует... Эх, что это? Новая игра плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс? Так как события с Алисой опять пошли не по тому сценарию. А с какой именно Алисой? Кот чёрный, кот чёрный, собака проснулась. Это неучебная тревога, эта сутулая псина больше не спит. Чуть более реальный мир, чем предыдущий, в котором, однако, сохранилось всё снаряжение из мира якобы иллюзорного, встречает массой плоти на стенах полу и потолке. А также всеми теми персонажами, которых ты всё это время старался спасать, убить или же спаивать ромашковым чаем. И каждый по очереди высказывает гриму свои страхи, переживания, надежды, что хотя бы в следующем цикле этот кошмар наконец закончится. И вместо тела няшного трапика ящерицу наконец-то сделают полусыной женщиной. Обвинения в неспособности остановиться на единственном объекте интереса. Рассказывают об одиночестве, которое не перебивается краткими беседами о поиске Алисы. Совсем ничем не перебивается. Бросаются из крайности в крайность, моля закончить кошмар и прося не делать этого. Восклицают о неразрывности придуманных связей восковых фигурок, коими их всех воспринимает грим. Радуются бессмысленному бою и невозможности проснуться. Сожалеют о невозможности уснуть. Погружаются в паранойю, где весь мир желает тебе смерти. Выбирают смерть, чем жизнь в вечном рабстве. И даже тогда сохраняет тщетную надежду улететь прочь из этого бесконечного ужаса. Ну и да, герцогиня на этом фоне просто хочет пожрать. Причем не фигурально. Ой, подожди, слышишь этот звук? Очень большому сожалению для всех страдающих и угнетаемых марионеток ползущего. Они не Алиса. Гримм в ответ на мольбы. Прям как батя Кронос, но откровенно говоря, пил и ел такие разговоры на завтрак, обед и ужин. Жажмент Кат делает бррр. А сам Андетт упорно прорубается сквозь свой материнский капитал ради уклонения от алиментов. Случайных связей у него много. А Алиса всего одна. 4 мая 1852 года. День рождения Алисы Лидл. А также тот день спустя 70 лет. Когда Льюис Кэрролл был приглашен на ее именины. Осталось только понять, зачем она этой шифровкой исписала все стены в округе. Конечно, еще это пароль к архиву в файлах игры. С надписью «Секрет». Но давая его содержимое, ввиду частичной похабщины, действительно останется секретом. Причем не тем, которым обмазывают гримы местные полулюди во время брачного сезона. Здесь же можно будет увидеть, как выглядит библиотека грез в относительной реальности. Свою слезливую историю тебе попытается рассказать Нот. Но любого адекватного человека куда больше волнует, что эта сука сделала с братюней Мишкой. Что вообще за расовая ненависть к детским игрушкам? Есть ли символизм в том, что абсолютно везде разбросаны расчлененные плюшевые мишки? И самое главное, с чем я в итоге здесь торгую? Оно же даже не говорит и не двигается. Можно ли считать неспособность грима творить чудовищным преувеличением, если он прямо сейчас в прямом эфире материализует себе расходники и свободных душ? К слову, Нот тоже можешь отпиздить. Не знаю зачем, но... Было бы за что, отправил бы в соседнюю камеру к Бармаглоту до скончания времен. Запомни, именно с этой херней ты восстанавливал рассудок 999 раз. Впрочем, прорываясь через кладки и материумы, можно встретить и более сюрреалистичные штуки. Например, буквально в следующем коридоре на пути гримов станут сразу три погибели сказочной страны. Бармаглот, Бренда Шмык и Безумная Птица Джуб Джуб. Причем с таким опломбом будто бы их количество влияет хоть на что-то. Но, к счастью, тут на помощь гриму приходит Миранда, промазав по своему противнику атакой сзади. Все присутствующие начинают крутить друг другу дули и восклицать об обоюдной ничтожности. Однако шансы все еще далеки от равных, ведь их всего лишь трое. Но тут им на помощь приходит самосмерть в виде проводника Душхейна, промазав по своему противнику атакой спереди. Сука. С каждым сюжетным ходом все меньше удивляюсь тому, что руководство Черным Судом в итоге привело бы Фомет в могилу. Эти инвалиды даже банку консерв, наверное, предупреждают о своем прибытии еще от входа в квартиру. Вот же они лучшие воины человечества слева направо. В общем, выходит против него сразу три кошмарных духа. Погибели страны чудес. Хейнс с Мирандой воодушевляются силой дружбы, в то время как грим просто вынимает нож из ножен, а затем убирает его обратно. И под шторм, что и запроучинг, все три бранда что-то там развоплощаются на первичный бульон. Ну а что да, Катана Мейнер хуже рапериста. Сомневаться значит проиграть. А тут еще и единственный на всю вселенную ТТ достался именно гриму. Впрочем, кто бы мог подумать, проблемы на этом не заканчиваются. Совершенно внезапно оказывается, что безголовый дракон, которого все называют мудаком, оказывается мудаком. Не может такого быть. Ваншотнув своих тиммейтов, Бармаглот расскажет, что еще перед прибытием ползущего пригласила некую девочку в миры сказки, а затем начала планомерно промывать ей мозги. Что бы значит воспользоваться имеющейся у юной леди искрой творения и перерасти звание всего лишь повелителя. Стать творцом. А могла бы просто пингануть любого модератора в нас с дискордом. Кхм. Предположительно, таким образом Бармаглот что-то делала с Мэрисию, в то время, пока она еще была доброй и всепрощающей феей без социопатических замашек. Несмотря на то, что великие заявляются как те, кто не способен в творение, Мэрисию не вполне внезапно оказывается творцом. С уникальной способностью изменять что угодно. Это на самом деле забавно, учитывая, что предыдущие 30 часов нам залили примерно цистерну, недоваренные лапши про то, что великие как бы в принципе не могут в творение, но могут максимум в фанфике, а не во что-то оригинальное. И сама Мэрисию настолько же явно так и не показала ничего, кроме фанфиков. Но это уникальная обилка. А Шантран, Швинтербелл и первоначальная Страна Чудес, наверное, создались сами собой. И на самом деле, вот эта продемонстрированная нам сценка показывает, как выглядят сады других повелителей целиком. Ну. Впрочем, как будто бы в первый раз сюжету предают центробежное вращение на тентаклях Азотота. Бармаглот, проецируя через фею свои больные желания, тоже формально начала считать себя творцом. Для этого всего-то и нужно было превратить добрую наивную фею в то, что мы знаем сейчас. Пользуясь ее творческой жилкой, дракон возвысилась, но не придумала ничего лучше, чем очернение душ еще и поделкам лиф. Вот так и проявляется ограниченность фантазиям. Так или иначе, знакомься. Бармаглот. Дракон погибели. И первая по хронологии ласточка, убитого к хуйкам игрового баланса. Это коса Бармаглота. Сильнейшей абсолютной способностью разрушения души, позволяющей оторвать 10% здоровья врагу за одно применение. А это разрушение души у самого Бармаглота, отрывающая сразу сотню. Ибо хуй бы нет. Какая ерунда, что все остальные атаки не способны даже поцарапать моих тиммейтов. Даже моих тиммейтов. А конкретно это с гранта выключает одного из тройки, несмотря на все защитные бафы. В принципе, в этот момент Бармаглот сама расписалась в бланке отказа от ответственности за свою жизнь. Ведь технически, я тоже могу убивать боссов за один ход без всякой тактики. Сечешь? Возможно, выглядит это куда как менее брутально, чем ваншот с шансом 1 к 3. Но это если не представлять, как бы этот бой выглядел без изометрии. В моей голове истерично смеющийся андет с пистолетом, из которого как под Сандвистаном выпадают истерично смеющиеся теневые клоны, которые затем начинают шмалять и дублироваться, выглядели клево. Богу смерти и маньячке, разве что, наверное, было немного обидно. Учитывая, что Хейна шотнули на первом ходу, и мои сокомандники даже упомянули это в диалоге. Вот тебе и лучшие воины человечества. Надеюсь, упоминание было не совпадением. А это было совпадением. Спойлер, перепрошел эту сцену еще раз. Потому как иначе погружение у меня получилось самым полным. Главный вопрос, как известно, почему в бою со мной вот эта сука может впитать себя грузовой танкер, начиненный одним лишь тротилом. А в качестве союзника переезжается детским игрушечным камазиком в каждый момент времени. И дружка своего переезжает им же. Когда Миранда и Хейн уходят на задний план, я уже особенно не беспокоился. Значение имеет только Алиса. И две подделки будут только мешать ее поиску. В следующей же пещере обнаружится Красная Шапочка. В компании Мэрис Юм. И обе будут страстно желать вбить друг друга, будто бы у нас нет в это же самое время более актуальных проблем. И с одной стороны, дело-то безусловно хорошее и богоугодное. Мясо, кровь, кишки, погружение все дальше и дальше в эскапизм. Где весь свой счетчик грехов можно продолжать скидывать на фею. А с другой... Я не святой отшельник и в жизни романсил не одну только вайфу. Но если приходится делать вывод между своей любимой вайфой и любимой вайфой автора этой игры, то я лучше пойду найду Алису. Жаль, что в этот момент кнопочка Escape работать отказывается. И приходится мучительно долго выбирать. Ну, для вас мучительно долго, слушая весь этот монолог. В игре-то я сомневался примерно секунды три в лучшем случае. Почти в эпичной сцене Шапка умирает, отказываясь сражаться с тем, кого считала чем-то большим, чем другом. А Гримм находит свою настоящую Алису. Вы вместе с Лив проходите в зал с главным боссом, где безногим принявший образ Алисы прямо в лицо заявляет о своих нетрадиционных ценностях. А Мэри в испуге просит забить эту тварь железным ломом. Бой в принципе не представляет из себя ничего. Вы побеждаете. Начинаете дружиться. И на этой почве у Гримма окончательно едет крыша, превращая его в бездумного зомби, одержимого исключительно ромашковым чаем, каким он всегда, впрочем, и был. А в это же время, из других мерностей, за процессом продолжает наблюдать безногим, для которого эта возня всего лишь миг в его вечности. Именно так Мэри Сью, Высший Бог, Грейт Олд Ван, Существо Старше Солнечной Системы, Димиург, Создатель Мира, Самого Гримма, все творения, которые украдены Ньярлатотепом на пару с Йоксатотом, просто не заметила того, что она со своим мечом абсолютного разрушения заперта в очередной иллюзии. И это даже хуже, чем Сундук за водопадом. Судя по фидбэку под предыдущим роликом, я уверен, что сторонников у меня не найдется. Но я все равно хочу сказать свое слово в защиту феи. И по совместительству единственного персонажа женского пола во всем сюжете, который, по крайней мере, способен прямо сказать Гримму в лицо, что она его в очередной раз подъебывает. Симпатией. Конечно, Мэри Сью создала цикл мучений, в котором из раза в раз прогоняла свои даркфэнтезийные сценарии, превращая существование своих созданий в ад наяву. Подписала Гримма на тысячи лет, которые на самом деле не тысячи лет, а 63 цикла в стране чудес, в ее мире и того меньше, потому что ее создания не начали ехать головой хотя бы, в роли главного героя трагедии, да, договорить мысль, на миллионы смертей и миллиарды убийств. Но с другой стороны, она, по крайней мере, не спит с волком. Да и все устроенные разрушения вообще-то откатывались в изначальное состояние. А то есть жертв у любительницы триллера нет вообще. А значит, раз ничего не происходило, то и судить нужно по персоналиям, а не поступкам. Мотивам, а не тем, что там произошло или якобы могло произойти. И если судить чисто по намерениям, то это каннибал, воровка, маньячка, мигаломаньячка, маньячка-садистка, психопатка-любительница Фури, Жанна, святой рыцарь, Катрина, немного трусоватый священник, предположительный шизоид, переживший весь свой ковин-видьму и пытавшийся захватить власть. Но все же, предположим, Дороти, манипулятор, подбивший даже из могилы перебить всех остальных. Ну, парофлом. Допускаю, что что-то со мной определенно не так, учитывая весь составленный террорист Вайфа. И лицемерная маньячка, милая девочка. И Один просто хотел защитить Асгард, предложив Кратосу мирное решение. И поехавшая любительница фанфиков, тоже ни в чем не виновата. Ну, знаешь, нахер. Если бы вся эта конгломерация фурьёбов действительно хотела остановить даркфэнтезийный спектакль, они бы могли просто, даже не знаю, ничего не делать. Ну, то есть, вообще ничего. Ядро личности, уникальная обилка, изменяющая всё во вселенной, не изменяет. Потому что Гримм всё так же способен предпринимать самостоятельные решения, а не слепо отыгрывать сценарий. И почему он выставляется таким уж дохрена страдальцем, если чисто технически мог Вечность пить Эстус священным лесом? Вопрос хороший. Или, например, не знаю, не убивать собственноручно всех своих знакомых, просто потому что говорящая кукла из библиотеки попросила налутать ей книжек на распродаже. Все проблемы Гримма, да и не только Гримма, а большинства жителей Страны Чудес и Затерянного Королевства, исходят из их собственных решений. Лив, даже в режиссуре этого пиздеца особо напрягаться не нужно. Просто ходить за главным героем и наблюдать за бегающими по полянке студентиками. И даже если счесть мои выводы в предыдущем обзоре ошибочными, про то, что Затерянное Королевство создал сам Гримм для собственного удовольствия, я всё ещё не могу осознать предпосылок для прям ненависти к фее. Смотри, какой мем нашёл, господи. Что шапка, что гримм продолжают собственными руками зачищать целые миры ради эгоистичного желания из них выбраться. Скажешь, что к тому их толкают режиссёры с целью очернить душу? А вот если я однажды также начну оправдываться за прикарманенную в магазине ряженку, то меня увезут в ближайший вытрезвитель. Под лежачий камень вода не течёт, и чтобы остаться чистым перед законом, как правило, достаточно ничего не делать. И гибель спутниц Гримма, как и всех его детей в предыдущем коридоре, это следствие его собственного решения, а не вина Мэрисию или какого-нибудь там Йоксатота. В конце концов, в отличие от всех остальных сказочных уродов, Лив хотя бы полноценно настоящая, и предельно честна в своих мотивах ловить лозы от театральных постановок. Впрочем, с этой точки зрения, смертельная двоечка в нос является гениальным драматургическим ходом, ибо нет повести печальнее на свете, чем повесть о Лив и скриптах, не позволяющих выйти на осмысленную концовку в случае выбора фея. Тут, игравший в игру, может обратить моё внимание на такую штуку. Если выбрать красную шапочку, то Лив в истерике утверждает, что наложила на саму сущность Гримма проклятие, и теперь каждая любимая им девушка умрёт, что в сущности противоречит всем ложным концовкам первой части, если не надевать кольцо феи, а то есть проклятие буквально бога не работает в его собственном домине, пока того не захочет сам проклинаемый. Ну разве это не мило? И по аналогичному проклятию, красная шапочка безальтернативно умрёт в двадцатник. Как страшно и ужасно, правда? Если, конечно, начать по привычке использовать физический урон вместо дипломатии. И, например, вот в этот самый момент не попытаться сказать что-то вроде «Пожалуйста, продли срок жизни до тридцатника, а мы в ответ поставим спектакль осада трои, и вернём твоё правое полушарие обратно в голову, вместе с обилкой всё изменять». И безногим червей с седалища на червей глаз натянем. Втроём. Ибо у нас тут локальный апокалипсис, и для победы, ну, было бы неплохо задействовать все имеющиеся силы. И я почти уверен, что это бы сработало. Хотя бы потому, что претензии к ползущему есть у всех троих. И едва ли не побольше, чем друг другу. А ещё можно учитывать, что все трое могут свободно перемещаться между мирами. И после продления жизни можно было бы... просто вывалиться в направлении вселенной Фиренхангера, чтобы ни одна шизанутая фея не осмелилась за тобой последовать. Вуаля, проблема решена и без жертв, и без моего возмущения. Вроде как в третьей части Black Souls главным героем планируется именно Красная Шапочка. Так что не удивлюсь, если проклятие неименуемой смерти тоже срабатывает исключительно на абузерах весьма специфичных колец. Возможностям зарезистить смерть тоже заранее удивляться не буду. Наверное, дело в том, что Лиф изменил предельный срок жизни Шапочки, но забыл отключить респаун у ближайшего зеркала. Так и живём. Программисты хуже. Впрочем, может быть в этом и проблема? Что же там за мотивы такие убезногим? Раз не способные его победить повелители, даже перед лицом новых тысячелетий тюрьмы продолжают рвать друг друга на части. Что же это за коллаборация червита в конечном итоге такая, что способна попускать даже неполноценных демиургов? Как мы помним, матерью Морисию себя называла Бафомет. И она же в итоге оказалась Шуп-Негурат. Или же какой-то там Козой Лесов с десятитысячным потомством. В свою очередь мужем Козы Лесов является Йоксатот. Древний бог, обитающий вне нашего мира, вне пространства и времени. Выглядит, кстати, как бесформенная масса щупа, леспарящая в пустоте за пределами витаемой вселенной. Но, как мы знаем, Йоксатот уже принял облик девочки-алкоголички. В то же время ползущий представлен именно как предполагаемый новый муж, Бафомет, которым, не буду ходить вокруг да около, оказывается, не Орлатотеп. Уж не знаю, насколько корректно сравнивать одержимые трупы колдунов с процессом мироздания, в самом натуральном смысле олицетворяющем страх на метафизическом уровне. Однако, определенная схожесть в их образах есть. И на этой почве я могу утверждать, что весь лор чернушных душ – это семейная драма Мэри Сью и ее авторитарных родителей. В конце концов, вот это черный Козел Лесов с тысячным потомством. И где остальные 999 детей? Вопрос без ответа. Исходя из этого, перед нами предстает не зло воплоти, а скорее обиженный и отчасти социапатичный ребенок, вынужденный с раннего детства конкурировать с матерью за территорию. Ибо такова уж сущность этих созданий – чернуха душных повелителей. И та же Нот с улыбкой отправляет своих детей в расход, чтобы в итоге это еще на пару пикселей очернило грима и приблизило его к спасению. При том, что она переиграла остальных повелителей, заперла собственную мать в Пентаграмме, когда та все же просочилась в Затерянное Королевство, создала себе лучшего мальчика. В конечном итоге детища Мэрисию оказалось присвоено безногим. Причем не потому, что он или оно такое могучее или хитрое, а потому что грим предварительно переломал Затерянное Королевство изнутри и все равно продолжил бесодебить. На этом фоне Лив нужна самая банальная работа с психологом, а не эти ваши живительные пиздки. Пиздки, конечно, тоже средство дива какое эффективное, не спорю. Однако преимущественно порождают больше травм, чем исцеляют. И как жаль, что в этих ваших сказках купирование и лечение психиатрических проблем является тем, что начисто убивает персонажей. Потому что без гиперболизированной черты характера личность любого героя Сёнона обычно сразу же сыпется, обращая его в невнятную аморфную массу с уникальным дизайном. В лучшем случае. А грим, в принципе, кроме слова Алиса и собственного имени, мало что способен выговорить. Не говоря уже о полной неспособности решать проблемы, которые выходят за рамки этих двух строчек. Черная душа Хренли. Густо мажу себе брови таким божественным пролюбом межличностного конфликта. К сожалению, не помогает, и волосы продолжают выпадать со скоростью развития этой сюжетной арки. Все заразы два приема. Я бы сказал, что Красная Шапочка и Мэри Сью являются двумя гранями маниакально-депрессивного психоза. Агрессивные навязчивые идеи против точно такой же психопатки, но проходящей через апатично-депрессивную фазу. Но одна удостаивается физического урона, ёпта, а выбор второй ведет к хорошей концовке. Из чего делаем вывод, который дети нужно запомнить. Хроническая депрессия полезнее для здоровья, нежели гиперактивный авантюризм и деловитость. Инициатива сношает инициаторы, иногда буквально, иногда критами. А еще есть риск закопаться в свое творчество, не регистрируя авторское право. А затем внутренние демоны как возьмут, как отклеятся от страниц уже не твоей истории, как пойдут бить нового издателя за убитую франшизу. И тебя самого по дороге шапками закидают. При том, что Гримм это единственное существо во всей вселенной, кому слабо настроенная на эмпатию психопатка относилась без явной неприязни. Просто хочет превратить его в жизнь в репетитивное бесконечное мучение, ну, главное, чтобы вместе. Кто когда-нибудь был женат, таким вещам не удивляется. И в то же время меня искренне забавляет, что Красная Шапочка является большей Мерисью, чем персонаж, буквально носящий имя Мерисью. Если создатель мира на раз-два повелся на обманку ползущего, то Красно-Шапочная кинула Гримма перед собой как приманку, посидела за соседним кустом все то время, пока Гримм обжимался с очередной иллюзией. И только когда он сам начал смутно догадываться о том, что у нормального человека плечо не может подняться на 20 сантиметров, в то время как ладошки остались статично, Джейсон тот подкрадывается к милующимся сзади и проводит эпический бэкстап. Что и говорить, фея, по крайней мере, вступала в бой плечом к плечу, а не кемперила под кроватью, изобретая в себе нездоровые предпочтения. Выходит в этом и провал ее стратегии. В том, что Мерисью якобы главная злодейка. А красный плащ – любимая девочка самого автора. И кто я такой, чтобы переписывать скрипты и менять модельки? Правильно, у меня нет с этим никаких проблем. Опять же, допускаю, что я уделяю этому моменту слишком много внимания. Но, как говорил все тот же гниющий мудрец, сначала добейся, критикуешь – предлагай. Смотри, чтобы у меня не было повода ныть о незначительности роли феи, при условии, что остальные персонажи сливаются точно так же, если не хуже. Можно было просто изменить концовку Мери вот в какую сторону. Гримм и Лив вместе побеждают безногим. Он все так же не победился, а укатился на задний план. Однако, вместо, безусловно, интересного изображения многомерности предположительного Ньярла Татепа, на том самом месте победы над боссом, Мери мило улыбается своему чемпиону, нежно обнимает его за плечи и ласково шепчет на ушко «Я опять тебя надурила, дуралей!» и бах его пальцем в ребро. Просыпается Андет первым уровнем без каких-либо расходников около священного дерева на поляне. Кровавая надпись под ногами складывается в фразу «Лол, нафармишь еще раз». Вокруг пустота. И даже призрак Алисы появляться отказывается. Нарастающий гул сводит с ума. Неожиданно раздавшийся голос феи пытается дать тебе брифинг на только что придуманный ею сценарий. Однако не успевает закончить. Фраза оборвается в середине. Черви пожирают землю под ногами. Мир еще раз перезапускается. Ты в комнате страха по колено в крови. Никакой феи никогда не было. Куда пропала Алиса? Все еще предельно всрата, однако такую самонадеянность феи я хотя бы смог бы простить. Так как в таком финале Мэри по крайней мере следовала бы своим персоналиям, за которые автор призывает ее ненавидеть. Впрочем, о чем это я? Ведь тогда бы у нас не появилась новая всратенькая сценка в реколекшн руме. Эх. Иногда я всерьез забываю во что именно я играю. Нет, ладно, еще лучше. Я придумал, как оправдать альтернативную концовку. Единственная мотивация не игрока Агрима – это Алиса. Ради Алисы он однажды уже ёпнул целый мир. Ради Алисы он десятки раз вырезал второй мир. И сейчас подводит к краху целую вселенную тоже ради Алисы. И тогда как союз с красной шапочкой можно рассматривать как дружбу с привилегиями, то Лив явно претендует именно на любовный интерес. Начисто ломая изначальную мотивацию, трижды проклятого духа первозданного разрушения. Отказавшись от Алисы, Грим отказывается от какой-либо причины искать ответы, искать хоть что-нибудь. И подобно дефолтному избранному Андеду, умирает изнутри, теряет какую-либо мотивацию к жизни и проломом четвёртой стены. В то время как пятью минутами ранее уже выбирался из двухмерного пространства в трёхмерное на одной лишь своей бесконечной жажде Алисы и ещё большего ненормированного насилия. Субтитры создавал DimaTorzok В качестве альтернативы при выборе красной шапочки Лив получает в нос и после этого уже не встаёт, так как теперь она наверняка мертва. Дуэт макарушников продвигается вглубь пещеры и шапочка вроде бы даже говорит правильные слова. Тот, кто создал меня, не мать и не безумный бог, а ты, Грим. Как говорится, жаль, что даже красная набивается в духовные дочери. И теперь Грима окружают исключительно голодные родственники, совместные трапезы с которыми находятся под моральным запретом во всех странах мира. Но из них всех значение имеет только Алиса. В это время из ближайшего куста появляется настоящий хохаль блондинки, и вы втроём, прямо как в биографии Маяковского, в припрыжку отправляетесь бить морду предположительному ползущему хаосу. Древний бог же в ответ собирается в мегазорда на манер крайне сратых могучих рейнджеров. И если первая фаза являлась терпимым, пусть и слегка сюрным противостоянием, то во второй масса плоти наносит удар, выбивающий всю тройку героев за раз. Грима сносит органической волной, и он на мгновение теряет ориентацию в пространстве, чтобы спустя пару секунд открыть глаза в своей розовой мечте. Вокруг него Алиса. Сзади Алиса. Слева Алиса. Справа Алиса. Я Алиса. Ты Алиса. Мир из Алиса. Что надо сказать, характеризует сущность безногим, как Ньярла Татепа, чуть лучше, чем можно представить на первый взгляд. Если обычные черви способны пожрать труб колдуна ради того, чтобы принять его облик, то оборотень с тысячью форм способен поглощать и уподобляться целым мирам, формировать из себя планеты, состоящие из одних только Алис. И это же означает, что Грим парень удалой и своими шаловливыми губками вдоволь испил чай с каждым членом отдельной семьи повелителей. С матерью, с дочерью, а затем еще и с отчимом накидался вульгарно из одной кружки прямо в прихожей. И это мы еще до третьего DLC, так сказать, не дошли. В процессе не забыл с каждым сцепиться по пьяни и вынести из дома всю блестящую фурнитуру. Лишний раз подчеркиваю образ неблагополучного зятя. Впрочем, учитывая, что отчиму так понравились соленые огурчики, что он снова и снова принимает различные облики, чтобы вернуть свою единственную любовь в семью, не могу сказать, что Грим показал себя плохим. Скорее, даже слишком хорошо, раз в честь произошедшего, его сделали шеф-поваром в полностью ракотворном мире. Газьевон должен был раз за разом превознимогать свою тягу к шампиньонам ради поиска Алисы. Осталось только первого батю на венцо приманить для полной коллекции. Ах да. Лично для меня произошедший ваншот означал, что можно уже наконец снять с себя кольца греха и явить миру свою абсолютную форму. А затем застрелить массу плоти из пистолета через часы и безумие. Магия, огнестрелы и восставление хастура как всегда работает без осечек. Если, по крайней мере, проводить все необходимые ритуалы. И вот зло повершено. Мир начинает разрушаться. Гримм и его друзья Ксенаиба срываются с места в надежде найти спасение. Однако обломок потолка разделяет их. Шапка требует бросить ее. Так как они спора точно найдут другой выход. А там возможно еще и новый дом. Ищет солевую жизнь без изврата в балахоне. Но я в общем-то и дам. Удачи, хорошего настроения, денег побольше. Когда будете засыпать в следующий раз, привязывайте себя гирями к кровати. Чтобы не оказаться вновь в такой же ситуации. Лунатизм излечим, но не в вашем случае. В следующем коридоре Андетт попадает в белое пространство, где слышен плач девочки. Алисы Лидл. Настоящая Алиса. Заснувшая в своем доме и каким-то образом оказавшаяся здесь. Ну, наконец-то, скажем мы. И из грима выпадет часть души предположительно Кэролла, утешит Алису и уйдет с ней в их общую страну чудес, оставив грима и еще 113 кусков его души в состоянии безмолвного ахта от того, что так можно было. Вот же паскуда я такая, и ради этого я 30 часов облизывал твою вселенную. А на том конце белого коридора грима ожидает реальный мир. Его собственная квартира в средине оживленного города. Правда, и сам грим не тот, что прежде. А слабший писатель не может даже спринтить, не говоря уже об интеракциях или открытии инвентаря. И, конечно, хороший вопрос, почему происходящее не может быть продолжением иллюзии, при условии, что эмиссар Азотото все еще жив. Тут вижу, по улице ползет мой приятель Нобуба. Говорит грим, я волка не чувствую. Ай-яй-яй, Нобуба, у тебя его нет. По выходу на улицу грим обнаруживает красную шапочку. Она тоже смогла выбраться из садов повелителей. Окровавленная девушка, что вообще-то была всего лишь историей, улыбается и говорит «Грим, все наконец-то закончилось». Титры. Впрочем, если блондинистая Шаболда думает, что все закончилось, то для нее, возможно, так оно и есть. А вот грим открывает глаза перед потухшим костром в библиотеке грез, так и не достигший своей цели, не нашедший смысла, в конце концов, даже не лопнувший вследствие достижения предельной концентрации черноты в своей душе, все так же зацикленный на идее поиска Алисы, коей в мире уже не существует. Этот круг вечен, и едва ли из него можно будет найти хоть какой-то выход. Куда пропала Алиса? В принципе, уже на этом моменте можно было бы начать подводить выводы, но это было бы слишком просто. Я уже отказываюсь задаваться типичными для моего канала вопросами в духе проснулась ли собака, насколько странно выглядит появление полностью сказочного персонажа в БДС-ом костюме на улицах предполагаемой реального Лондона, и прочими догадками из-за разряда мне говорили, что все присутствующие врут, но никто так и не соврал за все повествование. Не считая Мейбл, но она вообще-то авторским произволом и задумкой лгать не должна была как раз таки. Возможно ли, что это самое время? Ну что, заправляйся кефирными массами, забивай бонга, сейчас я буду объяснять все то, что произошло до этой минуты, обобщенной почти последовательно. На всякий случай уточняю, я могу излагать факты, как мне удобно и больше понравится. Все равно прямых опровержений в игре вы не найдете, а весь лор этой игры является одним большим потоком СПГС на тематических форумах. И если кому-то очень хочется поспорить, то я все обязательно прочту, конечно же. Но давай на этот раз обойдемся без рукопашной. Лор Black Soul складывается следующим образом. Кэрол действительно был влюблен в свою ученицу, но не обычной плотской любовью, как принято в современном веке, а любовью идеалистической. Идеализирующий образ объекта любви до уровня некоего эталона совершенства, которому бы затем можно было приписывать самые нереалистичные черты. Однако отец девушки воспринял те чувства за любовь плотскую и сделал все, чтобы удалить Кэролу от своей семьи. Успешно. Когда же спустя много лет писатель вновь увидел свою Алису, светлый образ из памяти столкнулся с жестокой действительностью. Она постарела, потеряла былое очарование и даже манера речи стала совершенно другой. Возможно, после пары минут разговора он бы справился со своими чувствами, однако уже в самые первые мгновения они захлестнули его с головой. Он ринулся прочнее, разбирая дороги, крича и плача от разрушенного светлого воспоминания о былых днях. А одна фанатеющая по его рассказам великая древняя этот плач услышала, вняла его мольбам и забрала Кэррола в сады повелителей. И даже предположительно не стала его прям сразу выжимать на предмет развлечений для себя одной. Следующее воспоминание Кэррола подводит к тому, что он очнулся от беспамятства в некоем разрушенном городе. Ни время, ни точное место не определено. Однако раньше, чем он успел бы пострадать, с предположительного поля битвы между небожителями, его забрала Алиса. Вполне возможно, что даже успевшая прокачаться чуть по-лучшему и забрала его в их общую страну чудес. Дальнейшее зависит от происхождения ползущего. Древний он всесильный бог, эмиссар Азатота или действительно конгломерация червей, однажды поглотившая мертвое тело человеческого творца Алиса. В последнем случае страна чудес изначально родилась из желаний Кэррола и настоящей Алисы. Они создали для себя прекрасный сад, который в то же время был закрыт от большинства иных повелителей и великих. Однако черный кролик предал свою создательницу и ее любимого Льюиса. Варпал замолился кому угодно, чтобы эти аморалы по крайней мере закрывали за собой двери. Однако такие обобщенные молитвы не только призывают конкретных богов, но и открывают доступ в сады для всех и сразу. Хороший вопрос был ли на тот момент Кэррол нежитью или пока еще обычным человеком. Что можно сказать наверняка сил троицы или наверное уже дуэта не хватило чтобы справиться с новой угрозой. Алиса понимая бесполезность совместных усилий создала куклу самой себя, которая бы направила Кэррола по пути из кошмара под гнетом великих, а сама была убита в конечном итоге став частью безногим. И именно так можно предположить он обрел полный контроль над страной чудес, а также обзавелся своей болезненной манией. Несмотря ни на что Кэрол должен вернуться и стать частью бесконечного цикла поиска своей любимой. Полагаю это довольно обычное желание для умирающей девушки чтобы ее нашли и спасли. А как мы помним прообраз Кравлинг Ван возводит любые желания умирающего колдуна в абсолют. Доподлинно неизвестно насколько масштабной была угроза извне. Однако Кэрола в конечном итоге спасла та, кто его изначально в сады привел. Лив или же Мэри Сью. Однако к тому моменту психика фея была куда как более расшатана чем поначалу. И то что изначально было помощью одному из любимых писателей вылилось в желание обладать. Или же можно допустить что изначально она этого и хотела. Однако была прервана тем самым городским боем против неизвестно кого. У Мэри Сью уже были души братьев Гримм, Андерсона и бесчисленного числа неназванных авторов. А теперь появился еще и Кэрол. Именно так из желания ребенка обзавестись спутником родилось существо по имени Гримм. Бесконечно развивающаяся нежить, непобедимый герой с кучей бэкдоров в памяти. И оно же в дальнейшем в роли любимого творения Мэри Сью продолжило развлекать ее на протяжении бесчисленного количества циклов. В конечном итоге извлекая из повторяющихся страданий выгоду, становясь сильнее настолько, что шедевром фии стала интересоваться не только она сама, но и другие великие. И даже древние боги оценили его потенциал. А в садах повелителей царит простой закон. Если хочешь что-то получить, забери. Возможно именно ради этого через призывы ведьмы Глинды в затерянное королевство проникла Бафомет. Одним своим появлением приговорив весь ковен ведьм и обрушив в бездну кусок континента. Чего впрочем оказалось недостаточно для полной победы над зеленой помидоркой. Ибо кто здесь творец, а кто черт рогатый? Причем если ранее я предполагал что это всего лишь аватар Шупнигурат, то судя по репликам Йокса Тото, Гримм впоследующей поножовщине приговорил внешнего бога насовсем, а значит и в затерянном королевстве она оказалась своим полным телем. Когда же плененная своей дочерью Шупнигурат воспользовалась Гриммом и Черным судом для разрушения затерянного королевства, в сад Мэрисью смог просочиться ползущий, и он же вместе с Нот и Красной Королевой лишили фею сил, а Гримма вернули обратно в Страну Чудес. Занимательный надо сказать экспириенс, будучи всего лишь червями достигнуть настолько амбициозной цели. Вот и ползущий несколько поломался. Он уже был творцом, чего не смог достигнуть ни один повелитель. Однако продолжал лишь изменять изначально имеющиеся ресурсы под декорацией детской сказки. Белая королева стала гидом Гримма, проклятая фея за ненадобностью, заперта в подземелье. Как стражи исполнения сценария поиска Алиса, со всех уголков космоса были призваны великие древние, ставшие бедствиями страны чудес. Бармаглот, Брендашмык, Джуп-Джуп. Даром, что за ними самими приходилось следить, когда кто-нибудь излишне заиграется. В то же время четвертое бедствие Червонная королева является всего лишь дочерью Гримма. И пусть и правит всем городом и косвенно ответственно за весь происходящий в нем пи***ь. Однако к крафту любви не имеет никакого отношения. Для тех же целей начали призываться и иные великие, которых манила возможность завести ребенка от сверхчеловека. И уже их, откровенно поплывший на исполнении своей задачи безногим, зачастую одергивал, а то и истреблял с концами, если те, видимо, слишком заиграются или выйдут из роли. Как минимум в каком-то из предыдущих циклов Алис для выбора в стартовом окне должно было быть четыре. Точно так же из-за своего излишне боевитого настроя была устранена старая красная королева, а на ее место поставлена очередная частица самого ползущего. Прикет, вторая красная королева. И так, кто обладает наибольшей частью памяти и восприятия Алисы из Страны Чудес. Более того, считающая себя Алиса из Страны Чудес. Однако, она все же не Алиса Лидл. Алисы Лидл больше нет. Только пародирующая ее и полностью вжившаяся в роль бесформенное нечто, разросшаяся в пределах своего сада до настоящего ползучего хаоса. И максимум, на который может рассчитывать еще раз перепрошитый грим, это цепляться за миражи. Видеть Алиса во всех блондинках, ощущать инвертированную цветовую схему в брюнетках, выстраивать замысловатые родственные связи для рыженьких, видеть призрак Алисы в каждом ключевом персонаже и возвращать себе силы истлевающим ароматом любимой девушки, что казалось бы вот-вот было именно здесь. И каждый раз ловить руками лишь воздух, потому что непоправимое случилось задолго до начала его путешествия. И сама Прикетт может только смотреть, но не может никак изменить сложившийся сценарий. Она и есть ползущий. Как следствие, несмотря на осознанность своих действий, любое действие против сценария означает её бесполезную смерть. А затем стоящая за ней общность ещё и узнает, что именно Прикетт собиралась сделать для спасения Грима. И быстро закроет Бэкдор. Единственное, что она может, это составить план и не вмешиваться в него самой. Отсиживаться в стороне, надеясь, что шедевр Мэри Сиу станет достаточно сильным, чтобы искать ответы. И сделает это достаточно быстро, не перегорев в процессе. Как я, вот, например. Но подожди, прохаванный лоровед. Не спеши строчить комментарий в моей собственной нестройной теории о происходящем, которую я тебе прямо сейчас озвучил. И правда, есть парочка огромных дыр. Во-первых, каким именно образом Алиса успела перекачать свой билд из рядовой столетней бабки в Созидателе Измерений. Во-вторых, каким именно образом всего лишь черви, всего лишь за ее счет, начали гнуть реальность во всего лишь петлю Мебиуса. Из-за чего Бафомет называет их мужем, и ни один разумный неразумный обитатель сада не может ничего противопоставить ползущему. В то время, как Бафомет это вообще-то шуб-нигурат, и в мужьях у нее вообще-то Йок-Сатот, а не Ньяр-Лататеп. И оба как бы находится в иерархии значительно значительно повыше всего лишь Аватара Азатота. И если уж на то пошло, Йок-Сатот даже самого Азатота превосходит, так как после исчезновения вселенной будет существовать за ее пределами. И на этом фоне мне кажется весьма странным, что помешанные насилием мегаломаны стали бы разводить божественную Палеандрию, а сама шуб-нигурат начала бы ходить налево при первой возможности. И мало ли, что там было в первой части. Там она уже была пленницей своей дочери в самом отчейном положении и наговорить Гриму могла все что угодно. Но черви Татота в качестве мужа она представляла еще до этого во флешбеках. Ну ладно, давай представим, что Кравлин-1 действительно Кравлин-Чез, а не пожиравшие творца-насекомые. Именно не Ярлатотеп, посланник спящего идиота. В таком случае никакой Алисы в Дримленде не было изначально, потому что оборотень с тысячей обликов чужие мысли не заимствует, а действует согласно собственным планам. А значит и первая Алиса с самого начала была его частью. Весь мир Страны Чудес являлся одним большим спектаклем, помешанного на сказках божества. Причем если во второй итерации Грим был нужен для размножения повелителей и предположительно мог бы их туда приманивать для каких-то неясных целей, то в первой Ярлатотепу наверное просто очень нравилось целоваться с Кэролом где-то среди книжных полок с целью скажем познать человеческие эмоции. Хотя это звучит как дичь, но может же быть что Неярлатотеп третье существо по силе во вселенной, будущий уничтожитель цивилизации, заставший ее рассвет, создал Алису, кролика, притащил к ним Кэрола, а потом в ответ на молитву ревнующего кролика его ограбила всего лишь Мэри Сью в процессе знатно обчистив запасы. Очень хороший вопрос, кто бы вообще в здравом уме попытался провернуть такую аферу, грабя эго-созидателя вселенной, а потом смотрю в эти раскосые глаза и понимаю, что да, да. В этой версии оригинальная Алиса Лидл умерла в своей кровати, а эмиссар Азатота и сам каким-то образом заинтересовался творчеством Кэрола, так как по этой логике прикарманил душу писателя еще в момент его молитвы, устроив с Мэри схватку на пару кварталов чьего-то сада. Причем эта версия, как я понимаю, ближе к канонической. Потому что вот вам отсылка в названии самого босса, впрочем отсылка еще и на ползущего самого по себе, так что наверное не счетово. Вот вам и кузины Ньярлатотепа в качестве истинных форм Алисы в обычных концовках. Откровенно говоря, я не знаю, что появилось раньше, Black Souls или эти иллюстрации. Однако картинку на Вике добавил сам владыка Хастур The Goddamn Unspeakable, что значит ему определенно можно доверять. По логике позаимствованных изображений предполагается, что роли за ползучий хаос отыгрывали Миногра, ерунды и я не буду произносить это имя вслух, а то еще услышат. Если интересно, то на самом деле эти параллели полнейшая дичь и будут почти прямо опровергнуты в третьем ДЛС. Или не будут? Очень хороший вопрос, потому что натянуть сову на глобус, я могу за любое развитие событий. Впрочем, что более важным, сами персонажи косвенно называют прозвище именно Нейрла Татепа, так что устроенный им филиал селективного размножения вполне себе является задумкой автора, как бы меня не коробило такой интерпретации мифов Ктулхум. Прикет здесь просто Прикет, изначальная часть хаоса, наделенная, впрочем, той частью самосознания, чтобы налить целое море кровавых слез после насильного расставания с Кэролом и наблюдения за его страданиями в циклах Нейрла Татепа. Таким образом, создавший ее как марионетку ползучий хаос, является еще и Шизом, который одной своей частью хочет спасти Грима, а второй бьет первую ногами. Что, конечно же, чистая правда, однако не в таком же существенном масштабе. Да и вообще, образец тысячи лиц, вроде как, не особенно но умел разделяться на части в своей оригинальной истории и представлял собой единую массу не пойми чего, приняв истинный облик. Допущение, допущение. К счастью или сожалению, но ни один диалог в игре уже не пояснит за мотивацию великого древнего. Из чего ее придется додумывать на основе иных фактов. Встречал мнение, что в своем игровом садике могучий плут срезает популяцию великих с целью предотвратить вселенскую энтропию, остановить непрекращающуюся войну и отправку душ в пустоту. Тем более, что парочка древних действительно бесследно пропали из сада. Хотя в то же время есть свидетельства, что они вообще-то ушли сами. Однако постепенно, как и любой недостаточно творческий и адаптивный разум, ползучий хаос стал тонуть в образе Алиса. И уже не другие великие или грим, а он сам оказался пленником собственной ловушки. Вечный, бессмертный и абсолютно помешанный на своей любви страж одного и того же цикличного сценария. Однако, это всего лишь одна из точек зрения. А я вот считаю, что ползучий делает то, что делает, исключительно ради лузов. Что, с одной стороны, неплохо характеризует Ниарла Татепа как насмешку над людьми, которые пытаются своим жалким разумом объять вселенную, а с другой, ну вот, лично мне этот вариант не нравится. Изначальные действия ползущего с соблазнением Кэролом уже звучали как что-то крайне странное. Однако, и восхитительный пранк по регуляции численности повелителей надели бред собачий. Ибо, как минимум, после циклов размножения их появляться должно больше, чем исчезать. К тому же, по словам Мэйбл, любые массовые убийства в конечном итоге приведут к пробуждению Азатота и концу видимой вселенной. Но в чем профит богу-идиоту создавать условия для своего же пробуждения, если ему и так хорошо спится? Если чисто технически действия его эмиссара не имеют смысла, так как при желании он может просто взять и открыть свои парадоксальные глаза. Он Азатот, что ты ему на это сделаешь, если даже Ньярл Татэпа можешь только на пару минут задержать. Так что, да, по наиболее приближенной к коннической версии безногим накодил эту игру ради смехуёчков и почему-то продолжает искренне переживать за грима, когда тот заметил, заметил, заметил. Ввиду чего выходит, что самая страшная ёба во вселенной спит и видит в своих влажных мечтах серого андеда. Лично я, как тайный фанат Лавкрафта, не хотел бы считать это каноном, однако приходится. Да и тебе не запрещаю. Мне проще допустить, что черви ещё и Ньярл Татэпа захавали где-то по дороге, чем осознать, что концепция первозданного хаоса решила по приколу подкладывать бублики на прикроватный столик случайно уважившего мертвеца, а затем смотреть за этим и самостоятельно чай, наверное, попивать. Очень-очень вкусный, с ромашкой. Мне, в принципе, несколько трудно принять факт влюблённости Ньярл Татэпа в Кэрролла, но, в принципе, не твоя, вот ты и бесишься. Так что, можешь не воспринимать мои слова вообще. На самом деле, я просто завидую тому, что очаровательный Данмер запикапил разумный сука-сегмент галактики. И теперь этот сегмент сжался до размера луны, чтобы... Сука, Митзаки, за что ты меня ломаешь? Итак, в одном случае мы допускаем, что Алиса либо переиграла какого-то повелителя хронокинетика, либо втайне качала творческую магию у себя в подсобке. Во втором, что Ньярл Татэп, второй после Творца, а творец то ли первый, то ли второй во вселенной, втайне фанатеет от Льюиса Кэррола. И как минимум пару лет развивал с ним романтические отношения в специально созданном для этих целей саду. А затем потерялся в этой роли и вне зависимости от изначальных планов посвятил всего себя удовлетворению больных фантазий своего кумера. А впрочем, что это я? Давай просто спросим у самой Алиса. Современные технологии способны оцифровать даже древних богов и вот оно как значит. Древний бог разрушения Мишкотоник захватывает вселенную и в частности весь континуум. Бойся Мишкотоника. И конечно же продолжай заниматься этими грязными вещами с Солором Блавкрафта. Дедушке ведь совсем не больно, он давно умер. И подводя финальную черту, смотри, после эпилога мы вновь оказываемся в стране чудес, из которой только-только выбрались, теряя по дороге товарищей и друзей. Знаешь, что это значит? Шизо-теория о том, что именно Грим создает реальности, чтобы вдоволь в них насладиться трагедиями, с каждой минутой находят все больше и больше подтверждений. Потому что никаких иных предпосылок для возвращения в страну чудес у него попросту не могло быть. Если, конечно, он не наслаждается процессом. М? Причем я бы и слова не сказал, если бы выбор оставался за игроком. Скажем, в реальном в кавычках мире была бы небольшая локация для исследования с парочкой интерактивных объектов. Просто пустышка, если подумать, где совсем нечего делать. А в доме Грима, скажем, лежал бы сборник историй, через который можно было бы попасть обратно, одним решением наплевав на все принесенные жертвы. Но ирония в том, что условную книгу где-то за кадром Грим использовал сам. Возможно, потому что старость не в радость. Возможно, потому что автору было лень прорабатывать этот момент. Так или иначе, но как минимум с текущего момента, в заключении, главного героя виновата не раса космических кальмаров, а исключительно он сам. И даже более того, кузнечество собственной судьбы увеличивает еще и уровень его ответственности за все последующие преступления. Ибо если до этого еще можно было хотя бы попытаться свалить все на неведомых повелителей, то теперь происходящее является решением Грима. Вот и заявляй после этого, что главный злодей здесь именно фея, а не поехавший на старости лет любитель опиатов. В заключение хотелось бы сказать, что все вышеизложенное бред сивой хобылы. Собрав воедино все факты, проведя параллели, пройдя игру шесть трасс, я делаю вывод, что Black Souls 2 это бессюжетный фэнтези-гребник на 30 часов графомания. Никакого завершения основной истории не существует и... Сука, здесь еще третий DLC про крэмскую войну. Которая, как говорят, отлично завершает основную историю. Правда, еще говорят, что машинный перевод третьего DLC это нормальная тема, которая великолепно передает смысл происходящего. Верить людям на слово это штука в принципе неблагодарная. Так что готовься либо к синтаксическим ошибкам в тексте, либо к ангельской мове. В зависимости от того, какой именно видеоряд я решу впихнуть в видео. Вайфу временны, охуество с древними богами бесконечно. О чем на собственном примере успел убедиться один неназванный писатель. Текущему моменту он не имел и малейшего понятия как попасть в локации третьего DLC. Знал лишь место для перехода. А еще выяснил, что отнюдь не обязательно было редактировать файлы игры и сводить модельки по пикселям, чтобы показать флешбеки от лица Алиса. Оказывается, после прохождения игры автор и так давал сменить модельку в реколекшн руме. Впрочем, когда я добрался до места, меня ждало очень интересное открытие. Оказалось, что безымянные мобы перед входом в локацию на несколько порядков толще финального босса. Ньярла Татепа. Третьего существа по силе во вселенной. Сука. Вот и говоришь, что это не просто черви, а действительно Ньярла Татеп. Того же Йоксадота мир в принципе не выдерживал. Пару раз я попытался их пронять обычным бурст уроном, а затем и своей излюбленной тактикой. И знаешь что? Даже если не знаешь, прямо сейчас видишь у себя на экране. Если мне не изменяет память, аналогичными показателями не мог похвастаться даже старый король, которого мне рекомендуют убить перед походом сюда. И он же ваншотил меня только во второй фазе, а не стандартные серии атак на первом ходу. Исходя из чего я предполагал, что меч тысячи истин мною все же где-то пропустился. Впрочем, не могу сказать, что меня это остановило. Эх, знал бы заранее, еще б минут сорок фармил злобоглазов. Недолгое путешествие на лодке приводит нас в местный заснежинск. И вот тебе небольшой шизо спойлер. Все эти снежные фигуры построила незнакомая нам зомби-дракон, Акай и Герда. Однако, именно этих снеговиков Бармаглот рассылает всем своим объектам интереса. Вдумайся в это. Она настолько злодей, что буквально ворует у детей снег. Зимой. В локации вечной мерзлоты. Это прям настолько аморально и злобненько, что я прям в предвкушении, что нам еще такого насыпят в предстоящем приключении. Сразу после того, как автор после лабиринта хаоса вспомнит, как делать нормальные переходы между локациями. Они, сука, стоящие в средине поля двери. Скепсис. Да, его во мне было немало. Возможно, кого-то другого в финал с ползучим хаосом вел восхищение. Я же задумывался только о том, какая же все это хуйня. Хотя и пытался искренне проникнуться атмосферой. Впрочем, этот назойливый скепсис продержался ровно до следующей локации. А пока что грим заходит в дверь, которая почему-то оказывается гробом. Безумные шестерни вращаются раз за разом, перемалывая его разум. Сцена подготовлена к новым трагедиям. И Мэйбл, как наш новый самозваный режиссер, отправляет грима в далекое путешествие вниз. Точка прибытия кладбища медсестер. 1854 год. Крымская война, ведущаяся между османо-английско-французской коалицией и Российской империей. Черное море, будь оно неладным. И на фоне этих кровавых событий обычные английские медсестры, изо всех сил спасающие раненых солдат. В условиях, когда проветривание и уборка помещений считались чем-то неприемлемым, а из-за личных разногласий отдельные палаты вырезались самими же больными. Ибо Красный Крест и безопасное расположение раненых солдат, военной доктрины, если и принималось свое внимание, то не по части человеческого отношения к пострадавшим. Гримм, осмотря на его многочисленные ранения, как телесные, так и ментальные, принимают за всего лишь очередного пациента. Практически такого же, как и все остальные. Который, правда, тут же, как настоящий якутский шаман, начал сжечь костер прямо по центру палаты, но объективности ради, огонек его далеко не раз возрождал после смерти, а все лекарства, к сожалению, фармацевтов, помогают только до нее. Шах и мат костер эффективнее всей имеющейся в здании медицины, по крайней мере в горячке перестав чувствовать свое тело. Некоторые люди так и рассуждают, что в итоге может привести к пожарам и многочисленным ожогам. Зато какая тонкая аллюзия. При положительном рассудке все хвалят медицину, при отрицательном же распинаются, как их насильно держат в палатах и пытаются превратить в монстров. Погруженными в безумие радуются скорому выздоровлению, а имея каплю здравого смысла молят вытащить их отсюда. Казалось бы, все та же фишечка с обманчивым, иллюзорным и правдивым реальным миром, но это ведь очень реалистично, когда люди хвалят врачей только в сказке, а на самом деле доктора-убийцы якобы превращают вас в чудовищ и привязывают к кроватям по своей прихоти. По крайней мере, по мнению самих пациентов. Вылечился, слава богу, умер, вот же, сука, ваш хирург. На крымском кладбище неплохо дорабатывается формула психолечебницы из оригинальной игры. Загадка? Непонимание происходящего. Какие-то люди хлещут ядовитую жижу прямо с пола. Надписи на полу требуют убить их всех. Привязанный к кровати мужик матерится на повышенном шрифте. Ты чё охутил? Куча сундуков с этими вашими клоунами на пружинке. И даже больше. Как бы забавно это не звучало, но здесь игра превращается в тот самый хоррор на RPG-мейкере. Потому что если ты боишься громких звуков, то, в общем-то, поздно. Так, спокойно. Дыши. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Кричащая тётка с фонарём не может нанести тебе вреда. Её не существует. В принципе, кто в стационаре лежал, тот таким скримером не удивляется. В расписании написано, что туалет в 6 утра, значит в 6 утра. И если тебя заметят в неположенное время, то медсестра будет бежать за тобой 2 километра по этажам, иногда срезая по внешней части здания, чтобы выразить всё своё презрение к неположенным прогулкам. Впрочем, обратно всё равно не погонят. Это всё же больница, в конце концов. И доведёт тебя до нужной комнаты через весь разбросанный по коридору мусор. Туалеты тут, конечно, Крымской войны, а то и с 1853 года. Но что может быть доходчивее, чем огромная кровавая надпись на стене «Не двигайся». Понятия не имею, что будет, если начать двигаться. Я чувак простой, есть инструкция, значит её писали умные люди. Вот и тётка с фонарём увидела, что я следую новому расписанию и пошла обратно. А я остался рассматривать тараканов на полу. А мог бы обратно на рецепшн отправиться. Хотите спорить с врачом, значит в лечении особо не нуждаетесь. Самое смешное, что как бы не старался автор, прорабатывая эти моменты. Но все дальнейшие хоррор-сегменты ты будешь воспринимать примерно так же. Тётка с фонарём, конечно, жуткая, но хей, кто более жуткий? Медсестра на ночном обходе? Или зацикленный на невыполнимой идее карлик с катаной, уже в десятый раз только по ходу геймплея, вырезающий целый мир? А по лору эти разы даже повелители уже давно не считают. Кроме белой королевы, которая прописывает число в книжке. Тут впору бы сценарий реверсивного хоррора прописывать, а не кидаться сомнительными скримерами с периодичностью в пять секунд. Ибо настоящий ужас должно доставлять именно его присутствие. Где-то там, на вершине винтовой лестницы, сквозь стену, которой на тебя попытаются сагриться зомби с других этажей, обнаружится рычаг, подающий питание к лифту. А на колонне над ним будет танцевать самый настоящий ангел. Танцевать и с довольной улыбкой наслаждаться творящимся вокруг действом. При попытке узнать, кто такая травматический ангел Лингериина, я нашел только ролики с японским поревом про ангела женского нижнего белья. Так что давай сделаем вид, что это имя ничего не означает. Не хочу даже знать, на что это в итоге была отсылка, скорее всего, на какое-нибудь сратое аниме. С другой стороны, если это не шедевр создания обложек, то что вообще в мире имеет право называться шедевром? Впрочем, хотя имя мне не знакомо, но сам подход к уходу за больными весьма характеризующий и достаточно сильно контрастирует с подходом той же Флоренс Нейтингейл. Если последняя являлась сторонником человеческой жизни, однажды, подобно Жанне Дарк, услышав в саду голос, назвавший ее предназначением, то всамделишный божественный посланник искренне развлекается, прописывая при любой возможности эвтаназию. Кинуть замерзшего ребенка вместе с собакой в костер, устроить мужицкий дождь из людей, подверженных сонному параличу. Маниакальный мессия, надо сказать, неплохо пародирует светил медицины того же самого девятнадцатого века. Вас убивают не микробы, а миазмы, деточка. Попробуйте поесть собачьего дерьма. В нем заключена сила животного духа и самой земли. И это же Ангелеса считает главную медсестру своим естественным противником, что находило отражение в том числе и в истории, когда элементарные призывы к дезинфекции помещений заканчивались последующим увольнением и волчьим билетом на дальнейшую работу в медицинской сфере. В лучшем случае. Худшие случаи заканчивались в стенах точно таких же лечебниц. В качестве невменяемого сумасшедшего пациента, которого нужно непременно вылечить. И я нахожу весьма забавным, что искренне верующая христианка, ухаживающая за людьми, в данном моменте противостоит самому первому созданию бога, которая, в свою очередь, оставляет жизнь пациентов на волю случая и божий промысел. Причем даже не потому, что считает это правильным, а просто по приколу. Существует просто бомбезная история о том, что Лин Герина, Виктория и еще две их сестры являются очень дружной семьей не вполне вменяемых демонов-суккубов. Но давай будем предельно откровенным. Большинство слушателей даже не помнят, кто такая Виктория. А мне слишком лень перепроходить игру еще раз для активации ивентов с отправкой ее письма в реальный мир. Ввиду чего мне проще сделать вид, что всей этой семейки суккубов-каннибалов никогда не существовало, чего, кстати, тебе советую. А теперь запоминай мудрость, Требзя. Если красные надписи на полу говорят тебе что-то сделать с припиской «А иначе пожалеешь», то сначала конечно позвони в полицию мало ли что за вандалы балуются. Сегодня пол, завтра потолок, а потом лучше все-таки сделай. По крайней мере если играешь чернушные души. Потому что по возвращению из подсобки абсолютно все лакатели серной кислоты превратились в бессмертных трупоедов, каждый из которых отправлял меня на самое натуральное кладбище за два своих удара. В пачках слову их появляются от одного до четырех штук. И ладно бы до хрена большой урон, однако трупоеды с самого начала имеют активированный реквием. А это обилка не дающая тебе умирать три хода. В данном случае им не дающие умирать три хода. Лечение в ваших краях замечательное надо сказать. Жаль, что подоб пациенты пытаются сражать друг друга из-за отсутствующих в расписании приемов пищи. И да, ты можешь развеять реквием заклинанием. И надеяться, что твой мультиход с шансом все-таки сработает. Они оставят тебя на съедение шесть раз подряд. смерти в каждом столкновении с бомжами и с травматологией. Впрочем, ладно бы эти разумистые только накидывались толпой и забивали грима за два удара. Трупоеды еще и дропают лично мне фпс с каждым своим шагом по глобальной карте. Вероятно тем, как здесь архивируется звуковое сопровождение. Потому как на моей панели задач каждый раз начинается эпилепсия с запуском и закрытием медиафайлов. Если хочешь узнать, как это звучит в игре, ну, бомби просто спамит рандомный звук, пока бежит по коридору до победы или смерти или спавнится в течение нескольких секунд. Из-за чего из массового столпотворения они могут и не выпустить, бесконечно начиная новый бой. Это настолько вкуснятина, что я даже фармить на них пытался. Правда, как оказалось, глаза в самой первой локации все еще дают больше душ в минуту, так как для победы над ними нужно протыкивать как минимум на одну кнопку меньше. И в случае ошибки тебя не отправляют обратно на костер. Так и выживаем. В принципе, даже тропоеды далеко не самый смущающий контингент, который здесь можно встретить. Вспоминая любой военный конфликт прошлых веков и в частности старые медицинские учреждения, на ум приходят две вещи умирающие больные и антисанитария, а то есть всевозможные тараканы и крысы. Но если у нас есть напившиеся звездной пылью вурдалаки, то значит ли это, что и остальная фауна также мутировала в нечто побольше? О, очень даже значит. Причем в том числе и в плане боевых характеристик. Готов? На втором этаже есть крысы. У них тоже активирован реквием. Вот только на самом деле у них активирована не одна, а две пассивки. И пока первое из них это абсолютное бессмертие, второе является отражение магии, не позволяющее бессмертие рассеять. Для проламывания отражения его нужно прервать. Однако с обычным оружием это делается только через наш любимый абуз. Ведь за время перезарядки прерывания крысы успеют с гарантом сгноить персонажа даже в танкобилде. Как хорошо, что в любой ситуации есть корабельная пушка черной бороды, которая прерывает сразу всю пачку врагов за одно использование. Иногда сразу на тот свет, если правильно прожмакать кнопки. И пожалуй, самое удивительное то, что мне такие особенности местного бестиария даже понравились. Как обычно, я еще пожалею об этом выводе. Но пока что вот он, счастливый и гордый орел бежит в припрыжку по коридорам и радуется, что пошаговые бои стали требовать чуть больше, чем спам единственной белки. Учитывая же зашкаливающие показатели отдельных врагов и огромное нежелание топать через половину мира ради дополнительной прокачки, интерес грозил перерасти в полноценное превознемогание. если бы не часы кроликам поигрушка сатаны сложно не использовать то, что буквально находится у тебя в руке и то, что автор изначально подразумевал, что ты будешь использовать. В третьем DLC даже боссы начали излагать свои реплики по достижении определенного уровня здоровья, а не по окончанию моего хода, чтобы даже такие абузеры, как я, могли почитать дополнительные диалоги. Однажды в юности Флоренс Нейтингейл посетила лечебницу для бедняков на окраине Лондона. И увиденное оставило неизгладимый след в сознании юной медсестры. Бесконечная грязь, отсутствие деления на больных и здоровых, пьяные сиделки и врачи, ставящие опыты над пациентами. Из таких лечебниц у больных путь преимущественно был только один на кладбище. Потому что исцеление в подобных условиях возможно разве что действительно по божьему провидению. И даже так есть неиллюзорный риск того, быстрее мана закончится, чем абсолютно все болезни окажутся побеждены. Оттого только ироничнее выглядит тот факт, что представленная нам лечебница под патронажем Флоренс выглядит именно так. И вместо исцеления местный господь по всей видимости предпочел кастовать массовый инвол. Да и все прочие характеризующие детали смутного времени никуда не исчезли. Так в другой подсобке можно будет обнаружить одну из привязанных к стулу жертв карательной хирургии. Которая тем не менее с радостью расскажет о своих злоключениях и похвалит здешний персонал за хорошо выполняемую работу. И на самом деле меня весьма забавляет как Блэк Соулс меняет твое восприятие персонажей. Если обычно подходя к мирному неписю человек задается вопросом что же ты мне скажешь болван то я к тому моменту размышлял критерием ну и в чем же ты и сомнений в близящейся подставе не было никаких а затем понимал что это привязанная к стулу женщина а рядом стоят столь нелюбимые ею соленые огурцы и настоящим ретардом могу либо стать либо не стать уже я насильно кормят человека этими богомерзкими для нее продуктами но что поделать если того требует врачебная диета пациент с мешком на голове попросит сходить на второй этаж к доктору джекил чтобы взять у него тех же самых лекарств которые поставляются остальным пациентам правда по факту висцеральная жидкость это что-то вроде лишней жидкости образующейся в плевральных полостях организма в легких например при раке может состоять из серозной жидкости крови мочи лимфы или например гноя штука в медицине эффективная ровно настолько насколько это и звучит а ведь кто-то эту замечательную панацею и настаивали на спирту я не буду говорить что настаивали на спирту это меня еще накроет за пропаганду наркотиков работало примерно так же как рассасывание больничного рецепта вместо покупки по нему необходимых лекарств но что поделать суровые времена порождают суровых людей впрочем сеттинг у нас все же нереальный и во-первых грим действительно может этой дрянью лечиться так как он уже труп и исцеляется верой в то что это вообще возможно а во-вторых жизнь пациентах поддерживают внешние источники дремлющие межзвезд создания которые зачем-то изолировали лечебницу от всего остального мира и теперь подливают в центральный фонтан некую звездную жидкость посредством скидывания в изолированную область бессмертных крыс звездная кровь отнимает 90% здоровья но при этом же делает на какое-то время бессмертным уточню ранее подобный эффект оказывала разве что отданная кровь самделишного бога а именно бога змей местный же спаситель оказался видимо не богом змей а богом гнид каких-то подколодных и вместо живой воды налил вручиты вируса превращая исцеляющий фонтан филиал корпорации амбрелла сама же висцеральная жидкость никакого вреда пациенту вроде как не несет по крайней мере на фоне фонтана человек пакет от нее только разомлеет и начнет рассматривать мультики и даже не попробует откусить от кого-нибудь кусочек а значит самое время отправляться на второй этаж сумрачная история доктора джекилла успела стать общепризнанным мировым баяном даже на фоне всех остальных сегодняшних историй поэтому не буду останавливаться на ней надолго тем более что весь оригинальный мюзикл в общих чертах доктор и так проговаривает вслух можешь прочитать на экране владеть самобилок заранее сочувствую будучи добропорядочным джентльменом джекилл раздумывал над гранями человеческого сознания образами и апостасями эго а по сюжету игры еще и по личности джека потрошителя фанател будучи его лечащим врачом и однажды в его светлую голову пришла идея смешать выписываемые пациентом лекарства и выпустить на передний план другого себя Хайда человека столь жестокого и распутного что даже при полной внешней схожести его ни за что нельзя перепутать с аккуратным и педантичным доктором джекилом именно так зародилась история про убийцу с раздвоением личности которого впрочем и обвиняли лишь в убийстве самого себя слуги однажды услышали другой голос из кабинета доктора и решили что неуловимый Хайд уже убил их работодателя после чего вынесли дверь и заставили подписать явку с повинной а тот под транквилизаторами был готов признаться даже в том что он Годзилла именно так одинокий доктор отправился в тюрьму а его имущество пошло по рукам замечу что между этими личностями возникает в чем-то похожий конфликт как между ангелом и старшей сестрой милосердия однако здесь джекил потворствует своему демону и целенаправленно выпускает его наружу пренебрегая всеми врачебными клятвами а затем успешно сваливает вину за убийство на свое альтер-эго в данном отрезке эскапизма переплевывая даже грима впрочем не могу сказать что такая реакция совсем ненормально в условиях когда на твоих руках в день умирает до сотни человек хайд это точно такой же защитный механизм психики принимающий на себя всю вину в отсутствие нормальных лекарств людей обмазывают едва ли не подорожником и лучшее имеющееся лекарство яд может только на время облегчить боль вследствие своего применения превращая больного в нечувствительный к боли склонный к каннибализму прямоходящий полутруп снова и снова оживающий лишь благодаря молитвам сестер милосердия опиаты это плохо понятненько антибиотики еще попросту не изобрели впрочем начав терпеть поражение и урон по себе хайт вновь скрывается в глубинах разума доктора оставив Джекила наедине с тем что он совершил с его преступлениями виной и гримом что в НГ плюс отнюдь не разучился жрать трупы ради восстановления санитя хрум-хрум в пределах лечебницы достаточно много композиционно клевых моментов например надежный союзник в виде провоцирующей врагов на атаку по себе стены плоти вот только предыдущему владельцу этот напарник особо не помог да и гриму особо не поможет так как провокация имеет рандомный шанс и приоритет постоянно перебивается чем на свете угодно впрочем и абсолютно бесполезным это создание считать не могу научиться бы ему еще выборочно ловкость срезать и цены бы не было а в следующем коридоре после воссоздания сцены из ночи живых мертвецов можно наткнуться на тетку с фонарем при свете она выглядит куда как менее угрожающе и неторопливая прогулка под мигающими лампами могла бы даже называться романтичной если бы конечно не риск эпилепсии и тошноты которые я не иллюзорно ощущал после двух минут в бесконечных коридорах на самом деле это достаточно важный персонаж хотя я пока что и не могу ответить почему именно она выглядит именно так пробираясь сквозь навеянные кошмары вырванные из реальной истории грим оказывается в 1855 году при штурме Севастополя где в период с мая по август солдаты российской империи оборонялись от морских штурмов англо-французских корпусов предпринимаемые бомбардировки уносят до тысячи человек в день что обычные солдаты что примкнувшие к ним волонтеры ощущают определенный упадок боевого духа но тем не менее продолжают удерживать крепость ну и просто к слову оригинальная панорама Франца Рубо написанная через полсотни лет после тех событий выглядела самую малость шире чем на представленном нам заднике примерно вот настолько если хочешь сам поищи в интернете при этом простая смерть на поле боя являлась едва ли не наименьшей строчке потерь среди солдат с обеих сторон на 23 24 тысячи просто убитых столько же в итоге умирало от ран с каждой стороны было число в пятеро больше тех кто умирал от болезней что и говорить если до появления Нейтингейл смертность в лазаретах составляла 50 процентов и итоговые потери составили от 200 тысяч до полумиллиона суммарно всех умерших с каждой из сторон что приводит нас на кладбище где от сестры с фонарем слышатся только рыдания и на самом деле за все время этой прогулки она не нанесла гриму ни единицы урона вернувшиеся с фронта солдаты довольно долго распространяли в народе истории про леди с фонарем Флоренс Нейтингейл ту самую медсестру которая после дня работы продолжала совершать ночные обходы не так уж необычно по современным меркам когда разделение обязанностей позволяет разгрузить персонал и возгрузить на штат проверку самочувствия уборку и своевременную кормежку но это же действительно легенда по меркам второй половины девятнадцатого века своей заботой о пациентах Флоренс Нейтингейл заработала первую в истории медаль за заслуги перед отечеством которая была вручена женщине лично британским королем и в то же время ночные смены на поле боя довели девушку до инсульта который на всю оставшуюся жизнь приковал ее к инвалидному креслу за невиданную заботу о пациентах ее называли леди со свечой ангелы а также придумали слабо относимые к реальности психологическое явление эффект Флоренс Нейтингейл это когда врач заботящийся о больном пациенте начинает испытывать к нему романтические чувства вот только на практике сама британский ангел так и не вступала в брак ибо семья могла помешать ей исполнять обязанности медсестры которые в то время в большей части все еще являлись вотчиной мужчин как вывод кто кого еще начал романтизировать после сбора всех четырех лампадок перед нами откроется выход из госпиталя а то что на проходной охраняют не одна а сразу две медсестры каждая из которых мини-босс так это вы давно в обычных муниципальных больницах не были раз удивляетесь там эти же медсестры не только в качестве охранников работают первой будет вот это нелепое нечто в которое по мнению автора видимо превращаются экипажи скорой помощи медсестра по вызову благодаря фидбэку от игроков Эни Мини Мини Мо осознал что просто задирать характеристики врагов миллионные значения это все же не выход и бахнул такую потрясающую штуку как модификаторы теперь при столкновении с боссом и так как мы добрались уже до около божественных сущностей босс будет создавать вокруг себя что-то вроде домена с определенным эффектом как например невозможность использовать инвентарь и минус 10% здоровья каждый ход признаюсь честно в первую секунду я решил что чемной демониум совершенно непроходим так как я не ощущался способным хоть на что-то в этих локациях а мой единственный абуз у меня забрали прямо из потных лапок но что удивительно урона мне хватило и даже враг вроде бы не очень-то и шотил аж слезы по щекам потекли когда на мгновение представил что в игру завезли баланс да еще и сразу под мои характеристики к сожалению во второй фазе глумливая сука призвала пачку трупоедов все под реквиемом и с включенным уклонением а это даже круче чем отражение магии потому что если отражение магии можно хотя бы сбивать то уклонение просто дает шанс увернуться от развеивания и таким образом твой враг будет жить скорее всего сука вечность учитывая какой именно инжойер рандома пытается поражать свои кнопочки есть только одна проблема эта игра нахуй сломана сидите такие с пацанами кайфуете в бабле и тут гремян такой пацаны смотрите хоба и сам реквием включает ля гремян ну ты дебил конечно еще бы кольцо на реген напялил и в принципе бы не умирал по крайней мере так тебе будет казаться думаешь стал имбой? стал абсолютно бессмертным к сожалению твое бессмертие работает исключительно через жопу вот ты бессмертен но мертв вот у тебя еще три хода бессмертия но ты мертв а вот медсестра возрождает сама себя с шансом 15% 19 раз подряд и она не умрет пока тебе просто не прокнут кубики вот только твой реквием длится всего три хода без возможности перезарядить его часами а ее перерождение целую вечность я тебе больше скажу с нее падает душа которую можно перековать в точно такой же перерождающий тебя после смерти балахон смотри как солидно целых 80% вероятности мне надо говорить сколько раз подряд он сработал у меня в тот единственный раз когда я доверил своего персонажа рандому дважды дважды сука почти как обезглавливание и больше не работал вообще мне хотелось бы сказать что боссов которые у одного игрока превращаются в непроходимых а у другого умирают за два хода причем не по вине игрокам существовать не должно но ты это скорее всего и так знаешь если не являешься любителем виртуального казино и давай сойдемся на том что бригада скорой помощи по крайней мере не единорог единорог это то что я желаю пережить каждому самостоятельно или не желаю я не определился нет безусловно механика доменов наконец-то добавляет в игру элемент загадки каждого босса нужно разгадать подобрать максимально подходящее снаряжение и в кои-то веки перестать спамить одной кнопкой до самой победы однако в этом ковшике тактического элемента есть основательная такая бочка рандома это все еще полностью рандомные механики будет медсестра возрождаться один раз или до самого конца твоей жизни в реальном мире будет прикит выбрасывать каждый раз ваншот без шансов на резист и я могу быть хоть десятки раз шизом с замакшенным до пределов млечного пути сэм но в нормальных тактических загадках элемент случайности должен быть либо минимизирован либо контролируем либо отсутствовать вовсе потому что неудачники будут страдать и делать пыщ-пыщ из пистолета как вы бы казуальной стратегией вы это не называли поднимаясь по лестнице грим подходит к логову последнего босса этого места где же союзники мы твои союзники качай защиту а лучше ловкость и вороты точность точность качай точность мы все умрем Флоренс Найтингейл проклятая высшими силами и оставленная мутировать в отрезанном куске пространства ранее именно она в одиночку содержала лечебницу в лютвидже однако кому-то из постановщиков спектакля такой расклад сил не понравился и сейчас героиня крымской войны просто хочет лечить людей в том числе и грима чья душа толкает его исключительно к разрушению Флоренс же признает что болезни души неизлечимы но изоляция по крайней мере позволит уменьшить ущерб всему остальному миру и грим волен согласиться на чем мы завершаем наш лоровический обзор спасибо что пришли увидимся как-нибудь потом гриму нужно лечиться а не скакать по миру в поисках ответов вам и того же желаю спасибо за не ну тысячи чертей хорошо мне нужно блять мы уже не лисующим Манен что мы делаем что мы делаем ради чего куда мы идем слышь псина куда ты идешь хорошо нам нужно найти сердце этого мира или спасти всех что приведет к чуть более открытому диалогу с Флоренс впрочем сама виновата как говорится донт вуф а ты берешь и вуф не верьте собака девочкам они издают лай для своего времени Флоренс Нейтингейл предлагала прямо таки революционные идеи однако кто бы знал что подобный подход будет применять в том числе и ее игровое амплуа пока другие чудовища пытаются вас кромсать грызть кидать магией или рубить медсестра использует сраную винтовку очень хороший вопрос как это коррелирует с репликами про то что грима она обязательно спасет возможно образ травмирующего ангела тоже взялся не с пустого места а самое замечательное что она зарезала меня вот этим самым штыком на первом же ходу ваша собака кусается нет она делает больно по другому и до моральной воли мы еще даже не дошли с другой стороны хо-хо на этот раз мне никто не выключил инвентарь что вы вообще можете противопоставить абсолютной совершенной мощи часов белого кролика а действительно что может быть домен во второй фазе нахрен выключающий физический урон и делающий из моих миллионов урона гордый ноль о чем я наверное должен был знать заранее забавнее в этой ситуации лишь то что урон магический я себе отключил еще до боя посредством божественного кольца а во время схватки данный элемент снаряжения никак не снимается и не я же один ощущаю в этой сценке неуловимую только иронию естественно меня такая глупость не остановила к сожалению у меня ведь есть знаменитая коса бармаглота гипотетически срубающая 10% здоровья раз 20 ходов которая все равно не работала так как этот урон то ли от чего-то скалируется то ли не пробивает резисты да и перезарядка умения быстрее бы оставила меня без часов нежели принесла победу к счастью я еще в средине первого прохождения выкачал абсолютно все имеющееся оружие до максимума и среди всего имеющегося у меня на складе хлама обнаружилась заточка с фиксированным уроном знал бы хейн при каких обстоятельствах я возношу хвалы его имени скорее всего этой же самой косой сам бы себя превратил в пучок пшеницы впрочем именно благодаря косе Нейтингейл терпит поражение медсестра уступила перед тем кого называют самой смертью еще столько людей которых можно было бы спасти и все потеряно из одного мудака в балахоне который вообще-то в любой момент мог уйти костром впрочем если ты перед этим проходил ветку чумного доктора из Лютвиджа то у тебя в кармане будет письмо Элизабет Блэквелл Флоренс прочитает послание своей старой подруге биография которая пересказывалась примерно на втором часу этого замечательного обзора вздыхает в сожалении и умирает и если бы не наличие вот этой опции в окне выбора то эта смерть бы даже выглядела трагичной ибо в альтернативном так сказать руте медсестра во имя исцеления души грима будет чайовничать с ним всю оставшуюся жизнь и продлится она даже не до конца катсцены а до самого перезапуска мира именно поэтому на любую возникшую проблему буду продолжать заявлять что у тебя просто мужика нормального не было ибо качественно заваренный чай нормализирует гормональный фон расслабляет тело и подстегивает организм в дальнейшей жизни как жаль что во всей стране чудес есть лишь один знаток чайных церемоний и только он может спасать фуревичество от поглощения безумием всех остальных мужиков спойлер истребили единороги как-то это грустно а еще вот тебе примечательное наблюдение леди с фонарем у нас есть ангел у нас есть флоренс найтингейл обращенная полусобакой у нас тоже есть однако в реальности это все был один и тот же человек какой из этого можно сделать вывод не имею и малейшего понятия вероятно история об одном человеке принимали самые разнообразные формы начиная от любящей своих пациентов девушки продолжая рассерженной фурии требующей соблюдения распорядка и заканчивая злословной любительницей крови но смотри-ка еще сюда в кабинете главного врача можно обнаружить чуть более прямую аналогию на все происходящее в лечебнице события птица в клетке из которой можно извлечь сказку о соловьем причем сама сказка то ли нигде не понадобится то ли я не нашел ей никаких применений но задумайся вот о чем найтингейл прямо переводится на русский язык как соловей соловей запертый в клетке в тупиковом помещении никем не используемого административного этажа в здании что с первого по пятый этаж наполнено ее кошмарами умирающими людьми образами войны и инвалидным креслом которое стало ее наградой за совершенный подвиг если до текущего момента всевозможные сады строили трагичный сюжет для какой-нибудь красной шапочки грима или снова грима то крымское кладбище является персональным адом Флоренс Нейтингейл где каждая комната и каждый элемент декораций является еще одним напоминанием о ее потерях о ее ошибках и единственный способ медсестры даже не выбраться на волю а просто уйти на покой это получение письма от уже сошедшей с ума и погибшей старой подруги или за стенки гримовой кухни тут уж как повезет и присмотрись даже к облику второй фазы нелетающий соловей отверженный ангел собака наверное сутулая не хватает пожалуй только свечи которая продолжает стоять у кровати и мы получим прямую преемственность образов а еще вполне вероятно что это очередной притянутый за уши факт потому что ангел в итоге остается в медсестринской и радуется избавлению от конкурентки единственная из троих оставшись на врачебном поле боя на том бы мне ее историю и закончить но мэх иногда к моему глубокому сожалению вот под этой кнопкой находится кусок сюжета а если уж начал разбирать лор то иногда бывает трудно остановиться в общем лингерина незатейливо и привычно ваншотнула меня в той сборке из колец и прокачки которую я использовал для прохождения шести фаз финального босса той версии чтобы спамить одну атакующую кнопку и ни о чем больше не думать похоже в этой серии игр милые девочки с социопатическими наклонностями и крылышками заочно приравниваются к вручим предводителям зла для спасения своей жизни после боя лингерина отдаст весь чай съест все печенье а ты начнешь задаваться вопросом куда же мы прикатились что нас окружает душа ли одного только грима чернеет с каждым подобным выбором зачем ты решил встать на кривую дорожку ах да так сказали кровавые надписи на полу кто я такой чтобы идти против кровавых надписей в общем сидите вы хруститесь нитью обсуждаете моральные стороны жизни бремя выбора в процессе чего гриму насквозь прошивают голову копьем копьем и делает это сестра ангела по имени куртизан цепеш которая попеняет сестренке что та умудрилась понести урон при охоте на своей же территории что это значит я не знаю я не хочу знать и так потратил около трех часов только на этот уморительный диалог из двух строчек возможно сестры суккубы поедают не только людей но еще и сношают здравый смысл и используют территории внешних сука богов в качестве охотничьих угодий не согласовывая свою временную прописку знаю наверняка лишь то что после взаимных переругиваний сестры решили бежать потому что грим даже несмотря на наличие копья в мозгу не получил однозначно смертельных повреждений и начал вставать прислушайся чувствуешь этот сладковатый запах надеюсь это не суп горит на плите мы оба сейчас находимся на финишной прямой нашего монументального опуса осталось буквально всего ничего еще страниц 36 примерно и шторы большого театра раскроются выпуская актеров куда-нибудь куда им там надо по домам уборным в гримерку и на другую сцену исход премьеры близок грим в последний раз заходит в лифт и последним этот раз становится потому что монструозная машина попросту не выдерживает веса всего того хлама что распихал по карманам дед за время своего путешествия лифт падает вниз обратно из и реальности на противоположный берег реки Кэрол нехилая в итоге получилась поездочка из точки А в точку Б скажу я вам тем более что из теплой палаты психотерапии военный преступник загремит сразу же в следственный изолятор к чьему-то непременному сожалению блестители порядка в очередной раз забыли закрыть дверь на ключ ввиду чего стихийное бедствие вновь выбирается на свободу впрочем вполне возможно что норвежские тюрьмы работают и так ведь в соседней камере обнаружится хикан который даже несмотря на вскрытую дверь попросту откажется отсюда уходить видишь ли шестерни безумия в голове крутятся театральные постановки мутятся поэтому иди отсюда и не мешай писать сценарий делается это не так просто как может показаться на первый взгляд и в принципе ты можешь и да а можешь и превентивно попытаться его убить узнав что филин мало того что писатель так на второй зарплате еще и подрабатывает самим принцем ада и скорее всего шотнин грима еще до начала боя но право слово это уже все привычнее привычнее ты не находишь это странно почему только ты можешь выбраться наружу очень несправедливо эта штука принимает меня за опухоль при том что только я любил свое дитя на деле гиперсова это не абыкто а андре де латур граф де лорд днем обычный французский библиотекарь а ночью его амплуа резко изменяется на одного из величайших театральных драматургов своего времени театра гран-гениоль первого театра ужасов и практически что основоположника жанра хоррор как такового де лорд крайне любил темы террора и безумия умело комбинировал комедию с мистикой а злободневную реальность с постановкой книг именитых писателей контрастный душ из комедии триллера делал театр популярным в глазах туристов даже несмотря на то что к тому времени само понятие театра себя понемногу изживало даже несмотря на то что сам гран-гениоль при наличии столь претензиозного названия все еще оставался относительно небольшим на фоне коллег помещением заброшенной католической церквушки вход в которую располагался в бедном районе города в непримечательном тупичке перед которым зритель мог вдоволь насладиться видом всевозможных маргиналов и прочих торговцев любовью за 25 лет работы Андре написал более 100 пьес для гран-гениоля где плотно изучал темы преступлений и сумасшествия добра и зла преступления и наказания именно его деятельность привела к тому что спустя полтора века люди компилируют некий громкий звук со всратой трехмерной модельки на экране и гордо называют себя юнити разработчиком в раннем доступе знай свои корни хэпи вольф предсказав неизбежность этих событий современники прозвали до лорда принцем ужаса ибо нет ничего в мире ужаснее чем ранний доступ и не работающие альфа билды за фул прайс впрочем по версии black souls принц де ла террор почему-то стал принцем ада возможно потому что в сюжете и так слишком до хрена различных повелителей ужаса и очередной молганец на этом фоне просто затеряется особенно если опять забьется куда-нибудь на край земли и автор опять забудет что он там подразумевал сюжете до этого момента в принципе для первой встречи этой информации достаточно просто запомню что у нас есть некий гига сыч предпочитающий безвылазно сидеть в своей совятне а не носить газеты по всей великобритании чуть позднее андре де лорд еще сыграет свою роль в нашей комедии абсурда снежная страна лично у меня имела весьма приинтересную особенность при нулевом мэтнессе кадры в секунду падали до 30 на постоянной основе вот мы прикатились к вопросу почему ты разбираешь только всякое говно на рпг мейкере но это вероятно вызвано любовью ковыряться в игровых файлах причем возможно даже не у меня потому что на чистой английской версии все было в полном порядке впрочем и на чистой русской версии тоже было в порядке и хотя я выборочно редактировал только графику да и то он на соседнем клиенте почему-то этот клиент это тоже затронуло я не знаю впрочем аналогичным образом у меня были поломаны также все локации с шестернями так что не могу сказать кто именно из нас кривой судак возможно автор движка возможно вселенская энтропия так или иначе но рассудок в ноль далее я себе не загонял за исключением единственного раза однако есть мнение что тем самым ничего потеряно не было ну пожалуйста параллельно в заснежинске можно будет встретить очень характеризующих игровой баланс врагов толпу орков не способны скорее всего пережить сильный порыв ветра в то время как этот же самый порыв ветра на 15 метров левее табун лошадок на две локации ниже или рядовой зомби из локации позади способны трижды вывернуть грима наизнанку за одну атаку в то время как несчастные орщики могут только умереть всем своим орчанским племенем блин а если подумать я тут жалуюсь на ваншоты но бедные зеленокожие точно такие же главные герои собственных историй и имейся у них доступ в интернет могли бы точно вот так же выкладывать свои слезные истории о неспособности пересобраться в броню чтобы не отлетать на абсолютно любом противнике с пары плевков впрочем ерунда какая-то аборигены вроде как просто так кучкуются на скале посреди ничего однако продвигаясь голубь острова грим сможет обнаружить причины раздробленности зеленокожих бойня все их племя было истреблено дома сожжены а останки разлились по площади в десятки метров крах и пожары зазеркальный лев и единорог вновь устроили побоище друг с другом и вновь последствия оказались разрушительны для окружающих но не для них самих именно об этом расскажет новый персонаж нашей трагичной саги могучий герой карнакий искатель призраков в то время пока будет копаться в карманах одного из бедолаг не совсем понятно правда почему это подчеркивается если грим разве что столы от пола не отдирает прибитые к нему гвоздями и сваркой он же поведает о причинах сражения лев и единорог сражаются ради короны винтербелла предмета что по слухам подобно граалю может исполнить любое желание просящего разве грааль мог исполнять желание опять сраный фейт а так ли это важно сам томас карнаки является вымышленным оккультным детективом который прямо по ходу повествования расследует аномальные события и пишет о них книгу он к слову тоже бы не отказался от короны винтербелла но до этого момента нужно еще дожить замечу что томас это трикстер высшего уровня по крайней мере на моей памяти никто другой из неписей не додумывался до моего любимого трюка с часами кролика а вот он очень даже из-за чего если тебе однажды захочется сражение будет держать тебя в бесконечном станлоке при этом не умея снимать рекви и жили они долго но не сказать что больно счастливо просто больно ибо выход из теперь по-настоящему вечного цикла страданий был доступен только в формате загрузки с последнего сыва помимо супер детектива по пригорку будет гулять снежная девочка герда долгое время она дружила со своим приятелем каем лепила с ним всяких разных снеговичков но однажды тот потерялся после чего божий одуванчик взяла в руки отцовский дробовик под экспансивный патрон и отправилась на миссию по поиску и спасению если хочешь что-то сделать хорошо то сделай это сам именно по этой причине добрая девочка откажется от любой сопутствующей помощи причем сделает это на всякий случай с дистанцией выстрела разумно как я уже говорил злой дракон бармаглот любит играться со снегом при этом за давностью лет уже не особо осознавая зачем и почему она это делает и в то же время страждущая дама в расцвете лет задумывается о неких детях все глубже утопая в своей роли алисы матери это кстати еще один редкон ведь раньше она косплеила не милфу а сестру и мы все помним чем это закончилось однако в чем причина откуда сгонивший мозг черпает ассоциации с тем что однажды она уже нянчилась с некими близнецами и может ли быть что снежный ребенок имеет к этому хоть какое-то отношение ладно играть дочки матери только на основе того что и та и та лепит снеговиков это уже за гранью даже шиза теорий и это еще не учитывая то что герде сравнительно не много лет а бармаглот была трупом дольше чем существует нынешняя страна чудес и близнецами скорее всего были твидалди и твидалдам еще пока находились в лечебнице под руководством флоренс с другой стороны что-то в этом определенно есть что-то ну давай продолжим историю герды через пару минут изначально в сказке кэролла бой между единорогом и львом являлся шаржем на противостояние политиканов того времени по крайней мере именно такое мнение сложилось у наших любителей спгс сам кэрол того не опровергал не подтверждал в копилку к моей личной извечной метафизической боли эни мини мини моде анонизировал вот это и накатал под них целых две сценки на каждого львом в оригинальных скрытых смыслах представлялся уильям гладстон умеренный реформатор которого впрочем сам кэрол не очень любил в ответ единорог представляет собой более консервативного бенджамина дизраэля расист националист империалист и прочие исты неплохо находящие отражение в получившихся персонажах наиболее ироничен тот факт что лев и единорог являются одновременно и преемниками и предшественниками друг друга на посту канцлера казначейства вероятно сейчас винтербелла не великобритания и гриму для дальнейшего продвижения предстоит сделать выбор между правящими элитами выбор легкого пути с малой наградой посредством вклада в единорогов которые в любом случае будут недолюбливать по наехавшего немцам либо же отдав свой голос за реформатора льва и предполагаемо получив большую награду за более сложный путь прекрасные налоги общественно-политической жизни скажу я вам однако рекомендую не верить во все эти заверения про различия в наградах безусловно дорога в касселтаун в зависимости от выбора изменится это будут либо хребты безумия с милыми пингвинчиками либо же снежное поле самого сатаны и тринадцатый круг ада озеро коцит и реинкарнация очередной седалище разрывающей локации из dlc второго дарк соуса однако однако единственная разница в наградах которую я нашел это нахрен поломка сюжетной линии одного из персонажей для починки которая тебе придется пройти всю игру и только тогда откроются оба пути сразу если я ничего не попутал если я тогда загрузил мне тот сейф и прямо сейчас тебе дезинформируют страдай прямо как я прямо как мы но раз уж мне пообещали легкий и короткий путь я сделал хард сейф и для начала выбрал единорога не повторите ребята моих ошибок вы матерям еще нужны выбирайте то что велит сердце а не тот душнильный мочкин по ту сторону зеркала после принятия клятвы на верности единорогом что технически наверно по своим же поверьям не должны были подпускать грима к себе ближе чем на пушечный выстрел мы отправляемся в горы прямо сквозь знаменитые хребты безумия и одновременно одноименный рассказ лавкрафта не надо мне пенять за ненужный пафос в глубинах хребтов безумия ты сможешь обнаружить вот таких вот милых пингвинчиков милых ровно до того момента пока твой рассудок не видит истинного положения вещей на этой земле в обратном случае твари преисподне вырвутся из плена текстур и восстановят тебе рассудок очень мило и позитивно даже если считать что демоническая птица на самом деле клюет тебе по темечку до тех пор пока персонаж не поедет головой но раз уж есть пингвины то наверное должны быть и те кто ими питается как например вот это слиз почти иммунная к физическому урону что это за штука однажды старшим богам понадобилась дешевая рабочая сила и они создали шаготов амебовидная протоплазменная масса со множеством глаз на поверхности способная менять форму и формировать временные органы под такие же временные нужды шагут был хорош во всем однако их было чрезвычайно мало на фоне многочисленных противников старцев и хотя солуги великих древних все равно знатно получили по сусалам тем не менее самим старцам это особенно не помогло так как амебы подняли восстание и сбросили своих создателей обратно в море теперь же забившиеся в самые труднодоступные места слизь даже не напоминает своего былого величия и ограничивается смыслом жизни растворить и размножиться несмотря на то что по лору шаготы сверли своих рабовладельцев и заняли их обустевшие города которые до этого сами же и строили сейчас они забились пещера и только и могут что приманивать случайных путников ради пропитания здесь тоже можно встретить герду однако ее сюжетная линия на этом самом месте и остановится вероятно потому что есть необходимость предварительно вырезать всех шаготов чтобы они не манили ребенка в пещеру но вот посмотри на меня и снова на эту эпическую тварь на меня и снова на эту эпическую тварь да я на спринте и сваливаю отсюда по максимально короткому маршруту на этом первоначальное различие пути льва от пути единорога заканчивается именно здесь мы так или иначе выйдем на одну и ту же локацию но с разных сторон разделенных разве что вот этими шестернями которые исчезнут после какого-то этапа так что готовься слушать путь альтернативный если говорить о локации за путем льва для начала лев николаевич весьма располагающих себе личность пусть и с закосом под право сильнейшего однако есть у нее такой небольшой пунктик как желание посмотреть сможет ли выжить совершенное творение природы в условиях когда существовать отказываются даже молекулы кислорода ледяная буря разве что не наносит периодический урон вместо этого выключая видимость и ослепляя всех ночных зрителей абсолютно каждое создание в этой буре способно тебе шотнуть причем в их числе будут еще и сами сторонники льва и даже больше вот этот сука конек горбунок может убивать тебя еще до первого хода причем с годовой гарантией и соответствующим чеком я вложил в прокачку порядка 200 миллионов душ стал сильнее аж на одну четверть а вот эта кошка все равно наносит больше урона чем у меня когда-либо будет защита и здоровье потому что в игре существует кап характеристик но не существует капа для ланшотов выходя на ледяное поле ты чувствуешь себя сильным ты чувствуешь себя ловким ты веришь что не посрамишь салавы своих предков а затем бежишь по прямой в течение пяти минут с криками и молчаливыми молитвами о том чтобы не протранить одну из лошадок во время очередного засвета а зато зато есть полноценная сценка с гердой где наносит грима правильно распевать якутские шаманские песню и в то же время самое правильное что может сделать любой игрок обнаружив ее дюктом это выйти прочь без разговоров и закрыть дверь с той стороны и ты потом за это решение себе спасибо скажешь причем не потому что совместные посиделки приведут к чему-то прямо уж плохому что якобы нанесет некий эфемерный моральный урон в будущем и урон уголовным кодексом в настоящем о нет дорогой мой слушатель боль будет физической и будет связано с фактической неспособностью пройти игру не полагаясь целиком и полностью на случайные числа но давай это будет небольшим сюрпризом и тундра и хребты безумия закончились мы вышли на единую для обоих путей колею сидящий у ближайшего костра детектив будет дописывать историю о самом себе о том как потрясающий карнаки в одиночку шагал по растянутой над пропастью цепью навстречу ревущему будто зверь северному ветру и последняя не метафора такой звук может издавать что угодно но не естественное природное явление на этих словах он завершает главу и как настоящий храбрый герой предлагает грима пройти вперед и разобраться с тем что там порыкивает на другой стороне пропасть настоящий герой не тот кто герой а тот кто жив впрочем если не хочешь что можешь никуда и не идти и тогда необъяснимо харизматичный детектив справиться сам когда-нибудь чуть позже впрочем почему бы и нет почему бы и да как будто бы хоть что-то в этом мире способно произойти без вмешательства грима однако на пути в прекрасное будущее возникнет очередной кошмарный безумный дух принц ада андре де латур граф де лорд что может быть эпичнее чем это смотри ка вот же великое противостояние сочного и насквозь позитивного детского писателя сказок и ведущего драматурга первого театра ужаса противоположности но в то же время звенья одной цепи на цепи нет я не могу воспринимать всерьез эти качели потому что если в первой фазе события хоть немного дают эпичностью то вот вторая фаза боя со стороны бы выглядела примерно вот так доллар как настоящий гений триллера призывает пачку орков морозного зверя и грёбаного медведя а затем со зловещим хихиканьем продолжает кидаться серной кислотой все это все еще происходит на промороженных звеньях цепи которая качается высоко в небе и вероятно скользкая и вообще скажите спасибо старшему миядзаки что в диосе второго дарк соулса аналогичные цепи использовались лишь в качестве декоративного элемента они очередной площадке для басфайта вот бы могла получится интересная ситуация когда вся эта толпа примагничена к площадке а ты нет на этой позитивной ноте в принципе и закончить бы дальнейшей конфронтации с антропоморфной совой однако призыв духов здесь работает прямо как в соусах и хотя дух от и размазал оглобли по металлической поверхности оригинал продолжает сидеть на прежнем месте и творить свое психоделическое искусство из чего выходит что многочисленные духи маньяков ранее окончательно побеждены не были а может и значит и все эти механики никак не взаимосвязаны сюжетом не обоснованы к вам блин дух вторгается откуда вторгается если гребаной принцессе рельефа чтобы проникнуть в страну чудес понадобилось превратиться в ракушку и использовать в качестве катализатора переходом фамильный магический посох мучает меня определенное сомнение что рядовой макрушник с единственным фрагом за душой в этом аспекте в чем-то превосходит космическую сущность ведь даже космические сущности повторюсь вплетаются в цикл либо по личному приглашению ползущего либо результат получается столь сомнителен что нахрен она в итоге надо и кстати к слову о приглашениях зверь по ту сторону пропасти оказывается непростым наконец-то дошедший на вечеринку внешний скиталец что в переводе слов крафтианского ставит его вровень с мощнейшими йобами мультиверсом и если местные грейтваны ограничены действиями в стране снов более старшие боги космосом то внешние боги в пределах своих сил не ограничены ничем и именно на одного из таких существ все присутствующие тыкают пальцами гримов чтобы посмотреть что получится из их схватки и действительно кто же сильнее мальчик заточенный железной палкой или обожествление самого воздуха и разумное воплощение концепции ветра подсказки на земле говорили максить защиту и магию потому что лишь чудо способно одолеть такого могучего врага но зачем тебе такие сложности если ты обмазанный бафами медоман виабу с пятью мультиходами вероятно предполагается что кольцо убирающие урон от падения спасает от мгновенной смерти во второй фазе я сам этого не проверял потому что в своем древном невежестве решил показать грёбаному ветру что не такой уж он и не уязвимый к физическому урону и зарубил внешнего бога за три хода тем самым привнеся на счет грима минимум четвертого древнего бога только за текущий цикл не считая стычек с ползущим потому что я все еще не хочу считать его не арлута тэпом и потому что как раз таки он в итоге остался жив сразу после победы над внешним на поле боя примчится карнаки восклицая что он пришел спасти всех последний момент мой герой и даже больше хотя писатель и не ожидал что грим действительно пойдет в одиночку убивать снежного зверя однако после пережитого совместного приключения теперь их поход будет записан в легендах где грима будет приписана роль вечно что-то недопонимающего ватсона или легендарного хоббита что трогает незакрепленные ведра в море или иными словами крайне верного но очень очень глуповатого друга потрясающего во всех отношениях главного героя и больше так не делай пожалуйста далее в зависимости от выбранного пути грима встретит либо лев либо единорог первый расскажет про свой восхитительный план сбрасывать львят со скалы чтобы посмотреть кто из них научится летать и в награду за прохождение тундры и убийство внешнего бога подарить свои объятия наверное это и есть та самая очень большая награда за долгий путь но действительно да не маленькая кандидат от народа хренлим впрочем единорог в принципе настолько одержимой идеей отобрать себе короны винтербелла что не обратит внимание на такие мелочи дошел ну и молодец зарубил ветер пошли дальше единственная какую бы сторону конфликта ты не выбрал она всегда будет отстающей и на входе в касселтаун именно твоя партия будет в роли штурмующих а мне вот уже самому интересно насколько давно я не видел нормальных игр если вот это мне кажется впечатляющей катсцены причем сейчас будет информация без видео рядом если ты решишь перерезать льва и единорога еще на месте встречи то катсцена никак не поменяется ведь у марионеток не прописано такое развитие сценария и они искренне продолжат не замечать расхождение с привычной последовательностью событий поэтому и спешить за своим порт лидером особо не стоит исцеледование городка при условии выполнения соответствующих триггеров принесет слишком много пользы в будущем столько сколько не принесет ни один воинствующий любитель имперских регалий спойлер эти двое могут наградить тебя разве что душой противопутствующей стороны а то есть ничего такого чего бы ты не смог взять сам тем более что брать самому эти души придется так или иначе осторожно возможен удар в спину прямо девиз нашей внешне экономической политики а если ты не осторожно то удар в спину действительно произойдет гран гениоль вот что находится в сердце винтер белла его ведущий автор а по совместительству главный защитник по признанию многих сердце этого театра будет защищать свое детище всеми имеющимися силами еще дважды заспавнится и очень расстроиться в конце впрочем на этот раз медведей не будет что нивелирует сложность столкновения приблизительно до нуля жаль касселтаун как понятно из названия создавался как город крепость перед входом винтербелл и поэтому здесь нет ничего кроме очаровательных пейзажей не очень инициативные стражи многочисленных оружейных и невидимых монахи которые попытаются тебя загрызть за вторжение на территории белой королевы белой госпожей у нас кстати была нот до того как ползущий приполз в мир с останками грима и предложил ей сделку от которой нельзя было отказаться впрочем более подробный разбор тех событий подождет до самого винтербелла благо осталось нам немного и все эти предположения про город крепость могли бы иметь хоть какой-то смысл если бы в современных поисковых системах отсутствовал поиск по картинке и таким образом мы обнаруживаем что все это время видневшийся на заднем плане винтербелл являлся французским аббатством крепостью мон-сен-мишель впрочем актуальный снежный город не имеет никакого отношения ни к настоящему монастырю не к столетней войне не даже к легендам просветилища дракона скрытая под первой королинской базиликой и если мы не принимаем архангела михаила за ньярла татепа анод белую королеву за епископа авранша твои дальнейших схожести в истории этих строений мы не найдем что только лишний раз подтверждает насколько же без идей на старые повелители воруют ассеты с википедии а могла бы в столовой на раздачу работать и если у тебя найдутся силы прощупать абсолютно каждую стену вот в этом коридоре за надписью про секретик то потайный проход действительно найдется за ним сомнение будет ожидать величайший детектив планеты томас карнаки в сомнении возможно ли что за этим хлипким мостиком из деревяшки находятся сокровища а то и сама величественная корона винтербелла любой вменяемый человек скажет что нет а если не скажет то ну в смысле не скажет что он тебе сделал почему ты так сильно хочешь скинуть детектива в яму это неправильно чувак я вот своим первым прохождением эту комнату вообще не нашел и очень в итоге расстроился поэтому шерлока точно стоит отговорить и тут будто бы очнувшись от наваждения нуарный искатель призраков понимает всю ошибочность своих рассуждений тоже будет прятать корону на внешней стене когда у нас есть тронный зал определенно какой-то разумист а таковых в округе не наблюдается а значит время отправиться в дальнейший путь спасибо ватсон ну а сам ватсон бессмертный так что можно и тортики полутать но не очень-то и хотелось ладно нет хотелось то очень теперь не очень если же продолжать гулять по крышам то на западе обнаружится заброшенная цирок вушка в которой нет ничего если мы так и не зачистили пещеру с шаготами как неожиданно и неприятно но надо было выбирать большую награду за длинный путь а не фетишизировать милые очки как я уже говорил скрипт откроет ту дорогу чуть позднее сейчас же можешь погрызть душу внешнего за алтарем откуда бы ей там взяться и там же в позе сокола изобразить уверенность завтрашним днем если же ты повстречал герду в юрте то тогда в заброшенной церкви обнаружится потерявшийся кай набравшись сил от чаепития герда успеет раньше грима и уже будет пытаться убедить своего дорогого друга вернуться обратно в белое пространство из которого они оба и вышли однако кай проговаривая свое имя отказывается ловиться на гензюцу слезливые глазки и обстоятельно рассказывает что все их совместное прошлое было всего лишь предыстории призваны прикрыть противоречия он сам является творением герда замены ее настоящего друга единственная рукотворная история снежной девочки снеговик самосознанием который хочет увидеть мир за пределом снежно-белого сада без ничего в этот момент герда очень расстраивается достает дробовик и вышибает каю на голову а минуту спустя впав в истерику обращается снежной королевой той самой причиной почему кай изначально был вынужден уйти из дома однако есть небольшой нюанс истерика перерастает в помешательство она будто бы видит писателя своего давно потерянного отца и в то же время желает его убить что впрочем не так уж далеко от истины ведь частичка ее настоящего отца в андеде есть и теперь грим вынужден в прострации стоять в порушенной церкви пока вокруг него замерзает кровь и еще одного великого древнего а также ее творение а также его собственной фактически дочери забавно что если герда является автором каем то ганс христиан андерсон является автором сказки о них обоих и если в юрте просто посмотреть на герду и уйти без разговоров то получится извернуться и попасть в церковь раньше нее в таком случае снеговик тоже назовет грима отцом отцом своей истории и попросит предотвратить помешательство герда убить кая до того как девочка сможет его найти и закономерно не сможет вернуть его домой снеговик ощущает наличие четвертой стены и знает что скрипты не позволят ему бегать вечно и ганс сможет только выполнить его желание при повторной встрече с гердой надписи на полу да и не только надписи приобретают прямо-таки маниакальный характер на японской вики это объяснялось тем что андерсон якобы считал что бедняки достигают счастья лишь умираем однако лично я никаких свидетельств подобного не нашел не считая конечно того факта что в цикле рождественских историй пара бедных детей у него действительно не могут пережить зимнюю ночь но такие истории ну просто к сведению являлись целым жанром литературы призванным привлечь внимание людей к проблеме детской смертности а сам андерсон нередко отсылал денег из собственных накоплений тем самым беднякам ненавидимым которые смогли с ним каким-то образом списаться допускаю что я могу ошибаться однако я не ошибаюсь и прописывать подобные строчки на вики это все равно что обвинять реального а не игрового льюиса кэрролла в излишней любви к детям когда как формальных свидетельств этому нет и никогда не было так или иначе но уставший искать своего друга снегурочка даст гриму свою книгу и исчезнет возвратившись в то самое состояние из которого вышла в снег так старалась зашла так далеко но в конце концов даже это не имеет значения ибо условный лучший батя столетия предпочел сломать друга условной дочери ради 7 минутных хотелок и хорошо хоть не сломал ее саму впрочем если тебе станет от этого легче герда и кай воссоединились в оплатившийся из них истории герда стала снегурочкой а кай ее ездовым птицей вороном и теперь они живут до тех пор пока люди помнят их историю так что бегом учить оригинальную сказку и строчить по ней фанфике только так мы сможем сохранить историю в веках и подарить им вечную жизнь итак я знаю что этого момента ждали всем кто знаком с третьим делос нет вообще все просто ты еще не знаю что ты этого ждал самый брутальный босс всей этой сраной игры ради которого прохождение всех частей на 50 часов суммарно того стоило черный рыцарь линдомея охотник на грешника что неустанно преследует грима еще со времен затерянного королевства как того кто однажды уничтожил мир и без лишних разговоров сделает это еще раз и еще раз и еще раз в первой части его прогнали прочь весьма глуповатой сценки но сейчас рыцарь точно знает кто был всему виной а подобные грехи смываются только кровью ведь если в затерянном королевстве ты чувствовал темное присутствие при вторжении судьи то теперь именно он ощущает присутствие первородной тьмы в полуметре от себя я бы мог сказать что просто расстрелял его из пистолета как происходило почти со всеми боссами на пять тысяч характеристик сильнее меня однако линдомея тоже не промах потеряв лошадь он только признает силу грима потеряв же свои любимые зеркала тьмы он придет к выводу который зажигает в душах обоих бойцов огонек настоящего сена им обоим нужна не победа а сам процесс в честь чего он подрубает big division выкручивает себе и гриму весь исходящий урон на 900 процентов а также делает себя и андена бессмертными наличие очков здоровья просто декорация теперь брутальные мегаломаньяки могут выбивать друг из друга дерьмо на протяжении 20 раундов реквием в кой-то веке стал настоящий заупокойной мессой бой не закончится пока он не закончится бей в ебуч потому что тебе это нравится не обязательно выдумывать высокие мотивы и еще 16 раундов цитирование плеча и бой собаки а в конечном итоге линдомея и грим либо умрут вместе либо же вместе выковырят железки из своих тел обменяются взаимными угрозами и разойдутся до следующего раза рыцарь разве что пообещает восстановить черный суд который как мы помним был нужен бафомет исключительно ради разрушения затерянного королевства так что линдомея хоть и навалил под конец фан-сервиса но какая же тупая идея заставляет его двигаться вперед еще тупее разве что тот факт что парень то придет к успеху судя по twitter автором но это будет уже совсем другая история что же нам дали в награду за победу ты еще блин задайся вопросом зачем этот опциональный бой в принципе был нужен сам бой это и есть награда потому что кольцо отключающая статус эффекта тебе в дальнейшем все равно не поможет любому врагу проще обнулить твою полоску здоровья за раз чем баловаться со всевозможными дебафами на протяжении десятков раундов да это даже если таковой уникум найдется расходники в инвентаре ход не тратят и пожирание стака гвоздей как бустеров на атаку не потратит слишком много времени не потратила бы слишком много времени не приходилось бы их хавать пачками абсолютно в каждом бою в каждом крае на центральной площади касселтауна развернулась очередное побоище и выживание двух саблезубых тигров или выживание двух единорогов зависит от того какую именно сторону ты выбрал в начале своего пути спойлера станутся только враги причем что саблезубы что единороги схватки один на один сильнее чем их именные предводители якобы поддерживающие свою власть за счет исключительной силы вот только лейден не может бесконечно восстанавливать свое здоровье до максимума а унес не будет чаржем убивать тебя до первого хода из главного льва в принципе противник элементарный каждый раз когда автор отключает использование предметов он не может быть делает боссу наконец-то вменяемую сложность ввиду чего забивание гвоздей вражеским лобом превращается в сплошное удовольствие совсем иной вопрос что унес которую ты выбираешь своим боссом в этой схватке участвовать отказывается хотя стоит при этом где-то неподалеку но будем справедливо зачем бы ей нужна была наемная сила если бы она решала все проблемы самостоятельно и будем даже еще более честны зачем бы ей облегчать тебе работу если в конечном итоге она так или иначе планировала избавиться от грима тут правда дай бог что занизил уклонение ради дополнительного урона все равно в конце не смог увернуться от удара сзади зачем она это сделала как мы возможно помним прообраз единорога это идейный националист империалист а так как все население страны было подвергнуто смене пола то в этой итерации унес стала еще и агрессивной радикальной феминисткой истребившие 99 процентов всего мужского населения своей страны и в принципе если кто не знал то единороги так и работают эстетствующие пижоны подпускают к себе исключительно девственных девушек для всех остальных есть рок на голове с другой стороны дорога приключений главного единорога так или иначе заканчивается именно здесь потому что уже 40 минут сидящая на ступеньках мейбл несколько утомилась ждать когда же грим наконец-то найдет нужную дверь и попросту разобьет а стену очередную помеху своим грандиозным планом внешние боги заботятся о повелителях они об их творениях и морально разложившийся грим древним богам куда как более симпатичен чем марионетки скудно отыгрывающий свой сценарий потому что сценарий у них именно что скудный а у грима чуть пошире тем более если во время долгожданной встречи твой любимец все также носят на голове тайны звездного неба как такому не помочь однако чтобы пройти немного вперед давай отступим немного назад и тут же сразу закончим линию льва она ведь по крайней мере не попытается никого предать правильно следовательно выбор партии реформаторов более выгоден чем все остальное верно то оно может быть и верно но теперь боссом на пути к мейбл и винтрбелла становится сама унис милый ламповый единорожек выключающий урон у всех а так с гарантированным шансом попадания и при этом то и дело включающие уворот будь объективно проклят тот день когда какому-то человеку показалось клёвой концепция босса построенного на уклонениях уклонениях без возможности попасть а если получилось то смотри-ка она создает три своих копий во второй фазе которые тем не менее все настоящие бессмертные и для победы над ними тебе придется обновить все их здоровье по очереди рискуя получить наш любимый ваншот на третьем ходу идет грим пока салта он видит белый туман горит зашел в него и сгорел целиком и полностью люди возможно еще со времен первой части помнят мои сложные отношения со случайными числами но эта хрень это за гранью добра и зла а я еще чего-то подумал что ультимативная атака на моем основном оружие тоже имеет гарантированный шанс попадания и начал придумывать себе альтернативные билды не очень удачно скажу себе или вот по поводу гениальной интуитивности black souls только на надписи на полу перед единорогом я узнал что эффект страха отключает уклонение возможность накладывать эффект страха я получил примерно часов за 20 до этого и совсем не важно что для начала страхом тоже нужно попасть сколько там прошло часов только этого обзора и мы тут открытия для себя делаем а ты еще не поверишь тут есть эффект слабости эффект рваных ран некие бафы на оружие эффективные против тех против кого они эффективны классификатора тебе к сожалению тоже никто не дает поэтому на всякий случай обмазывайся всем что есть а также в закромах можно обнаружить грим прерывающий врагам лечения работает примерно как тоже не работает единственный раз когда мне понадобилось прервать лечение он не оказал никакого эффекта если честно я до сих пор не имею ни малейшего представления что все эти эффекты делают но как известно самое страшное не то что ты можешь использовать а то что используют на тебя и мне бы очень хотелось сказать мол пейн я типов урона не чувствую зачем ты мне дал пачку щитов от каждой стихии а пожилой сержант в ответ кастует восходящего дракона четырех гор чтобы никто не догадался что именно он хочет сделать а затем достает наган стреляет мне в ногу и говорит вот он же урон физический урон или вот серная кислота серная кислота какой-то тип урона химический так нет от химического урона защита вода и огонь тоже физическим жарят но что ты хотел даже огонь и вода вполне себе физические процесса а урон между прочим процентник срезает примерно треть лица за одно применение а все остальное само собой сжимается в точку как после употребления всего лимона целиком за один укус вместе со своей смертью унес забрала у меня кусочек души и еще больше отнял я сам когда захотел в следующем диалоге попробовать оба выбора сразу не сохранившись перед этим в честь чего вышел с единорогом раз на раз еще раз сюжетно с лейден ситуация получилась еще хуже когда она осталась наблюдать за боем унес против грима она отослала вперед своих братьев саблезубов вот только йог садот ждал совсем не их и поэтому оформил бесконечно регенерирующим кошкам заправской такой ваншот из-за чего кровавый дождь в округе закончится еще не скоро лейден попытается отомстить за собратьев но в принципе туда и дорога защита львицы лично мне не было интересно так как по сути она мало чем отличается от своего антипода разве что в спину не бьет возможно удели автор пару сцен на раскрытие персонажей и политота великобритании девятнадцатого века действительно могла бы вызвать хоть какие-то неоднозначные эмоции хоть какие-то эмоции однако лично я здесь симпатизировал исключительно мейбл ибо отстирать потом столько пятен от платья будет не так уж и просто именно настолько ключевые персонажи дополнения под названием корона льва и единорога западают в душу впрочем то что не интересно мне не факт что не интересно гриму а вот сам регион клубничного герцогства вызывает исключительно приятные ассоциации тихий пляж пробирающая психоделичная музыка многочисленные дети грима играющие на крышах и в местных садах куда ему самому хода нет ибо все прошлые попытки общения с ребенком после развода он провалил с прямо-таки присущий только ему грандиозностью а может быть и не провалил если все остались довольны все кроме нашедшего свой полюс морального компаса винтер был тихое место отсюда не так далеко до ядра страны снов ввиду чего здесь никогда не бывает сражений вероятно и лев и единорог дойдя не сюда может тоже бы присоединились к всеобщему веселью может быть именно поэтому они продолжали гнаться за короны не знаю что короны попросту нет интересный момент белая королева оказалась очарована неким мужчиной и поэтому ушла со своего трона тем самым доведя страну до гражданской войны но мы ведь все понимаем кто у нас во всех бочках затычка и по кому все эти бочки мира точат нот белая королева при приближении ползущего к своему саду верно оценила доступные силы и с легкостью пошла на сделку с ним еще и защитив мэри сию от окончательной смерти впрочем только этой небольшой защитой дело и ограничилась забрав все имущество мэрия саму фею лишили бессмертия сил право быть великой и бросили в тюремную камеру прямо напротив входа в имперскую канализацию где пар маглот продолжила делать ей различные неприличные предложения а это именно бар маглот или же кто-то 3 так как карии глаза во всей игре имеют только она и кудахтора и есть у меня определенного рода сомнения что теневым кукловодом все это время являлась жареная курочка хотя какой эпичный бы вышел плод твист лишь же уже не могла выбраться из темницы самостоятельно поэтому вероятно и предложение приняла получила обратно свое кольцо и тем самым пробила путь из страны чудес для своего чемпиона в то же время и сада не мог своими силами выбраться грим и когда они все-таки друг другу помогают он прописывает феи в нос пользуясь отсутствием у нее сил демиурга и в вышка убегает в псевдореальный мир из предыдущей концовки а сила изменять и творить была превращена в сердце винтербелла и настолько эта обилка уникальна что непонятно как повелители вообще жили до тех пор пока мы рисю не начала свою авторскую карьеру в то же время животная тяга гриму от лица нот не заканчивалась на одном лишь бесконечном продуцирование потомства постепенно видя как он все больше чернеет и черствеет она все больше проникалась к нему истинными чувствами состраданием сочувствием а постепенно даже любовью или по крайней мере начала эти чувства признавать как например вторая красная королева являлась ли алиса в стране чудес хоть когда-нибудь настоящий или же с самого начала являлась порождением безногим но прикид имеет всю память именно это алиса память ее чувства грима а также полную беспомощность попытки ему помочь она часть ползущего та часть которая лишена привилегий главной героиня и задвинута на второй план именно в таком состоянии нот обнаружила старую новую алису впервые находящую единственное утешение в флагелянстве и сожалениях и крольчиха просто не могла оставаться в стороне она помогает прикид создать на месте моря свой мини сад и обещает сделать все возможное чтобы грим в конечном итоге оказался на свободе причем этот план не учитывал вмешательства морисиум и прошлая концовка на самом деле знатно-тнак порвала шаблон парочки интриганток если допустить что реальный мир действительно был реальным конечно они еще один слой матрицы вроде как предполагается что на самом деле план прикид заключался в короне винтербелла ядре иллюзорного мира и самой страны чудес но корона представляет собой не совсем шапку на голову там самом центре управляя механизмами мира сосредоточен театр гран-ген-йоль и если у нас даже детские сказки превращаются в какой-то пиздец то страшно представить как именно извратили в самделишный театр ужаса чьи истории стали бы только злее оказавшись в руках местных драматургов впрочем оказались ли театр тоже оказался далеко не прост и по итогу в сердце мира остался только он сам на самоуправлении поглощая любого великого древнего который по неосторожности решится приблизиться слишком близко центральным ядром истории для детей оказался никому не подконтрольный полуразумный ужас который ныне сам устанавливает правила своих мизансцен чередуя комедию с трагедией невнятную подачу с невероятной концепцией dark souls дрочерство со взаимоотношениями автора со своим же произведением актеры репетиции реквизит режиссеры кульминация должна завораживать но театр жив пока живодейство и потому несмотря на построенный маршрут на сцену герой не может просто молча прийти оставшись всего лишь наблюдателям эпическая фэнтези предлагает вызов трейлер заставляет кровь кипеть трагедия потряхивает руки исследование вопросов моральности принуждает мыслить и задавать вопросы комедия разбивает атмосферу эмоциональными качелями загадка не отпускает до самого конца где же находится алиса была ли вообще алиса привет алиса с инвертированной цветовой схемы как насчет вместе выпить этого замечательного вина дарующего мультиход и по ходу имеющего бесконечное использование да и не только вина но еще и вместе поесть винограда если ты понимаешь о чем я на самом деле я упоминаю момент смейбл не потому что здесь есть хоть какая-то важная сюжетная информация и не потому что даже йогса тот оказался слабым напередок когда перед ним появляется такой гарный очаровашка нет просто некоторые люди я не буду показывать пальцем это стыдно только на этой сцене совместной трапезы начинают понимать что перед нами именно йогса тот а не просто какая-то неведомая сущность ведь мэйбл в полу страсти начинает выкрикивать первый слог собственного же имени со стороны признание контекста выглядит весьма весьма специфично что-то из разряда стоять перед зеркалом с бутербродом подмигивать отражению и победно кричать серега как же ты жрешь как мощные твои через слищи как глубок твой укус как сладок бутерброд вероятно его хватит чтобы заменить по калориям два куриных окорока серег а еще этот звук вроде как является восславлением самого йогса то там а также выражением восторга так что если когда-нибудь попытаешься издавать те же самые звуки думай исключительно о сущности за пределами вселенной и тогда она возможно улыбнется тебе в ответ нет подожди это там алиса к черту ваших мэйбл лавкрафта и де лорда мне нужно скорее догнать алису вот же скажите мистер кэрол неужели мои уроки настолько скучная ни в коем случае она ежедневно не спит до самого заката усердно участь все это время я только прошу вас найти в себе силы и не ругать ее слишком сильно по совести своей мне трудно назвать ее усердный уж не после того как она сбежала прямо посреди моего урока даже если она дочь декана как учитель вы должны мистер робинсон если позволите а точно разве с завтрашнего дня вы не уходите на длительный отпуск ах как это должно быть приятно быть молодым и иметь столько свободного времени на себя для себя вовсе нет мое время принадлежит людям которые очень близки ко мне те кто позволяют отнимать свое время станут старыми и даже не заметят этого мистер кэрол ностальгические воспоминания которые я вижу сейчас из какого времени они пришли я пытаюсь проследовать за загадочным кругом воспоминаний яркие живые они пролетают сквозь меня моя дверь открывается перед моими глазами открывается приятный моему сердцу пейзаж три маленькие принцессы живут в этом поместье ларина эдит и алиса лиддл ворота открываются словно приветствуя меня без колебаний я вхожу внутрь и иду по мраморной дорожке я поворачиваю ключ и дверь открывается алиса ларина эдит неуловимо знакомые но в то же время странно настораживающее место каждый закоулок особняка был вычищен всегда приятно посещать это место так я думал пока не обнаружил каракуля позади лестницы направлюсь в гостиную приятная комната в которой сестры могут отдохнуть на столе я вижу стеклянный ящик в нем огромный ассортимент разноцветных сладостей я замечаю что на одной из этих сладостей повешен ярлык съешь меня я взял ее и положил в рот она очень вкусная и хрустящая на что ларина тут же возмутилась о том что не стоит есть ее печенье жадина счастью алиса быстро урегулировал возможный конфликт эдит жует свой тост солнце зайдет за горизонт когда этот орленок закончит кушать отправлюсь вестибюль закрывай дверь на ночь держи колючь в своей комнате за дверью никого нет мне дали комнату с великолепным интерьером мне разрешили пользоваться ею в свое удовольствие на время отдыха я должен ответить на такой жест и позаботиться о детях немного подумав я обыскал комнату и нашел записку воздержись от общения с моими дочерьми это адресовано наступает ночь немного подумав я обыскал комнату и нашел записку проводи ночные осмотры что-то не так в окружающей картине мира позади тебя улыбающийся человек наблюдает за тобой сюрреалистичные записи там где их быть не должно изменившиеся посылания нацарапанные на досках кто-то или что то есть в этом доме помимо детей темнота расстилается перед моими глазами однако я алиса разве ты не должна спать в такой поздний час я вот провожу осмотры чтобы дети не гуляли по ночам а что здесь делаешь ты а в доме живет четвертая девушка погибшая еще до строительства поместья и она в крайне маниакальной манере не любит взрослых какая леденящая история постараюсь не попасться и на глаза а у тебя если что из старших есть только два брата и одна сестра и все вроде как живы что-то разбилось и упало в гостиной ладно допускаю что живы не всем по крайней мере если это фамильный сервиз алиса стоит конечно же пойти за ней дайна всего лишь кошка позднее я подмету разбившуюся тарелку а теперь стоит отправиться в свою комнату и хорошенько выспаться алиса предлагает пройти в ее комнату странное дело не дело благородному сыру расхаживать по комнатам юных леди на столе лежала вырезка из газеты три сестры похищены в последний раз их видели около реки тем за 4 июля 1862 года учитель из оксфордского университета является подозреваемым не нет все было не так 4 июля 1862 была записана первая история об алисе в стране чудес алиса под землей и никакие дети никуда не пропадали это бред бред ведь нужно найти алису возможно это не дело но наступило утро я решил обыскать свою комнату на столе обнаружилась записка не называй ее по имени кого именно ее никого не впускай разве я не должен был заняться чем-то другим стоит попросить прощения у алисы как-никак она вчера засиделась допоздна я даже не сообщил о том что отправляюсь в свою комнату честно говоря ей сам упустил этот момент но разве похоже у нас гости гости в случае появления гостей их нужно встретить кому-нибудь из взрослых это довольно аналогично четвертая дочь лол наступает ночь я слышу кашель из комнаты едит вероятно ей нужно принять лекарство я немедленно его принесу я поискал на столе я поискал под диваном я смотрел декоративное растение зачем в кухонном шкафу я нашел бутылку с лекарством на этикетке написано венус я взял лекарство наступило утро стоп но я же должен был лекарство крепление на моей сумке с лязгом открывается я нашел фотографию но я не помню чтобы я это снимал когда я ее сделал кто ее снял ничего не приходит на ум похоже и дит спит своей комнате меня унижают меня презирают меня жалеют эдит чувствует себя не очень хорошо поэтому чаепитие откладывается и все еще разве я не должен был сделать что-то важное наступает ночь голос обращается ко мне и просит ее спасти от кого-то кто хочет ее убить в комнату нужно прийти в ее комнату алиса продолжает байку про мертвую девочку разве это то как я учил ее сочинять сказки девочка просто выдумка она не ты никто не обращается к тебе как средней сестре она не может вспомнить даже своего имени но разве ее зовут не алиса лидл ползущий пришел наступило утро где алиса куда пропала алиса где ларина пошла будить алису но лисы нигде нет привет ларина ты знаешь куда пропала алиса алиса отправилась в очень-очень далекое место скорее всего вы больше не встретитесь действительно нужно было отдать эти лекарства пожалуй уже не нужно теперь необходимо спрятать наступает ночь ларина все хорошо успокойся это просто плохой сон закрыть глаза глубоко вдохнуть проснуться время все идет о пробуждении все отдаляется даже если за дверью еще одна дверь не сдавайся и продолжать двигаться вперед но сначала нужно раздобыть ключ здравствуйте мистер лидл до свидания мистер лидл здравствуйте миссис лидл солнце больше не поднимается она будет тонуть и тонуть и тонуть моё внимание привлекает моя камера и фотографии кукол за ужином нужно осмотреть комнаты фигурка королевы в комнате ларины ничего под кроватью около кровати эдит стоит бутылка с надписью яд очень походит на название лекарства в английской транскрипции под кроватью ничего нет на кровати лежит книга приключения алисы под землей первая не отредактированная версия моей страны чудес я нашел алису в ее руке что-то сжато но трупное коченение не позволяет раскрыть ее может не использовать нож получен ключ от вестибюля здравствуйте мистер лидл привет алиса до свидания миссис лидл это крайне интересная концепция бесконечных дверей не знал бы йог сатото и форму его калитки лично задумался бы о том что он все же послал меня в звездное небо дверь открыть выйти дверь открыть выйти насколько эта история походит на что-то действительно произошедшее что если газетная вырезка не лгала как насчет сна собаки что изначально сковал разум писателя давай ему выдумать целую жизнь то что будет после этой жизни ради подавления вины или в уже привычном акте очередного побега от реальности двери не заканчиваются открыть выйти дверь не заканчивается вот если вы кто-то помахал мне платочком на прощание это бы очень меня воодушевило после этого я обменялся последними любезностями сестрами и открыл дверь ты спасла меня спасибо и прости что втянул тебя во все это но теперь все хорошо нижесть в лучах солнца я иду с легким сердцем добравшись до ворот я остановился наверное девочки машут не платочками может посмотреть на них последний раз не оборачиваясь я продолжаю путь даже знаю что мы больше не встретимся я все равно продолжу плести сказку прощай золотой полдень прощай алиса плазенс лидл а затем грим просыпается перед той же самой дверью компании мэйбл я врата и я ключ а грим слишком милая отмычка который так приятно копаться в замочной скважине когда забыл ключи от дома чтобы его можно было просто бросить в плену очередного кошмара на самом деле в прощании с алисой есть определенного рода символизм если ранее мы проходили через бездомный хаотический поиск любимой тянучки через попытку отбиться от обоюдно токсичных отношений то сейчас грим перерос свою одержимость и сделал первый шаг в свободное будущее нашел тот путь в реальность который не приведет его через десять минут обратно в страну чудес ради очередного бессмысленного поиска алиса проблема подачи этой арки развития персонажа лишь в том что исходы визуальной новеллы разные и любой из них как одновременно является каноничным так и не влияет ровным счетом ни на что убил грим всех жителей особняка разглядел в них кукол или же ушел в заказ гордо поднятой головой каждый итог достигается раздельно в разных прохождениях и не изменит ни единый диалог или сцену до и после исходя из чего любая попытка обосновать и придать смысла просто по приколу вписанным элементом визуальной новеллы нелепо но будто бы не из аналогичных нелепостей состоят предыдущие сколько-то там часов хронометража можно предполагать что действуя логикой сновидения кошмар был призван окончательно сломать грима показать какое он чудовище раз даже выбравшись из ада не смог отказаться от своих больных привычек однако ломка не происходит и писатель смог выбраться наружу через десятки повторяющихся дверей и не особо расстроился своему желанию убивать ибо оно для него ну давайте будем откровенны не стало уж прямо открытием это самое очевидная развязка пусть и далеко не единственная как мы помним по ходу всего повествования в диалогах с прекрасными дамами у грима есть три пути убить поесть и уйти и ты не поверишь именно эти три пути возможны в домике лидл причем как и во всей игре просто уйти является наиболее позитивным исходом пусть в конкретном случае и так или иначе включает себя трехразовое питание даже здесь ты оставил простор для реиграбельности ними не минимум максимально всратым образом как обычно но зато тебе судья смотри в чем юмор на втором этаже при осмотре шкафа можно увидеть инструкцию о том как в особняке идет время однако ни один здоровый человек как мне кажется не пойдет на второй этаж в первый же день а если пойдет то про и любит свою хорошую концовку с первого же дня это такой злобненький гейм-дизайн что мне слов никаких нет также и остальные оранжевые записи доносят до тебя именно гайд по прохождению домика лидл это как куклы относятся к происходящему а именно как парку развлечений с любимым кэролом и только произнесение имени алисы призывает в весь этот движ ревнующего ползущего который как оказывается не очень рад сопернице однажды де лорд сказал подумай о детях видимо не догадываясь что сами дети весьма своеобразно думают о самом гриме все мыть хита детям а автор уже настолько плотно облизывает мифы сложившиеся вокруг кэролла его отношения к конкретным детям что оптимистичной в кавычках развязки даже говорить не стоит в этом кошмаре как и в любом обычном сне можно придать действию большую осознанность и превратить его не во вполне кошмар хотя как посмотреть с точки зрения морали и юриспруденции это будет едва ли не больше ужас впрочем если тебя это утешит то по крайней мере все в нем останутся живы и даже относительно здоровы не считая конечно ментальных травм и общественного осуждения в случае раскрытия всех подробностей дела ибо точить синеть и не делиться с добрыми соседями это не по-доброму и не по-соседским да да а терять аж трех детей за время одной прогулки на темзе так и вовсе вершина развития любого педагога что говорится сегодня у нас детишки урок выживания до дома доберетесь сами добро пожаловать в эволюцию и естественный отбор но раз уж мы начали использовать нож на кухне они для поножовщины то для начала ли юис все же не теряя лишнего времени на чтение записочек отдает лекарство едит вовремя это не будет кровавым кашлем орошать округу алиса попросит прочитать из что-нибудь эдакого из новых сказок они попытаются скосплеить алису в подземелье спрятавшись под кровать а ларина отдаст своего любимого плюшевого медведя ибо ее рыцарю нужны расходники а никто другой в целом сказочном мире таким же ассортиментом товаров не располагает если просто успевать вовремя то вместо серийного убийства кэрол сестрами лидл будет поочередно готовить зефирки до самого конца своего отпуска и по его окончанию сестры дружно попрощаются за своим учителем и он гордо отправится к новым свершениям но стоит лишь обернуться как было ставшая счастливой идиллия превратить дорогих кэролу девушек стальные манекены чем они и являлись самого начала куклы такие же как и он сам с другой стороны он может и не оборачиваться и о фальшивости происходящего так и не узнать что впрочем не помешает ему назвать произошедшее кошмаром что вероятно свидетельствует либо о недокрученных скриптах либо о том что при всех неуместных легендах вокруг своей личности льюис кэрол все же тоже считает домашние зефирки пиздецом пятой категории наверное просто не умеет их готовить пожалуй самый интересный момент здесь в том что в счастливой концовке по выходу из дома льюис благодарить за помощь соседскую девчонку по имени мэйбл за то что она все это время была здесь придерживала двери для своего любимца в то же время в брутальной он вырезает весь дом и с улюлюканье выбегает наружу без всяких сантиментов тем самым не обретая душевного покоя но кому на этот покой что хрица не по и все равно надежды на разветвленность сюжета только ограничивают твое сознание йогса тот предлагает продолжить путь до гран гиньоле осталось не так уж много и основное испытание грим прошел только что сама структура мира театра предполагает что если ты куда-то движешься то пройдя соответствующие испытания непременно дойдешь а развлекающиеся концептуальное воплощение двери и замка позволит гриму не заплутать по дороге перед входом в тронный зал грим просит у жабы генриха позаботиться о его дочерях и я сука очень надеюсь что не в том же самом смысле как это сделал ты с его дочерьми ведь из всех тематичных знакомых кэролла генрихом звали только патриарха семьи лидл и следует признать бегство от алиментов это тот навык который грим освоил даже лучше чем многочисленные смертоубийства ибо скидывание на знакомую жабу опеки над населением целого мира это искусство причем куда более тонкая чем полные аллюзии фантасмагория в помещении у трона нас встретит еще один старый знакомый по крайней мере если мы завершили все его ивенты ранее томас карнаки тоже смог прорваться в тронный зал винтербелла и по пути его определенно не сопровождал аватар внешнего бога из-за чего к настоящему моменту искатель призраков умирает от ран но куда больше чем собственная смерть его волнует ложь про корону исполняющие желание это что его рукописи так никогда и не найдут своего читателя изначально весь этот поход был задуман стать новой истории из биографии нуарного оккультного детектива но теперь остановка стала последней карнаки передает гриму свою книгу с просьбой отнести ту в ближайшую редакцию а затем он умирает однако продолжит жить в глазах своих читателей и знаешь что самое замечательное грим исполняет его просьбу потому что все истории о томасе карнаки рассказываются от первого лица его близким другом дольсоном ну ты сечё же да как шерлок холмс и доктор ватсон только великий карнаки гостфайндер и его не совсем верный уже не совсем доктор и тем более уже совсем не дольсон а теперь самое время спуститься на сцену и завершить эту историю при спуске вместе с мы был в подвальные помещения дворца произойдет кое-что страшно все их и диалоги будут генерироваться в рандомном порядке и некоторые из них ты попросту не услышишь за одно прохождение как хорошо что здесь есть я да спускался по лестнице все то время пока на нее взбирался спейс-марин еще до того как это стало мейнстримом из-за чего дорога растянулась примерно на четыре эпизода перепрохождение финального босса я не могу сказать что рассказ о кошках сатурна они действительно существуют или об использовании всех имеющихся в стране чудес детей грима в качестве ударной силы при атаке по ползущему восхитительный план имеет прямо-таки огромный художественный смысл однако эти восхитительные истории неплохо подчеркивают чуждость мышления внешних богов коим напомню мэйбл является в первую очередь несмотря на все сомнительные решения которые ей принимались по ходу раскрытия персонажа там же мэйбл здорово проезжается по бездарности большинства великих в попытке творения и в частности по бармаглоту что даже спустя века только и может что лепить снеговиков в то время как ее более молодая коллега способна скрафтить себе вот настолько прекрасную резиновую куклу для кулинарных утех и настолько это раритетная штука что даже хранитель врат из-за предела вселенной начнет понемногу понимать человеческие чувства и поблагодарить грима за совместное распитие сидра однако по спуску вниз их дальнейшие пути расходятся гриму нужно идти дальше в то время как мэйбл и без того слишком сильно повлияла на сценарий этого сада едва ли малая частица внешнего бога сможет выдержать дальнейшее противодействие цена и есть даже у того что грим в итоге оказался здесь они продолжают крутиться в цикле про алису в любом из них в ложных или истинных концовках ведь напомню именно мэйбл начала 3 длс однако стоит сделать несколько шагов вперед как за спиною опускается решетка да это она очередное предательство йогса тот вел сюда писателя не для обретения исполнителя желаний ведь театр на это попросту не способен а для того чтобы грим был поглощен гран-гиньолем как средоточие наибольшего числа души в этом мире не способный стать правителем он так и останется всего лишь ресурсом удар само же тело мэйбл погибнет в этой самой комнате а разум отправится обратно к его источнику ее роль проводника на этом исчерпана злость разочарование не вполне так очередной удар по решетке нет этого ли бежал грим нет очередного предательства нет очередной лжи способный на одно только разрушение даже сейчас он не может применить то что умеет хоть для чего-то кроме гибели окружающих друзей приятелей любимых новые и новые удары не приносят никакого результата прочность решетки является концепцией неразрушимости едва ли не более прочной чем сама суть этого мира аватар йогса то то должен умереть в этой комнате за свое вмешательство в установленный круг вещей это факт предрешенный сценарием очень большое достижение что грим в принципе смог хотя бы погнуть металлические прутья однако неважно насколько велика твоя сила атаки если ты пьешь текстуру несмотря на то что внешние боги по своей природе не способны понимать людей мы и был утверждает что именно сейчас она поняла одного единственного человека если он еще может таковым называться и что удивительно даже почувствовала что-то к нему в ответ и поэтому в самом конце попросила закрыть глаза своими словами мейбл разжигала в гриме огонь противоречия гнев направлены на предателей и кукловодов неприятие участи быть всего лишь батарейкой для взявшегося из ниоткуда макгаффина и что-то у нее определенно получилось пусть и несколько окольным способом осталось только найти этому чувству объект приложениям и не задумываться что даже ее последние слова все еще могут быть многоуровневой провокацией недовольного текущим положением вещей йогса то там как кстати или не кстати в реальность вновь вторгается принц ада и автор стоящий за его спиной экс-машины и если прежние столкновения были односторонним димаршем против идущего в нежелательном направлении сказочника то теперь это личное залоба стала обоюдной последняя схватка с долордом быстро оказывается не последний серная кислота процентный урон 50 ударов серии драматург выложит всего себя использует любые подлости любые трюки для защиты своего детища к счастью от такого исхода засбегит сам мир и откатит грима в предыдущую комнату а уже оттуда он сможет сколько угодно раз применять свою стратегию и так или иначе пробьется вперед налицо конфликт интересов один говорит что сказки для малолетних дебилов второй ничего не говорит но ему не нужно за него все скажет отсутствие кнопки сбежать из этого боя и критический удар размером с краснодарский край и лишь самый последний момент андре осознает ужасающую истину все это время он защищал театр от жалкого детского писателя но за спиной гиперсовы находится даже не его гран гениоль красная и белая королева отобрали у лиф способность изменять и воплотили из нее ядро нового мира самодостаточную сцену которая не имеет никакого отношения к своему про образу самого де лорда театр воспринимал опухолью которую необходимо вырезать до начала финальной арки и это осознание причем ясное им обоим самого начала вкупе с полученными ранами убивает мастера ужаса и трагедии окончательно занавес антракт перед последней дверью грим уже не сможет отступить назад лишь принять свою судьбу или выступить против нее и во втором случае в ответ на исполнение их предсмертных просьб исполнить желание нежити попытаются наши недавние знакомые флоренс нитингел герда снежная королева карнаки охотник за призраками надо сказать без них мизан сцена была бы совсем не той начать с того что репертуара главного актера категорически недостаточно для того чтобы в одиночку одолеть сердце этого мира по крайней мере в нашей версии постановки так-то отдельные театра проходят все фазы нашей экс-машины соло на девятой сложностям через другие обузы но так ли это важно грим выходит вперед и марионетка гран-гиньоле предлагает ему сразу же отдать свою душу проиграть еще до начала гранд-финала ну что если да смотри какая милая деревянная фигурка и определенно можно доверять самое то чтобы сдаться прямо сейчас и ничего не получить меньше чем ничего конфликт интересов повелителей никуда не исчезнет ползущий все также будет контролировать мир пока главный его элемент продолжит находиться в нем пусть и став неотъемлемой частью сердца дримланда но интерес в сражении принадлежит не только гриму в сети его немногочисленные товарищи друзья а также любовные интересы так или иначе продолжат попытки вытащить его наружу дорогой мы живем в саду размером с коробку от холодильника давай сделаем как можно больше детей и используем их в качестве армии против владельца этого места жаль что грим к тому моменту будет не более чем еще одной марионеткой на нитях обретшего самосознание театра ужасов но это ведь совсем неудовлетворительный исход постановки к тому же нельзя забывать о главном возможно андеда изменяли и переписывали всем пантеоном грейт ванов заостряли ему самые низкие плотские желания внушали ему априори не имеющие смысла идея безусловно это перекрежило его личность и выстроила что-то новое и мерзкое на месте старого и доброго однако из этой же последовательности нельзя отнять главного возможно другие взбунтовавшиеся владельцы черных душ искали освобождение спасение или хотя бы смысла их бесконечных мучений а грим просто любят пить чай и убивать и что-то я не вижу на этой сцене ни заварки ни сахара плевать если на его пути станет сама алиса если она позовет свои альтернативные копии из подземелья зазеркалья или страны чудес пусть даже они будут с лепками уже знакомых нам алис брикет мейбл или алисы лидл с идентичными атаками это не имеет значения не имеют значения сильнейшие представители иллюзорного сада что лев что единорог олицетворяющий собой то ли политические движения то ли бездумных зверей не способных выйти из своей роли последнее что может остановить грима или же ту его часть которая зовется кэролан это выдуманные ими же история конце концов всегда можно выдумать еще одну сказку счастье это всего лишь краткий эпизод перед тем как приходит истинное горе однако внешний бог да лот оказывается еще слабее чем шедевры сада по всей видимости пространство иллюзорного мира не может выдержать его полного присутствия идеальная геометрическая форма состоящая из одних промежутков предлагает любому заинтересованному простую концепцию смотри на вещи такими какие они есть и постарайся не сойти с ума в процессе возможно именно поэтому да лот не может ничего противопоставить гриму механизм сумасшествия давно стал в руках нежити очередным инструментом эксплоринга а не то чего стоит бояться и поэтому он и так видит мир в его исходной форме без лица существо конечно лучше убивать как можно быстрее ибо она с каждым ходом получать дополнительные действия и создает все больше стирающих органику супер лазеров судя по найденным фан-артам и контекстному поиску все приводит к тому что перед нами находится очередной ватарнияр лототепа однако данный вывод усугубляет безумие хаоса еще больше потому что он привел грима в страну чудес он пытается его вытащить он пытается его убить окончательно в процессе он толкает грима создать оружие против себя же он бьет по рукам всех кто пытается вмешиваться и он же здоровенным лазером бьет по щекам самому гриму и его команде ай не в силах превозмочь нежить характеристиками театр создает образ величайшего ужаса грима замужнюю алису однако шестая фаза боя подряд уже не давала ему остановиться путь нужно было пройти до самого конца и только так обрести право окончательно освободиться от иллюзий конец все ближе и каждый спутник выдает небольшую фразу призывающий воодушевиться силой дружбы трагедии реального мира коллега по цеху и собственная же работа не дают писателю опустить руки и в самом конце грим разрубает на части саму историю о стране чудес тут искру творения что позволяло морисью вновь и вновь разыгрывать свои спектакли а затем мелко нарезает каждую порубленную часть и так до тех самых пор пока не останется один на один с ничем в одиночестве на пустой сцене то время как все порубленные изображения исчезают из этого мира вырезаются вместе со сложившейся вокруг них кровавой сказкой цикл разорван окончательно чтобы не сделал ползущий в ответ на разрушение гран гиньоле он уже не сможет просто начать одну и ту же песню самого начала грим наконец-то свободен уже сейчас как впрочем был условно свободен еще в финале первой части так что и стоять на месте упиваясь новыми возможностями тоже лучше не стоит к сцене приближается нот с мечом однако вместо того чтобы наконец пырнуть андеды и получить свою личную свободу она срубает свою косу и даже бантик поднять отказывается как мы знаем по аниме отрубание себе волос является жестом олицетворяющим потерю невинности на что мы скажем троекратная хан учитывая общее число произошедшего от нее потомство также это жест проявления решимости изменения и желание взять судьбу в свои руки пойти тоже саму подстричься что ли впрочем иногда решимость идет рука об руку с тупостью нот меметично протягивает руку и говорит стань уже черной душой и подорви всю необитаемую вселенную а грим в ответ на нее смотрит как осознавшийся главный герой фаерпанч и вываливается со сцены в тут же исчезнувшую дверь части ползущего называют крольчиху предателем а то ничего не отрицает и зовет щеширскую кошку чтобы разобрать живую планету вдвоем никто не задумывается что если нот могла бесконечно продавать гриму усилители характеристик то и сама наверное успела выкачаться до капа именно ей принадлежит самое клевое кольцо в игре дающая бонусные действия и бонус к тем самым характеристикам а еще именно она производит часы кролика и вечность заседает рядом с вендором который вполне может производить любое оружие в том числе и огнестрел и очень хороший вопрос у кого по итогам этого противостояния большие проблемы у всего лишь жалкой пародии на ньярла татепа или у существа постигшего все самые чизовые механики этого мира а грим в это время бежит образы неправильной алисы кричат ему вслед однако он им больше не верит до тех самых пор пока та что играла роль младшей сестры не отталкивает его в сторону нападая на остальных алис и тут бы вспомнить все те психологические теории которые я щедро растерва на бутерброд однако на деле все немного проще каждая часть ползущего по-своему сама достаточно и самостоятельно и потому конфликт интересов иногда переходят в такие казусы сестра откажется от какой-либо помощи и пошлет грима куда подальше и в итоге вместо всех эпичных предположений окажется что все три образа алиса все это время управлялись брендошмыгом бармаглотом и джуп-джуп однако эгоистичная птица решила на этот раз сделать добро своим немногочисленным фанатам забыв что в прошлый раз бармаглот убила ее единственным ударом аниме хрен ли когда требую сценарий мы будем небеса когда не требует сценарий бомжи в подворот не представляют для нас серьезную угрозу помнишь кстати весь тот замут про то что бармаглот очарняла чужие души в частности мэри сию ради того чтобы считаться творцом если исходить из названий картинок файлах игры конкретный образ алисы матери сам по себе является великим древним ну то есть тем самым чуваком которые не имеют влияния в стране снов и которым весь этот движ опять же просто не нужен из чего могу сделать вывод что автор то ли решил забить на ружье в недостаточно истинной концовки либо я в конечном итоге так ничего и не понял вот тебе и результат полугода бля работы над этим видосами прости нас йогса тут мы все прохали играя в классики в разрушающемся мире грим не может не задаваться вопросами куда он идет почему так стремительно скатывается атмосфера можно ли прихватить с собой братишку медведя или он так и останется в услужении фильм версии думгая финальный прыжок однако писатель не подрассчитал оно и не мудрено когда ты впервые за игру научился прыгать к счастью на той стороне его ловит красная шапочка но не только она пока хрупкая девушка тянет грима вверх нечто более тяжелое и объемное тянет его же вниз алиса ползущий не ярлатотеп и если ранее он предпочитал исключительно эгоистичные выборы то сейчас грим выбирает спасти хотя бы одну свою историю которая в противном случае его ни за что не отпустит хотя чисто технически башня ведь не на нем держалась из чего-то наверное еще и строилась и почему она упала непонятно опять же сила аниме наверное но и спойлер для тех кто захочет этот момент перепройти ради другого выбора вот в этом вот здесь вот не тратьте время на троекратное убийство грангиньоле каждый выбор ведет к одному и тому же исходу преисподня не то чего он хотел на то чего он определенно заслуживает апатия главное слабость нежити без яркой цели затмевающий все свое существование мертвые возвращаются к неподвижному состоянию и постепенно забывают даже то кем они были архуэлян первый грим кэрол перо окутагава лавкрафт звуки стихают и однообразный аромат уже не тревожит разум выцветают краски чтобы не находилось вокруг он этого уже не ощущает смерть бессмертного существование без участия разума смерть личности но этот ад не длится вечно каждая часть неправильного ползучего хаоса больше напоминающего эволюцию обычного ползущего самодостаточна а некоторые еще и обладают собственным мнением алиса в кои-то веки настоящая алиса или по крайней мере та что с наибольшей уверенностью может ею называться вероятно то самая красная королева прикет имеющая память той самой алиса приходит за гримом вместо где не осталось ничего кроме него и бесчисленных фальшивок и уводит его прочь в белый мир за пределами любого из садов идешь по лиминальному пространству и задаешься вопросами это тульпа так заботится о его здоровье что готова пожертвовать своим существованием чтобы он излечился или же он так и языкал что она готова умереть лишь бы избавиться от его компания и хорошо если фигурально грим и алиса проходят сквозь лабиринт из полосе сквозь палаты экстренной терапии заходят за продуктами в ближайшую пятерочку и наконец находят выход освобождение от иллюзии изменчивой твари позади и тут могла бы быть крайне сексистская шутка но нет девушка остается стоять на границе между миром снов и реальным миром алиса лиддл уже мертва и было мертва с самого начала чтобы ты там не видел белом пространстве и то что можно было бы назвать ее последней волей в последний же раз подала кэрол руку выводя его на свет так же как они некогда защищали свою страну чудес вместе однако теперь она остается как и планировала с самого начала при всей своей автономности часть ползущего никогда не перестанет ею быть а грим будет спасен пусть даже и дав на последок невыполнимые обещания обязательно за ней вернуться спустя неопределенное время писатель сидит в собственном доме и разговаривает с лежащей на кровати блондинкой уж не знаю на каких условиях сказочные создания существуют вне дримленда однако красную шапочку ему найти удалось как удалось и отдать в печать отредактированную книгу своего товарища карнаки чтобы его истории были запечатлены в веках впрочем кое-что омрачает прекрасный день именно сегодня наступает двадцатилетие красной шапочки а как мы помним из слов мэри сью заложенный в блондинку дефект неминуемо убьет ее в этом самом возрасте точно так же как все дорогие гриму люди продолжают умирать у него на руках стоило ли выходить из страны чудес реальность далеко не всегда может предложить удовлетворительный исход твоего пути и иногда эскапизм это действительно выход кто-то отчаянно строчит пьесы не видя что именно его театр давным-давно подменили жалкие подражатели кто-то отдает всего себя окружающим людям кто-то теряется в творчестве подменяя реальность своими фантазиями кому-то достаточно просто воображаемого друга которому можно высказать свои переживания и даже этот друг понимает что автору будет намного лучше без него без этой болезненной зацикленности на своей работе а кто-то в противовес создает культ восславляющий а зато там и радуется жизни до первого безумца объявившего священную войну всему миру сразу и вот ты несколько раз выбрался из персонального ада пару раз уничтожил мир лично столкнулся с каждым персонажем собственных историй жертвовал всем что у тебя было всем что было даже не у тебя прорвался через пелену безумия всратого сеттинга на rpg мейкере в реальность попутно десятками вырезаем это вселенские сущности каждая из которых могла бы по желанию потушить вселенную даже несмотря на то что в этой вселенной убийство бога это что-то из разряда зарезать гравитацию но в самом конце так ничего не спас последний близкий человек умирает на твоих руках и уже не будет следующего цикла чтобы что-то исправить титры все завершается главным меню они неочередным появлением в библиотеке грез история полностью закончена а теперь можешь впадать в депрессию отношения автора и его произведения весьма неоднозначная штука кто-то искренне любит своими физические сюжеты о космических чудовищах кто-то использует своих философствующих ведьмаков как средство заработка а кто-то искренне ненавидит величайшего детектива продолжение истории про которого тем не менее требуют людям и продолжает писать рассказы про него при этом продолжая ныть в каждом письме о своей тяжелой судьбинушке ох подожди так это ж я кто-то выплескивает на бумагу собственные страхи и комплексы кто-то же создает истории для развлечения и только для него или же ищет в рукотворных образах спасения от постоянного одиночества а еще как вариант нахуй выгорает полгода крафтя видос по нахрен никому не нужной хентайной пародии но нормальный сюжет вплетая в повествование еще больше сюра чем было в оригинале однако из-за длины сценария повторяя каждую имеющуюся шутку по минимум по два раза сука извини малютка подписчик на самом деле я не ленился просто у меня скопилось уже 50 часов одних только попыток записать аудио дорожку и вообще глянь как именно оказывается называется папка с моим бандикамом я не сумасшедший древние боги хотят этот обзор и знали что я его сделаю еще в 2017 году так что насколько бы нас обоих не клонило сон данный видос это твоя и моя судьба прими его таким как он есть но давай уже начнем философствовать и искать смысла которых изначально в нашу аниме историю вероятно даже не закладывалась если в первой части я видел демиургом именно грима то теперь все вернулось к тому о чем нам говорили с самого начала ключевым антагонистом является мэри сию обиженный жизнью ребенок оставлены родителями и проецирующий свои желания на сюжет своих работ находит отдушину в творчестве и уже там становится эдакой особенной звездочкой и совсем не метафорической феечкой винкс но давай продолжим мысль чего бы больше всего на свете хотелось вот такому изолированному ребенку выместить залось на проекции своих беспокойных родственников поставить себе на пьедестал самый самый лучший супер волшебницы гипер богини победителя зла самой простой компании может быть или возможно банального столь неуместного для великих древних человеческого понимания кто поймет автора лучше чем его персонажи и его же творения чтобы тебе не заливали в уши прохаванные литераторы но абсолютно любые герои рукописей являются отражением автора не всегда буквально когда очередной начинающий писатель прямо проецирует в текст попаданца собственным характером повадками и привычками в очередном нелепом фэнтезийном мире однако попросту нельзя описать то о чем не имеешь и малейшего понятия и поэтому абсолютно любой сюжет всегда проходит через авторский субъективный опыт на страницах работы мы видим воспринимаемые автором процессы общественной жизни взгляд на экономические системы недостаток знаний в одной области привлеченное желание продемонстрировать понимание другой или не видим когда это все старательно пытаются замолчать то как условная мэри воспринимает мир можно увидеть на примере тех самых дефолтных вариантов развития событий при встрече с новым персонажем то какие действия воспринимает она сама спросить интересующие тебя штуки убить уйти это при общении существом того же пола и чуть более расширенная ветка для персонажей пола противоположного здесь же можно рассмотреть компенсационные механизмы в самом поведении феи когда очередному предательству придается намного более глубинный смысл чем она есть на самом деле и вот уже она сама видит страданиях и саморазрушения некое доказательство любви при этом вообще-то неплохо разбираясь психологии как оно заявляется да даже сами персонажи затерянного королевства проецирует именно представление мэрия а например гордыня рыцарстве аморальных полу рыбах либо же избалованных принцессах но если мы продолжим разбирать каждую текстуру прям настолько буквально то таким образом сначала на разбор персоналей самого и не менее минимум выйдем а затем и на меня самого надо но нам лично у меня такого желания нет как и необходимости шо твой гордый графоман шо это гордый графоман но к чему я это чем примитивнее история тем легче заметить в ней авторский след многие писатели еще не умеют или не хотят прятаться за фасадом сюжета и псевдо философской идеи перекрученных социальным комментарием да и кто поздно ночью перед сном не представлял себя тем кем он не является героем таксистом начальником смены в пятерочке или тем самым загадочным мужиком в затертой мешковине что в этой самой пятерочке подозрительно крутится около ликера водочного отделения когда начинающий автор создает свой мир свой персональный dreamland при переносе на бумагу нередко становится понятно кем бы он в этом сновидении сам бы хотел являться делает ли это персонажей хуже зачастую прогинать мироустройство под самовставку автора эта штука весьма весьма специфичная и обычно ломающее погружение в голове читателя впрочем том бомбадил не даст соврать иногда это дарит приинтереснейший экспириенс в то же время концепция фанфикшена какого-нибудь тульповодство и персонажей мэри сию как термина на этом построена но чем же является black souls если не одним огромным жестоким фанфиком про тульп и мэри сию он это прям великолепный тезис некая обиженная жизнью девочка в милом зеленом платье и на реальный облик не смотри читает сказку про добро и зло про преступление и наказание про всеобщую справедливость эта история и и восхищает но глядевшись по сторонам она не находит ни справедливости не дружбы не понимания в своем собственном окружении тем не менее сказка ей искренне нравится она фанатеет по ней она хочет если не оказаться в ней то когда-нибудь написать что-то подобное возможно даже с теми же самыми героями потому что несмотря на комплексный сюжет местами глупый автор оригинала по ее мнению историю не дотянул не объяснил всех принципов работы местной магии не засватал гермиону за василия из нижних чертов и много-много таких не которые в конечном итоге ломают сказку через колено но девочка точно напишет свою историю и конечно же исправит все косяки оригинала она ж жила в реальном мире жизнь видула преимущественно правда в газетах и новостных сводках и поэтому точно знает что реальный мир не может быть настолько же стерильным как и в недокрученной сказке поэтому ну-ка зальем в происходящее половых сношений буквальных и фигуральных заправим все соусом из поголовной шкодливой залобности каждого присутствующего все ведь в мире эгоисты правильно и сделаем одного из главных героев самовставкой а заодно и мэри сию чтобы в итоге она точно достигла успеха сказка же а сам фанфик назовем красной шапочкой методы рационального мышления развернув на локальном форуме целую теорию про большую игру профессора бабушки впрочем при всей своей творческой натуре лиф изрядно склонна к саморазрушению не своих персонажей и не их судьбы она ломает в очередном спектакле а в первую очередь себя и следи за прогрессией своей первой работе забитая девочка замашками психопата сделала главным героем забитую девочку замашками психопатом лучшим событием в жизни которой оказалось появление верного будто пес друга больше чем друга ради которого не жалко пустить всю свою старую жизнь под нож вместе с новым хахалем якобы невнимательной бабушки истребить обидчиц в одиночку одолеть всех стихийных древних богов устроить переворот в чьем-нибудь саду и наконец-то избавиться от тиранствующей матери что и было причиной ее затравленного состояния впрочем даже так демиург свеже написанной истории ищет подвох понимает что в жизни не бывает так просто и для избавления от собственного кошмара нужно нечто большее чем рояль в кустах требуется не просто удалить главное отравляющие ее жизнь звено но и съехать куда-нибудь в параллельное измерение на этом первая история завершается красная шапочка и ее волк по очереди выгуливают друг друга на собачьем поводке но в жизни лиф при этом мало что меняется по крайней мере до тех пор пока она не взяв пример со своего же творения в ходе построения затерянного королевства каким-то образом не запирает в нем свою мать шуб негурат и уже с этого мгновения понимает что судьба красной шапочки себя и жила мэри сию способна на большее да и достойна определенно большего чем абсолютно послушная собака в качестве компаньона из чего рождается адовый коктейль из десятков любимых писателей чьи души забирались из реального мира первую очередь по их же собственным молитвам или же похищались у других повелителей вроде преснопамятного нерлота тэпа но лиф уже не могла воспринимать мир без призмы маниакального психоза бармаглот слишком глубоко отравила ее разум историями о лучшей жизни и поэтому ее любимый грим живет жизнью сурка спасает затерянное королевство от демонических принцесс и по оставленной самой же мэри лазейки может обнаружить истинного виновника трагедий сразить чудовище и начать все с самого начала чему на самом деле мэри будет только рада однако даже так лиф продолжает надеяться что уж он-то ее лучшее творение примет своего создателя такой какая она есть неудачно но нельзя сказать что неожиданно этот сценарий учитывался изначально тоже поэтому репутнем королевства и попробуем снова впрочем уже дальше из такой сюжетной экспозиции начинают литься проблема мотивация персонажей трещит по швам потому что у них не достает ни экранного времени не желание пишущего это время уделять зачем если они являются декорациями для одного только грима неопознаваемые космические сверхсущности укатываются к уровню синющей бабки клавы из соседнего подъезда который уже третий год как пиздец с головой и стягивает свою квартиру всю поломанную мебель с ближайшего мусорного бака обычное население мира способно выдавливать из себя в лучшем случае три абзаца текста да и то половина из них скорее всего будут охами и ахами от великолепного вкуса немецких сосисок а главный герой даже несмотря на свою исключительность и поголовную симпатию со стороны всего женского пола по ходу повествования всегда будет оставаться один потому что автор свеженаписанного фанфика не может прописать взаимоотношения которые расходятся с его субъективным опытом почитайте любые комментарии под страницами манги про буллинг в школах вы удивитесь числу тех кто на полном серьезе из благих намерений поддерживает прерывание вообще всех присутствующих в кадре персонажей и так бы она все и повторялось до тех пор пока мэри не научилась бы любить саму себя достаточно чтобы привить то же самое чувство гриму однако тут со словами привет ты охуел из дыры в мироздании просочился ползущий подал на мэри в суд по интеллектуальным правам забрал принадлежащий ему инвентарь включая грима кэролан а пачерицу посадил в тюрягу где она будет чалиться но нарах до скончания веков вечер в хату бисюнэнэ после чего начал пилить новые работы под тем же продукт-плейсментом я могу даже подавляющую ненависть именно красные шапочки подвязать именно к этому ведь мэри сию абсолютно плевать на шапку она далеко не один раз делала красную шапку персонажем своих сюжетов причем далеко не всегда жестокой судьбой по сравнению со всеми остальными но что если это ненависть не к личности а к своему прошлому образу к прошлой слабости и апатичности не позволяющий взять свою жизнь свои руки и этот жалкий образ либо фундаментально изменится либо умрет в двадцатник потому что у каждого терпения есть предел или в изначально не хотела быть этим и напоминание о прошлой жизни выводят ее из себя одним своим видом пиздец хайл из погрестников весь обзор и где я сейчас делаю психологический анализ летающего помидора в надежде что поехавший японский сумрачный гений когда-то сделал то же самое а он спойлер его не делал и все эти анимешные развязки на самом деле местами сделаны лишь бы было они для более комплексного понимания историям откуда взялся призрак девочки алисы после боя с нерва тэпом если ее в тримлэнде никогда не должно было быть ведь в одном случае она изначально нерва татэп а во втором мертва и что и кого зачем нужно было визуальная новелла куда пропал кудактор почему во время первой встречи шапка обернулась сраным волком при положительном безумии а во всей остальной игре при тех же показателей просто перестает нахрен существовать в этом мире и волчья форма безусловно выглядит круто но к херам ломает буквально всю нарративную линию этого персонажа о боже грим посмотрел на меня и убежал пойду пожалуй в новую игру плюс и давай не обращать внимание на тот факт что остальные персонажи тоже видят этого волка а значит он вписан сценарий а значит шапка тоже один из элементов декораций и значит пробуждение от матрицы по крайней мере в разрез планами ньярла татэпа или гран геньюля тоже не было зачем нужны повелители в принципе если кусок мозга морисью смог починить своей воле внешних богов и прямо как заправской кукловод запихал свои загребущие руки им в чайную кружку по саму шею если роли трех алис отыгрывали великие древние то почему все остальные алисы являются ньярла татэпом или же не являются и тогда где он сам и еще много много таких невнятных вопросов без ответа рожденных и желание сделать вот это поворот вместо последовательного нарратива здесь перед нами предстает судьба алисы и кэрола попытки грима выйти за пределы зоны комфорта ньярла татэпа что то ли резал древних то ли их размножал а затем постепенно утонул свои роли не способны к творению бармаглот нот которая лишилась своего сада йог сатото который решил закончить спектакль досрочно из-за смерти разума его режиссера мэри сию что вопреки всему вышесказанному хотела вернуть все хотя бы как было и весь этот каталог авторов сменяет друг друга вырывает из рук сценарий дергает разных персонажей андрей дуксин в очередной раз подает в суд чтобы продавать мерч грим безысходно корежит реальность изнутри став слишком мэри сию даже по меркам страны чудес до тех самых пор пока сознание не обретает сама сцена под их ногами и теперь само инфополя начинает диктовать дальнейший сюжет мир продолжает жить даже после смерти своего создателя а еще во всей этой хаотичной плеяде авторов есть еще одно доселе упускаемое нами лицо лица зрители игрок только от игрока зависит помнит ли грим события затерянного королевства а то есть предыдущие игры от игрока зависит метод его коммуникации с окружающими будет он беспринципным бубликоведом или же паладином давшим клятву целомудренности будет он раз за разом умирать или все его невыразимые в кавычках страдания будут заключаться в обузе механик перезарядки при этом же грим вполне себе способен проявлять самостоятельность выразить личное отношение к своему автору и похитителю его историй причем дважды или же в тот момент когда ты сам возможно захочешь попросить у красной шапочки помощи зная что это решение утянет во собой в бездну грим решит самостоятельно спасти свое последнее творение потому что это то что он еще может сделать как следствие точно также как игрок получает знание о правильной последовательности действий в новых циклах точно также он толкает поломанное эго грима на совершение злодеяний или же в обратную сторону но проблема в том что игрок здесь не единственный владелец нитей от конкретной марионетки точно также нежитью по ходу повествования управляла лиф алиса ползущий и потому несмотря на то что в конечном итоге писатель сбежал из страны чудес он так и не смог уйти от своего главного врага который стоит на одну мерность выше чем сам грим и все представленные великие древние чем не ярла тотеп или даже йогса тот от чувака который выбирает варианты ответов а теперь разрешаю обратиться в ближайший паспортный стол и поменять имя на за тот владимирович например на этом и стоит концепция фан-фикшена фанатского творчества понять вселенную автора через его работу и скорее всего делать из оригинальных персонажей которые были хорошими друзьями гомосексуалистов так как одинокие 12-летние девочки не знакомы с понятием дружбы и абсолютно любую симпатию в итоге сводят первичным половым признакам x2 если персонаж красивый и богатый я не шучу зайдите на фикбук а еще лучше не заходите что синие что зеленые разделы преимущественно строятся не на том что человеку искренне нравится какая-то вселенная и потому он решает ее раскрыть она бессмысленной и беспощадной июля авторы чьи нам поменьше лепят снеговиков завлекая читателя не шикарным слогом и затратами на маркетинг а выносят до ужаса нелепые допущения при которых от оригинального ньярла татепа или например красной шапочки дай бог останется хотя бы имя и вместо глубоких сюжетных перипетий и раскрытий персонажей в диалогах и действиях такой автор оставят отсылку на оригинал вместо описания события давайте назовем и кратко перескажем главу из книги вместо продумывания взаимосвязей в любой удобный момент будем ссылаться на незыблемый канон вместо прописывания персонажа назовем по тексту его имя чтобы знакомые с оригиналом ориентировались на образ который был им знаком изначально ах вы не знакомы с оригинальной работой и понятия не имеете о чем речь вот вам список необходимой литературы чтобы точно распознать о чем мы вообще вели речь неполный кстати и пока вы рыдаете о кривой экспозиции мы пожалуй чего же не хватало моим любимым историям ах точно мы пока что нальем на каждого женского персонажа по три уровня ковенанта каждый из которых повышает возрастной рейтинг итогового продукта на три года а некоторые и сразу на семь лет строгача наверное именно так йогса тут и определяет потенциал стоящего перед ним повелителя творец или же всего лишь пользователь чужой интеллектуальной собственности сечешь плохо ли это ответь себе сам в зависимости от того понравилось ли тебе содержание последних часов хорошо ли а вот это вопрос уже более волнующий лишись наш чернушный фанфик вырвеглазных чаепитий бесчисленных отсылок на все подряд не заимствует он механики других игр в попытке надавить на чувство ностальгии и чтобы мы получили в сухом остатке а я скажу паршивенькое приключение на 15 часов которая хоть и работает на уровне нарратива но попросту никому не нужно даже несмотря на прогрессию в боевке если не веришь могу порекомендовать проект который по одному лишь названию все равно большинство никогда не найдет new game чуть более линейная структура такой же замах на неординарность настолько же сомнительные решения принимаемые игроком и вместо приятного послевкусия привкус сюрстреминга на языке потому что от интригующего начала и до выворачивающего мозг финала нет ничего буквально пустое поле где ничего не происходит но в то же время творчеством является все что угодно как бы персонажи нашей сказки не гнобили бездарную лепильщицу снеговиков она по крайней мере занята тем что ей нравится а творчество это в первую очередь самовыражение просто заодно самовыражение вас когда-нибудь засудит суд по интеллектуальным правам а второе с подавляющей вероятностью никогда не увидит свет с каждым годом все больше и больше переполняя стол значит ли это что и вовсе не стоит ничего делать я здесь лицо явно заинтересованы в отрицательном ответе ибо такого потока графомания еще пойди где-нибудь поищи и поэтому хочу сказать такую мысль кутите творите самоактуализируйтесь становитесь лучше главное не играйте в мморпг ибо эта игрушка дьявола и весь ваш творческий и кутежный потенциал сведется к катанию головой по клавиатуре без какой-либо надежды на светлое будущее запомни ты клёвый до тех пор пока считаешь себя клёвым и не слушай всевозможных кибер и не только буллеров и даже попытка воссоздать типично русские литературные сюжеты по лекалам эрисиум это не порог порог выпускать видосы раз полгода и вот сидишь ты такой грустишь вспоминаешь основную концовку и даже не подозреваешь что главным героем третьей части будет именно красная шапочка ввиду чего главная трагедия нашего текущего опуса сливается прямиком в болото бафомет и поэтому же все это телега про фанфикшн тоже не имеет никакого смысла потому что все оригинальные работы лавкрафта за давностью лет давно стали общественным достоянием ввиду чего спивающийся и демонстрирующий свое исподнее йогса тот это новый канон мифов ктулху живи теперь еще и с этим спасибо за внимание с вами была наша постоянная рубрика я прошел чтобы вам не пришлось надеюсь я больше никогда не буду ее продолжать пожалуйста не пингуйте не сообщайте не просите меня обзора на третью часть если когда-нибудь она доберется до релиза я еще хочу жить скорее всего а еще больше хочу обозревать спинно-мозговой безыдейный шлак коим похоже не является термина записью одних только босс файтов на гребанный час спасибо за понимание кто-нибудь разбудите тех кто решил уснуть под видеоряд чтобы не тратили электроэнергию впустую лобызая всех щечку и уста ибо так завещал товарищ брежнев до свидания до новых встреч и тепловой смерти вселенной пойду сопьюсь если тебе интересно то вот эти люди заставляли меня ощущать ответственность за производство видоса зачем-то подписываясь на меня на бусте в течение этого полугода скажите мне за что вы превратили прекрасный акт голодного свободного творчества в относительно сытое зашивание работой люблю вас